Диабло Будет ли вся сюжетка? Да, сюжетка будет вся, кроме первого акта Первый акт мы проходили на прошлом стриме полностью Ссылка есть в описании на тот стрим, где мы проходили полностью Первый акт имеет ввиду сюжетная кампания, прям была, да? То есть мы смотрели все ролики, все диалоги, вся вот эта история Поэтому, если кто в записи будет смотреть тоже сюжетную кампанию именно То первый акт мы пропустим Первый акт мы сейчас просто пробегаем быстро, быстро, быстро Лишь бы добежать быстрее до второго Вот, в процессе также я буду собирать алтари Лилит По возможности, ну По максимуму я их собирать буду уже гораздо позже, видимо На стриме сейчас, наверное, времени столько уделять не буду Сейчас у меня задача стоит пройти как можно быстрее Сюжетную кампанию, ну как быстрее Просто пройти сюжетную кампанию, ознакомиться с сюжетом Вся вот эта история, поэтому сегодня будем заниматься Именно этим, по крайней мере В первую часть стрима Не знаю, сколько там прохождение времени займет В прошлый раз прохождение первого акта заняло у нас 4 часа с просмотром всех диалогов, поэтому Ну, наверное, сегодняшний день как раз на это все дело и уйдет Михаил, привет Владимир, привет Пейнгод, привет Алабама, Джи, привет Валерка, привет Диабл 4 покинула чат, да, на некоторое время точно Алексей, привет Апрайзер, привет, спасибо за лайк Владимир, привет, Суренд, привет Весма, привет, Сафон, привет Да, мы создали клан, кстати, уже, да Я там уже кучу заявок понапринимал Сейчас давайте забежим в игру Я перед стримом подготовку сделал, кучу всяких активностей провел Ну, в первую очередь, конечно же, персонажа создал, чтобы не геморроиться с этим вопросом И создал клан, там всякие уже начали активности по этому поводу проводить Чтобы у нас сейчас-то не занимало времени Да, вроде запросы все, которые здесь были, я все уже принял И всем все, что нужно было, уже выслал, поэтому Поэтому остальное будем принимать уже позже Да, и сразу предупрежу, если вдруг все-таки стрим будет вылетать по какой-то причине Или зависать, то никуда разбегаться не нужно Если стрим завис, значит он будет перезапущен в течение, там, одной минуты буквально, максимум И все будет хорошо Я просто еще не стримил на релизной версии Не знаю, насколько стабильно она себя ведет На прошлой версии, к сожалению, вешали комп периодически по какой-то причине Значит, даже не комп, а игра сама зависала, вместе с ОБС-кой Короче, посмотрим, посмотрим Что будет сегодня происходить, надеюсь, все будет нормально Я вроде тесты сам по себе провел, попробовал то записи поделать и прочее Вроде бы ничего не вылетало На консолях нифига, говорит, не исправлено Да, на консолях я видел, там куча геморроя Но у нас там в чате ребята обсуждают, в дискорде сидят, как это решить Вроде нашли какое-то решение На консолях, да, на консолях через задницу все работает Хотя до этого, наоборот, все было в порядке, да, насколько я помню Так, Лут, привет, Роман, привет, Николай, привет Анджел, привет Тут пока с всеми поздороваешься, Вадом, привет Ладно, давайте, всем привет, короче, с кем не поздоровался, Карин, привет Амм Не, в пати В пати я не это, не это, не побегу А, ты мне шмотки хочешь накидать, господи Я сегодня в соло пойду, да, сегодня никаких пати Сегодня все должно быть Чисто в соло, ради сюжета, вот такая фигня В принципе, не смотрел коллегу, ждал тебя, спасибо, Евгений Вышло обновление на PS5 И сейчас все норм идет, отлично, ну, рад, что они решили этот вопрос Ладно, побежали, потихонечку будем разбираться По звуку тоже, ребят, если что, сразу говорить Потому что я вроде звук отрегулировал сам На свой слух Сейчас перед стримом сидел, поговорял с настройками Но, я хрен его знает, может быть, со звуком все-таки какие-то вопросы на стриме будут По крайней мере, звуки вот этих вот эффектов всех я не тестил То есть, я не знаю, сколько хорошо и громко они слышны на стриме Или наоборот слишком тихо Потому что, ну, если бы я убивал монстров, то я бы начал уже проходить А проходить без стрима я не хочу Такая фигня Привет, Рион, на РФ-аккаунте запускается Ну, вот, я играю с РФ-аккаунта Видимо, запускается Я делал ролик на днях, как запускать РФ-аккаунта Плюс там кучу комментариев писал еще в закрепленном комментарии И, соответственно, там есть инфа по этому поводу Чат перевестили налево, чтобы стримеры вы не закрывали Я не понял, чем речь Какой чат? На PS Pro работает? Я не знаю Это надо уточнять, у ребят у нас в Дискорде Там куча с консолей играет Поубавь себя процентов на 10 Я слишком громко, да, получается? Игра громко, и я громко Так, ну давайте сейчас мои громкости отрегулируем, значит Так, ну, себя поубавил На пару децибел Давайте на пару На пару-тройку децибел убавим Так, и игру тоже немножечко отрегулируем Игру тоже отрегулируем сейчас Еще 10% скинем Сервера в игре сейчас стабильно работают Я не знаю, что-то вышло Даже я знаю Запускается без всякой херни Станцами, конечно, Дрион Станцами Только станцами Да, еще раз повторюсь, да, что мы сейчас пропускаем все диалоги первого акта Все катсцены и прочее Потому что первый акт мы уже проходили На бете Запись стрима есть Там полностью чисто стрим с прохождением первого акта Со всеми диалогами и прочим Если кто-то будет смотреть сюжетное прохождение Именно с первого акта Выделить первый акт Имеет смысл смотреть начинать с того стрима И потом сюда уже возвращаться Когда я перейду во второй акт Евгений, привет Рунные слова смоцветы? Нет Их не будет до выхода ближайшего дополнения Так, мы будем играть за разбойницу с клиночками Соответственно, наш основной навык будет Твистинг блейд Или в русской версии Режущие клинки, как они это называются А, вонзающиеся клинки Вонзающиеся клинки, да Ну, собственно, по ходу дела буду билд прокидывать Но мы, по сути, будем повторять все то же самое, что делали на бете То есть я репетицию на бете не зря проводил Я уже сейчас четко знаю, что я буду делать Поэтому мы просто будем сейчас идти по Тому процессу, который был изначально На бете уже отрепетирован Чат переместили налево Вон под веткой теперь не видно, как там отекает Близзов А, вон еще, да У меня нет сейчас никаких сообщений в чате Так что нормально, да Мозаику собирать будешь, ага Типа того, да Была б мозаика, мы бы сразу ее собрали Начал я играть, естественно, на втором уровне сложности Почему? Потому что разбойница вполне себя хорошо чувствует и на нем Никаких сложностей у него с этим нет Ой, куда я полез? Верни на место меня, не туда пошел Так, ну что, первый квест Бежим спокойно вроде пока Никих происшествий не происходит Ну что, не зависает, не вылетает Если звук тоже будет как-то каким-то образом себя странно вести То есть там робо-войс, говорили, иногда появляется, когда я в Diablo 4 играю Тоже говорить, что сейчас будем все в процессе исправлять Благо сейчас у нас не бета, времени до хренища Так что можно будет спокойно подстроить всю трансляцию Под то, чтобы она шла и чувствовала себя хорошо Давай на графиню Была бы здесь графиня, с радостью бы не исходил Хотя, может, она и есть, кто ее знает По крайней мере, Андерелька и Дурель здесь есть Не засвечивались еще в прошлых трейлерах игры Насчет графини, не знаю Будет здесь графиня у нас Будет здесь графиня, а хрен его знает Через лук играют? Кто? Разбойницы? Да, есть вариант игры через лук, но ближе к эндгейму На старте она себя гораздо лучше чувствует Именно через кинжальчики Поэтому, собственно говоря, я через них играю Вдорвем Все, они кучки поставили Надо использовать, правильно? Будет графиня, кто? Андерелька? Ну, возможно Я, кстати, даже не знаю, в каком акте она появляется, эта Андерелька-то Может, она вообще будет каким-нибудь имбобоссом Или еще какой-нибудь такой штукой Каким-нибудь убербоссом или типа того Сам старте лук неплох Ну, как это сказать Я пробовал играть через лук Когда так вот бета первая вышла Я пробовал играть сразу через лук в первом деле Казалось, вроде нормально А потом я попробовал поиграть через клинки И понял, что, ну блин По сравнению с клинками лук, конечно Судрит, все в сравнении познается Все в сравнении Если просто играть, то нормально На самом деле, многие играют и варварами, и друидами И говорят, типа, да вообще зашибись Никаких проблем, типа, нормальный персонаж Кого докопали, типа, на старте Но когда начинаешь сравнивать То есть, когда играешь всеми перцами Пробуешь ими всеми играть А я всеми пробовал играть на бете Я всеми персонажами докачивал с максимальных уровней И, ну, как бы, разгонить оказалось Самой быстрой и самой приятной С точки зрения вот стартового прохождения Потом, наверное, когда мы, знаешь, типа Соберем всякие там Алтари лилит Всякие там эти уровни известности наберем И прочие ништяки Которые будут давать буст уже новым персонажам Вот тогда, наверное, можно будет стартовать И всякими там этими Варварами, друидами и прочим Ну, понятно, что я всех персонажей сокращаю Просто порядок Я буду для себя сам выбирать Другой немножко Переместить бы вебку, чтобы чат был виден Согласно, что могли приветы на стриме передавать Хочешь, чтобы я направо, в смысле, вебку перетащил Чисто в теории, наверное, можно Какие сообщения вроде появляются Давай попробуем Почему бы нет Давай попробуем Привет, фаталити Вчера играл за рогу в Диабл-1 Сломался лук, а рога стала кексинкой В Диабл-2 рога без оружия чем бьет? Руками или ногами? Ничем она не бьет, к сожалению В этой игре твои атаки привязаны к оружию У миличных персонажей Поэтому, если ничего нет То будет бить сломанным оружием То есть будет по-прежнему бить кинжалами Просто кинжалы будут сломанными Поэтому урон с них считаться не будет Вот такая фигня Дима, привет Реклама в планчате за донат, пишет Валерка Да я думаю, что тут ребята, кто в клане находятся Они и так могут кидать все, что хотят Я вижу, что заявки здесь есть Но я пока их принимать не буду, ребят Я заявки в клан, которые вот с утра Кто кидал, я уже принял Теперь уже, когда у нас в клане появится Софон Или Фото ЕД Они там заявки будут принимать уже Дальше Я на ф reconnaissance и заниматься сейчас уже не буду Тут есть две проблемы Они по-третьему не причинили проблему С вылетом игры, когда принимаешь заявки в чат Я сегодня, когда принимал заявки в чат, сидел с утра У меня игра вылетала практически Ну где-то каждые минут Десять, наверное Я принимаю прямые заявки Херак, игра вылетела Принимаю прямые заявки Игра к херак, вылетела С чем-то связано, я не знаю На бете была точно такая же проблема, когда ты принимаешь заявки в план А по какой-то причине игра вылетает Как у них заработает, почему, все мы узнаем Это непонятно Что-то случается Звук боя в игре немножко прикрутить Да, давай прикрутим Звуки боя в прошлый раз тоже были супер громкие Поэтому нужно их, конечно, убавлять Однозначно Только на ваши комментарии могу в этом плане ориентироваться Потому что На мой слух тут ни хрена не слышно Так Кристин Блейдс берем Наш второй навык появляется Все прекрасно Как клан называется? Enterfly В клан мы принимаем только по заявкам через Дискорд По лору проходить будешь? Да Первый акт мы пробежим быстро А начиная со второго акта будет сюжетное прохождение Первый акт мы проходили на прошлой бете Так что если есть желание посмотреть полностью сюжет первого акта То на прошлой бете Один прошлый стрим тоже с таким же С такой же примерно превьюшкой Там тоже была разбойница Все то же самое Там было полное сюжетное прохождение первого акта Сегодня первый акт мы пробежим побыстрее А дальше уже будем это Проходить А дальше уже будем проходить Начиная со второго акта Полное сюжетное прохождение будет Такими видосиками и прочим Стартовал, говорит, вчера на пиратке Сыр, говорит, конечно, и багов полно Народу, говорит, прилично Ну ничего удивительного, да На живете пока тишина То есть РМТ пока не предвидится Почему не предвидится? Здесь в игре торгуют без проблем Золотом и желтыми шмотками Просто сейчас желтые шмотки Они особо не нужны никому Ну типа кто будет торговать желтыми шмотками Когда ты на старте игры находишься Кому они нахрен нужны? А золотом торговать будут без проблем Если дискорда нет Можно ли попасть в клан по заявке через постель? Нет Наличие дискорда обязательно Весь клан 100% уходит в дискорде Там клановый чар Клановые обсуждения и прочие ништяки У нас это одно из условий Наступления в клан Наличие себя у нас на дискорд сервере нашем Эксимал, привет Спасибо за лайк Мы, видишь, пробовали делать кланы без ограничений На бете на прошлой У нас клан полностью забился Все 150 человек За 2 часа На полтос Или даже это Выкрутить бой Сейчас Сейчас бой еще уменьшим Через постель только в модераторы можно попасть Да, Валерка знает тему, да Через постель только в модераторы Воин из Диабло 1 Стал в Диабло 2 Диабло 2 Он стал в Диабло Все-таки, говорит, такая прическа тебе идет больше Спасибо Будет ли D2GSP переходить на Диабло 4 На Д2GSP торговля была еще в бете Диабло 4, так тебе скажу Еще в марте На ДДЖП уже торговали золотом и желтыми шмотками В Диабло 4 Так что, конечно, да Так, первый босс Давайте без уязвимости обойдемся Я еще не готов Какой? Мне не хватает энергии Я еще не готов Сосредоточусь Пора уже вспоминать, как играть Потому что первые навыки уже появились Которые Которые позволяют нам Уже играть разводница Чуть поэффективнее, чем просто Затыкивать первым автоатакой Если сейчас куплю Делюкс, будет ли ранний доступ? Я не знаю Может проверить Но, скорее всего, должен быть По идее, разработчики говорили, что можно покупать Делюкс И прочие версии до 6-го числа, я так понял Поэтому Поэтому проблем вроде быть не должно Единственная проблема, что я сейчас не могу помочь с покупкой игры У меня даже люди, кто вчера обращался за помощью с покупкой Я части людей смог отправить игры Части нет Там какой-то геморр начался Короче, из-за того, что Все, видимо, решили покупать Диабло Зачем-то в последний день Спокойно весь месяц отправляли подарки Как бы все хорошо было И все было прекрасно Можно было игру спокойно купить Выслать и так далее Со вчерашнего дня начался геморрой жесткий Игры Либо не уходят, короче Либо возвращают Короче, срай началась Я сейчас не могу помочь с покупкой игры Поэтому нужно Ко мне, если хотите обратиться с помощью покупкой Нужно будет обращаться уже теперь Дня через два, через три, наверное, я не знаю Когда там эти вопросы все решатся Там вариантов сейчас осталось, короче, покупки Раньше как все это происходило Спокойно пересылаешь игру Куча способов покупки было И посылки подарков Сейчас, по факту, остались только Способы высылания подарков супер дорогие Супер дорогие, собственно говоря Остались способы высылания подарков И, естественно, что я их не могу использовать Потому что, ну Я привык по достаточно низким ценам вам Подарки, собственно говоря, высылать По игре Чтобы она, по крайней мере, выходила не дороже Чем она стоит в самом батлнете Но Сейчас так невозможно сделать, к сожалению Привет, Владислав Играешь с русского акка? Да, все верно Камера слишком близкая Ну, не знаю Дело привычки Пропустил начало Как назвал девочку Девочку зовут Кардес Не потому что она девочка Потому что это мой пока единственный персонаж Поэтому пока ее буду звать именно так Потом будем разбираться С этим вопросом уже С названиями и прочими Пока потом разберемся Пока все достаточно банально Просто свой ник на нее прилетел Сверху и все Девочка Кардес, да Так Что надо сделать-то? Что здесь первое будет? Возвращаясь к клинике Наносит больше урона Да, наверное, это наша тема Нанесение большего урона Пока что нужно Алекс, привет А, кстати, вначале Аппраизер я не это, не Алиса, стоп Господи, Алиса начала Кого-то хрена Че вообще понесло Я сказал Аппраизер, привет А Алиса, началось Мы здороваться, видимо Она считает себя Аппраизером Где-то глубине души Че она начал говорить? Я забыл, о чем говорил Не будет проблем с обновлениями Но игра нормально обновляется Вчера вышли обновления Я спокойно все обновил Почему должны быть проблемы А, вот что говорил Я говорил о том, что Я создал персонажа Еще до этого До начала стрима Я создал персонажа Создал клан Как бы там начали уже Активность всякие эти проявлять По этому поводу И поэтому В начале стрима Этого бы и не было Привет, почему не через лук Потому что старт Через клинки Самый эффективный И вообще, в принципе Билд разбойнется Через клинки на базовых этапах Очень эффективный Со своего аккаунта Подарком отправляешь? Нет Есть специальные аккаунты Через которые это делается Я свой аккаунт отправить не могу Потому что он у меня российский С РФ-аккаунтов Я ничего отправлять не могу Я себе-то игру на РФ-аккаунте Купить не могу Нет Есть разные аккаунты Для разных целей Есть аккаунты На которых Можно отправлять Там через покупки с картой Есть аккаунты На которых Продается золото Или покупается В World of Warcraft Продается золото В World of Warcraft Покупаются токены Токены продаются на площадке Получается пополнение баланса Короче, способы есть разные И нужно подбирать способ, исходя там Из конкретной ситуации в конкретный момент времени Сейчас нихера не работает Все эти способы пообрезались Теперь единственный вариант Высылать игру подарком, остался Это тупо покупать ее с карты, что будет супер дорого Поэтому я сейчас с покупкой игры Подарками не помогаю некоторое время Привет, Абцентикович, большое спасибо Пересылка игры подарком Это, знаешь, отдельная наука вообще Первый алтарь лилит Но я сейчас не помню, где находится алтарь лилит Я на прошлом этом собирал На бете, бегал, все их изучал, где они находятся Но сейчас этим просто заниматься не буду на стриме Если будут попадаться по дороге, то будем собирать Если нет, то нет Я думаю, что я потом вне стрима просто пробегу И все алтари лилит соберу, и все, потому что это гемордикий Сделали американский аккаунт, купили карты батлнет Справили подарком, нет проблем Да, это можно сделать, не вопрос Это просто будет дорого Вы просто видишь Способы, которые я использовал, они позволяли игру очень дешево отправлять Потом цена начала жестко расти Но изначально, например, там можно было купить тот же делюкс За, там, типа, 4,5-5 тысяч рублей То есть ты покупаешь его за 100 баксов За 100 евро, да, там, это 9-10 тысяч рублей Я отправляю за 5, как это такое Но сейчас все эти истории, они начали постепенно-постепенно дорожать Начиная, там, с... Этого, скажи, с... Марта Там и доллар начал лезть вверх, короче И курсы этих токенов, и суббешек, и всего Короче, все пошло вверх-вверх-вверх И вот эта идея достигла вчера, когда Сценники улетели в жопу, а те способы, которым я пользовался, перестали работать Короче, задницу Во время подгрузок звук хрипит У меня, говорит, одно такое Нет, скорее всего, не тебя одного Это особенность игры Как вы решите, пока не знаю Вероятно, есть какой-то способ, но я пока его не нашел Такая херня была тоже на бете Не знаю, может, конечно, у тебя одного Но, скорее всего, не у тебя одного Потому что на бете тоже, ребята, жаловались Потому что когда подгрузки есть А звук хрипит Игра что-то делает Ну, с комплектующими компанией Знаешь, с драйверами или с чем-то, короче И начинается пердение какое-то Да, оптимизацию так не подвезли Я не знаю, чем они там занимались все это время Че, один бегаешь? Ну, потому что это сюжетное прохождение будет Мне команда здесь не нужна Не буду же я, ребят, задерживать Пока я тут изучаю Всякие сюжетные квесты и прочие Вон H82W8 написал, что Может сделать подарок Да, пожалуйста, вы можете найти ребят, которые готовы вам сделать подарок Если у кого-то есть такая возможность Кто-то хочет обналичить, например, свой кошелек Или типа того Некоторые там какими-то еще способами это делают Это можете делать Для меня это не бизнес, как бы, по пересылке игр Для меня это скорее просто помощь для вас С пересылкой игры Привет, Евгений Официально Diablo 4 через три дня выходит Ну как официально? Официально она вышла вчера Ну точнее как, сегодня ночью А через три дня выходит версия для нищебродов, так называемая Как это? Близы, видимо, хотят, чтобы мы так считали Ну, по сути, короче, смотри, у игры есть два издания Есть стандартное, есть делюкс Стандартное издание релиз будет 6-го числа, действительно А те, кто готов заплатить больше, те стартуют раньше Вот такая фигня Тень так и не пофиксили Да нихена не пофиксили, на самом деле Я так понимаю, оптимизация такая же говняная, как и была на бетах Поищи, у меня в Дискорде есть ребята, которые занимаются этим опросом Которые могут помочь с тем, чтобы подарок сделать И есть, ну опять же, ответственность, я ни за кого нести не собираюсь Но я в том плане, что ты можешь поискать там Плюс на фанплее куча барыг, которые этим занимаются Ну я так понял, там тоже геморрой вчера возник у них Мы вчера это просто обсуждали Там у большинства из тех, кто занимается пересылкой подарков Начали возникать проблемы С пересылкой Вчера, такая херня, просто все сидели, ждали, зачем-то прям говорили за игры Ну я понимаю, зачем, в принципе, ждали Наверное, хотели посмотреть, как там что будет происходить с этими С подарками, там с доступами и прочим Но факт в том, что все засиделись, дождались И в итоге начали все, короче, заниматься Спрашивать эти подарки, чтобы игру подарком прислали Под самый конец, под финал уже Когда все, уже игра выходит, надо всем срочно подарок выслать И из-за этого начался геморрой И ценники на токены В ВОВе полезли вверх И фгшки на GSP И балансы у всех покончались срочно Короче, все плохо Стало с подарками С рынком, точнее, подарков И цены вверх полезли в итоге в рублях Все те, кто купили раньше, они купили гораздо дешевле, чем те, кто покупают сейчас Кто за фг покупал в Италии? Да много кто покупал за фг У нас в чате тоже есть ребята, которые покупали Можешь там спросить Может кто-нибудь скажет тебе За фг тоже дешевле получается, чем за рубли покупать там или за доллары За фг, по-моему, ультимейт издания продают, типа, тысяч за 10 фг, что ли Какая-то такая фигня Да, по-моему, тысяч за 10 фг или что-то такое, да А фг можно купить за 60 копеек, 70 копеек То есть ты за 6-7 тысяч рублей можешь спокойно купить сам себе за фг ультимейт издания Но это геморр Это надо доверить своим человеку, который тебе это издание перешлет И такая фигня Сам из Кыргызстана у меня, говорит, все версии еще недоступны, только предзаказ Ну, так предзаказ это и есть Ты должен предзаказ оформить на ультимейт или делюкс Тогда у тебя игра будет доступна сейчас Вроде навыков еще никаких особо нет, а мы уже имеем некий урон по площади неплохой Потому что что? Потому что юр что-то сыграет такой Который уже со старта может неплохо так это юрей разваливать На самом деле, причем на ветеранской сложности То есть я играю на ветеранской площади Где я делаю превьюшки для стрима, какую-то прогу, фотошоп Но у меня есть шаблон, которым я дизайнер нарисовал изначально На котором я делаю все превьюшки Шаблон мне нарисовали в такой штуке как фигма И вот этой фигме, собственно говоря, я и редактирую дальше превьюшки Так, у меня там шмоток понападал, ахренова гора Я чуть-чуть ничего на себя не надеваю, бегаю как бомж Давай-ка проверим, что у нас здесь Да, какие-то даже желтые штанишки вывалились Ну, сейчас рассматривать смысла шмотки большого нет Тут всякая бомжать не опадает Но, что выпало, надо, естественно, напялить на себя Урон свой увеличить Потому что урон у нас здесь на 100% зависит от снаряжения И чем мощнее у нас снаряжение, тем больше урона мы наносим Так что всю эту срань надо на себя напялить Конечно же Лут пласятся в группу Давай Ты шмотки, я так понимаю, хотел какие-то накидать, да? От шмоток я не откажу, в любом случае, да Сейчас я как раз до кива шата почти допёр Дайте мне нажать, господи Страх Боюсь, мне нужны союзники Добрать всю группу нужно, да божечки, домой Так, Лут, я тебя из группы сейчас выкину, потому что у меня, мне не дают это Боюсь, мне нужны союзники Да, я ничего сделать не могу из-за того, что ты у меня в группе находишься Дай мне кива шата сейчас доберусь, и там уже мы с тобой это Постыкуемся, как с души спал тяжкий груст Засколько я сегодня планирую стримить? Добро пожаловать в кива шишки Блин, у меня теперь я не могу пропускать диалоги, да ё-моё Вообще посмотрим, может, проблема уйдёт Планирую стримить сегодня до посинения, не знаю, какие Часовки вошаде выполни базовые квесты, чтобы меня из кива шата уже выпнули И я тебе кинул запрос, хорошо? Сухие степи, попробую найти Даёт на её налево, я теперь могу диалоги пропускать Ну, называется, при этом взял группу человека Ну, что сейчас игра богована, писец Ничего не исправили, собственно, ни хрена, начиная с бета Всё, нет кнопки пропуска диалога, хоть кресни Сейчас будем выходить из игры и заходи заново Давай, сейчас забежим в главное меню Может быть, достаточно будет главное меню выйти Не обязательно из игры полностью выползать Игомники Красные шкурки Баги делаем возврат, да Да баги были как в бете, так и тут Они, походу, не собираются им ничего делать С теми багами Не, ни хрена, надо перезагружать игру Сейчас передапущу игру, короче, не даёт мне пропускать диалоги Такова его роль Забуговалась игра В какого региона запускаешь, СРФ? Посидение раньше 7-8, надеюсь, не он выступит Нет, посидение наступит, я думаю, часам 12 ночи В лучшем случае Ты только на ПК помогаешь или на консоли? Я помогаю только на ПК Спина кривая, глаза мутные Ага, старик наконец-то Да, надо играть запускать Какие-то танцы сбудно были с этим, конечно У меня есть ролик на канале, который называется Как запустить игру с Роаккаунта Буквально вышел позавчера Рекомендую знакомиться Если он хочет назад свое оружие, придется заплатить Там ребята из Близзлоса еще выпускали Патчер Но они его удалили почему-то, я не знаю По какой причине, видимо, им не нравится, что Слишком распространился Патчер раньше времени Сейчас игру перезапустим Видимо, они не рассчитывали на то, что Патчер так сильно распространится очень жестко Поэтому пока они его удалили Я пока от них комментариев не видел По этому поводу, как появится Мы сможем Патчер снова выложить Мод Близзлоса сначала, чтобы потом второй раз не перезапускать А, блин, ну да, надо было так сделать Ну, сейчас посмотрим, что произойдет Надо просто к квестам, диалогам, я думаю, не подходить Когда это В пати находишь, то есть ты ко мне в пати зайдешь Привет Я тебе писал вчера в ВК Жду приглас в друзья Баракутбе 4 решетка 2771 Аноним Большое спасибо за поддержку Я тебе раз и не написал в ВК Что пригласа не будет в ближайшее время Потому что Проблемы возникли сейчас с отправкой подарков Я как раз только что рассказывал про эту тему Зашибись Игра просто вверх оптимизации Зависла, прикинь, просто так Да, и, собственно Что еще говорить-то С отправкой подарков изникли проблемы, да И сейчас, к сожалению, невозможно ничего сделать Я пока не знаю, с какого аккаунта тебя в друзья добавлять Потому что пока не могу понять, каким способом подарок отправить Проблема эта откладывается где-то на пару дней, наверное И потом мы сможем снова к ней вернуться К этому вопросу Максим говорит, ты меня не добавил в клана Я никого в клан не добавляю У нас все инструкции по добавлению в клан Лежат в клановом чате в дискорде, Максим В котором ты вроде бы как есть, насколько я помню Поэтому зайди, потрудись в дискорд И прочитай, что там написано Ты в клане состоишь в дискорде Теперь тебе нужно добавиться в клан В самой игре Что нужно сделать, в дискорде вся инструкция есть Всех сегодня тегал, всем рассказывал По предзаказу выходит дорого стандартную версию Брать 6,5 тысяч рублей получается Но я вчера отправлял по... Нет, не вчера, позавчера Уже по 6 тысяч рублей у меня игра получалась По предзаказу Отправлять подарком Но, как я говорил сегодня Эта лавочка немножко сломалась На текущем времени Поэтому как отправлять подарки Я теперь пока вообще не знаю Это, конечно, оптимизация у игры Просто выше крыши Можно ли сделать вывод Только звук на стриме? Не понял вопрос, Сафон Что значит вывод? Только звук Привет, Александра Как ощущения за первые полчаса? Ощущения такие, что игру забыли оптимизировать Блин, а какого хрена у меня дело К словару там-то каждый раз сбрасывается Почему я должен с ним каждый раз разговаривать? Ну пойдем еще раз поговорим Робовоесть при прогрузках стрима, если что Да, я знаю Я буду молчать, когда что-то грузится Потому что, ну, игра так работает, к сожалению Что-то про страх или трусость? Похоже, это не слишком товар Я пойду в сухие с ним Да, вот смотри Сейчас нормально Делоги пропускаются Все хорошо С игру перезапускаешь Делоги пропускаются Да, не знаю Может попробовать снизить настройки игры Может, это чем-то поможет Я в душе ческать не чая Может, если она будет в графике меньше жрать То и проблем будет поменьше Давай поставим, например, на настройки не с ультра Например, на высокие Давай вот так сделаем Высокие настройки Или даже средние Давай проверим Так, ну, настройки выставил на средние Давайте посмотрим Изменится ли с этим робовоисом что-то или нет Так, да или нет? Спрашивает Максим Что да или нет? Максим, я тебе ответил на твой вопрос Я сказал, в Дискорде вся инструкция Если ты не способен даже инструкцию в Дискорде прочитать То, я думаю, в клане тебе делать у нас нечего Роман Сру аккаунт играешь? Да Так, опил ларата Эмулет, прекрасно Привет, по кипси, как запуск Не постарались ли в этот раз? Понятия не имею Я знаю, что ночью были какие-то сложности Но я с ними не столкнулся Потому что я начал играть только 12 дня Специально как раз, чтобы все сложности прошли Но сейчас видно, что оптимизации по-прежнему в игре нет Она по-прежнему зависает, вылетает в ней До задницы багов Поэтому ничего не поменялось в этом плане Абсолютно Срочно нужна плашка Я играю с ру акка, но я решил ее в этот раз не лепить Потому что Закрывает экран Паралельно идем, спрашивает Говорит Алексей А ты принял заявку в клан? Да, вижу, есть А вот Сафон по-прежнему не принял заявку в клан Сафон и так позже будет Так, где у нас Элдис, Элмаз Ты у нас станешь офицером нашего клана Так, первый срок водитель появился наконец-то Все, луты, я могу тебя это Если ты все еще здесь Могу тебя позвать Сейчас только разберемся, где это сделать А, вот здесь Пригласить группу Шмоточки пока Аппарат дадим Правильно? Честная сделка Я пока по квестам дальше двигаться не буду Чтобы это Таблица написала Буду 20 на ноль А, все, понял Сафон, хорошо О, эту штучку я даже надеть смогу И кинжальчик тоже Хорошо Поношенные шмотки мне, видишь, передают Как это Донашиваю за старшими этими Братьями Сказать За старшими товарищами, которые играть начали раньше, чем я Все, спасибо большое, лут Спасибо большое Так Сейчас мы шмоточки быстренько поменяемся Какие только можем А какие не можем, продадим, собственно Кого сделали еще офицером? Нет, офицером пока у нас два человека Ты и Фото ИД Все, остальных пока офицеров нет Они не ношенные, новые, с бирками и остатками мобов, с которых выпали А, вон, ну что, ты мне еще новые шмотки выдал Спасибо большое Спасибо большое Так, ну что, пойдем проверим Будет ли сейчас баговаться квесты или нет Берешь человека, короче, в группу И все, и квесты начинают сразу баговаться с точки зрения того, что нельзя пропустить диалоги Так что, даже в этом вопросе они прокосячились Ну, вроде, тут пропуски есть, нормально Этот маленький квест сейчас выполним, потому что он очень просто выполняется Из-за него дают кучу травы А траву мы любим, правильно? Так, вот, на это место Нужно просто подойти здесь, сделать эмоцию и вернуться к стражнику И он даст нам Спасибо Точнее, она даст нам кучу травы Оба, на видал, что? Закладки в санктуаре Дропник из меня из группы, я вылетел Ну, я уже, да Я уже Мы дети тьмы И рождаемся во грехе Но через веру и покаяние Мы можем обрести свет отца нашего Я тюра поиграл два часа ошибок, не заметил, говорит Ну, вот, отлично, что все хорошо все было Я просто читал, что там у многих ошибки были Сколько по цене сейчас базовой, нет никакой цены сейчас Есть цена только через три дня после добавления в друзья по кипси То есть, когда ты добавляешься в друзья Через трое суток цена будет известна В данном моменте времени все дешевые способы оплаты пропали И игру сейчас возможно купить только по оверпрайсу Либо по остаткам, если у кого-то еще остались возможности То возможно они смогут игру тебе перекинуть по дешевке У меня возможности такие пропали вчера, начиная с вечера Вчера последние игры скинул людям и все Больше выслать никому ничего не могу по дешевке Могу только по задорого Не, точнее, задорого тоже не могу Задорого этим я заниматься просто даже не буду Я либо дешево буду делать, либо никак Поэтому у меня все, кто ко мне обращался за помощью с покупкой Все пока сейчас в замороженном этапе остались Так, давайте делать цели уязвимыми Сейчас немножко поважнее, мне кажется, будет Вещи в сундук скинуть Да я вот не знаю, скидывать их в сундук Или просто надевать по мере, пока будет появляться Я думаю, наверное, буду таскать с собой просто, да и все Я потом заколебаюсь бегать в сундук Каждый раз их примерять заново Поэтому, наверное, это... Они же на какой уровень-то? Тринадцатый, восьмой, десятый Ой, да эти уровни я возьму буквально ближайшие 20 минут Поэтому тут что париться-то по этому поводу Даже быстро берется все Видел дочь у К8500 стоит Это очень дорого А я тебе говорю, что дешевые способы, они стали пропадать Со вчерашнего дня дешевые способы все позакрывались Начались проблемы с дешевыми способами Поэтому я прекратил, например, отгрузку игр Ребятам, которые просили меня помощи Вчера у кого три дня вышли У половины из них я смог игру отправить Половины уже нет, все Начали возникать сложности О, подожди, не понял А что, я не поговорил с ней, что ли? Да, е-мое Стандартная версия 6000 стоит Но если покупать по единственной возможной возможности Которая сейчас есть Ну да, тысяч 9, наверное, где-то и выйдет Не знаю Честно говоря, сам дешевый способ Это заводить себе отдельный аккаунт самостоятельно Какой-нибудь иностранный Покупать карты оплаты Где-нибудь там на фанпе или хрен по мне где еще Пополнять себе баланс этими картами оплаты И самому себе перекидывать подарок Скорее всего, так у тебя получится дешевле Но в любом случае будет дороже, чем она стоит в батлнете Че не понял, че сделать надо? А, подобная махия Мне сообщили, что в наших краях объявился демон У рудников Елесной видели рогатую женщину Я провел осмотр, ничего не обнаружил Отправил в рудники жреца Боб решил подкрутить гаечки, а то ему на молочко не хватает Да нет, там не в Бобе дело в большей степени Там у них тоже проблемы, конечно, есть Но там основная сейчас сложность вылезла из-за того, что Токены в World of Warcraft очень сильно подорожали Из-за того, что все вчера срочно начали покупать себе Diablo 4 И начали продавать токены в Warcraft И они очень сильно выросли в цене А это был супер дешевый способ Ну, как супер дешевый Как раз именно благодаря нему можно было там в марте Ультимейты здания по 5000 покупать Допники, буду ли я проходить и статуи релит, и эмоции? Нет, на этом стриме мы проходим только сюжет Только сюжет Всякие статуи релит и прочее я буду собирать вне стрима Чтобы этим геморроем не заниматься на стриме Так, куда идти надо? Сюда, отлично Куда-то вниз Никаких допников, сегодня чисто сюжетное прохождение Чтобы пройти сюжет, узнать сюжетную линию А дальше уже спокойно разбираться с... Скажи... С билдами и прочими ништяками Короче, это все в процессе будет Сырая кожа, прекрасно У меня сейчас задача просто начать, скажем так, играть Чтобы персонаж постепенно, как бы, избавлялся от рутинных активностей Которые в этой игре есть Я имею в виду там всякие эти... Сюжетная кампания, да? Там всякие варианты известности, которые надо набирать и прочее Это срань А потом уже все остальное Близзы про мироих боссов что-то писали когда-то, нет? Пока не было информации Возьми в шкафу мимимишку, собаку БТ Да она мне не нравится сейчас какая-то собака Я что-то не хочу ее брать Алексей, какой акт, левел? Ну, левел, ты видишь, вот внизу написан Какой акт? Первый какой? Я играть начал только... Только начал играть Не, за 9К покупать не надо игру, вы че? Дождитесь пока ситуация уляжется Просто фигня в том, что все сейчас покупают на хайпе Нахена это надо? Ну, если вы уже не купили игру раньше, когда можно было купить дешево Не надо покупать ее сейчас Сейчас все пройдет и это... Ценчик вниз полетит и все будет хорошо Ценчик упадет нормально Хотя бы тысяч до шести за стандартную версию Снова хотя бы тысяч до шести И можно будет покупать Не надо сейчас ее покупать за 9К Нахена это делать, это вы че, совсем что ли сумасшедшие? Так, сейчас, секунду, я открою себе табличку, где вейпоинты расположены Потому что вейпоинты я хочу хотя бы пособирать сегодня Вейпоинты я хочу пособирать Так, как называется сайт? Так, господи, с вейпоинтами Че-то там мап Блин, надо посмотреть в дискорде Забыл, как называется сайт, на котором расположены все вейпоинты, статуи релит и прочее Сейчас я гляну этот момент в дискорде Полезные ссылки всякие есть Там все есть А, вот MapGenie.io А, вот он Что надо-то от меня Карту мне дай Долбанная страничка Так, вот, все, открылась Открылась у меня карта Сейчас я спокойненько буду собирать вейпоинты по дороге еще и бегать Потому что что? Потому что вейпоинты нам нужны В штату или лит я сейчас бегать собирать не буду Но вейпоинты хотя бы я должен собрать 100% Все прекрасно А, здесь как раз он будет оттуда и поинт Так что нормально Можно просто бежать по сюжету Ты же нам покажи В дискорде есть В дискорде, ребят В дискорде есть раздел Называется полезные ссылки Там есть карта мира В полезных ссылках Сейчас скажу, как называется Называется ссылочка Интерактивная карта мира И еще одна Прям так в дискорде написано Вот в полезных ссылках разделе Ее можно открыть спокойно и с ней побегать поэта Пооткрывать всякие статурелиты и прочее Там полностью карта всего мира уже есть Включая все подземелья, все аспекты Благо мне не нужно их собирать отдельно Я спокойно бегать их В отсылке жальчики побежал дальше Они сами сдохнут Как старта сезона будет спад? Нет, старт сезона будет наоборот рост Спад будет в ближайшие, наверное, недели полторы-две Должен быть нормальный, по крайней мере Но, по крайней мере, проблемы с суперценой Могут пропасть уже дня через три Хотя я сомневаюсь на самом деле У меня есть подозрение, что Будут высокие цены держаться до релиза стандартной версии Когда 6 июня релиз игры будет Еще два дня будет геморрой И потом только можно будет по нормальной цене игру купить А сейчас пока если покупать, то только по оверпрайсу Если готовы платить за игру в полтора раза дороже, чем она стоит То можно и сейчас покупать Но это уже не ко мне тогда Интерфейс мне не понравился, но пока, говорит, геймплей неплох Ну, не знаю, у меня пока все устраивается Ну, тут лишь дело вкуса Дело вкуса Меня игра с точки зрения графики устраивает на 100% Кстати, сейчас прогрузки, когда происходят Есть ли какие-то косяки с робовойством или типа того? Потому что я графон снизил Специально, чтобы уменьшить нагрузку на систему и на игру Возникает ли робовойство и косяки со звуком сейчас? Если по-прежнему возникают, то я тогда просто верну обратно ультраграфику Будем туда хотя бы... Если уж с косяками, то хотя бы на ультраграфике играть Пока незаметно? Ну, хорошо, ладно Как только возникнут косяки со звуком, еще раз Обязательно скажите, пожалуйста Я тогда буду иметь в виду, как настраивать стрим Чтобы у нас Diablo 4 шла максимально гладко Привет, Сергей! Какая актуальная информация? Нужно не RF-ак заводить? В таком плане нужно? Если хочешь, можно заводить не RF-ак У меня RF-ак Трипа пропали Хорошо, видимо, игра не может играть на ультра настройках вместе со стримом Видимо, не вытягивается Ну, тогда будем играть на средних настройках, хорошо Причем странная фигня У меня игра на ультра настройках со стримом идет 150 фпс И при этом, по какой-то причине Она мне херит стрим Не хватает, типа, ограничений Поставь ограничение фпс 160 У меня так стоит ограничение фпс 60 Вроде бы Или 90, я не помню, сейчас я гляну Где это ставится-то? А, нет, смотри, у меня 150 стоит Действительно, да, давай поменьше сделаем Проделал быстродействие Хорошо, давай тогда попробуем обратно вернуть ультра настройки игры Ты на RF-ак ставил? Да, у меня RF-ак Ну, нет, давайте, наверное, вернем графику все-таки на среднюю Чувствую, что будут подлагивания все-таки Кто на консолях играет? Там вообще чать общаться можно Я даже не знаю Рескорде у нас, ребята, куча на консоли, кто играет Вот там лучше спросить Можно ли подарком на RF-ак получить? Можно По тестам игра отнимает 24 гигабайта памяти в пике И до 16 на видеокарте Ни хрена себе У меня на видюхе памяти столько даже нет Точно? Привет, быстро пролетается все через веер клинков Да и у меня и без веер клинков вроде неплохо Да клинки вообще хорошо и разбойницы работают Прям приятно все Все приятно в этом плане идет абсолютно Я на второй сложности игру иду сейчас пока вообще никаких сложностей не чувствую Но на самом деле их и не будет Я на бете проходил полностью первый акт И вообще даже не умер ни разу за первый акт Все было супер быстро и приятно Вот на кем играешь опять же не знаю Кто играет варваром говорят вроде Все-таки сложности возникают на старте И приходится им сложности снижать для единички Чтобы ласта не сплеить У меня азу 32 гигабайта 32 гигабайта Так, а чего я делал? Нужно еще одну очкову туда вкинуть И можно будет идти дальше Пвп в Diablo 4 да, есть Есть специальные зоны для пвп, но тут это сложно назвать пвп Это скорее пвп арена, куда ты заходишь И там игроки могут на друг друга нападать Это не пвп в том смысле, как мы привыкли Типа знаешь там Встал там один на один Раз, два, три, погнали типа драться Не в таком формате Тут пвп, но в формате вот арена На которой можно просто нападать друг на друга И отобирать ресурсы Которые там фармятся на этой арене Типа хочешь, участвуешь, не хочешь, не участвуешь Такая фигня Возникает проблема с геймпадом при получении левела Первый замирает на месте и ноль реакции Пока джойстиком не переключишь заново Близзарды не могут ничего сделать Три беты провели, и нихера так до сих пор не откатали нормально И оставить мою мать целилит на неопределенный срок? Игра и стрим впритыкать Тут это проблема А, то есть ты хочешь сказать, что мне нужно 64 гигабайта оперативки, чтобы было Либо, чтобы у винюхи было памяти больше Ну, как раз на обгрейд компакт А пусть, комп плюс уже, видимо Я как и планировал, что 4 гигабайта оперативки себе брать с обгрейдом копа Так, видимо, и придется делать Все это, говорит, с ранних альф игры Думал, говорит, это их проблема Но, так они, видишь, ничего не справляют Они вроде что-то оптимизировали А вроде, типа, нихрена не оптимизировали Игра как косячила, так и косячит Сейчас только верну обратно фпс на побольше Потому что я прям вижу, как фпс упал Неприятно играть стало Немножко под это Подлагивает О, пополней Отлично Близзы не поправили, потому что тердяк стояли Потому что они сами только тердяк стояли Вполне возможно, конечно Я еще не готова Энергия на исходе Две ОБТ всего, говорит, раз выгнула игры на пс-5 Ну, это, видишь, на консолях-то всегда оптимизируют гораздо лучше в этом плане Одно дело на консоли оптимизируют, другое дело под херову гору компьютеров Поэтому Тут ясно, что они через вопрос и делают Весь геймплей Подходишь в такая шкинжальчик и идешь дальше За разбойницу А монстры сами подыхают там сзади За четыре, либо настройки на средней и ниже Я уже не знаю, как они так умудрились Думаю, что это все в бетах останется Я тоже думал, что это в бетах останется С рентами чего-нибудь тут намудрили Ну, я когда сам с собой играю, да, то есть без стрима То у меня нормально, как бы, на ультра-на ультра настройках Вместе с записью, например, видоса того же У меня нормально все получается А вот, когда мы на стрим ведем Тут, конечно, уже проблемы начинают На ультра настройки не получается тянуть Ну, ничего, на самом деле, я особо разницы даже не вижу Ультра настройки, не ультра настройки Что-то меняется, вообще непонятно Тихо, игре, сзади подошел, сунул и вышел Да, это у нас срока так играет Подошел, сунул и вышел Причем, даже если играешь за девочку У него все равно есть что сунуть Сзади внезапно монстру Очень эффективно засовывает Играю с двух ночи на ПК Случайных вылетов в зависании не было Отключал пару раз среди активности Ну, видишь, как здорово Тут есть просто действия, которые приводят к вылетам Есть действия, которые приводят к вылетам Я сегодня запустил игру Где-то часов, наверное, в 10 утра уже Первый раз Создал клан и начал людей в клан принимать потихоньку Не понял Вот, и после этого она начала вылетать активно То есть людей в клан принимаешь Начинают начинаются были ты жесткие Какой-то какой-то косяк у них есть Короче, в функционале приема в клан Почему-то игра вылетает при приеме в клан Уже уж мы Как, что, почему, вообще, хинвами Враги близко Бежать некуда Вот битвы нашла нас Либо второй комнат для рестрима Ну да Нет, мне тоже еще предлагали сделать карту Которая будет чисто рестримом заниматься Видео заплаты, как они называют Три карты Но, к сожалению, в этом случае она не поможет, я боюсь Проблема немножко с другими С другими материями связана Немножко с другими материями все связано У меня, говорит, дождитесь, приму Да, теперь Сафон, когда придет, он уже в клан принимать будет Я заколебался, честно Я сейчас не хочу на стриме принимать Потому что я знаю, что у меня будет вылетать игра Сафон в блоке играет У него там еще не вылетает Нормально Один человек в клан, один вылет Нет, там примерно человек 5-10 Даже не человек 5, а заявок 5-10 принимаешь И вылетает игра Просто с ошибкой Причем пишет ошибку Типа отправьте в Blizzard, вся фигня Так и на Бете было И, собственно, сейчас такая же фигня Почему, не знаю Сначала всю сюжетку пройдешь или потом кач? Да, сначала всю сюжетку, потом кач Причем первый акт мы пропускаем Все диалоги и все ролики Потому что они были на прошлом стриме уже Вот А со второго акта начнем смотреть все ролики Все диалоги слушать и вникать в сюжет Сюжет первого акта мы и так уже знаем, поэтому Ну, кто знает, кто не знает, но это дело Кто пропустил сюжет первого акта То надо вернуться на стрим назад Стрим с такой же практически превьюшкой Тоже прохождение за разгонят И там полностью первый акт проходили Сейчас, в учетом того, что на прогресс не перенесся Да, нам надо снова его пробежать Полностью первый акт Но уже просто пропустив все диалоги и прочую эту срань А потом будем смотреть все диалоги Все слушать и так далее, куда это далее Я хочу сначала с сюжетом познакомиться С миром игры и прочее Сколько максимум в клане человек? Да, 150 Софон написал уже 150 Поэтому, собственно говоря, ограничения на приемы ввели Потому что у нас клан, если без ограничений на прием Заполнялся за два часа полностью Сейчас мы ввели ограничения на прием клан Потом будем еще отсеивать людей, которые будут неактивны Там, если бы того и... Как скипать видео полностью, пока скипп нажимаешь и скипаешь? Там же написано на каждом видео, когда оно начинается Там тебе написано, как пропустить его Так, что-то новый навык открылся О, Shadow Step Прекрасно Shadow Step Наша любимая тема Точнее моя, по крайней мере, я не знаю, как сам наша Я Shadow Step люблю Хороший приятный навык В плане есть игроки из PS5 Да, с разных консолей есть А какая разница, откуда они? Все играют вместе И в PS5, и в PS5 Тут же кроссплей полный То есть ты играешь на любом этом устройстве С игроками, с любых других устройств Нужно больше времени Ограничения Нужно зайти в Discord и там их прочитать Все правила приема написаны в Discord Это как-то получается, что я в клан не успею уступить? Ну не знаю, успеешь, не успеешь В клане пока что принято на текущий момент 22 человека Ну, в Discord уже человек на раз 70 Которые прошли проверку И они пойдут в клан, как только зайдут в игру Не все же стартуют с люкс-изданием, да, наверное, в первые дни Вот, так что мест в клане еще до жопы Так что, если отбор проходишь, то пожалуйста Рада будем принять Девчонка бегающая рядом, теперь местомерка получается? Нет, мерков вообще не будет Это сюжетная девчонка Она пропадет скоро Серьезные требования, да, требования серьезные Там серьезнее некуда Пока первоначальный набор введем Там требования особо никаких не выставляется Дальше, да, будем уже это Дальше будем их уже повышать Эти требования постепенно Так, у меня начали предметы появляться, которые мне дали Надо их Начать надевать постепенно Так, это мусор уже, да, всякий? 51 38, да, всякая срань О, наконец-то шапка появилась, прекрасно Буду красной шапочкой, судя по всему Судя по... Почему у меня вся одежда красная? Что случилось? Почему у меня красные шмотки? Как я так подобрал рандомный шмот просто? Есть информация, когда будет первая шава Как только информация появится, она будет опять же у нас в Дискорде В разделе «Мировые боссы» Пока никакой информации нет Новые колонки в таблице будут? Ну, пока нет, Сафон, не знаю, наверное, нет У меня пока никаких мыслей по этому поводу не возникло Если у тебя есть идея, то вноси, пожалуйста Я думаю, что пока что табличка нужна, по крайней мере, для того, чтобы людей в клан нормально принять Никого не пропустить Без мерков скучно Ну, не знаю, мне нормально Я пока еще не удовлетворился, скажем так, теми активностями, которые есть в игре на текущий момент А потом уже, наверное, да, какие-нибудь штуки еще потребуется Еще один баг нашел, только что впервые появился При сработке ловушки на оглушение джойстик Xbox отлетает Снова перезапуск нужен Сейчас, конечно В общем, таких багов, мне кажется, с летаниями джойстиков и прочих ништяков не было в бете, да, по-моему? Они все мертвы Новые, получается, это Я ведь по четвертому пункту не прохожу Как здорово Что мы ввели даже такие базовые ограничения, уже удается выбирать Отсеивать людей А какой там четвертый пункт, что ты по нему подходишь Ну-ка, заявки в клан Четвертый пункт Четвертый пункт А, он начнет Да-да-да, это ограничение обязательно Можно ли убавить звуковые эффекты? Очень громко Все еще громко, блин, я вроде уже регулировал звук Давайте еще убавим До шестого числа места останутся в клане, а я откуда знаю Нет, ну в смысле, если мы вас приняли в дискорде уже, то, естественно, вы место уже с собой имеете, зарезервировали, как бы, и все есть Если в дискорде заполнится клан, то после дискорда уже мы принимать никого не будем То есть набор идет только в дискорде, строго в дискорде Наличие вашего в дискорде обязательно, 100% Если вы не пользуетесь дискордом, то в клан вы не попадете Как бы тут вариантов нет никаких И как только в дискорде наберется 150 человек для клана, то все, набор предварительно заканчивается Но заявки мы продолжим принимать, потому что будет потом еще отсев игроков из тех, кого мы приняли Потому что наверняка не все были честными с тем, как они планируют играть и сколько Часть людей, возможно, просто передумает играть Часть там еще что-нибудь Короче, ну, клан будет переформироваться Поэтому я думаю, что в ближайшие пару недель клан точно будет постоянно-постоянно переформатироваться И какая-то часть людей будет уходить, какая-то приходить и так далее Ну, такая фигня, короче Вот, на данный момент чисто 6 человек, в том числе, в плане По заявкам из дискорда, опять же, да? То есть это пока только по заявкам из дискорда После часа 10-го числа будет первая чистка по этому поводу происходить Будут ли вообще мерки? Ну, пока разрабы их не анонсировали Единственное, что они сказали, что будет Это рунные слова и сетовые шмотки Их, типа, рано или поздно виду в игру А когда это случится, пока непонятно Они же уже анонсировали даже два дополнения ближайших Что будет еще два дополнения для игры, как минимум, выпущено Вот, и... Скоро эти дополнения в игре появятся Так, здесь мы возьмем, наверное, рывок Все-таки нужно больше навыков на перемещение Чтоб быстрее бегать Спасибо мне за игру, говорит, не знаю, что без тебя делал Ну, еще я повезло, ты успел купить Сейчас я уже с покупкой игры помочь не могу на текущий день Когда чистка? Ну, я думаю, что после релиза игры Там уже будет видно, а что мы ищем? А, проход нужен, точно Проход снизу 6-го числа дождемся Потом еще дня 2-3 И потом будет первая чистка клана Вот еще Дискорде приняли, конечно А, если Дискорде приняли, все, не очкуй Мы тебя примем Ты, главное, до 10-го числа где-то успей появиться в игре Кто до 10-го числа в игре не появится Тех мы уже и клана будем выгонять Потому что... Ну, сколько ждать-то можно будет уже Ну, по левелам тоже будет ограничение, Сафон, да По левелам тоже будет ограничение Но изначальное ограничение первое будет Это просто человек подал заявку И плане не появился, да, не отметился Не принял заявку, там, еще что-нибудь Ну, короче, вот эта вся фигня Игру сейчас нельзя купить Даже если играл в бету Какое отношение бета имеет к покупке игры вообще? Я не понял логику вопроса, которую ты имеешь в виду Бет это бета Почему есть покупка игры? Почему не можешь помочь с покупкой? Ну, я сегодня уже много рассказывал по этому поводу Потому что те способы покупки, которые были, они все закончились Вчера Временно закончились По причине того, что слишком большой наплыв Все почему-то решили, что игру нужно покупать непосредственно перед выходом И решили так сразу десятки тысяч человек Все возможности по покупке внезапно поотваривались По этой причине Поэтому сейчас, если игру их покупать То ее можно покупать только супер дорого Что, вообще говоря, неудобно абсолютно Для меня, например, и для вас тоже Я вам игру супер дорого продавать не буду Поэтому я дождусь, когда она снова появится За реальный прайс За дешевый И тогда уже смогу вам снова помогать с покупками Что-то нового вроде не появилось Жилет какой-то Может получше, чем мой, нет? Че лучше не упадает? О, да Хорошо Прекрасно Я теперь синенький Был красненький, теперь синенький Цвета меняются по Мере Прохождения игры Дешевле, сколько она стоила В марте стоила 3500 За базовую версию Впять за ультимейт Вчера цена была 6000 Это последняя, по которой я отправлял За стандартное издание Сейчас стандартное издание Тысяч 9 на работу стоит Нужно больше времени Адекватное стандартное издание Это хотя бы не дороже, чем она стоит в батлнете То есть просто берешь Смотришь курс доллара Умножаешь на цену в батлнете Или там евро И считаешь, какая цена должна быть адекватная Вот, собственно Если по такой цене игру находишь Значит, ну, все хорошо Покупай Если Ты по такой цене игру не находишь Находишь дороже То по такой цене игру не покупай Жди Жди Тебя, говорит, не взяли Работать в Blizzard За отказ продавать игру за супердорого Не, я просто не хочу Чтобы потом про меня говорили Что я продал игру за там 9000 человек И я такой херни страдать не буду Есть ребята, которые продолжают продавать По супервысоким ценам сейчас Если у вас прям В жопе горит Вы хотите купить за супердорого Пожалуйста На фанпэе есть Чуваки, которые по 8-9 тысячам Готовы стандартное издание продать Но я этим заниматься не буду точно Ну и Есть еще, наверное, на остатках У кого-то там всякие токены в лобе Там вся эта странь Которые еще там Возможно, могут еще помочь Тоже можете поискать Скорее всего найдете Кого-то Если прям сильно заморочишь Наверное, у кого-то есть такая цена еще Но опять же Сейчас есть Завтра может не быть Потому что Игра же перекидывается подарком Через трое суток, поэтому Почему 9к за стандартное издание? Откуда я знаю почему Такая цена Что-то почему Не знаю, спросил Близардов Почему у них цена 70 евро за игру Кто в пати бегает Сюжетку только Хасту засчитывают Да Если ты Пришел К хасту На сюжетку Не выполнив Какой-то квест Короче, если у вас Отставание хотя бы В секунду есть В сюжете То Те, кто бегают С тобой в пати Им квест засчитываться не будет Нужно, чтобы у вас Тика в тику Шли прям сюжетная линия Один в один Тогда будет всем засчитывать Если вы бегаете Хотя бы с небольшим Лагом То все Хана Сюжетку Надо будет к самому Проходить Заново Я, собственно Поэтому хочу сейчас Соло играть И никого в пати Тоже не зову Потому что Потом будет День Жопа Надо ждать скидок Ну Наглядь и скидки Сейчас будут Игра супер успешно На текущем Минтремени Люди готовы Вон за Ты дорогая Покупать Поэтому Тут дело не в скидках Скидка в том Чтобы упали Упала цена На альтернативные способы Покупки игры Как это было В марте В марте Покупали спокойно За внутриигровое золото В World of Warcraft Игру Покупали за фгшечки На GSP И покупали За счет того Что курс доллара Был 60 рублей И тогда Такая цена Поэтому и была Сейчас Цена доллара Там 80 Евро Там под 90 Да Поднимается Фгшечки выросли Там до 60-70 копеек Вместо 50 Токены В World of Warcraft Подорожали Там И полтора-два раза За последние Там пару недель Короче Вся эта хрень Идет только вверх Все это связано С тем что Ну кроме курса Доллара конечно С тем что Люди Кинулись покупать Diablo 4 Тем больше Чем ближе К ревизу Все дело пошло Вот Те кто заранее Купил Те молодцы Те успели Купить задешево А сейчас уже Остались те Кому придется Либо ждать Либо покупать Три дорога Скидки 15-20% Ну кстати на этот На Diablo 2 Который ресурректит Скидки были До Где-то Раза два Наверное То есть игра Стоит обычно Типа 2700 Выходит Или типа того Сейчас По-моему Была возможность Покупать ее По 900 рублей Кажется это было Где-то в апреле По-моему Перед прошлым сезоном Они такую цену делали Так что рано или поздно Раскидка тоже будет На Diablo 4 Учитывая что у них Модель монетизации Здесь внутри Игровая Здесь же магазин же есть Видели магазин-то Я магазин-то не показывал Здесь же магазин есть С Вот пожалуйста Косметикой всякой Вот пожалуйста Всякие тут эти Шмоточки Можно типа посмотреть Что здесь продается Вся фигня Можно купить Повертеть Покрутить И так далее Шмоточки на варваров Тут отделено Любых всяких других персонажей Есть здесь Всякие Короче комплекты Можно игру Например До ультимейт издания Повысить за тысячу платины Можно купить Какой-то комплект Новичка Короче как в этом Как в Любой донатной помойке На телефоне Тут платина тебе И вот какие-то там Стартовый набор Снаряжение Какой-то там Какой-то там Топор И какая-то срань На крючка Сверху вешается Вот такая вот Вот И платина Сама по себе Тоже продается Вот такой комплект Платина Десять тысяч платина Стоит Стоит Сто евро За сто евро Вот такую срань Можно купить Это прям самая дешевая Цена которая есть Я не знаю Если платину Можно будет перекидывать Между игроками То чисто в теории Чисто в теории Можно будет В таком случае Как раз таки Сру аккаунтов Таким образом Покупать себе Батлпассы Всякие дополнения И прочее Потому что Ну это Хороший способ Но пока я не нашел Здесь способа Как можно платину Перекидывать с аккаунта На аккаунт Есть он здесь Общий такой или нет Способ не знаю Будет видно Видимо позже О у меня появились Эти квесты Сюжетные Надо будет сходить Взять их Пара баночку Улучшить Умер 10 уровень Раз 10 уровень Значит пора Улучшать банки Тысяча платина Выдет 800 рублей Прекрасно Ну вот А 10 тысяч Платина С подарком С 11,5 получается Выходит За Сколько? За 100 евро Ну вот 8600 То есть он то и выходит В принципе Привет говорит Давай поиграем 6 числа Два месте поиграем Нет Так-то не работает К сожалению Хочешь поиграть вместе У нас есть клан Набор в клан Идется через дискорд И вот С теми Кто у нас в клане Я могу Вместе играть Опять же При моем желании Не просто При желании Кого-то Потому что Если бы я Просто соглашался Играть со всеми подряд То Тут заявок Сразу В минуту Приходит по 20 штук Это только Только Когда Мне это нужно Платина Можно быть Сомневаюсь Говорит Ну просто в этом В Diablo Immortal Так работает То есть В Diablo Immortal Можно донатную валюту Перекидывать Но В Diablo Immortal За платину И вещи можно продавать На местном аукционе Тут аукциона никакого нет Поэтому Френ его знает Да Лишняя возможность Для РМТ Но это вот Было бы прям Неплохо На самом деле Это бы прям Хороший такой выход Был бы Прям хороший выход Был бы Мама Мама Нет Ты мое Не заберешь Мне не хватает Энергия Энергия Кончается Я не хочу Чтобы ты умерла Азан Зафона Что такое Азан Я тоже Через лалдубил Пользуюсь Лалдубили комиссии Сейчас 5% На пополнение Азан Это что такое Я тоже Можно оформить Без Турецкого гражданства Не знаю Всех остальных Нищекопотек И она требует От тебя Какие то Эти Особые доступы Турецкая карта Год назад Можно было Наизи Оформить А вон Сейчас Уже нельзя Подземельем Закончили Надеюсь Прекрасно Можно Утяните Баночки Улучшить Себе Уже Я знаю Я просто не хочу Уходить Подземелье Потому что Подземелье Периодически Когда ты Из него Выходишь Оно Сбрасывается На ноль Поэтому Лучше До конца Доходить А потом Уже Выползать Сюжетные Подземелья Я имею Я пока Еще логику Вопроса Не раскусил Как там Получается Когда Можно выходить С подземелья Когда нельзя Иногда Выходишь И потом Приходится Заново Бежать С самого Начала У тебя У тебя Да Дайте Баночку Улучшить Пожалуйста Я хочу Нормальное Зелье Лечение Спасибо Так И кому-то Еще надо Зайти Тут Кому-то Кому-то Еще Здесь Надо Улучшение Предметов Погрите С Дивиком А Окей Кузнецу Надо забежать Еще Наслаждайся Игрой Они Тебя Застанут Лайк Поставил Спасибо За лайк Максим Кто меня Застанет Не понял Давай-ка Тебя Захранить Тебя Отец Чем могу Помочь Скунточку Митишка Получше Чем мой Получается Да Да Поменять Надо Лучок Тоже Хорош Да Все остальное Можно Поразбирать Уже Набирай Что осталось Так Синенькие Тоже Все Можно А Желтенькие Пока Оставим А что Разве Если Портал Вернешь Кинь Начал Данжа Нет Не Данжа А именно Сюжетных Подземелья Мы сейчас Бежали Сюжетные Подземелья С этой Девочкой К матери И там Фигня В том Что Если Ты Побежишь Короче Телепортнешься В город По крайней На бете Такая Херня Периодически Проявлялась То Перекид Начал Данжа Приходится Бежать Заново Пешком Черт И сколько Меня Дико Раздражает Поэтому Сейчас Когда Прохожу Сюжетные Данжи Я из них Вообще Вылезать Стараюсь Не Влезать Так А где Тут Грели Щеночек Который Есть Я хочу Хочу Посмотреть Как это Срань Выглядит Маленькая А вот Предмет Для спины Ой бог Ты мой Серьезно Можно себе Волчка На спину Повешать Это Вот За Бету Штука Которую Давали Волчок Че Мне Не Нравится Бегать С люлькой Сзади Какая Срань У меня Еще На Бете Изначале Не Понравился Волчок Этот Непонятный Какой Непонятный Какой Сейчас Не Хочется Надгробные Камни Еще Можно Будет Менять Ух ты Прикольно Смотри Что-то Еще Есть По Внешнему Виду Гардероб Пустая Ячейка А почему Я не могу Внешний Вид персонажа Поменять Что За фигня О Снова Можно А что Случилось Почему Почему Не мог До Этого Давай Шапочку Снимем Не Люблю Шапочки Пока Выбирать Даже Нечего Шмотки Говно Все В целом Хотя бы Однородный Вид Был Хотя бы Сделаем И дальше Уже Побежим Пойдет Сдох На Шаве Любуешься Своим Духом Да Прикольно Это Того Стоит Точно Крылья За Ультимейт Лучшее Конечно Конечно А за Ультимейт Че крылья Дают Я думал Как эмоцию Можно только Использовать Эти крылья Что с крыльями Здесь никто Бегать не будет В этой локации Ой В этой игре Рюкзак Из фортнайта Как будто Да 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 Мне тоже Такая Фигня Возникла Такое Ощущение Как то Он не вписывается В концепт Не знаю Почему Брутальник Что ли Я не знаю В стиле Диабло Расширено Сделали Такой Готический Такой Мрачный Мир Наверное Можно было Конть Дохлого Волчка Например Сделай Скелет Волчка Скелет Белки Какой Знаешь Такой Чтобы На спине Висел Это Было бы Интересно Со Скелетом Белки На спине Я побегал А с Волчком Который Там Етица И Сосет Ну Нафиг Как то Напомню В гардероб Шмотки Любые От разбора Залетают Или Определенные Редкости Любые От разбора Могут Алигендарные Упасть Туда И все Остальные Тоже Уникальные Ух Сколько Бежать То Ё Моё А Мне надо Сюда Еще Бегать И сюда Ну Туда Пойдем В ближайшее Место Привет Павел Создал Ведь все Таки Отвратительно Симпатичную Женщину А не Сладкого Мальчика Да Решил Сладкими Мальчиками Не играть В этот Раз Из Отвратительно Симпатичных Мы Друидесу Нерас Создадим Рано Или поздно Что-то У меня Мой Внутренний Извращенец Хочет Женщину Друида Создать Закрытый Фетиш Видимо Голова Оборотня Норм Смотрелось Да А что-нибудь Такое Что-то Такое В стиле Диабол Потому что Это Дитё Пса Какой-то Ну Прям совсем Что-то Не в тему Так А что Мы ищем Там А мы Ищем Проход Проход Наход Наход Если Не ошибаюсь Где-то Где-то В верхней Локации А вот Тут В закутке Закуток Нужно пройти Что-то Копались До меня Летунчики Добавил бы Бобби В сумку Чтоб напоминал Про натри Косметику Да Скелет белки Из ледякова Периода Да Это было Прикольно Через месяц Все будут В розовых Штанах С единорогами На голове Бегать Ну Вот Я этого Опасаюсь Час Сказать Один Из моментов Которых Я боюсь Здесь встретить Я прям Очень хочу Чтобы они Все-таки Оставили Эту готичную Атмосферу Которая Здесь До самого Финала Волчки Говорит В этом мире Живут Все большие волки Были маленькими Не помню Говорит В эту сторону Да претензий Это никаких нет Претензия в том Что нахрена Герою Бегать с волчком На спине Это чтобы что Типа В чем суть Этого мероприятия Мы же по сути Играем за Такого сурового Выживальщика Такого не знаю А волчок Там что делает Это не претензия Это скорее Ну типа Мне кажется Несоответствие Мира Игры И вот Того чем Занимается персонаж Кто бы здесь Здраво У меня бегал С волчком на спине И зачем Самое главное Ну я имею ввиду Про Если рассуждать С точки зрения мира Зачем Герою бегать Там с волчком Кому жрать нечего Ты знаешь бы И с этим еще Самодействовать можно было Не вопросов бы нет Знаешь Типа волчка повешал И можно там Не знаю Периодически Там его кормить Например Там чуть поить А потом бы он Знаешь это Вырастает И с тобой бегает Такой типа Спутник появляется Местный Типа этот Кто он Наемник Вот туда Пожалуйста Я бы с радостью Бегал с волчком Потому что знал бы Зафига его Чтобы таскаю А так получается Бегает волчок Волчок висит А толку Хоть у него Никого нет Так Неприятные монстры Неприятные монстры Прям вообще Хорошо было бы Имело бы Смысл Туда Так А чего прохода Там не было Он же там вроде Снизу должен был быть Или что Перепутал Наполение мысли Ставим Гриттул Волшебная грязь Почему они такие У меня кстати В самом начале игры Уже был титул Доступен Несколько титулов Я поставил себе Какой-то Не помню какой А вот Первая пострадавшая Он был доступен С самого начала Прямо груз запустил И уже доступно Это Было Давай выберем Что-нибудь другое Многообещающая грязь Пусть будет Я буду пожалуй Многообещающей грязью Так Шмотки можно поменять Уже Стало Фауз Привет С труску вак играешь Да Виктор Привет Сложный ли геймплей И управление Ну смотри кем играешь Если играешь За разбойниц То да Относительно Сложнее чем у остальных Опять же не сложный А сложнее чем у остальных Если играешь За другого персонажа Ну не особо Какой-нибудь там Например Сорка какая-нибудь Себя О Сорка себя чувствует Вполне нормально И не особо сложное Управление Даже незадолго Незадолго купленный волчок Подбирающий голду Был бы неплох Да Так Что я хотел Я хотел навыки прокачать Да Что мне эта штука дает Подействие эффекта контроля Это у нас не будет Замедляет противников На 3 секунды Ага Но это мне пока не нужно Давай наверное Качать Twisting Blades Наш основной навык Будем пока в него Вкидываться Привет Тудуан Это SSF Hardcore Нет Это Diablo 4 Поэтому пока что Это не SSF Hardcore В Diablo 4 До SSF Hardcore А пока еще дожить надо Пока это Софт Со всеми Со всеми возможностями Которые возможно Только представить О Обидная пачка Чуть не пробежал Высмотрелся В сторонку Тапочки бы на вторую На второй заряд прыжка бы Был прям хорошо Прям весь заряды кончаются Каждый раз В лабиринте Плутаю Вроде запоминаю Куда бежать А потом нет Все равно Третий раз Уже прохожу Этот квест И каждый раз Не могу найти проход Быстро То ли он перемещается То ли я забываю Где он находится То ли он вообще не появляется Пока всех монстров Не убьешь Такое ощущение Что так и есть Монстров Нужно всех убить Обычно играл Вроде слева направо Бегал сюда И тоже Оббегал всю локацию В итоге Если здесь шмот Увеличить шансы падения Нет На текущий момент Нет Раньше был Но его убрали Судя по всему Как и много И другие вещи Типа Рун Сетовых вещей И прочего Озвучка Полностью русская Да Озвучка Полностью русская Стоит Ибрать Диабло По вашему мнению Скажите Я в не играю Поэтому Для меня Стоит Для себя Уже Стоит Самому Определяться Тут Советы Типа Переложить Отвестность За игру За покупку Игры На когото Другого Самое Простое Что можно Сделать Конечно Но Тут так Работать Не будет Нужно Самому Определиться Я могу Только сказать Что Смотреть За этой игрой И играть В нее Совершенно Разные Вещи Причем Не в лучшую Сторону Зачастую Зачастую Иногда Есть те Кто Смотрит Ему нравится Потому что Пускает Ему Не нравится Играть А есть Те Кто Наоборот Смотрит И мне нравится Потом Сам Начинает Играть Им Нравится Такая Финя Я был Из тех Кому Не нравилось Изначально Как Выглядела Игра Вот Когда Показывали Геймплей Просто Разработчики Когда играли Знаешь Типа до выхода Бет Еще Когда Разработчики Играли Когда Какие Сливы Были И прочее Была Прям Для меня По внешнему Виду Какая Сранья Такой Типа Блин Что Это Выглядит Странненько Просто Вроде Бегалка Какая Но Я Не Принимал Поспешных Решений Думаю Дам И Шанс И Когда Вышла Бета Я Спокойно У нее Поиграл И Думаю Блин Прикольно Мне Нравится Я Буду Это Играть Надо Пробовать Надо Пробовать Для Этого Было Три Беты До Этого Нужно Было Пробовать Сейчас Уже Так Платно Можно Попробовать Ждалка Грит Паладина Нет Диабло 4 Ну Скорее Всего Завезут Паладина Еще Думаю Ну Что Насмотрелось Открывай Дверь Только Верять не все Мне кажется Это будет Не паладин Какой Ни Опять Что Ни Придумают Какого Ни Крестоносца Или Какого Нибудь Этого Не знаю Как В Диабло Иммортал Рыцарь Крови Какой Дарик Это Так Он Называется Машка Не такая Срань Появится Черт Он Знает Как Думаешь Что Этот Волк Я Не знаю Люди Говорили Что Это Диабло Возможно Возможно Это Дикард Кайн Иначе Я просто Не понимаю Почему Нас Телепортнули В Тристрам Тристрам Это Какое-то Знаковое Место Для Какого-то Маленького Количества Персонажей И Вот Эта Разбойница Которая Бегает На экране Которой Я играю Она Никакого Отношения К Тристрам Не имеет Как и Все Остальные Персонажи Здесь Участвующие Соответственно Волк По идее Должен быть Кем-то Кто С Тристрам Связан Соответственно Если Предположить Что это Мужик А не Женщина В волчьем Обличье То Наверное Это Кайн Возможно Возможно Это Адрия Кто Там Еще Мог Превращаться Чисто В теории В волков Я даже Представить Не могу Поэтому Не знаю Но Некоторые Глядят Что это Типа Да Это Может Быть Диабло Или Типа Того Но Мне Непонятно Почему За Диабло Она Помогает Какого Чёрта Зачем Сделали Вращающийся Месте С персонажем Выглядит Нереалистично Когда К лбу Пролетели Источник Света А Ты Просветует Который Перед Носом Ну Да Это Выглядит Так Шонарь На лбу Висит Но Пока Ты Не Сказал Я Особо На Три Май Даже Не Обращал Инквизитором Назовут Почему Инквизитором Арканишу Это Арканишу Он Такой Вполне Мог Здесь Быть Помогает Нам Вводит На каменистые Поля А потом Там Молнии Прибьет Это Волк Мариус Из роликов По Диабло 2 Мариус Стал Волком Думаешь Такая Тема Возможно Конечно Но Довольно Странно Дорога Изменилась Выходит Статуя Создавала Иллюзию Волк Не Диабло А Мефисто Как бы Пишет Илья Вот так Вот Илья Считает Что это Мефисто А почему Ты так Считаешь Илья А потому Что ты Видимо Сюжет Слил Нет Подожди Мы тут Гадалки Устраиваем Если ты Видел сюжет То туда Не надо Нам Сливать Спойлеры Я знаю Что Есть Уже Чуваки Которые Здесь Сюжет Заспойлер Или Еще С Пиратских Версий Нам Такого Тут Не надо Мы тут Просто Рассуждаем На фоне Этого На фоне Скажем Так Отсутствие Прохождения Игры Пока Что Мы прямо Сейчас И проходим Хотелось бы Сюжет Увидеть В том Виде В котором Есть Накрепко Заперто Что Насчет Вон Того Прохода Тран Все Ждут Паладина И не ждут Жреца Какой Жреца В игре Серии Диабло Никогда Жрецов Не было Поэтому Как То Это Будет Или Ты Про Жреца Который Твич Доктор И Диабло Такого Жреца Так Что Надо Делать Здесь Погнали Это Фан-версия А Вон Тогда Хорошо Илья Фан-версия Я думал Ты уже Сюжет Слитый Видел Я могу Допустить Что этого Волка Вообще Дальше Не будет Нигде Типа Его Знаешь Ввели Просто В сюжет И дальше И он Вообще Больше Нигде Не появится Привет Солдат Дождались Что Ну да Игра Вышла Мне пригодится Спасибо За Контент У меня Два Лобуса На Российский Аккаунт Игра Встанет Без Плясок С Бубном И Если У меня Не Было Предзаказа И Второе Компризен 3600 Камень GTX 1660 И Карта Плюс 16 Дик Оперативки Потянет Ее Хотя Бы На Средних Настройках Привет Бухгалтер Рванов Большое Спасибо Тебе За Поддержку Встанет Ли Игра Без Плясок С Бубном Нет У меня На канале Вышел Ролик Буквально Два Дня Назад О том Как Поставить Игру Станцами С Бубном Рекомендую С ним Ознакомиться Там Полная Инструкция Что нужно Сделать Плюс В закрепленном Комментарии Есть еще Дополнение По поводу Того Чтобы Как Игру Запустить Если Не было Предзаказа Ты можешь Его сейчас Сделать Связанное С тем Что Слишком Большой Наплыв Желающих Купить Игру Вот Но Ты можешь Купить И можешь Поиграть Я сейчас Играю С true Аккаунт Если Вопрос В этом Дальше По конфигурации Компа Твоего Ryzen 3600 Ну Слушай У нас Есть люди Которые Играли На более Херовых Конфигурациях И у них Игра Запускалась Так что Да Должна Пойти У тебя Игра Все Должно Один вопрос Игра Бомба Нет Ну То Чтобы Узнать Бомба Или нет Нужно Ее Пройти Полностью И познакомиться С эндгейм Контентом Поэтому На этот вопрос Наверное Я смогу Ответить Когда У меня Персонаж Будет Уровня Так 80 90 Наверное Вот Так Вот И я Буду Находиться На каком Ни уровне Сложности Типа Не знаю Третьем Или Четвертом Хотя Б Ну Третьем Хотя Б Далекий Ну Хотя Б Третьем Уровень Сложности Чтобы Я Понял Чем Мы Занимаемся Какие Эндгейм Активности И прочее Туда Можем Рассуждать С точки Зарения Старта Игра Завлекает Игра Хорошо Завлекает Увлекает Как бы Все Хорошо В этом Плани Что Будет Дальше Если Она Узнает Может Надежать Такой Темп Черт Узнает Плюс Есть Технические Проблемы У игры Сложно Серьезные Поэтому Она Супер Жрущая Как мы Сегодня Выяснили У меня Игре Судя По всему Нужно Где-то 64 Гигабайта Чтобы Нормально Идти В ультра Настройках Поэтому Это Довольно Странно У меня Все Игры В мире Идут На Ультра Настройках 4к Разрешение Сртекс И прочим Но Диабло 4 Идет Только На Средних Настройках Потому Что Видители Играть С нее Стримить Одновременно Нельзя Ей Нужно 4 Гигабайта Памяти Прочи Нет Проблемы С Аджором Оперативки А так Все Хорошо С ней С Оптимизацией Кроме Оперативки Привет Кордес Какой уровень Нашел Какой ничем Привет Бека Уровень Вот Внизу Ты можешь Видеть Сюда Вот Тут Находится Видишь Еще Вот Здесь Сверху Тоже В каком плане На мамке До Эльвит Что ли Дошел Я до Эльвит Еще не дошел Поэтому Не знаю Или ты про кого А на мамке В первом акте Что ли Ну Да Это Непростой Босс Это Непростой Босс Там Что за Телепорт Давай Видео Конечно Я всегда Все Обновляю Сразу Только Это Выходит Никогда Не Жду Какой-то Там Моментов У меня Дрова Всегда Новая Вторая Вчера Я ролик Выпустил Вчера По поводу Батлнета И чувак Как ставить Игру И все Остальное Чувак У меня Говорит У тебя Версия Батлнет Типа Старая Сейчас Обновилась Бух Ти мой Интересно Думаю Что я Записываю Ролик На Старой Версии Батлнета Примерно Только Тупой Что Старых Версии Стоит ли Украинский Акт Переводить В РФ Акт Нет Конечно Нахрена Тебе Это надо Делать На РФ Акте Ни хрена Недоступно Ничего Нормально Плюс Любой Мент Тремени Могут Допутить Доспуск И все Сейчас На игру Приходится Допускать Чистень Колоду А если Дальше Разработать Укрутить Еще Дальше Ограничение А то Ты играть Общение Можешь Может Не сможешь Более того У меня стоят Необычные Дрова Для Nvidia У меня Стоят Дровера Nvidia Studio Так называемые У Nvidia Есть два Вида Дроверов Есть Дровера Studio А есть Game Ready Studio Это Супер Стабильные Дровера Которые Выпускаются Раз В 3-4 Месяца Которые Обкатываются Очень Жестко Тестируются Гораздо Больше Чем Game Ready Они Больше Предназначены Для Стримеров Авторов Контента Которые Создают В фотошопе Работают В обработке Монтаже Видео И прочего Нормально Для игры Они тоже Подходят Но они Более Стабильны Изначально Они Призначены Для работы А есть Дрова Game Ready Которые Вываливаются Сразу Как только Выводится Хоть какое-то Обновление Появится Они тут же В Game Ready Запихивают И вот Game Ready Дровера Нестабильные Могут Быть Так Бывает Вот И У меня С Game Ready Возникали Проблемы Я на прошлых Прошлый Бет И все Играл С Game Ready Дроверами Потом Начал Тестировать На студию Студия Гражды Стабильнее Были То есть На украинский Акт Можно Смело Покупать Игру Живу В РФ Оно Как Смело Могут Забанить В принципе Доступы Даже Просто По IP Адресам Например Такое Тоже Вполне Возможно Но пока Они этого Не сделали Поэтому На него На тебе В РФ Такого Дело Точно Не стоит РФ Аккаунт Это Прям Задница В этом Плане Что Надо Сделать Жирим Ответ Из Маргиреева Нужно Свалить Отсюда Что Надо Сделать Так 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 Масштаб Как Здесь Поменять Карту Чтобы Она Улетела Улетела На мировую Карту Не помните Какая Кнопка Здесь Закрывает Карту И Открывает А Вот Карта Мира Z Да Блин Нихрена Не вижу У меня здесь Как раз Чат Висит Z Или 2 Или Что Нужно Нажать Да Видимо Z Нет 2 2 Все Таки 2 Что С вепкой Что С ней Довольно Нормально Все Нормально Все С вепкой По Мон Нормально Все С вепкой Вроде Движение Ловит Все Прекрасно Так Окей Погнали Куда-то надо Бежать Куда-то Вот сюда Стример потерял Несколько пикселей Волос А он Да Это произошло Еще Пару недель Назад В тест Diablo 4 Пришлось Играть Через VPN Не знаю Почему Тебе Пришлось Играть Через VPN Я без VPN Все Все Три Версии Прошел При том Что У меня Иру Аккаунт И играю Я из России Никаких VPN Не требуется Для игры Так Что я собирался Сделать Я собирался Пробежаться По Вейпоинтам Посмотрю Где они Находятся Ближайший Вейпоинт Кио Вашад А Он как раз Вот здесь И находится Вот здесь Вейпоинт Хорошо Задатки Вашад Побежим Стоп Поставь Точку Сюда Нужен Танец Лягушки Когда Вепку Проверяем А танец Лягушки Как делается Я не знаю Таких танцев Вейпоинтам Я, говорит, с Крыма Только Нет, Крым Понятное дело Крым Донецк Луганск Вот эта вся история Все эти регионы Они только через ВПН Могут заходить Это факт Как коня получить Понятия не имею Вроде бы в четвертом акте Где-то будет квест Или типа того Я пока не в курсе Не в курсе Я же сам коня еще не получил В общем, у меня коня нет Я пока сам квест не проходил Там разная информация была По этому поводу Кто-то говорил, что нужно пройти Полностью игру Кто-то в четвертом акте Говорит, что нужно получать Кто-то говорит По второму акте Уже можно получить Короче, я не знаю пока Гуляет инфа по стримам Ну Я не бабка сплетница Поэтому не в курсе Я могу сказать только Ту информацию Которую я точно знаю Которая подтверждена Официально Или типа того Про то, что игра будет Официально в России продаваться Это больше похоже Пока на вброс какой-то просто Вот где-то я Луганск А, вон на чём Тогда-да Тогда проблемы в любом случае будут К сожалению Про эти регионы Я ничего сказать не могу Про Луганск Донецк Эта тема В начале четвертого акта Пишут, говорят, лошадь А, отлично Ну вот, видишь Вопрос ответили Я сейчас быстро-быстро Пробегаю первый акт А потом второй акт Буду уже ползти Потихонечку Потому что я буду рассматривать мир Изучать Эти кто они Новые локации Сюжет И всё остальное Первый акт я уже Три раза проходил Уже замучил меня Этот первый акт Поэтому сейчас мы его Пробегаем Просто Второго акта Будет сюжет Так, что-то прибежал А где вайпоинт-то Собственно говоря Где-то, видимо, я промазал Сейчас посмотрим на карту Ещё раз Так, мужчина Останьте меня, пожалуйста Дайте мне спокойно Посмотреть На карте Где это Что такое Я собираю А, это какой-то квест Идём в побочную И выполняю параллельно Так, ещё раз Значит, открываю карту Кил ваш ад Дальше Здесь фрегит экспенс Так Сейчас по карте Сориентируемся Чё, где я нахожусь То вообще не могу понять Здесь у нас развилка Так А, вот здесь где-то похоже Да? Да, похоже на то Да, похоже Я немножко местом промазал Я не был парадис У нас политика На стриме не разводится Кто там кому принадлежит Чья там где страна Кто виноват И всё прочее Это На других стримах обсуждайте У меня на стриме Только игра Всё, что с ней связано Думал, во втором акте В конюшне написано Door none Квест 2 Начинается второго акта До поиска этого чела Понятно Во втором акте Начинается квест И в четвёртом заканчивается Так понимаю, да? Так, что мне так ощущается Что был вверх свернуть Давай по низу Пробежимся пока, ладно Да, похоже на был вверх свернуть Что-то я пробежал Куда не туда Ваш способ запуска В обход лаунчер Поможет опустить игру В Луганске Я не знаю, что поможет В Луганске за несколько Серьёзно Я не в курсе Там видишь Регионы на особом контроле И с особыми Скажем так Условиями во всём Поэтому я вообще Понятия не имею Я не подскажу Можешь попробовать Можешь попробовать Но скорее всего VPN всё равно потребуется Потому что у вас Ограничение по IP-адресам стоит В России ограничений В обычных регионах Нет никаких Я имею ввиду по VPN По IP-адресам и прочим Есть ограничения только На сам аккаунт На ру-аккаунт Ограничение распространяется Как там В этих регионах Я не в курсе Как раз Если у вас получится Расскажите на стриме Мне будет интересно И заодно Возможно поможем Другим людям Разобраться Потому что Вы не первый Кто этот вопрос задаёт Но я не могу ответить Потому что я не в курсе Тут нужно Видишь Нужно конкретно Мнение людей Которые Это сами испробовали И вот Могут рассказать Как они это сделали Тогда мы сможем Этим поделиться С всеми остальными Чтобы они тоже Могли этот вопрос решить На PS5 Не мог поиграть в бету На PS5 Там тоже отдельный мир Если PS5 Ещё и Луганск То совсем что-то Сложно Совсем сложные условия Получаются Тут я вообще не знаю Чё кого Там Посточно опять Свои сложности Возникли на старте Даже вот Релиз сейчас игры Произошёл И даже Я так понял Те у кого Нормальные версии Там игр куплены Нормальные аккаунты То есть не Не ру аккаунты А какие-нибудь Там польские аккаунты Не знаю Прочие Даже у них возникли Какие-то сложности С запуском Я уж не понял С чем они связаны На PS5 По-прежнему Ошибка выдает Видимо Опять придётся идти спать Ну вот Видишь вот Кирилл как раз пришёл Говорит На всяких PlayStation и прочих Человек в гильдии Донецка играет Вов нормально В рейды через VPN ходит А почему именно В рейды через VPN А в обычную игру Без VPN получается То есть только рейды На PS5 Не шарится ранний доступ А вон ещё Какая там проблема Я сегодня проснулся Давай смотреть Там чё кого там Как по запуску Вижу что вроде Какие-то сложности Технически возникали И на компе И на плойках Но вроде бы там Нашли какие-то решения Ждёт нас Вига Удачи тебе Пусть командир Дозора Пришлёт замену Тем кто сгинул В шахте С возвращением Вига тут Рассказывает Что ты была Куда храбрее его Для начала Был Хочу принести пользу На юге есть руины Ступай туда Лагает без ВПН А вон ну чё Лагает Я думал ограничения По доступу какие-то Есть без ВПН Блин обычно С ВПН наоборот лагает А тут без ВПН Очень интересно О Шапочку Какая-то могу надеть Новую И лучок А лучок наоборот фиговый Да Надо бы сходить в город Наверное и это И Шмотки сдать Полный инвентарь Опять скопился уже Пока вещи все продают Потому что Денежки нужны Денежки нужны Хотя наверно Пора уже бы их и это И Разбирать начать Так и желтые Давайте пока разберем Давайте пока оставим Так а нам предлагают Что-нибудь улучшить Но это я думаю Улучшать буду уже позже Не хочу Сейчас ресурсы тратить На улучшение Непонятно чего Непонятно зачем Нафиг бы это надо было Почему стример не лагает Спрашивает Евгений Ну стример потратил Некоторое время на то Чтобы настроить все Сегодня Я даже винду Новую поставил В среду Стрим не получилось По Диабло 2 провести Думаю ладно Хер с ним Хотя бы винду Переустановлю туда Переустановил винду Вчера весь день Занимался ее настройкой Сегодня перед стримом Два часа потратил На то чтобы Настроить все Но опять же Совсем от лагов Мы не избавились Сейчас на стриме Еще некоторые моменты Доделывали Но По большей части Подавляющее большинство Проблема Но как бы исчезла Надеюсь что их и не будет Привет Андрей Спасибо Стример будет лагать Только за донат Ой это можно Я могу так Эп 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 Вот так начать говорить Правда боюсь что Такие мои отклики Мой фильтр Шума В микрофоне Просто отсекать будет И вы даже ничего не слышите Я буду просто рот открывать И Микрофон все будет Поглощать себя Где то по идее Смотровая зона По моему есть Вот тут Да Спасибо Или убрали Пригодится Тот же на ним Большое спасибо За поддержку Кто увлечит зелья Лечебное количество Ну как кто Этот Алхимик Алхимик увеличивает А подожди Увеличивает количество Подожди Нет алхимик Улучшает зелья А количество Увеличивается Вот здесь В карте мира Вот смотри Вот тут оно увеличивается Вот видишь количество зелий Вот Это за известность Поддается Это нужно найти Таб Дальше нажимаешь W И открывается такая штука Известность в локации И здесь Одна из наград Как раз таки Запас зелий Увеличение запаса зелий Ну по крайней мере Это то что мы Знали на бете Да Как там дальше Будет увеличиваться Я не знаю Видимо так же За известность Будет повышаться Здравствуй Запад Друидами кто не играет Почему Есть Краки Которые играют У нас в плане Куча игроков Которые играют Друидами Так А мне сюда вообще не надо Зачем Зачем я сюда зашел Нет Мне сюда не надо Эту локацию Я позже поделаю Донат прошел А стример не лагает Что пойдет В донате не просили лагать Если донат придет И там попросят полагать То мы полагаем Так и быть Будем лагать потихоньку Я больше скажу Я могу успокоенно Во время стрима Сейчас альт табаться И у меня вроде все Пока что работает Я не знаю Сейчас главное не сглазить Знаешь что Сейчас я тут радуюсь Сижу что все не лагает Нормально идет Начнутся зависания Вылеты и прочая срань Оно говорит увеличилось Но я говорит не понял как А ну вот Это было за это Награда тебе За этот Так что я Встал так даже За уровень известности Видимо нацематик взял И не заметил даже Так у меня Дополнительное Очко навыков появилось Давайте думать Я сейчас бегаю Другим билдом совершенно Не тем которым бегал раньше У меня две ячейки Еще осталось Ну как не совершенно Билд тот же самый Но с небольшими нюансами Немножко его переделал Посидел подумал Что еще поделать можно Что говорит вы в клане Чатом не пользуетесь Для кого делали кланы Так в клане пока еще не все далеко Пока все Соклановцы общаются В клановом чате В дискорде у нас Так Здесь надо брать Сейчас либо Живучесть Либо взять таки маскировку Пока что Потом можно от нее отказаться Возможно У меня будет Получается еще У меня будет насыщение Здесь И Двойника мы еще возьмем Здесь Двойник тема топовая Прям Да Да Давай В живучесть Пока пойдем Пока пойдем В живучесть Будем ей пользоваться Это Более полезно Это будет Изборота Сюда тема прям Крутая Мне нравится Некров сильно Нерфанули Да Их сильно нерфанули Потом немножечко Бафнули Но В целом Они более-менее Играбельные Я не могу сказать Что они прям Жопа-жопа Но более-менее Играбельные Вкладку Клан открой Может быть Там кто-то пишет У меня вроде Клан открыт Вкладка У меня все вкладки Открыты Вот они Нет Ребята тут Поздоровались Пришли с утра Вот там Кто там Забегал Но пока Никто ничего не пишет Нет Так кто б что писал Господи У нас в клане Сейчас принято Пока что Тут заявки еще висят Одобрять будем позже Из тех Кого я одобрил Уже 22 человека Сейчас Сафон в игре появится Наверное Еще подобряет там Кого-нибудь Я просто не хочу На стриме этим заниматься Потому что я уже говорил Что игра Почему-то вылетает Когда я начинаю Людей принимать в клан Какого-то черта Она так вот странно Реагирует Поэтому мне приходится Это делать вне стрима С головой ушли в сюжет Ну конечно Сейчас же все изучают А что сейчас Тут что писать-то будет Подавляющее число людей Еще идет Как бы это Самостоятельно Не в команде Всем что люди Хотят просто Лично побегать Поизучать мир И все такое Какой акт Пока первый Я только начал играть Буквально Вот сейчас Когда? Нет, не сейчас Полтора Полтора-два часа назад План пересполнится сюжетом И взять топ-2 На хк за день Типа того, да Ну нет, на самом деле Я не собираюсь Сейчас в никаких ивентах Повзять вот там топов И прочего Я не понимаю Зачем жопу рвать На старте игры Я хочу игру поизучать Мне интересно погрузиться В мир В лор Как бы Который здесь есть Понять, что здесь происходит Где тут он находится Вся вот эта тема И я хочу вот этим позаниматься Мне это более интересно Чем Ну чем сейчас Жопу рвать Бежать Какие-то там Конкурсы, ивенты И все остальное Видишь ли Познакомиться с игрой Вот именно вот так вот Плотно Как сейчас Можно будет только сейчас А потом Пофармить всегда время будет Сюда торопиться здесь Пофармить время всегда будет И мы успеем это сделать Единственное, что я сейчас Первый конкретный Этот Акт Пробегаю быстро Потому что мы его проходили На прошлом стриме полностью И Смотрели все диалоги И все остальное Вот Начиная со второго акта Мы будем смотреть все диалоги Абсолютно То есть прям все диалоги Все будем слушать Я хочу прям Ну Погрузиться в эту тему Сюжет первого акта Мы уже знаем полностью Кто там что, кого, куда И так далее Ну если вы с ним не знакомы То Стрим по этому поводу есть Прям отдельный стрим был Четыре часа мы прям сидели Слушались диалоги Но сейчас хочется Немножко побыстрее До второго акта добежать Потому что я заколебался Уже первый акт проходить Сколько можно-то уже Три беты было Три беты проходили мы С вами Первый акт Я уже заколебался его проходить Поэтому сейчас Хочется уже побыстрее Его пробежать И Заниматься чем-нибудь Новеньким уже Знаете, что еще есть На этой игре Так, и только к сезону Но она будет ближе к сезону Сейчас мы с ними готовимся Плюс видишь Раза бы что еще сказали Насчет сезона Что Никакого соревновательного элемента В сезоне Не будет до Типа третьего сезона А тут готовиться К нему в принципе не нужно Просто Просто начинаешь сезон И типа ты молодец Привет, Адам Помогаю ли я С покупкой Diablo 4 Нет, на текущий момент На паузу поставил Со вчерашнего дня Я уже толком ничего никому Отправить не могу Там начались проблемы С отправками Сейчас либо супердорого Можно отправить Либо супердолго Поэтому Ни то, ни другое Меня не устраивает Поэтому я Пока что на паузу все поставил Не супердорого Не супердолго Я вам делать ничего не хочу Если буду игры отправлять То буду делать так Чтобы у вас сервис нормальный Получался от меня По приемлемым ценам И быстро Сейчас так делать не получается Типа все будут топ-1 Ага Типа того Топ-1 Кем в сезоне планируешь Я планирую до старта сезона Всех персонажей Если до 100 уровня прокачать То хотя бы Полностью их изучить Попробовать геймплей И все остальное Там же решать По сезону еще за марку и раком Я еще даже эндгейм не видел Своими руками Я намеренно даже ролики Не смотрел в таких там блогеров Которые Которым давали ранний доступ И они в эндгейме были Этих иностранных Типа вуджо И прочее там Ну просто мне неинтересно Смотреть как они там играют Эндгейме Мне интересно самому его попробовать Я хочу что для меня Игра значит Подавала эмоции Которые вот я Ну типа могу сам получить А не которые Кто-то там хрен-то Микто получает Конец Все ближе Если бы они на стриме Проходили наверное там что-то Ну нет опять же нет Я бы Нет Эндгейм Мне интересно самому попробовать Сюжет я бы еще может быть Там знаешь типа Это тоже некоторые игры Сюжет прохожу на стримах А потом уже просто сижу играю Сюжет это одно дело А вот когда эндгейм Это хочется самому почувствовать Мне по крайней мере Мне же потом поэтому Еще и контент делать нужно будет Поэтому я хочу чтобы У меня были свои Не загрязненные Не засранные Чеми-то мыслями эмоции Чтобы я Когда контент буду делать У меня он был Чистый мой Скажем так С моим Пониманием ситуации Какой максимальный левел Сотый Но для того чтобы его взять Потребуется где-то Сто пятьдесят часов Разрабы говорили Я надеюсь что я До выхода Первого сезона Успею всех персонажей До сотого левела прокачать У меня как бы Стоит план максимум Знаешь какой До выхода сезона Не то что даже сотый левел взять А убить босса Последнего босса Который открывается На сотом левеле В последнем уровне сложности Там есть какой-то босс Который типа является Проверкой твоих Типа этих Прокачки твоего персонажа Твоих скиллов И всего остального Специально Он типа Ну какой-то вот такой Специальный тестовый короче Супер типа сложный какой-то И все такое И вот этого супер сложного босса Я хочу добраться И Каждым персонажем Его закрыть Вот такая фигня Он такого там 150 уровня что ли Или типа того я уж не помню И тогда мой план Как бы не сезон будет закрыт И я могу уже заниматься Другими активностями Если время еще останется И даже торча не упадет Но пока говорили Что вроде с него ничего подать Вообще не будет То есть он будет чисто голой жопой Ты его убиваешь И типа такой типа Просто получаешь там Кутачевку И ты молодец Словно говоря Рога через лук норм Норм Но в эндгейме Сейчас не особо норм На старте игры Нет подожди опять же смотри С чем сравниваю смотря Если сравнить ее С друидом или варваром То на старте Рога через лук норм Вообще просто класс Но Если мы говорим про Сравнение персонажей Друг с другом То рога с клинками Самая быстрая просто Вот и все Но опять же Не надо сейчас искать Супер эффективные билды Это все странь собачья Играй тем кем тебе нравится играть Мне вот эта рога понравилась С клинками Она самая быстрая Среди всех персонажей в игре Вообще на текущий момент времени Для старта игры именно И Я как бы выбрал ее Для старта именно по этой причине Она супер хорошо проходит Она даже на втором уровне сложности Мы сейчас играем на втором уровне сложности Видите уровень мира 2 То есть я не понижаю уровень сложности Я сейчас спокойно прохожу сюжет на втором уровне сложности И все супер быстро идет все равно А дальше будем смотреть уже Улучшится очень топовая На эвентгейме Точно есть Точность билды Эндгейм топовые Но до них до процента еще Сезон будет в середине июля Да Сбросы оставили Да вроде да Сейчас посмотрим Да вот 6 копеек за сброс умений Пока у меня текущая цена Можно сбросить все умения Без проблем Да все есть Так Левелап получили Набаки прокачали дальше Идем У меня гречи звук норм пишется Афон Так я про что я говорю Тут как хочешь так играй Вообще Старт Старт игры сейчас Релиз Это время когда вы можете играть Кем хотите Вы можете потестировать Все что хотите Вы можете играть любыми билдами Любыми персонажами На любых уровнях сложности Делать что хотите вообще Сейчас не время рассуждать Про эффективность Эффективность будет Знаешь тогда Когда Ну вот Такие там блогеры как я Там Которые У которых есть задача Делать контент И прочее И прочие задроты Пройдут игру на 100% И Ну не на 100% Прокачают персонажа до 100 уровня Всех персонажей до 100 уровня Каждым персонажем убьют Мирового босса Потестируют Этего Не мирового Этого последнего босса Как он называется Даже не знаю Не видел его еще ни разу Пройдут сюжет Пройдут Пвп сражения Все там Пособирают косметику Там и вся остальная Типа Ты изучаешь игру полностью И потом можно делать Уже какой-то вменяемый Там контент На эффективность направленная И все остальное Сейчас получается Это все Бессмысльца какая-то Абсолютная Не понял Куда идти надо Что-то мне хотят Поговорите Поговорите с преподобной матерью Корвалари Так Ну Я пытаюсь Но меня отправляют обратно В монастырь зачем-то А Все я туплю Надо отсюда выйти На сотке сброс дорогой будет Да Дорогой Но мне кажется С тем Количеством золота Которое валится в игре Это будет не особо дорого У друидки с волосатой грудью Дроп будет всегда лучше Просто потому что Она меньшинство Вполне возможно Если ты ее сделаешь еще черной То совсем хорошо будет Игра только вышла Народ уже имбу ищет Сначала пройдите Игру за которую деньги заплатили Да Я того же мнения В этом плане Не стоит сейчас торопиться С имбами и прочее Никто сейчас никакой имбы не знает Нет ни одного игрока в мире Который знает какую-то там имбу Все только гипотезы могут строить Даже те игроки Которые играли в эндгейме Уже с ранним доступом Типа там Вуджо, Ракса и прочих Эээ Эээ Эх Иностранных блогеров Которым давали ранний доступ Они играли всего 10 дней Блин И Че они там за 10 дней Могли натестить Ну типа да Они могли посмотреть Какие-то там базовые активности И составить какие-то базовые билды Но имба Да боже Какая имба О чем еще речь Сейчас имба Любой билд Которым ты играешь Не знаю Мне кажется Всякие гайды и прочее Нужно лезть тогда Ну смотрите даже их просто Когда у тебя возникают сложности Ты пытаешься пройти У тебя не получается Тогда лезешь в гайды Смотришь Типа ага А что я сделал не так Обращаешься с комьюнити Там и так далее Сейчас Боже упаси Первый акт Проходится с любым персонажем Даже с кривыми руками Как бы тут Не надо быть 7-5 во лбу Причем даже на втором руле Сложности без проблем проходится Да вот если вы играете на первом То там вообще Дрисня полная Там острые Дрещи полные Там Игру про те Ребенок сможет Пал имба Инфасотка Да Пал 100% имба Настолько имба Что Он даже в игре не стал Не появляться Чтобы не портить впечатление Своей имбалансностью Казалось Четверка Хрень Зачем переплачивать Теперь сижу И руки чешутся Понимаю У меня такая же была тема Ну не совсем Такая же Я скажем так Тоже считал Что игра Может быть провалом И я поэтому Такой думаю Ну Типа хз Хз Типа потенциал Вроде у игры есть Но хер по мячу Будет дальше А потом поиграл в бет И мне понравилось Если руки честно Надо почесать Кстати Валерка Ты только это говоришь Я как раз сижу чешу руки Потому что Что-то у меня руки Зачесались внезапно Видимо я прочитал Это Сообщение прайзера И тут же Принял в действии Скажем так Его Это это НЛП Видимо Стопудовая Что у нас здесь Сюда Темный путь Какой-то Окей Темный Так темный Не темный А афро-санктуарский Правильно Путь Анимация так мало Быстро надоедает Бурочки Не знаю Я вот игры графика Вообще не рассматриваю Я про проблему с анимацией Увидел Только когда этот Чувак ролик выпустил Начал говорить Вот типа анимации Здесь не доделали Тут не доделали Такой что Анимации где-то не доделали Не знаю Опять в лагерь пришли чужаки Я даже это Внимание не обращаю Мне нравится Сама атмосфера Мир Как персонажей нарисовали Все Зашибись Мне хватает Это же Экшен-РПГ Тут вид Сверху Скажем так Ты нихрена не видишь Толком Поэтому И анимации Зачем это разглядывать Вообще Если чешется левая То нужно поцеловать ее И сунуть в карман Это к деньгам Да Сейчас проверим Поцеловал Сунул в карман А когда деньги должны быть Прийти после этого Сколько с рукой в кармане сидеть С рукой в кармане сидеть Пока деньги не придут Или Это Это работает там Отложным эффектом Типа чем больше руку суешь И целуешь в карман Тем больше денег потом придет Как говорит не видишь Ты же ножом и тыкаешь Ну да Ну типа тыкаешь и тыкаешь Ну типа анимация в целом Ну не на уровне там Не знаю Ну любых годов Вроде все окей Более-менее Поэтому я ставлю это Держи пока не придут Держи С играть одной рукой приходится Неудобно? Так Да что происходит господи Руку не в свой карман Сувать надо Аааа Вон Нужно поцеловать руку И сунуть в чужой карман А нужно что-нибудь В чужом кармане Нащупывать там нет? Карман должен быть Сильно облегающий Это мужской карман или женский? Если мужской То понятно Как работает ситуация С деньгами туда Скоро ты лучше Руку стуешь В чужой мужской карманы И значит Делаешь так Чтобы деньги пришли Скоро Да Ясно-ясно Ну боюсь Такой способ Мне не подойдет Так какой карман Могу сунуть Кто играет на Xbox И пробовали Легла бы Мышь подключать Дискордеум Ребята есть Которые Записи Элиаса Ничем не лучше За женский карман Могут и посадить Ну я знаю как поговорить с мамой Печель беда Смотреть сколько хочешь заработать На обеспеченную старость Если На обеспеченную старость Воровской карман Нужно засунуть Ооо Вот это дельность Дельная Дельная Со стороны Черного озера Дует ветер Усу этот в районе Рублевки Борвихи руки ставать Да Но это совпадает С вариантом Воровские карманы Там Все Все в одном месте Находится В принципе Совет В принципе Об одном И том же Получается На верном пути Она была Тут Что там Подаду в игре Но пока Только магазин Доступен Со всякими Косметическими Плюшками Взгляни еще раз На карты Космечка 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 Вся Вот эта Срань А так Будет боевой пропуск Но он будет В сезоне Сейчас Вообще То деньги Приходят Если смотришь Стримы Кордец И много Приходят Если Донатишь Аппраизер Большое спасибо За поддержку Да Стримы Кордец Они вообще Чудеса Творят У нас Вон ребята В Диабло Играли Вторую И там У них Руны Дорогущие Сыпались На стримах Ну ты че Совсем Завестный факт Когда Стример В игре То Близьбы Подкручивают Все что можно И зарплату На работе Подкручивают И Жене Мозги Подкручивают Чтобы У нее Голова не болела И В игре Дробь Подкручивают Соответственно Тоже Все началось Со снов Я увидел Обрывочные Картины Будущей Проблемы С магазином В каком плане Проблемы С магазином Но я в нем Купить тоже Ничего не могу Потому что У меня ру Аккаунт Но Магазин Есть Мне даже Доходит Операция До оплаты Он предлагает Выбрать Как оплатить Что такое Но платить Не могу Потому что Медель Нет На аккаунте И Я не могу Его пополнить Никак Потому что Это ру аккаунт Какие проблемы Карман порвался Да 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 В дискорде Заявку наступление В клан Приняли В игре Отправил Примут позже Да В дискорде Заявку Если у тебя Приняли В клан И ты Видишь Клановый чат То в таком Случа Тебя в клан Примут Сегодня Когда ты Смотри Заявок Висит куча Я сейчас Принимать их Не буду Потому что Нужно Садиться Проверять Кто Эти люди Кто Это Отправил Заявку И Сверяться Там С табличкой Нашей Клановой Сафон Пообещал Что Займется Вечером Вот Когда В игру Придет Я на Стриме Не буду Потому что Во-первых Долго Во-вторых Ну и Утомлять Не буду Во-вторых У меня Игра Вылетает Каждый раз При этом Я сегодня Два Нет У меня даже Придера Не стоят Вернались На место Ключи Д2Р Третий день Не падают Я забил Пока А ну Включаем Там видишь Там вообще Особая атмосфера Там надо Отдельную Мохнатую Лапу Это Помохнатить Чтобы ключи Давали Я Защитил Стрим От жены Жена хотела Немножечко Рабочие вопросы Стоит порешать На компе Говорит Отцепить Срочный договор Я говорю Нет У меня здесь Очень важные Очень важные Зрители В данный момент Времени Самые важные Зрители Моей жизни И я не могу Сейчас Ничего Печатать На компе Ставь лайк Если Станиваешь Мои страдания Привет Барбериан Анонса Мировых боссов Пока не было По крайней мере Я пока их не видел Я слежу за ними Как только они будут Большое спасибо За поддержку Как только они будут Анонс Мировых боссов Они тут же Появятся Что у нас В дискорде В разделе Мировые боссы Что там Отслеживать Там же станет Актуально Будет 100% Но будет Только когда Это Я знал Что И на И захочет Когда не побыть 100% Я думаю Что они мировых боссов Возможно делать Не будут До тех пор Пока Пока Это Пока 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 Релиз Загрюнет Полный Вместе С Там Шестым Как его Шестым июня Шестого июня Будет релиз И после шестого июня Возможно Будет мировые боссы Через выходные Наверное Мировые боссы Будут Я полагаю Оплатить игре Донатом Распечатку Чтобы не отвлекало От стрима Решит вопрос Это Несрочная ситуация Сама говорит Сортануть Как-то хотела В очередь Да думаю Такой хитрый способ Был Поиграть в Диабло Да Это вполне возможно Женщины Не такие хитрые Так Где я что пропустил Вот здесь Видимо снизу Пока некому было Ходить в уберник Падали По три штуки А так оно бывает Пока не концентрируешься На этом Все время валится Только начинаешь искать Целенаправленно Ничего не падает Я запер Я запер Прискотник Рано или поздно Кинари узнает Об этом не придет Чтобы отобрать ключ Еще раз Да Да Это что-то мне гораздо больше нравится Играть чем С невидимостью Это более быстро получается Все Мировые боссы Ну так одинаковые Там ролл есть Но примет один тот же будет В любом случае А здесь Дроп Он Рандомный Но с которого падают Хорошие такие шмоточки То есть там Шанс дропа легендарок С него супер высокий Так Что у нас здесь Что у нас здесь Здесь нужно стан взять Шаг сквозь тень Оглушает противников Да Или все-таки урон Давайте на урон побольше Пока будем вкидываться Да Еще самое главное Всего ресурс особый падает Особый ресурс Который дает прям Хорошечные такие Возможности По типу Делать дырки Например в предметах Хороший кинжальчик Прям Суперский Только урон по целям Вдалеке конечно Мне тут не нравится Но в целом 6 крону Извим противником Здесь еще противником Вблизи Под действием контроля Не вот это Надо будет отменять Синюю нужно менять на желтую Что еще Нет фигня Сейчас переодеться Сейчас босс будет Сейчас будет босс Первого акта Мы уже добежали до него Судя по всему Надо приодеться Перед боссом первого акта В позорном же снаряжении К нему приходить Правильно Ну и естественно После этого момента Начнем уже Слушать диалоги И все остальное Потому что Там начнется уже Сюжетная кампания Которую я еще не видел Ну и естественно На стримах Ее тоже еще не было На моих О здесь смотровая Площадка есть Давайте посмотрим Что здесь дают Видал что Красотища какая Тут темно Ни хера не видно Локация Атмосферная Но ни хера не видно Далеко бежать О Наконец-то добежал А вот и босс Собственно говоря Добрый вечер С него кстати Должен упасть Легендарный кинжал Я только помню Или уникальный Или желтый какой-то Не желтый Кинжал с меня падает В бете По крайней мере С него кинжал Гарантированно падал Кинжал И кажется Легендарный амулет А может легендарный кинжал Я не помню Короче Две хорошие шмотки Для меня точно С нее должны выпасть Это я помню С беты Нужно больше времени Босс Босс первого акта Такой товарищ Для некоторых Сложный Но не для разбойницы Не для разбойницы Разбойницы Спокойно И на втором уровне Сложки разделывает Соло Без проблем Причем скорее всего Я даже ни разу не умру Пока его буду бить Пока конечно Обещать не буду Но пока Вперед к этому Нужно больше времени Ну стою Бен щитом Босс первого акта повержен Нет смотри Шлем и арбалет Интересно А в прошлый раз Всем одинаковые шмотки Выпадали Очень интересно Ну шлем и арбалет Тоже неплохо Базовый Уменьшают Получаемый урон 20% Ни хрена себе Очень неплохо Очень неплохо То есть я Используя базовые умения Уменьшаю Получаемый по себе урон Аж на На пятую часть Прикинь На 5 секунд Офигеть И ролл практически максимальный Ты посмотри 5,5% 5,5 секунд Минимальный ролл 2 секунды Максимальный 6 У меня 5,5 секунд Очень круто Хороший шлем прям Арбалет дерьмо У меня лучше Что говорит Босс тормоз какой-то Где сложность А ты попробуй сам его убить Когда доберешься до него Я просто его знаю Этого босса Я убивал много раз Плюс у меня персонаж Топовый Для первого акта Поэтому Выставляет на фанпе А кстати я не проверил Можно было Передать кому-нибудь Ну сейчас теперь уже нельзя Его на башку напилил Тебе не нужны доспехи Нет он привязан к учетной записи Я не могу его передать никому Ну теперь там это что А вот амулет Кстати а вот амулет Подожди Амулет тут кидали Как и планировали Нет привязан к учетной записи Нельзя его передавать Ну кстати надо Обратить внимание Посмотреть на предметы Которые валятся Возможно все таки будут предметы Которые можно будет Это Легендарки Передавать которые Босс тормоз Кстати тут даже не босс тормоз Это супер быстро Разбойница еще здесь Учитывая что я играю Самым быстрым персонажем В игре которого попасть По которому попасть Довольно таки проблематично При правильной прокачке Здесь слишком тихо Поэтому Босс Муссет которого я знаю На все сто процентов Меня особо нет Не напрягает И все получается Да Подойти с нейрелла Че пешком добежать что ли Подожди Ты прикалываешься Серьезно Нужно бежать пешком Хранилище Харадримов Как мне посмотреть Карту Хранилища Харадримов Подожди Можно мне карту Пожалуйста Да спасибо Ага Мне проще Быть пешком Отсюда добежать Чем сейчас Бежать через всю локацию Их обладать Привет Сейчас Компания от мусора Избавимся в интере Теперь уже шмотки Которые лежат Уже точно не нужны Можно все спокойно продать До свидания Все продал Открепить шмотку От учетки Цена 1 доллар Слушай Если бы это было так Можно было бы делать Бизнес Прям тут хороший такой Не в городе Один доллар На топовые шмотки Это прям копейки Было бы Работает ли все на ру Ну видишь да Я играю с ру аккаунта Демон линут Привет Все работает Окей говорит 099 левела Вот это уже опасно Было бы Да Если бы 099 левел Это было бы Опасно Конец первактор Хотела обрести надежду Ее поиски Тоже не увенчались успехом Но ей предстояло Сыграть другую важную роль Сказать по правде Мы нуждались в ней Больше чем она в нас Впрочем Подобное никому И в голову не могло прийти Инари оправдал Мое предположение И оказался крайне ненадежным Объятый самовлюбленностью Он убил своего сына Радну А из останков Лилит получила ключ К преисподней Где она им воспользуется Выяснить это можем лишь мы Да И это конец второго акта Ой, первого смысля Теперь собственно Пойдем уже во второй И будем дальше смотреть А нет Прежде чем пойдем во второй акт Мне нужно добить 15 уровень И здесь выполнить Квест на разбойницу Чтоб не дали мою эту Специализацию Потом пойдем во второй акт Надеюсь, говорит, добавил Тебя в дружи В понятия не имею, что сказать У меня куча заявок Друзья приходит каждый день Наверное, добавил ГГ умеет говорить Тут все умеют говорить Да Привет, алкоголик Жаль, что коняшку дают Только в четвертом акте Бесит бегать пешком Ну Нужно выстрадать коняшку Выстрадать Так, пойдем добьем Где-нибудь 15 уровень Где-нибудь На чем-нибудь Можно добежать Вот до Невеска Невеска, например Взять там Вейпоинт за компанию И по дороге монстров Поубивать Там 15 уровень Быстро накапливается В роликах, да В роликах ГГ говорит Да, все правильно Наш персонаж Разговаривает в роликах В чем по-русски Ролики же Синематические Прям такие это Синематические Синематики Выгодная сделка Я, говорит, через тебя Хотел игру убить А, понятно Ну да Сейчас игру купить К сожалению Не получается, да Там геймор начался Какой-то С этим моментом До четвертого акта Даже не списать Часов в шесть Максимум идти Да ну прямо Прайзер Что-то Мы на бете Проходили Когда Со всеми роликами Первый акт На него ушло Четыре часа С копейками На первый акт Разбойница Причем Которая быстро все делает Я думаю Что до четвертого акта Наверное Ну вот сегодняшний Везде не уйдет Чтобы пройти Полностью сюжетку Все ролики Посмотреть Все послушать Не получится купить Но пока нет Пока нет Я вот же ссылку Всем сделал Кто такого там Постоянный раз Друзья добавлял Может кто-то пропустил Вчера заева Голдопопы На покупку игры И вчера же Начались проблемы С этим С тем Чтобы ее смочь Перекинуть Не у меня А у всех Скажем так Кто этим пользуется И сейчас есть Только два варианта Как игру можно перекинуть Вариант один Супер долгий Типа недели Или две Вариант два Супер дорогой Полтора Два раза дороже Чем это было Вчера Позавчера Поэтому Я пока Отказался От помощи С покупкой Я подожду Когда все вернется На круги твоя Должно быть Надеюсь Что в ближайшую неделю Произойти Это дело Ивент какой-то Ну давайте Выполним Раз Я пробежал Сюда Почему бы нет Раз Разбой С вентами Вроде хорошо Справляется Так что За компанию Здесь уровень Наверное Возьму Я балу За компанию Получу Сколько всего актов Я не знаю Вроде 4 Может 5 Не помню 4 Нет 5 Подожди 5 актов 5 5 актов 5 локаций Я просто не знаю Как они по актам Разделены То ли там 4 акта 5 локаций То ли 5 актов 5 локаций Короче Локаций 5 Ну-ка Это Куда Побежал Говнюк Турецкая карта Сейчас нельзя Игру купить И подарить Там тоже Есть сложности С турецкими Картами Там Салдубилом Возвраты Платежей Приходят Регулярно Если ты Оплачиваешь То Могут деньги Вернуть Обратно Просто Такие Типа Мы проверили Вашу транзакцию Типа Она Что-то Какая-то Там Не такая Там Нас Не устраивает Короче И Типа Деньги Вернулись Там На карту Типа Подарок Отменем Там Тоже Есть Покупка Отменена Тоже Есть Проблемы Проблемы Сейчас Везде С покупкой Игры Есть Есть Несколько Способов Еще раз Говорю Но Либо Дорогие Либо Супер Долгие И Второй Момент Ты можешь Попробовать Найти Человека Которого Еще остались Возможно Какие-то Способы Он Еще Не стратил Скажем Так Возможно Типа Могут Купить Но Маловерятно Все Скажем Так Ребята Которые Помогали С покупками Все Барыги Которые Продавали Игру Они Вчерашнего Дня Это Жестко Подплесели На Жопу С этой Историей Внезапно Внезапно Все Сломалось Прятались Такие За стеночкой Типа Я пройти Не смогу Но У нас Есть Практически Телепортация Буквально Нет Не баны Банов Никогда Не было По крайней мере У меня Ни одного Человека Не забанили Ни разу Деньги Никому Не вернули Все 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 Везде Прекрасное Все У меня Прекрасно Что Работает Проблемы С тем Что Все Решили Что Им Срочно Диабло Нужна Именно В момент Ее Выхода Это Диабло И Те сервисы Которые Занимаются Они Сломались По этой Тричине А Цены Начали Очень Быстро Расти Плюс Сейчас Еще Проблема В том Что Часть Людей Я Тоже Помогаю С Покупкой Я Сейчас Играю В Диабло У меня Стало Гораздо Меньше Времени Чтобы Помогать Людям Покупать Игру Я Буду Практически Весь День Заниматься Именно Прохождением И Часть Людей Помогали Тоже В этом Плани Отсеиваются Короче Не забывай Семос Сейчас Есть Геморрой Покупкой Все Окей Найдешь Человека Который Сделал Без Геморроя Отлично Здорово Но у меня Сейчас Геморрой Есть Объяснять Не хочу Я Уже Сегодня Стоими Рассказывал Я Заколебался Объяснять Уже Несколько Раз Сегодня Рассказывал Но Заколебался Объяснять Просто Сейчас Не посылаю Игру Подарком И Все Через меня Часто Сделать Невозможно На этом Можно Законить Пока Что Как Только Снова Смогу Этим Заниматься Я Сообщу Объект Ну Не каждому Лично Только Просто Во все Услышно Скажу Что Типа Можете Ко мне Обращаться По Этим Поводу Можно Это Делать Ну Все 15 Тур Взяли Отлично Пойдем Теперь По Сюжетному Квесту Для Разбойницы Где Он Там Находится Здесь Скажи Подарочная Лента Закончилась Да Да Подарочная Лента Закончилась Чеки Не Отбиваются Срань Сякая Подает Благодарю Есть Что Нибудь Еще Быстрее Как Вы Сделаем Подел Во Второй Акт Здесь По Дороге Пом Как Раз Идет От Еще Левел Кап Есть Смотри Качаю Сюда Нельзя Было Пойти Если Меньше 15 Уровня У Тебя Ну-ка Сюда Тов 15 Интересно Ладно Здесь Это Не Получится Хотел Прыгнуть Вперед А Грит Нельзя Прыгать Здесь Еще Грит Рановато Привет Макс Да С российской Четки Играю Все верно Именно С нее Ой Я случайно Оленя убил По дороге Сорян Братан Ты попался Под горячую руку Ничего Против Местных Оленей Не имею Но Случайно Убил От Лилит Пока Общение Собирал Этим Я буду Вне Вне Стримов Заниматься Уже Время Стрима Не тратить Просто На Нудно Бегать Не упасаем Лилит Это не особо Веселое занятие Для созерцания Поэтому Позанимаюсь этим Уже Вне Стрима Ждем Гринпис Диабло Думаешь Тут есть Общая защита Животных Мне кажется Тут люди Наоборот Живут За счет Охоты На Олени На всяких Охота На олени Это в принципе Благое дело А что Это за значок Подожди Это что такое Сейчас появилось Это что Собираются Полчища О Я вот это событие Пытался себе Вызвать на бете Блин Никак не мог понять Как это будет работать Собираются Какие-то полчища События легиона Какого-то Что это такое Вообще Непонятно Я в бете Ни разу В этой игре Не поучаствовал И в прошлый раз Мы в кордорогане Пытались это вызвать Оно там Там было На бете Но в этот раз Почему-то На этой бете Ее не было Так я не дождался Его Так что делаем Скачаем дальше Наш основной навык В игре можно ли Почти счетчик фпс Не знаю Наверное нет Гоу говорит на события Я не успею Это что Он тебя на через 5 минут А тут бежать до этого места Еще наверное не знаю Час Пешком Ну нет не час Наверное минут 20 15-20 С учетом того что Я карту не знаю В этом месте Еще не разведано Нифига Зашел на перса С предпоследнего сезона Посмотреть колечки А там умерка Эфирный фортик Это как проверить Карманы в зимней куртке Ага У меня такие Стуки тоже бывали Когда я захожу А там 5-6 беров лежит Тоже как-то была ситуация На каком-то муле Я случайно Не удалил его Думаю А это пустой мул Но у него ничего нет Пойду удалю его А ну нет Дай проверю Лежит ли нам что-нибудь Тут кельник Захожу А там что-то Туле 5-6 беров лежит Зашибись Сейчас бы удалил Ctrl-R Или что-то другое Плюс R для фпс Ну Сейчас посмотрим Возможно Это есть в настройках игры Если есть То сейчас глянем Я просто не слышал о том Что здесь вообще фпс Можно включить Если можно то Давайте попробую включить Но вообще он фиксированный Скорее всего У меня 60 фпс сейчас Фикс У меня отображается фпс Мой скажем так личный Который на стриме выводится Он не меняется У меня фпса стоит и все Сражается как один из нас Не 60-то Господи 100 Как сменить язык На ру аккаунте В том плане Ну заходишь на стройки Меняешь вот здесь Удалил случайно мерка Который был С форти инфинти в руках Раньше-то вообще Особенно часто Такие истории были Когда игра еще не предупреждала О том что у тебя На наемнике есть шмот И сейчас хотя бы предупреждение выводит Типа что у тебя На твоем наемнике Там есть какой-то шмот Типа Ахтунг Смотри внимательней Сейчас даже Сейчас предупреждать Хотя бы стало так Сейчас посмотрим Где тут есть Такая класс Чистота кадров в секунду Да вот смотри Ctrl-R Ctrl-R А вот она появилась Вот 110 Кадров Интересная стройка Я не знал что это есть А что там еще есть Кстати может что еще полезное есть Громкость увеличить Громкость можно увеличить Уменьшить Вау Скриншот сделать Зашибись Что такое Нажатием клавиши Смотри Супер Нажатием клавиши И значок этого Что нахрен за нажатием клавиши Что эта штука делает Команда Слева Справа Колесо Быстрое сообщение Ёмать Тут клавиш горячих Ну это ладно Это я Возможно это пригодится В перспективе Пока обойдемся без этого Пока обойдемся только Вон отображением кадров в секунду Причем место такое Достаточно оригинальное Да смотри Слева снизу Обычно кадры в секунду Где-то сверху показываются Здесь слева снизу Оригинальненькое местечко Выбрали О А это особый босс Особый монстр У него падает особый дроп Давайте зачукаем его Почему бы нет Почему персонажем 15 уровня Зачукать мини-босса Допадывала Правда И с него падает Уникальный клинок Клинок тимы Который дает Интересный внешний вид Этого чувака Можно поперезгружать И парочку таких клинков Все в руки взять О, здесь лаки Лаки хит есть Нифига себе Удачный удар Урон-то посмотри какой Но Нужен 20 уровень Я к тебе еще вернусь Засранец Не уходи далеко Воскрешающая еще раз Только я еще раз Забежу в ближайшее время Почему он с воздухом дрался А он не успевает меня увидеть Я бью Бью быстрее Чем успевает сообразить Что вообще происходит Разбойница она такая Знаешь Я поймать не успевает никто Он умирает Особой смертью Игра крашится Особым образом С ферверками Тут три таких монстра есть В этих локации Один 20 уровня Другой кажется 25 И 35 Уровня есть монстра Из них падает Одна и та же вещь Каждый раз Конкретно Вот с этого падают Мечишки Приятненькие Так что Его имеет смысл Пофармить сейчас Ну не пофармить А второй раз убить Чтобы получить мечи Се вторые в руку И дальше уже идти Тем более здесь Неподалеку есть Привет Патрик Хотел бы я Чтоб добавили руны Но Пока меня устраивает То контент Который есть в игре То есть я бы хотел Чтобы игра развивалась То что я хотел бы Если для этого нужно Будет добавить руны То хорошо Почему бы нет Руны это такая Благодаря Диабл 2 Скажем так стала Такая механика В игре Которая Лорная что ли То есть я бы ожидал Видеть Где этот уник Находится по карте Он находится Вот здесь Вот Вот Киевашат И прямо вот сверху На Киевашат Там такой закуток небольшой Вот здесь он находится Вот здесь Блин я пока базарил Меня убили здесь Пока показывал на карте Где что находится Меня прибили Ну ладно Ничего страшного Мы не хаттфорит Лоба выиграем Но тем не менее Этот Этот совет Это скажи Нарушил мой Бессмертевой проход Я не умирал ни разу до этого Интересно как с разбойницей В четвертом акте Будешь с боссом биться Ну не знаю Я до пятнычер Так еще не дошел Так что Там разберемся Ближе к делу Что там за босс такой Интересно Что тебе так бы не заинтересовало это К нему нельзя В ближнем бою подойти Принесли в жертву Во славу лута Да Типа того Во славу совета Это очередная жертва На которую я пошел Ради зрителя Нужно убить персонажа Я в раз Чтобы Помочь Человеку Разобраться Самопожертвование Наше все Буквально Зато я человек буквально Буду сказать Там чтобы горжусь Нужно больше времени Респект Респектнуться всегда же можно Ну я вот тоже не могу Как бы Ну будет босс непроходимый Ну респектнемся В чем проблема Я собственно для этого Как раз сейчас и прохожу Сюжетную кампанию Аккуратненько Потихонечку Чтобы Изучить все Поподробнее И Потом это время Не тратить уже Что вообще Что я здесь делаю А это ивент Е-мое Я думал я нашел точку нужную Само странно Не помню таких баб Лежащих на полу Какой ты ивент Случайно взял Ну ладно Раз взял Раз взял То теперь выполняй Получается Для этого понадобится Время Нужно больше времени Да е-мое Не полючились Не полючились Камбу провернуть У вас получится Кстати голоса нормально слышно В роликах там и везде Не нужно там добавить Погромкости Этих того Тут громко что-то Удушили фламину Чтобы слышно что было Там поди ролики Не слышно теперь Пусть выжить хотя бы Ааа Тут надо было Защищать Чудескателя приключений Вон он еще А я просто дерусь бегаю Защибись Никто не выжил Ладно Черби да Лидпорт Привет Главный герой По сюжету должен Откинуться от ежа На старте игры Здесь есть ежи Но пока они были Не особо опасны Возможно Других уровней Скоро будет поопасней Блин я бы Задание не прочитал Ни хрена Оказывается нужно было Жизнь девчонкам сохранить А я на них Забил опять Баланс норм Пишет Валерка А вот Павел пишет Что звуки боя Опять громко Блин Опять громко Я звуки боя Урезал уже просто В хламину Может надо Мне кажется Уже звуков боя Вообще слышно не должно быть Клещный борт погромче Сейчас Диалогов Давай поставим Давай диалоги Погромче Сделаем на максимум Чтоб диалоги Было хорошо слышно Звуки эффекта 20% уже выставил Все 20% Чтобы смотреть Дзинь дзинь Щелк щелк Да хорошо Так эта игра и звучит Умоляю Я уже даже сам эффект Не слышал Вам слышно нормально Эффекта сейчас Обе нормально Присутствует У меня тишина Практически буквально Сейчас на экране Я как будто ночью Играю Знаешь Типа боюсь Разбудить Кого-нибудь У меня сейчас Такие звуки Надо подкрутить Здесь У себя У вас ничего Не прибавится У меня Погромче станет Нам так слышно Мышь в ушах Ну наверное Не все в ушах Все-таки Кто-то наверное Со смартфонов Даже смотрит У меня как правило Где-то процентов 40 зрителей Смартфонов Сидят смотрят Да А что случится Осторожней Сообщить мне Прям хотел Эту информацию А там сзади О А вон Еще осторожней Все я понял Вот еще один уровень Здесь набрал Ну в прошлый раз По-моему Я сюжетку заканчивал Вот вместе с Подземельем Вот этим вот Классовым Для разбойницы За Кажется 17 уровнем Если не ошибаюсь 17 уровень Кажется у меня был По выходу Сейчас поменьше Наверное будет Потому что я меньше Вентов собирал Так Что у нас тут Открылось Что-нибудь новенькое Нет Нет Насыщение Пока еще не открылось Хорошо Здесь я все взял Что хотел Здесь пора Попрокачивать Побольше Наверное Ааа Незаметность Слушай А незаметность Ты не качал Я ж не стал ее брать Ага Убираем пока это Да здесь по-другому Прокачаемся немножко Я даже забыл Что от навыка Незаметности зависит Насыщение Так Рывок Да Все окей Дальше насыщение Должно О так оно у меня уже есть Подожди Я могу им пользоваться Ну-ка Да Прикинь Мне уровня не хватает А пользоваться я могу Оу Вот это да Крутяк Насыщение льдом Самое максимально прокачанное Плюс 2 навыка А что мне дают Подожди Откуда я это беру вообще Откуда я это взял Ааа Мне шапка дает Плюс один к уровню умений насыщений Холодом даже Нифига себе Амулет Плюс к уровню всех умений насыщения Слушай Мне предметами как повезло Это офигеть Они еще и насыщение увеличивают Но Шапка конечно не особо Увеличивает Потому что насыщение холодом Я не использую А вот амулет Плюс один ко всем насыщениям Это прекрасно Причем я этого даже не видел Оказывается я мог насыщением пользоваться Черт же сколько Внимание не обратил Так Пустая энергия Критический удар Уизваем противники Так а здесь что Замедление Подавляющий урон Яд Вот это срань меняем И тапки Резисты к огню К темной магии А здесь молния Огонь И снижение энергии И плюс один к максимуму зарядов О класс Наконец зарядов будет Две штуки А не один Красота Сейчас будет Можно будет дважды Вот так вот крутиться Перед противником Прыгать вперед Два заряда будет Красотища Можно ли перемевать перса После создания О я не знаю Это с этим я не пробовал еще У меня тоже такие мысли возникали Когда перса создал Думаю интересно Можно потом его перемевать будет Или нет Но Пока это Не разбирался с этим вопросом Не могу пропускать диалоги и катсцены Эскейпом нажал У тебя игра забаговалась Перезапусти игру У меня такая фигня тоже была Сегодня на стриме Когда ты не можешь пропускать катсцены и диалоги Нужно из игры прям полностью выйти Зайти в нее заново И пропуск появится Должен появиться по крайней мере Во всяком случае Мне перезагрузка игры Всегда помогает после этого Блин где эта разбойница Я уже всю локацию облегал Ааа Ну понятно Почему где разбойница Я понял Я не поговорил с этой С девочкой возле входа Оказывается нужно было с ней поговорить А потом уже переться сюда А я Видишь это Вперед с паровоза побежал Сейчас выйдем поговорим А я еще думаю Что-то вроде полп измелья уже прошел А все еще не могу найти Эту девочку Которая дает квест Официальная игра вышла? Или я выполнил квест уже? Подожди Не могу понять что произошло Я может что-то позаболтался просто? Что-то нет? Важно не только найти убийцу Очень важная информация Спасибо Ааа Вот она мне дожил сообщить Очень очень полезная информация Хорошо Замечательно Ну вот тогда Сейчас локация будет уже пустая Так что мы быстрее пробежим До нужного места А вот она здесь как раз А ну зашибись Зашибись Я как раз оттуда и дошел Как раз оттуда я и дошел Сейчас просто забежим на него и все Прозвучало как прелюдия к потасовке Да какого фига Я видишь что заболтался Не заметил что эта дурочка За мной не следует И до меня только Под конец уже подземелья Доперло что что-то у меня квест не выполняется Но благо Здесь квест заключается в том Что просто найти труп Поэтому не обязательно Было вместе с ней бегать Сейчас не добежим просто до трупа и все А вот вышел он такой Типа очень важно Не только найти разбойницу Но еще и ббб Ну блин господи Ты ради этого стояла Ждала меня возле входа Тадный арбалет Прекрасно Звучит хорошо Уфильтр есть нет Пока не завезли Привет Владимир Игра запускает так же к бд-тесте Нет Не совсем Да И зря я это затеяла Можно пробовать через Если у тебя запустится то да То есть и да и нет Как бы Владимир и да и нет Обучила Увы Все Обучили меня Нет Наконец уже нет Да Наконец-то Серия приемов появилась Прекрасно Этим мы и будем пользоваться До скончания веков А что это подземельцы дают Какую награду Может что это до конца пройти Раз уж я большую часть подземелья уже прошел Там же какой-то аспект За него дают по идее Во втором акте мне дадут аспект Который мне супер будет нужен Для моего билда Я правда не знаю в каком подземелье Надо бы поискать на карте А что дают за это подземелье Которое я сейчас прохожу И вот есть что-нибудь написано По этому поводу Тайник азарциста Та-та-та-та-та Где карта Где я на карте вообще нахожусь Вот здесь наверное Шквал дают Ну слушай можно взять Можно взять Это хороший навык Он может пригодиться Причем он именно для разбойницы Этот навык так что Стоит против это подземелье до конца Осталось тоже 3 копейки Добежать Какие изменения в запуске игры Улык собственно не канайт Канайт если у тебя и остался Токен с бета версии Да запустишь Я именно так и запускаю сейчас Если у тебя токена с бета не осталось Нужно поставить бету Последнюю Запустить ее Залогиниться в ней Выйти из беты И потом запускать только официальной версии игры Вот эту Но это не всем нужно Иногда у некоторых просто запускать с лаунчей И все Попробуй У каждого по своему Тут знаешь сейчас нет какой-то Универсального типа метода Который всем помог Есть методы Несколько методов Которые по-разному Не привык еще к насыщению Нужно его использовать тоже Так что всех зафигачил Здесь нет Вроде всех Можно вверх идти Вчера ребята Изблизов еще выкатывали Патчер Который Патчет баттлнет И там вообще проблем никаких нет У тебя прям игра появляется в баттлнете После этого Спокойно с ним Баттлнет устанавливаешь Запускаешь Но они после этого Это ночью Этот патчер удалили Я не знаю по какой причине Но его больше нельзя скачать Я пока комментарии подвезла Свидел по этому поводу Как появится Там будет видно Может они удалили Может с этого Скажи жалобы накидали на Файл обменник И с него удалили Не знаю У меня этот патчер есть Но я пока его не выкидываю Потому что я не знаю причину По которой его убрали Свалка привет Это бот или что-то такое Что-то хранит Нет Нужно больше времени Даем По всем малышкам Пробежал С кем такое можно Условас привет Очень оригинальные вопросы Очень оригинальные Пятерка за остроумие Ну это хорошее стилище Очень удобно Знаете ли Собираешь монстров кучу И это Они пачки взрываются Возле тебя Где с этим снегом Можно встретить же вроде бы В этой локации Было бы здорово Если бы он попался Потому что Почему бы и нет Я в прошлое бы Эти местника Так и не встретил Может быть здесь Поздоровались бы с ним Когда пятую баночку Здоровья дают Когда ты наберешь Известности Необходимое количество Вот здесь И здесь И здесь Не дает Не открывается Часто хрень Короче Есть уровни Известности Не открывается Потому что я подземелье Нахожусь И когда ты набираешь Уровень известности Второй У тебя открывается Еще одна банка Со здоровьем Так Ну давай качать Теперь эту штуку Потому что Получать ее С предметов Это конечно хорошо Но нужно зафиксировать ее Прям навыком Привет Максим Для консоли Как можно играть На российском аккаунте Пишет ошибку Зайди ко мне в дискорд Там ребята Что-то просто Нужно больше времени Я не специалист по консолям У меня консоли даже нет Поэтому я не знаю Но ребята Вопрос Все это все утро Обсуждали И решение Блин Одиножники Обратите внимание На дискорд Мне больше не унести Больше не унести Что-то случилось Что-то случилось Мышту потянуло Больше не унести стало Нужно больше времени Для этого понадобится время Тяжеленький какой-то Да ты венца Я даже с ним не справился Между прочим Похой причине Мои сумки полны Или справился Нет, справился Смотри, убил Я думаю, я не справился Видимо, это просто Остатки монстров остались Я думал Прям совсем всех убить надо А они тут не кончаются Не кончаются Нихрена Мои сумки полны А, места же нет Да-да-да Ну-ка, дайте мне О Хорошо Пошла жара Так, ну сейчас в город сходим Сказал, чтобы у меня Портал не закрылся А то вот у меня Желтуха валяется Всякая Желтые шмотки Сейчас могут быть Самыми полезными Как раз Регион на Xbox Менял в бету Норм играл Ну, на PlayStation Там немножко другая ситуация Там какой-то косяк был В принципе С всем PlayStation То есть это не Не с RF аккаунтов Именно косяк какой-то А именно О, жалоба киранок Если ты выпала Уникальный кинжал А именно На PlayStation Проблема какая-то была И ее ребята Каким-то образом решали Там Каким, я не знаю Я читал, конечно, тексты Которые написали Но я ничего не понял Потому что Для меня это Все Ну, как бы Птичий язык Я на слойке не играл На пятой Особенно Ой Сейчас бы все Разобрал случайно Поэтому я не совсем В курсе Что там происходит Разобралась Как по маслу Да уж Разобралась хорошо Я фразы придумывал Бобби Нет Думаю Бобби никогда не скажет Что у нее сумки полны Ему больше не унести Маловероятно Метишко выложим Это уникает особый меч На двадцатом уровне Возьмем его К этому моменту Нужно еще один такой же Добыть будет Довольно просто добывается Как раз из подземелья Вылезу Заберу еще один Второй такой меч И пойдем во второй акт Как раз Все прям сходится Так, что выпало? Ух ты ж Двусокетный лук Прикольно Двенадцатым характеристикам Ни хрена себе Хорошо Тоже неплохо Ну здесь такое себе На Хаэнде шмот покрасивее Будет или всю дорогу В телогрейке И валенках ходить будет Шмотки будут зависеть От локаций В которые ты их добываешь По крайней мере Так изначально заявлялось Я не знаю Оставили так или нет Сейчас добежим До другой локации И узнаем Что типа там Вот здесь В зиме Скажем так Мы ищем зимние шмотки Находим точнее Там Будем когда играть В локациях Типа там Болот У тебя будут Всякие болотные шмотки В пустынях Будут всякие пустынные Шмоточки И так далее Они даже визуал Будут менять Причем даже шмотка Типа с одинаковым названием Будет иметь Разный внешний вид Исходя из того Как локацию нашел Такая фигня Короче это По крайней мере Так заявлялось Когда Перед Самой первой бетой Что типа так это работает Как по факту Я не знаю Но должно быть так По идее Тело греки Это только вот Фишка Этой локации Зимней С которой мы сейчас Существовали Может скоро Давай-давай-давай Пучина Умирайте пожалуйста Поскорее Мне надо идти уже Во второй акт Я уже заколебался Бегать здесь Ой Извините Случайно сиганул далеко Для этого понадобится Время Нужно больше Времени Молодец Отлично Первый аспект получен Не знаю буду им пользоваться Им или нет Но он неплохой на самом деле Для разбойницы Для прохождения Неплохо подходит Для навыка шквал Вообще Мне нужен аспект Который находится Во втором акте Значит поискать его Будет где он находится Когда второй акт Проходить будем Надо будет за ним сбегать Это наш персонаж Супер сильно усилится Так Отлично Размерия пройдена Теперь сходим к этому Уникальному монстру Заберем у него Еще один гинжальчик А вот он как раз Сдох Ой как удобно Я буквально Я буквально Как раз зашел Просто кинжал подобрал И зашибись Спасибо мужик Что ты убил его Все Я пошел во второй акт Я пошел во второй акт Сейчас шмотки выгрузим При прогрузке ФПС два раза Проседает Судя по счетчику Ну да Да Главное чтобы голос Не косячился При прогрузке А то Раньше при прогрузке Еще голос тормозить начинал Мой ключом Не игровой Так 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 Жало Ничего полезного Здесь нет Правильно Всякий мусор Который можно продать Да Кроме Клиночка Клиночка мы оставим Клиночка мы оставим А вот теперь начинается Интересность Говорит смотрю Да Второй акт сейчас Самое интересное будет Я ни разу в нем еще не был Сейчас будем изучать Шкинжальчик спрячем Чтобы я случайно не продал его К нему мы вернемся На двадцатом уровне Два мяча у меня уже готовы Один правда похуже Другой получше Ну что поделаешь Это же Диабло Все ролится вечно Так и Второй акт у нас находится Вот здесь Да Побежали Добрый вечер Купер Все играют А я на работе Ну что поделаешь Работа тоже Нужна Хотя если работа мешает Диабле Нафиг нафиг такую работу Нужно уходить Я так считаю Я вот собственно ушел с работы Ну как ушел Не то чтобы я сам ушел Ну да ладно Скорее потерял работу И теперь играю в Диабло Я счастлив Дай мне до второго акта добраться Не хочу сами драться Все уже Я вас уже видел С волками дрался Не хочу больше Это я на бытие Нагляделся на это фигни О Бревна здесь Заграждают нам проход Вторая акта Бревна положили А я не буду их разбивать Я пойду вот Через секретный проход Секретный проход Я еще на пиратке У нас сюжетное прохождение будет Так что Потом ждал сюжета Второго акта Вот сейчас начинается Вся эта история Нам нужно найти Донана В крепости Эльдхейм Кто такой Донан Я не знаю Сейчас как раз видимо узнаем На ком лучше играть Разбойник или Некро Ну на ком больше нравится На том игре Райницы никакой нет На старте Андрей привет Как нужно проходить сюжетку Бежать скорее вперед Потому что уровень Подстраивается под персонажа Или нужно проходить И все обшаривать Ну я бы рекомендовал Приходить и Нет я бы рекомендовал Делать так как тебе нравится Вот как бы я рекомендовал Я в данном времени Иду тупо по сюжету То есть я не выполняю Никакие побочные задания Вообще Кроме обязательных И иду вперед Чисто вот Чтобы быстрее пройти сюжет Мне хочется сюжет посмотреть Какие тут боссы Какие локации Здесь уже дождь идет Смотри никакого снега нет Камушки Травка Дождик Ну зачем Говорит покупать Диабл 4 Я вроде прохожу за разбойницу Неплохо получается Бесплатно и на расслабоне Ах ты хитрый какой Ты посмотри как что Так Донан Где Донан Нам нужен Донан Я ищу Харадрима По имени Донан Я от его старого друга Сейчас он скорее всего В крепости Спроси стражника У двери Хорошо Стражника у двери А сундук только в Хевашаде Интересно есть Или где-то еще Торговец с доспехами Такой тоже существует Подожди А в Хевашаде Не было же торгов С доспехами Да Значит не посмотришь Да По-моему в торгов При Хевашаде Кажется Или был Я в общем Снимание Обращал на него Непокрытое тело Клинок не отразит Ладно Сколько времени Должно уйти На прохождение сюжетки Я предполагаю Что часов 12-15 Если ты будешь Слушать все диалоги Он с сыном наверху В главном зале Но не отвлекай его Надолго С сыном наверху Вон какая-то важная Важная фишка Какой-то Донан Важной птицы Какой-то видимо Здесь Хорошо Роспись На табличке Что это В честь Великого мага Харадрима Донана И отважных друидов Айриды И Айриды И Нафейна Которые сразили Демона Астарота И положили Конец эпохи пепла Бог ты мой Тут статуя какая-то Что ли Как на нее посмотреть Можно как-то Посмотреть на нее Есть вот какое-нибудь Место Где можно на нее Глянуть Или нет Татуя какая-то Стоит Ее не видно Блин Разглядеть не дают Ну ладно У нас гость Нельзя ли запороть Билд Да Можно спрашивать Нам Билд Сколько хочешь Запороть нельзя Мы вернемся Нашли что-то Интересное Может это связано С тем Что ты видел Да Я как раз Собирался В моей усадьбе Стряслась беда Он друид что ли С какой здоровый мужик Лучше поговорить Об этом Там Иди осмотрись На месте Потом я подойду И мы все Обсудим А что До просьбы Иди Будь осторожнее Не отходи От других Рыцарей Ладно Не волнуйся Мне кажется Это и Юрин И сын его Погибнет рано или поздно Не зря нам его Показывают Зачем-то Где ногу верта искать Не знаю Тут тристрама Пока такового Не было еще 12-15 часов Получается игра Не очень длинная Дальше повышаем уровень Шарим подземелья Ну как не очень длинная Суть игры не в том Чтобы сюжет пройти Сюжет это В Диабло всегда была Такая вещь Которую ты проходишь И забываешь про нее Суть игры Прокачаться до сотого уровня Это занимает где-то 100-150 часов Позовем разработчик Навыки Да Давайте покажу по навыкам Кто там прибежал только Навыки Это стандартная Нет не стандартная Это немножко Немножко видоизмененная Рога Колющий удар Вонзающиеся Клинки на пятерочку Прокачены Дальше Единичка Тут, тут и тут Здесь единичка Здесь единичка Здесь единичка Здесь единичка Пока что Все пока больше ничего не вкидывал Уровень всего лишь 17 Так Поговорите С Демианом Подожди Не понял Он говорит Давайте поговорим На моей усадьбе Где твоя усадьба А, вот она Вижу Узнайте что происходит В поместье преграда огня Окей Давайте узнаем Что происходит В поместье преграда огня Друида Друида С ног Отроги Бедняжка Как она его выдержит Да, да, да По размерам Пацан точно Не от друида Вырос Здесь спуска Никакого нет Суть по всему Да Клан создал уже? Да, конечно Еще до того Как стрим начал Вся информация По клану В дискорде Привет Прилпом Следуй пути света Спасибо Буду следовать пути света Так и быть Добрый человек Помоги старому солдату А что, тебе на денежку дать? А, спасибо Странница Пожалуйста Надеюсь, он там Не в этой команде Где рэкет Происходит О, смотри Мошкара Бог ты мой Змеи Мошкару перенесли Прикинь Из второй Диаблы Только как-то они Выглядят Немножко странновато Мне кажется Оптимальный ТВ На 43,50 дюймов Чтобы смотреть Стримы Кордеса Ну, чтобы смотреть Стримы Кордеса Нужен самый лучший телевизор Ты же не будешь смотреть Самые лучшие стримы С плохого телевизора Правильно? Нужен самый лучший телевизор Чтобы там было Олет Нет, на самом деле На стримы Олет не подойдет Кулет нужен Кулет Это Samsung Кулет Вот вся фигня Хотя, если мы будем смотреть Сюжетную кампанию То Олет лучше Лучше два телевизора Олет на Этот На сюжетные ролики И Кулет На Динамичные сцены Вот так Два телевизора нужно Добро пожаловать В поместье Преграды огня Я расследую То, что случилось Донан разрешил Осмотреться здесь А что случилось-то? Прошествие Это все, что он сказал А, ну да Должно быть Это он про свой кабинет Там Произошло Нечто жуткое О? Где нас призвал, видимо, случайно? Кабинет Донана Окей На Сони хорошо стрим видно Ну, вот и Шапрайзер Купил Сони Специально под стримы Кордеса Да, здесь была Лилит Кровавые лепестки Оставились Значит, здесь была Лилит Ну, и че, что же здесь было? Я, кстати, снял ограничения в 30 фпс На сюжетные ролики Так что у нас они В 110 фпс идут Ну, что-то с деревни куда? Нет Не верю Я знаю Кто ты А я знаю тебя Дона Ты постарел Устал Каждый день Новое разочарование Что тебе нужно? Астарот Он мертв Его нельзя убить Не твоей рукой Что ты с ним сделал? Прочь, демон! Из Иди! Ты не тот, что Прежде Я верну тебе Прежнюю силу Убирайся обратно во тьму Я сказал, прочь! Окей О, там напали на город, похоже Сначала спустил женщину А потом попросил убраться Да, я тоже не понял А почему она попросила Разрешение войти? Она, типа, как Вампир В ДНД Входить без разрешения В квартиру не может? Если ее, типа, не позвали О, добрый вечер На город напали Нужно больше времени Для этого понадобится время Для этого понадобится время Все? Нет? Еще один вопрос Нужно больше времени Козлоногие Никогда прежде не видел этих тварей Так близко от усадьбы Должно быть, их притягивает Лилит Ее видение явилось мне В твоем кабинете Что значит Видение? Я не понимаю, как это работает Но Такое уже не в первый раз А ты умеешь удивить Не мудрено, что Лорат Тобой заинтересовался Теперь ты видишь Что меня тревожит В моем доме Дочь ненависти Она должна быть зла Что я ее изгнал Кто еще изображен на той картине У тебя на стене? Почему ты спрашиваешь? Лилит ушла Когда я их увидела Нафейн и Айрида Друиды Они помогали убить Астарота Да Да, ты что-то нащупала Я не поддался ей Так что она теперь может попытаться узнать О демоне у них В деревнях неподалеку от мест друидов Несут дозор рыцари Если там проходила Лилит Они могли ее видеть И? Пойдем к друидам, видимо, сейчас О, тут дайпоинт есть Хорошо Локации второго акта похожи на локации первого Да я бы не сказал, что они похожи Первый акт полностью заснеженный А здесь у нас такие, типа Предснеженные локации Такие, знаешь, типа эти Холодные степи такие Да, да, говорит, что-то нащупала Не вымой руку из кармана Валерка, Валерка Ого Ё-моё Типа беги не хочу Подожди, может мне надо что-нибудь снизу Что-нибудь есть? Нет? Нет? Почти следы Лилит Около Брейстрейга Спросите лицарей в Термаре про Лилит Встретитесь с Ларатом В Кент-Борду То есть я должен либо сейчас искать Лилит Либо идти к Ларату, да? Угу, угу Так, сейчас я посмотрю по карте Где находится подземелье С моим аспектом И исходя из этого Буду отталкиваться Вот что я думаю Сейчас мне нужны данжи С аспектами Во втором акте Так, второй акт у нас где? Островок и Вашад Так, вот она Блин, знаете бы еще Как мой аспект называется? Я в упор не помню На индуише как он называется Как называется аспект на индуише? Сейчас я зайду, гляну тоже Здесь направление надо выбирать Исходя из того, куда бежать По аспекту для моего билда Так Так Пурдиоблаком Точка мап Пурдиоблаком А Сейчас немножко повисите Я пока попробую найти Как на инглише называется аспект Для клиночков Для клиночков нужен аспект Если кто знает, как по-английски называется аспект Для клинков Крутящийся Напишите, пожалуйста Потому что я на инглише не знаю его название Что-то заранее не глянул А сейчас смотрю На инглише здесь все названия Этих аспектов Порывается порыться немножко Диабл4.cc Так Сколько стоит купить Диабл4? Не знаю У всех по-разному Сейчас Диабл4 вообще купить довольно сложно Поэтому Сложно сказать ответ на твой вопрос Чего я начал играть на английском с русской озвучкой? Не знаю А зачем играть на английском, когда есть русская версия игры? Чтобы что Так, так, так 3 релит Кодекс софт пауэр Вот они нашли Оффенсив, да Сейчас найду Аспекты Роу Стормс Акселерейт аспект Не то Играешь все же с ру Аксбубном, да Ага Сейчас, секунду Я найду аспект, который мне нужен И мы пойдем дальше Кодекс, говорит, что-то не знает Скриньте Ну так Диабл4 только вышло Понятное дело, что не знает Еще покадаем Насколько русская локализация здесь продвинута, чем в Д2Р? Да точно такая же, по большому счету Но она лучше, потому что здесь Твои персонажи тоже разговаривают О, нашел Twisting Blades Dealing Twisting Blades Damage Return Бейст Бла-бла-бла Да А, Blade Dancer Господи, точно Я же думаю, помню еще аспект Он назывался Blade Dancer Да Blade Dancer Аспект Сейчас найдем только, где он валится Этот Blade Dancer Аспект И можно будет, в принципе Валить искать его Этот Blade Dancer Аспект Вот он где Он в углу, оказывается, у нас находится Джалал Вигиль Так, сейчас я на карте у себя отмечу Здесь, в игре Он находится вот здесь Вот тут находится аспект Для разбойницы Для клиночков То есть нужно бежать через В ту сторону Значит, направление определено Зайдем по этой штуке В эту сторону В таком случае Потому что именно в эту сторону Получается находится тот самый аспект Который мне нужен Опять же, как с бубном играешь? Ну, типа, ты один раз поставил Настроил с бубном И все, и дальше играй Спокойно, сколько влезет Никаких особо бубнов тут и нет О, гоблин Иди сюда, мужик Стоять бояться О, насыпал-то, насыпал Ни одной легендарки, правда, но И так пойдет Плюс пять ко всем характеристикам Но я не буду менять сейчас Шмотки, ботинки До сих пор, пока у меня не появятся Новые ботинки с С этими Со вторым зарядом прыжка Привет, Мазаксати Успел проверить, есть ли утечка памяти Оперативная или видеопамять В игре, как на бетке Нет, утечки нет Просто игра требует А, подожди, не знаю Есть или нет, не проверял Не проверял Но я просто изил настройки игры До средних И вроде бы все нормально работает О, ежи Ё-моё Это бычки здесь еще бьют больно, кстати Довольно Таким способом запустил Диабло 4 Так у меня на канале ролик есть Сам последний ролик на канале, буквально Вот его посмотри И еще почитай Закрепленный комментарий Это не единственный способ, но О, локация 20+, Кстати, я говорил там про автолевелинг Я вам как раз говорил про то, что есть локации Которые подстраиваться под вас не будут Если вы имеете слишком маленький И слишком высокий уровень Вот эта локация как раз под меня не подстраивается Локация до 20 уровня И все Хочешь не хочешь Будешь драться с монстрами высокоуровневыми Сейчас Похоже не получится на хапом пробежать Видимо сейчас меня заставят Где-то прокачиваться дополнительно идти Потому что Когда ты бьешь монстров ниже тебя по уровню Или выше тебя по уровню То опыт практически не получаешь Что тут в этой игре В этом плане туговато работает система С опытами с этими Не как в Диабло 2 Раз, два, десять уровней может быть Здесь Как-то он Гораздо Гораздо сложнее Насколько мне помнится Работает тема Почему решил не использовать анлокер Но Как не решил не использовать Я вчера его поставил Потом вышло обновление батлнета Он слетел Как бы я Ну ладно Можно еще поставить анлокер Снова поставить Вопросов нет Ты можешь его заново ставить Но Типа если у меня уже Игра работает без анлокера Нафига мне анлокер Вот в чем вопрос Типа чем меньше таких Штук ты используешь Чем меньше геморроя у тебя есть Ну тем Тем же наверное лучше Правильно Нужно больше времени Как только перестанет Работать способ Который Я сейчас запускаю Игру Тогда анлокера Сделаю А пока что А пока что Нафиг надо Так Вот здесь внизу Должен быть Нет не должен быть Не внизу Подожди Вот здесь должен быть Вейпоинт был Вообще говоря Тут город какой-то большой Циригар что ли какой-то Да я пробежал город Слушай Надо город отгонять Сначала Потом до аспекта Побежим Я пробежал город Сделай банки На эксп Да кстати можно Попробовать банки сделать Но правда банки на эксп Видишь их неэффективно Использовать вот так вот Просто в беготине Потому что Мы же проходим сюжет Причем проходим его Добавка всему еще И со всеми диалогами И прочим Получается баночки Они как бы Немножко мимо каста идут Слишком Усты и тратятся С другой стороны Чего их экономить Банки эти правильно Будут лишний опыт Давайте хорошо В целом Аксимал привет До скольки Стримить прогнозировал Ну я планирую Часов до 12 ночи Минимум А там как пойдет У меня задача стоит просто Пройти сегодня Сюжет полностью Сколько это времени идет Я пока не знаю Рейтинга пока в игре вообще нет И не будет аж до Вот там Третьего что ли сезона Не завезли пока рейтинг К сожалению О Вот город большой Большой город Наконец-то Освободи меня Или вали на все Четыре стороны Какой грубый Молодой человек Что он себе позволяет Сначала копится Известность В скоксгле Не смотри качаю Я правда не накопил Еще ее даже В вершинах Раскоптых Но этим я заниматься Буду позже С накоплениями С этими всеми Так Сделать Что там говорили А банки Банки Нам нужен Нам нужен алхимик Где он здесь А его здесь нет Ни хрена оказывается Зато сундук есть Почему в этом городе Нет алхимика Какого черта То есть мне надо Возвращаться в Киевашат Да за алхимиком Ладно ладно Я вам это припомню Кто бежит по сюжету Скипая все диалоги Удалось за 12 часов Запройти только до 5 акта Да С учетом того Что здесь нужно прокачиваться Видишь получается Здесь есть гринтвол То есть ты Типа должен Качаться Перед тем Как идти дальше У меня сейчас уже 20 уровень требуется Для дальнейшего прохождения У меня 18 пока что То есть ну Типа Свежие эликсиры Нет Сердце это этот Это целитель Это не алхимик Эликсир третьего глаза Повышает вероятность Уклонения на 4% Вот давайте Эликсир третьего глаза Звучит прям хорошо Хотя Проще Эликсир колючек Назвестно Самый дешевый Да возьмем Самый дешевый эликсир Пожалуй Пару штук Сделаем Излечение Выучи Чтоб квест не висел Ну давай Раз что Сюда приперлись Тут просто Пойдем до шмотки Улучшается Фигня Я пока ничего Не делал Ну давай сделаем Раз уж я В город приперся В любом случае Давай что-нибудь апнем Кинжальчик Например Давай В конце концов 600 монет Не так уж много Квест выполнен Все отлично А извлечение Как я выучу Подожди Чтобы выучить Нужно это Че-нибудь извлечь Же будет сейчас Да Я извлекать пока Ничего не хочу Или просто поговорить Недостаточно будет Как тебе наверняка Не просто поговорить Достаточно Хорошо Искусственное Ростягивание сюжета Ну Искусственное Не искусственное Почему я могу идти То есть меня пускают Локацию Но Монстры сложнее становятся Плюс мне за них Опыт толк не дают Поэтому Есть некая проблема С этим Да Так Сопротивление молнии Так Это все продаем Короче Сервис Благодарю Есть что-нибудь еще Не Больше еще нет Все Отстань Ступка и пестик На карте Алхимик Да По идее Это алхимика Что там была Ступка и пестик Я еще не заметил Когорд называется Кстати А ну-ка Керри Гар Прекрасно А точно Смотри Прикинь алхимик Прям возле вейпоинта Был Вот я корявый Поберся в город Ну ладно Черт с ним Раз уж сбегал Теперь уж сбегал Пофиг Алхимик был Прям возле этого Возле сердца Ну что не по глазам Что теперь Теперь это Теперь знаю зато Блин ну теперь мне сюда надо сходить И сюда надо сходить тоже Но теперь я ближе к этой К этой локации нахожусь Ну хрен с ним пойдем Или все-таки вниз сходить Нет пойдем сначала вниз Сходим Я хочу взять аспект Который для моего персонажа Хотя если здесь уровень предмет Этих монстров ниже будет В этом месте Возможно стоит сейчас сюда сходить Подкачаться А потом уже идти за аспектом Да Давай проверим Если монстры здесь не такие Высокоуровневые как там То пойдем сначала сюда Если такие же То тогда пойду за аспектом Если на канале Самое первое видео Знакомиться с Diablo 4 Знаком Первый взгляд на геймплей С учением управления всех механик Нет такого видео не было У меня было самое первое видео По Diablo 4 Когда я на пиратке поиграл Видишь в чем проблема Я как бы с Diablo 4 Познакомился гораздо раньше Чем Вышел релиз игры Это было на пиратке Ролик называется Знаком с интерфейсом Кстати да В принципе да Есть такой ролик наверное да Он называется интерфейс Что-то там И создание персонажа Вот там Я как раз рассказывал Про кнопочки Где что находится там Вся тут фигня Так что да 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 Такая тема была А что здесь все закрыто Ночь на дворе Никто не работает что ли Или что Или выходные Пасха началась Может быть не знаю Или месяц Тормодан Что-то Какие там у них Вера Здесь А потом уже был Самый первый стрим Где мы уже На бете Знакомились с игрой Но опять же там уже я Какие-то базовые представления имел Ну Опять же не знаю что ты ищешь конкретно Но надеюсь что То что я тебе посоветовал Как раз отвечает на твой вопрос Да смотри Это локация ниже С нижним уровнем Так что видимо сюда сначала Надо сходить Хорошо Одно Раз на нижнем уровне Значит здесь сначала Побегаем А потом пойдем за Аспектом Как 20 уровень накопится У меня как раз туда Откроются кинжальчики Еще мои Которые лежат в этом Сундучке Два мяча Классных Я заранее подготовил Я заранее подготовил тебя Привет Друага Обещают ли классы В будущем добавить Нет пока ничего не обещают По классам Такой информации не было Слухи есть Что добавят что-то типа паладина Но это только слухи пока что Капец Темно здесь стало Просто жесть Роща лесовика Интересное название Почему именно лесовика Кто такой лесовик Это типа монстр какой-то Ты праздники Время вторжения Лилит Да типа того О Вейпоинт Хорошо Поищите Следы Лилит Очень интересно Это как я должен их поискать здесь Типа нужно кого-нибудь найти Кто такой Что-нибудь скажет Банки Банки Жыпят А то забудешь Ну как в подземелье Полезу так выпью Сейчас просто видишь И мы бегать Круги нарезаем по городу В банах Ишь время ограничено Меня просто что беспокоит Центральный цитем Украшен талисманами Свечами и резьбой Древесный сладковатый запах Горячего соснового дерева Наполняет воздух Похоже многие здесь По-прежнему Подсчитают старую веру Когда появятся духи Дерево станет податливым Как трава на ветру Физические преграды А твои талисманы И каракули В грязи их как-то задержат Вождь Азгейл На редкость Удачный момент Для визита в Бристейк Точильные камни поют Сердца бьются чаще Дивная музыка битвы Я отдонана Ты хотя бы не искающихся рыцарей Хотя бы Мы отдаем жизни За вашу деревню Не надо Над холмом зловещий туман Злые духи ползут из него Они уже близко Ты поможешь нам изгнать их? Здесь был демон Я ищу его Так вот Кто это был Прекрасный Выдался денек Я смотрю Демон пошел вверх В земли Айриды Но если не хочешь Стать как эти духи Не ходи туда Лучше Останься здесь Я отведу к Айриде Забудь и думать Не бойся Донан положился на нее И нам стоит Пойдем когда скажешь Берегись тумана И возвращайся как можно скорее Берегись тумана Если с тобой что-то случится Донан мне голову оторвет Что за туман? Очень интересно Примегать заявку в клан Я никого в клан сейчас не принимаю Сейчас стрим идет После стрима будем принимать Либо дождись 6 часов Дождись 6 часов И в 6 часов Сафон примет Наш срок водитель На дорогах туман Самый короткий путь в холмы Лежит через стенающие курганы На востоке Хорошо Что это тумана бояться интересно Ну туман, туман Что-то такого Или что-то прям Какая-то срань господня происходит в тумане Что тебе удалось повидать мир? Надеюсь когда-нибудь и ясно И что тебя сдерживает? Мой отец Думаю по нему видно Его приходится упрашивать Даже чтобы просто выйти из этой треклятой крепости Очередной ребенок Своего отца Тут прям Отцы родители Отцы родители Просто в каждом городе А тут чей-то ребенок Тут чей-то ребенок А где взрослые Состоявшиеся люди Здесь С которыми мы должны беседовать? Тут либо деды Либо он типа ларата Либо он отцы родители Дети Намеренно делают Или так получилось просто? Чумной ползун Я так понимаю Это короче болото Получается Все какие-то ядовитые бегают Возможно В этом случае Взять этот На яд Резисты себе Зелья Чем здесь ищем? Поищите с юрином Вход в стенающие курганы А, окей Давай поищем вход Думается мне он вот здесь По странному виду Этой Растительности Покациями напоминают Конан Эксайлз Такая же история была Абсолютно Типа есть заснеженная равнина Чуть ниже находится Такая какая-то болотистая место Прям даже рисовка Та же самая Очень странная тема Прям флэшбеки ловлю Заперто Но тут что-то написано Похоже на старые руны друидов Песни ветра Вой О нет Они идут Скорей Ладно Это молитва Молитва откроет путь Свет защищает нас Держи Несерьезная какая-то партия здесь В монстрах Я думал Что сразу разумно Как навалятся Навалятся сейчас По одному выходят Давайте разум все Чего вы мозги порезаете Нужно больше времени Там такая музыка играет Типическое сражение происходит Бомжи из-под земли Ладят Боже мой Сработало Хорошо Что-то пробудило Спящих духов Не будем терять времени Здесь наверное Можно будет выпить Сейчас баночку Так сейчас я Схожу за водичкой У меня закончилось Все ждут Последние капли Допиваю Привет доктор Ф Тугали проходят на втором уровне мира Но смотря кем играешь Разбойницы нет Очень легко проходятся Тут сам смотри Я пробовал Тестировался эти варианты Еще на бетах И разбойницы на втором уровне мира Проходят супер быстро Ну по крайней мере Вот первый акт Было так Сейчас мы идем во втором акте Пока проблем не вижу никаких вообще Будем смотреть дальше Пока что все хорошо Так сейчас за водичкой схожу и вернусь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то тебя подстригли Так меня подстригли еще две недели назад Пустил что ли этот Отважный ответственный момент Так Чего я делал собирался Я собирался выпить банку правильно В этом баночку поставим на какую-нибудь Горячую клавишу Потому что банки мне потребуются постоянно Хотя Хотя эти банки наверное Не давайте так выпьем Пофиг Эти банки дерьмовые Их на горячие клавиши ставить стремно Потом найду настоящие нормальные Четкие банки И вот их уже поставим на горячие клавиши Ну блин Я банку выпил Где монстры? О Спасибо Мех лучше тут потревожить Алиды нигде нет Мне это не нравится Сразу смотри Лавлаб Я хотел банку выпить Тут же Лавлаб Явно Банка животворящая Что-то делает Баночки с ягой Ну пока Судя по дешевизне этих банок Это точно что-то близкое к яге Эта комната Выглядит так Как рассказывал отец Ты тут еще не был? Только слышал его рассказы Айрида не стала бы строить преграды усопшим Духи должны свободно ходить по земле Лилит Странно На двери печать земли Что же мой отец А не рассказывал Защитные камни Точно Принесешь несколько Из ближайшего кургана Я смогу открыть путь Не Дорина Наверное Это Донана Ты имеешь ввиду? Да Может быть Все может быть Кто знает Тут хитросплетение Тут Семейные связи Читут Донанов Доринов И прочих Донанов Сигрет мне Защитный камень кургана Камень настолько защитный Что вокруг него Куча демонов скопилась Нужно больше времени Не, больше времени не нужно Давай так справляйся С малым количеством времени Камень О Камень с рунами Хорошо Ну хоть такие руны есть Смотри Вот эта руна Так руна Ты видал Какая руна О Не то что вам эти В Диабло В два Маленькие рунки Кладешь тут В инвентарисе По Сорок штук Ну вот руна Так руна Настоящая пацанская руна Я еще не готова Руна мужика На спине носить нужно Вон как рюкзак Ицер цели Какое прекрасное название Ицер цели Критический рун Максимальный запас здоровья Резисты к огню Темной магии Что-то не нравится На мне Колечко это Да, кстати Напомню про пакетик С руны Рассылка пакетиков Без регистрации СМС Да не, сейчас-то не в тему Вот что, сейчас Диабло 4 Какие-то пакетики Я думаю К этому вопросу Чуть позже вернемся Какой онлайн-карты Ты пользуешься Есть два варианта В сети в курсе Чем отличаются Нет, я не в курсе Чем отличаются Я пользуюсь той До которой Рука дотянется раньше В данном времени Я сижу смотрю на Мап гений Которая Картер Как она называется Мап гений Да Есть еще какая-то Но по сути Это одно и тоже Тот же хрен Только вид сбоку С такой руны Можно слова не собирать Так можно сразу Заказать Да-да-да Такой руны Можно сразу По голове бить Просто и все Хорошая руна Мощная На голову Сразу сбрасываешь И все Лилит везде была уже Клянемся Камнями Корнями Душевную болью Слезами Что будем хранить Это пламя Пока не угаснем Мы сами Глазницы Засыпаны Пеплом А кости Развеяны Ветром Вы жизнью Навек Попрощались Но прокляты Те Кто остались Крутяк Зачитал Легия Айриды Это Это написано В честь Тех Кто пал В битве Со Старотом Слабые Помрот Брак Забыт Постой Мы Мы тебе не враги О Это дерево Шепотов Что ли Подожди Сейчас Выдоперул До меня Выглядит Как дерево Шепотов Лилит Это она Их подчинила Айриды Никогда бы На такое Не пошла Интересно Если только С ней Ничего не случилось Мы этого Еще не знаем Идем Будет Дальше У нас По В эндгейме Будет Дерево Шепотов Которое Будет Выдавать Эти Сундучки Короче И задания И вот Оно Визуально Похоже Очень сильно Похоже На эту Срань Которая Передо мной Стоит Не понял Это я Поставил Что Озвучили Более Менее Нормальная Озвучка Абсолютно И без Каких Претензий К ней Косяки С локализацией Есть Вот именно В тексте В голосе Вроде Вообще Проблем Нет Нужно Больше Времени Здесь Кажется Это курган Старейшин Все Осквернено Следы Демонов На их Могиле И Эти Руны Друидов Поднимают Мертвецов Если Использовать Кодекс Который Привязан К конкретному Подземелью Можно ли Повторно Его Выбить Если Обновить Данж Нет Зачем Тебе Повторно Обвивать Кодекс Бесконечные Которые Ты достаешь Из Подземелья Пользуйся Сколько Влезет Они у тебя Открываются Сразу На всех Персонажах Одновременно И Это работа Айриды Но Зачем Она связалась С демоницей Многие Поддаются Чарам Лилит Но Айрида Поклялась Хранить Покою Собших Что Что Нам делать Надо Остановить Ее Да Отец Говорил Чтобы найти Выход Надо Двигаться Вперед Что На этих Великих Друидов Судя по всему Здесь была Похоронена Правильно Ее Лилит Завербовала Или что Не понял Или Айрида Еще живая Этот Друид Типа Рубиться Не могу Да На кодексах Бескхеровые Статы Но Тут Видишь На безрыбе Рак рыбы Я сейчас тоже Побегу За кодексом Потому что На легендарке Затрахаешься И его искать А сейчас Можно уже Будет найти Его и вставить 160 Зрителей Печали Не знаю Печальная печаль Кому интересно Где смотрят Тоже хорошо 160 человек Между прочим Павел 160 человек Это же круто Какая же печаль Радость Радость И счастье Ты слышала Впереди Что-то Вопит от ярости Не В легах Ты что В легах Наоборот Могут свойственно Родить Разные Всякие От максимальных До минимальных Вот Поэтому Кодекс Нужно из легендарки Доставать А вот в легах Они уже Имеют Одноразовую Поставляющую Назад К червям Прах К праху Орла Думал Мы просто Сдадимся И помрем Как ты сюда Вообще Попал С деревьей Происходит Что-то такое Через курганы Вот как Очень смело С твоей стороны И очень глупо Айрида Проходила Тут В компании Рогатой Женщины Это было Странно Лилит Они отправились К затвору На холме Потом Ветер Принес Звуки Таларфы Айриды Тогда-то Все и началось Если ты Хочешь Идти за ними В тумане Это будет Непросто Он будто Тянется За ходячими Трупами Еще до того Как этот Выбрался Из земли Мы видели Других В холмах Я останусь Здесь Им нужна Защита Туман Подошел Слишком Близко Нас Защищают Камни Сынок Помню Тебя Когда Ты Еще Я Останусь Тут Упрямый Как Папаша Но Только Упрям Выживут Уничтожьте Восставшие Останки Восставшие Останки Звучит Очень угрожающе Сталкер 2 Рубится Нет Навряд Сталкер 2 Диабло 2 Вполне Возможно У меня Подавляющая Часть Аудитории Это Игроки В Диабло 2 И половине Из них Диабло 4 Вообще Никуда Не уперлось Приходила Айрида Подал Ей Соль И воду Она Сказала Спасибо И ушла Я хотела Пойти с ней Помочь Петь мертвым Но Паа Не разрешил Мы живем Тут рядом С друидом Но ее Дело Не наше Дело А, тут она живая Эрида Окей Привет, Роман У меня тут установки С моего гайда Актуален Да Я по нему Играю Сейчас сижу Как раз Сломали Защиту Архива Он по Количеству Зрителю Как пиратка А, по качеству Как пиратка Диабл 4 Все понятно Не знаю Мне сталкер 2 Вообще не интересен Абсолютно Поэтому я Роднодушно К этому отношусь Так Песень боли Песень боли А, окей Это как раз Восставшие останки Разные сирени Из банок Стакаются Или выпить Можно только одну Выпить Можно только одну Играл в беты Смотрел разных стримеров Никак не могу Втянуться В новый Диабл Представлять Она какая-то Но Беспредельно Сейчас смотреть Какие-то стримеров Или Типа того С точки зрения Пытаться Втянуться в игру Чтобы втянуться в игру Нужно Дойти до эндгейма Или дождаться Когда эндгейм В игре появится И потом уже По эндгейм Игро оценивать Вот это будет Правильное решение Если тебе не интересен Сам мир Сюжет И все остальное А сейчас Игра может привлекать Только миром Сюжетом По факту А то Навряд ли Ты сейчас Тянешься Заперто А Тихий сундук Нет Мы его Открывать не будем Я уже выяснил Что тихие сундуки Нужно открывать Только на высоких Уваниях сложности На низких Только оболы Просирать на них Можно Мне пока интересен сюжет Потом мы доберемся После сюжета До эндгейма Там уже будет понятно Чем ты занимаешься В эндгейме Там есть интересная Активность или нет Если они там будут То получается Будет чем заняться В игре И значит Она будет иметь Какой-то интерес Упех и так далее Если там делать нехрен Активности будут Нудные Бесполезные Ну значит Игра провалится Скорее всего Потому что в таких играх Можно судить Только по эндгейму Об игре Гоу Гэмблит Я договорился Мне гэмблит Вообще не боюсь Здесь Я полагаю Что правила гэмбла Здесь такие же Как и в Диабло 2 А это значит Что чем выше уровень персонажа Тем лучше гэмбл Мне сейчас легендарки В принципе не нужны У гэмбла Даже если вывалится Тут же видишь Если шмотка падает И она ниже твоего уровня То ты ее скорее всего Выкинешь через там Низко уровней Все для того Как быстро мы прокачиваемся Какой смысл В легендарках нет никакого А вот аспект Которым сейчас достанем Мы засунем его в лук В арбалет точнее В наш И по факту Мне без разницы Какой у меня арбалет То есть что он дает Вообще пофиг И нам будет со мной Эта легендарка Уже наверное там Чуть не до конца игры Такая фигня Шмоточки поднимаю Посмотрим как выглядят Но для начала Чтобы их надеть Нужно сначала их найти Вот эти шмоточки Поэтому Мы их собираем Бегаем потихоньку Собираем Я периодически подбегаю К шкафчику Там смотрим Как выглядят эти Всякие Трансформации Но пока что Ничего нового Мы не нашли К этому моменту Еще Что это Добывайте призрачную Энергию у зверей Супер Подобываю как ничь Потом Следующей жизни Сейчас мне пока По сюжету надо двигаться Все что ли Вот это Эти восставшие останки Это реально была Какая-то Какая-то просто Статуя из останков А почему она восставшая Как она вообще Как вообще Восстала статуя Это что Что это за Странное дело Аспект нужно Здесь можно Но у меня есть аспект Которые мне там Виндоположь нужны Тем более Я их засунуть Куда не смогу То есть В первую очередь В чем дело Единственный аспект Который мне сейчас нужен Это аспект Который вставляется В лук Или оружие Естественно Я сейчас его найду Когда мы пойдем Направо По локации И вставлю его В свой арбалет Вот А остальные аспекты Мне пока Вообще не нужны Даже если найду Хорошие аспекты Я в любом случае Буду держать его До более поздних Игры Потому что Но потом попробуй Найди его еще Такая фигня У нас сейчас Не бета Так что Придется Не до 20 уровня Ждать А аж там до какого-нибудь 50 прежде Начнем Вставлять аспекты По крайней мере Те которые В ограниченном объеме Находятся Да Аспект Алексей привет А ты откуда знаешь Дороги свободны Мы долго держались Ты работу сделал Бывало и хуже Тебе повезло Бристейк Там кишат Ублюдки Из собора Умоляю Арла Всего один раз Может нам Пойти с ним Пап Ну Я не откажусь От Эля Я разберусь С Арида И Лилит Проводи их Бристейк Я Так и сделаю Спасибо Не Валерка Аспекты одноразовые Если достаешь их из оружия Из там Ну из шмота Короче любого шмота Оружия Не важно там что То Аспект Больше Ну один раз можешь Ко-нибудь ставить И больше ты ничего с ним не сделаешь Он одноразовый Нужно выискать новый Такой же аспект И вставлять Стенающие курганы Подземелье открылось Какой-то Подожди Так у меня куда идти надо Найдите Ариду Наверху уединения А здесь Арида Окей А здесь Стенающие курганы Хорошо Какой-то квестово Подземелье Ну полезли фиг ли делать Надо закончить С этими чуваками Сначала А потом Катя Арида Уже Сейчас уже Двадцатый уровень будет Может то Сначала его закончить Ну ладно Попробуем Сбров навыков Сильно подорожал На моем уровне Например Ну он дорожает Каждым уровнем Но сейчас сколько Тридцать семь монет Ну вот на тринадцатом Было шесть монет Сейчас тридцать семь За один навык Он в любом случае Не будет супер дорого стоить Хоть ты все сразу Будешь сбрасывать Но фишка в том Что все сразу сбрасывать Никто не будет Никогда Практически Сбрасывать будут Только там Частично навыки А там даже На максимальном уровне Сброс одного ячейки Стоит типа Пятьдесят пять тысяч Что ли Ну какие-то копейки Не понял Подожди А зачем ты мне показывал Сюда Что-то Не понял Квест меня ввел сюда Я зашел Он мне ведет обратно Что-то мне хочешь Ничего не понимаю Ну ладно Пошли к Ариде Тогда Я не понимаю Что меня хотят Хорошо Пойдем к Ариде С этим подземельем Потом разберусь Куда он ведет И зачем Они бы хоть писали Вот они когда на подземелье Оттыкают Типа По какому квесту Это подземелье Тебя Ну ведет На момент времени Учитывая что у нас сейчас Квест развился Аж на три Причем основная сюжетная Компания развилась На три квеста Типа в любом порядке Проходи как вам нравится То было бы конечно здорово Понимать куда ведет То ли на подземелье По какому квесту И почему меня вообще Хотят туда запихать Нужно больше времени Раз бейтинг полсогнута Да она бегает Такая постоянно На карачках За компом много сидела Просто у нее спинами Нормилась Я таким же скоро буду Как разбойница Датый уровень взят Прекрасно Можно идти Улучшать баночку И еще Брать Суперские мечи Мечишки Которые меня ждут В инвентаре В сундучке точнее Мечишки Сундучка Надо взять Так Наверное Ту штуку будем качать Друидша Волосатая Красившая Говорит Валерка Да Не то что это ваша Полусогнутая разбойница В каком акте Спрашивает Бека Во втором сейчас Луксинова 12 зрителей Да какая у нас Сколько зрителей Господи Павел Вот ты прям такой Этот как будто Количество зрителей Прям решает все Есть зрители Которым нравится Один контент Есть которым нравится Другой контент Как же правильность Сколько зрителей У меня канал По Диабло 2 В основе своей был Сейчас я потихоньку Перестраиваю его В том числе К тому чтобы Там тут было еще И Диабло 4 Поэтому понятное дело Что количество зрителей На стримах Сейчас будет меньше Чем по Диабло 2 Но И то по этому поводу Особо не страдает Главное что Зрители хорошие были Правильно У меня вот Самые лучшие зрители Элита буквально Да Два мячишки Сейчас берем А эти кинжальчики Выкидываем Так А что здесь еще есть Больше нихрена нет Да Да Все остальное Можно продать Раздать Боюсь же На канал Стримера Кануха Заходите Он подигрывает Сех 4 Перстов Это качено До максималки Я такой Кану Вообще понятия не имею Первый раз слышу Вроде бы Всех Диабло 4 Стримеров Более менее знаю Которые особенно Чем-то отличились То только Кану Вообще Душей не чая Так и баночку Надо улучшить Баночку 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 Нам нужна Большая банка Лоза Висельника Диабло 4 Диабло 4 Видишь У меня Диабло 2 Не будет В ближайшем месяце Наверное Будем только Диабло 4 Заниматься Потому что Нужно Будет Пока Скажем так Это Разберешься Пока Соберешься Пока Все узнаешь Я думаю Месяц точно Пройдет Так что Нормально Сейчас месяц Будет Диабло 4 Так и Это все Нужно Что сделать Продать Или Разобрать Я думаю Что разобрать Лучше Наверное Выдрессировал Элиту Своим Бомбическим Контентом Серьезно Спасибо Большое Спидранер Топовый Неужели Ты меня ошибся Слушай Ну имя Знакомое Но я по Спидранерам Не очень Это известен Не особо Знаю Спидранеров Не особо Шарю в них Я спидранеров Знаю только Наших Ру спидранеров И Ларуса 327 Из англоязычных Спидранеров Я знаю Мистер Ламу Лаки Элесиана Что-то еще есть Я не помню Тоже на языке Вертится Не могу вспомнить имя Блин Да ладно Пофиг Ну короче Я не особо Слежу с спидранерами Я вот знаю Самых этих Прям Тех У которых Интересный Контент Здесь какой-то Который Ну мне Интересен В смысле Понятно Дело Что у них У всех интересный Контент Но вот Тех у которых Есть для меня Что-то интересное Им нужно Дать совет Чтоб механику Бега со спортсменов Срисовывали А не с себя А типа Ты думаешь Что это Разрабы Так передвигаются Как разбойница На карачках Постоянно Ну да Это вполне возможно Когда игру Разрабатывали Точно сидели Так наверное Долго время Это босс Что-то 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 На боссы Напоминающее А почему Я с этим Дерусь Нужно Больше Времени Нужно Больше Времени Да Ну давай Что происходит Где кто Поубить Надо Нужно Больше Времени А вот Этих Которые Видимо Тянется Сопля Если Нужно Бить Хорошо А столица Зачем Просто За компанией Пришли Какой Мактика Был Удает В четвертом В четвертом Макте Да Смотри Одна Сломалась Давай Другую Сломаем Тоже Походка Бусорные Станы Ну не знаю Почему Это так Тебе Ассоциируется По-моему Нормально Выглядит Более Менее А что Зачем Я это Убивал Награда Какая Интересная Что Нет Ладно Ты Видела Знамени Как и Я Арида Преисподняя Грядет И Мой Народ К этому Не Готов Пока Что Но Ты Ты Уже Сильна Подойди Ко Мне Что Друидша Обернулась На сторону Лилит Что Ли Это Местная Звезда Разговаривает Странненько Я на Кудрый план Задумала Как Комбо Изумений Создается Всем Понял Вопрос Как Эти Комбо Пойнт Набирает Эмишно Что Ли Или Как Эти Умения Комбинируют Друг С Другом Юрий Играет На Этой Нарфе Что Сидит Там Прежде Чем Мы Склеснемся В Бою Насмерть Давай Немного Послушаем Бурю Почему Эта Друидка Такая Маленькая Музыка Природы Прямо Сейчас Мертвый Истребляет Твой Народ Да Кто Умрет Но Это Естественный Ход Вещей Таково Испытание Оно Губит Слабых И Помогает Сильным Стать Сильнее Сейчас Юрий Расскажу После Сюжет На Эта История А те Кому Удастся Выжить Спасут Эту Землю От Преисподней Демон Одурачил Тебя Нет Нет Это Мой Собственный Выбор Лилит Лишь Даровала Мне Силу Сделать Необходимое И Что Ты Ей Дала В Природе Все Нужно Заслужить Даже Знания Докажи Свою Силу И Получишь Ответы Но Ай Это Арида Босс Теперь Надо Хорошо Давай Подеремся Нужно Больше Времени Музыка Как в Ведьмаке Играет В Гвинте Такая музыка Обычно Бывает Не в Ведьмаке А в Гвинте Который Карточный Такие Гетскандинавские Напевы Прикольно Для этого Понадобится Время Ох я Моя Не усадила Для духа Презисто Что-лик моей Темной магии Или что я понять Не могу Почему я так Долго Бью Я еще Не готов Воу Воу Мадам Давай тебе Додай Здоровья Викли Выходи А вот Она стоит Для этого Понадобится Время Отлично Атмосферный Босик Побеждает Сильнейший Ну что ж Что ты дала Лилит Я рассказала Ей Про береги Вокруг тюрьмы Астарота И как И как их Снять Почему Мой народ Забыл Чего нам Стоило Одолеть Астарота Пора Им Напомнить Если Они Его Одолеть Не смогут То Как Справиться Со Всей Преисподней Свинку Меню Пробивающий Выстрел У меня Его нет Влечения Скорости Атаки Влечения Силы Но я Потеряю Плюс Три К ловкости Как минимум Еще Крит Давай Поменяем Прикнем Пробивающий Выстрел Не потребуется Конечно Но Молодец Говорит Старую бабку Победил Гордись Грозобабок Кстати Было бы прикольно Если бы не дали Звание Какой-нибудь Грозобабок После этого Было бы потеш Ну-ка У меня может Есть какая-нибудь Тут нет Кузнечиха Меченосица Бог ты мой Хмельеварка Чума Дрянь Вот дрянь Это я Так И Ну пусть будет Редкая дрянь Редкая дрянь Звучит хорошо Редкая дрянь Прям хорошо И Надеюсь Она обрела покой Я Не думал Что все Обернется Вот так Быть героем И жертвовать С собой Зачастую Одно и то же Слова Моей матери Я должен Рассказать Отцу Что случилось Что сделала Лилит Ее надо Остановить Ну Меня радует Что по крайней мере Я набрал 20 уровень И можно Сейчас будет Сходить На восток Так Теперь кто Спрашивал Про комбо Пойнт И как Этот билд В принципе Я так понимаю Комбинируется Друг с другом По скилам Сейчас я Расскажу Эту тему Сейчас я Расскажу Эту тему Периодический урон Партивники Вблизи Лаки Страйк Ну Лаки Страйк Мне Не то чтобы Нужно Здесь резистов Побольше Давай поменяем Еще и сокет Есть Что вообще Хорошо Смотри Короче Как работает Этот билд Ну не билд Этот персонаж На данный момент Тремени Это еще не билд Никакой Ни хрена Это просто Промежуточное Построение Персонажа Скажем так У нас есть Особенность Вот эта вот Специализация Серия приемов Внутреннее зрение Нужно только для Так с противниками Либо когда у тебя Будет до хрена урона Пока до хрена урона Нет это смысла Никакого не имеет Поэтому используем Серия приемов Серия приемов Позволяет нам Настакивать себе Три удара Вот видишь Эти полосочки заполняются Не полосочки Монетки что ли Заполняются они Нашими обычными атаками Вот колющим ударом Я бью противников Три атаки сделал Эта штука заполнилась Когда она заполнилась Все навыки Которые имеют Разрядку скажем так Например Вот ванзающие склинки Я их использую Увеличивают свой урон Вот ванзающих склинков Срочка видишь Внизу Дополнительные приемы серии Увеличивают урон И повышают скорость Придвижения Один прием Два приема Три приема Написано прям Посерединке Большой такой абзац И вот здесь написано Что если мы делаем Набрали три монетки То следующий удар Нашими этими Клиночками Ванзающимися Будет носить урона Аж вон там На 120% больше чем обычно Вот Соответственно Эта штука так работает Для того чтобы это было Максимально эффективно Этот клинок И они возвращаются тебе в руки Через некоторое время Сейчас найдем Какого-нибудь монстра И покажу как это работает Любым монстром Здесь потребуется Вот например Отлично Внезапно появился У меня перед глазами Втыкаем клинки Отпрыгиваем в сторонку Смотри И они возвращаются ко мне в руки Видишь сейчас вернулись Когда они возвращаются ко мне в руки Они по дороге Наносят урон всем Мимо кого пролетают Соответственно мы можем Втыкать два клинка сразу И отходить подальше Что-то будет два клинка Возвращаться по очереди И наносить до хрена урона Ну естественно У нас для этого есть Вот этот навык Дальше есть навык Насыщения тенью Который наши клинки Делают насыщенными навыками тьмы Не навыками А стихией тьмы И они носят еще больше урона Вот И Два навыка телепортации Вот навык Шаг сквозь тень Который телепортирует меня Любого противника За спину ему просто сразу И мне не нужно Бежать как бы Или прыгать И навык рывок Который тоже меня телепортирует Короче два навыка телепортации И Один навык Атакующий Вот мы его в основе своей И используем Привет Алексей Первый акт уже дальше Это второй акт Алексей Причем половину акта Мы уже думаю прошли Скорее всего Потому что какого-то основного босса Мы сейчас убили уже Большого Сейчас пойдем Вот сюда В локацию Дихий дух Здесь мы будем дальше По квесту идти И здесь будет находиться Подземелье Которое мне нужно Для того чтобы Наша Разбойница стала Наконец Обрела Законченный вид С точки зрения По крайней мере Вот этого навыка Потому что Без аспекта Который находится там Делать вообще нечего Абсолютно этим билдом дальше Значит опять вот возьмем И сможем пройти дальше А Масинка Ну наверное да Не знаю Это воровка по идее Типичная такая рога Из Вот мы кинули клинки Телепортнулись за спину И они повернулись обратно И убили всех Кто попался по дороге Суть здесь в том Чтобы максимально Так Скажем так Выбирать маршрут Чтобы На нем стояло как можно больше Противников по дороге Они все получали эти клинки О себе В лицо Скажем так Если этим билдом Играть неправильно Оно будет супер неэффективен То есть тут надо Либо играть правильно Либо лучше вообще Этим билдом не играть Он Эффективен только в ситуации Когда ты понимаешь Что ты делаешь Я к вам не могу сказать Что я прям супер спец В этом билде И знаю как он играет Но Я прошлый бет Полностью этим билдом Отбегал Потому что планировал им играть Не самый удобный билд Это сложный билд Но он самый мощный в игре На текущем момент времени Вот на старте Именно этот билд В соло убивало шаву На хардкоре Вообще Как ни хер делать Без топового супер снаряжения Скажем так С базовыми шмотками Которые только нужны Там для Неких комбинаций Я когда ролик делал Как раз рассказывал про это У меня же есть ролик на канале Типа про Кем стартовать игру Я там как раз О том рассказывал Что разбойница в принципе Она эффективна только Если ты готов Ну как бы Включать мозг В процессе игры Это приходится здесь делать Она Требует некого пианино Просто пыщ-пыщ Нет не получится Не этим билдом точно У разбойницы есть Варианты Что с локацией Это что А для мирового босса Ой это локация для мирового босса Смотри Явно сто пудов Прям для мирового босса А шава точно В таком же кружке появляется Пыщ-пыщ Надо брать Либо другого персонажа Либо у разбойницы Брать неэффективные билды Привет Виталий Вопрос волчонка получил За бету Да я получил Все получили Волчонок есть у всех У тебя весь клинок От возврата клинков Или там постепенный урон клинков есть Весь урон от возврата клинков Все верно Не весь Но большая часть урона Вот по площади Когда мы бьем Подавляющее число урона Наносится от возврата клинков И от того Что у нас насыщение тенью На этих клинках сверху То есть там Клинки возвращаются И каждый монстр Который умирает Производит еще и взрыв Взрыв тенью Вот у нас Навык Какое описание здесь Смотри Мы насыщаем клинки тенью Дальше Когда противник умирает Написано Зараженные противники взрываются Нанося 156 урона Окружающим противникам И в итоге У нас какая фигня получается Что Противники По дороге начнут взрываться Просто когда эти клинки возвращаются И все так Дыдыдыдыды Взрываются друг за другом И все умирают За счет этого Она супер быстро убивает Большие пачки этих Как боссов Точно так же Просто прыгаешь боссу за спину И все Стыкаешь ему в пузо Словно говоря Клинки прыгаешь за спину Но в принципе Клинки возвращаясь из босса Ему тоже урон наносят Даже если Даже если Даже если Вот видишь Просто пачка взяла Раз и умерла То есть я два клинка воткнул Прыгнул Все Вся комбинация То есть если понимать Что делать То будет хорошо Когда клинок Вытыкается из противника Он наносит ему урон тоже Поэтому когда ты втыкаешь Клинки в босса То Урон ты ему наносишь Просто перед боссами Желательно переключаться На специализацию другую Вот на эту Внутреннее зрение Которая дает тебе бесконечную ману В таком случае Ты Настакиваешь на боссе Бесконечную ману И потом бесконечной маной Втыкаешь в него Просто хер ву гору клинков И потом они Раз и начнут возвращаться Носить ему просто Огромный нереальный урон Вот такая тема Где его выбрать? В этом В шкафчике Где можно Вид персонажа настраивать Нужно больше времени О, сейчас Фигни-то вываливается Из них какой-то Для доп-квеста Видимо нужно Я собираю какую-то Сраненькую Тут светящуюся Давайте отразим Разно-вражескую атаку А потом будем собирать Такую мусор Которую здесь валится Пофиксит имбу Да, она Я так понял Не особо сильна В эндгейме Вроде как Ну, по крайней мере Со слов вот этих вот Которые Блогеров Которые якобы Там играли в эндгейме И типа все равно попробовали Типа вроде как Она не такая уж и сильная Но я не знаю В каком-нибудь время Я должна перестать быть сильной Потому что Супер эффективный билд Для самого старта Ну вот босс, пожалуйста Был Мини-босс Ну, развалился Как-то не знаю Обычных боссов Тоже очень легко убивает Босса первого акта Я развалил очень легко Не знаю Посмотрим Как будет Проходить ситуация дальше Может быть там Боссы следующих актов Будут более сложными Но Пока что проблем Вообще не возникает Ни с кем На боссе лучше Насыщение едом Да, на боссе лучше Работать насыщение едом То есть Если прям хочешь Максимально быть эффективен На боссах То насыщение тени Меняешь насыщение едом Да Все верно И там берешь Специализацию на квит урон И вот такая всякая фигня Ну короче На боссов нужны криты И Насыщение едом Помогает этим в том числе Я говорит Завара гоняю И основной навык Так не бьет Ну это Фишка именно Этого билда Именно этой разбойницы Не у всех так работает Варвар в принципе Очень медленный персонаж И Он типа Долго запрягает Но потом У него якобы Какой-то суперский Эндгейм геймплей Но Я пока Не видел варвара В эндгейме Сам не пробовал Поэтому понятия не имею Какой там у него эндгейм Только со слов тех сужу Кто вот Играл Ранний доступ Для пресса Этих авторов Иностранных Вот они рассказывали Что у варвара Там такой эндгейм геймплей Такой эндгейм геймплей Ожесточенной борьбы Что здесь произошло Но мне не нравится Его изначальный медленный старт Разбойница самая быстрая на старте Поэтому я решил не начать Потому что мне приятно играть Быстро с самого начала Я не думаю Что потом разбойница Будет замедляться в процессе Ой там Кожа валяется Кожа подберем Пока Диабл 4 выглядит Весьма неплохо Говорит Алексей Ну тут вишут Мне не расходится Тут наоборот Говорит типа что Блин Сколько смотрю Говорит вообще не нравится Как они ребята Говорили 22 уровня монстр Чель Локация пошла Высокоуровневая какая-то Для этого понадобится время Ну а я уже 21 Хорошо Да давайте Накопление энергии Это очень хорошо В чем прикол клана Бафы, бонусы, ивенты Прикол клана в том Что у тебя есть Во-первых клановый чат Вот здесь Ты можешь всегда здесь Писать что-нибудь Но пока мы тут ничего не пишем Потому что людей Еще не набрали Да и вопросов у никого нет никаких Прикол клана в том Что я могу в любом этапе Мне зайти И найти здесь Любого персонажа Любого уровня Нажать правой кнопочкой мыши Например Где тут Пригласить в группу Например И вместе с ним побегать И наоборот попроситься в группу Например Здесь есть такая штука Попроситься в группу где-то Нет Сюда нельзя попроситься Короче Если у человека есть группа То ты можешь в нее попроситься И вместе с ним побегать Короче Вместе можно бегать Быстрая коммуникация Вся вот эта фигня Вот в этом прикол клана Пока больше никаких приколов нет У нас на прошлой бете Ребята научились в том числе Делать так Чтобы только ребята из клана Были на Ашабе И вот чисто кланом 12 человек собиралось Пать из нормальных людей Нормальных игроков Которые не руинить собираются А нормально играть И они Ашабу заваливали Там за 3 минуты буквально Тоже в этом прикол клана Есть определенный А что вы невидимые стали Очень интересно Боссы говорит пока не нравится Мир говорит писать будет От боссов одно название Где ища Диада и все прочее Но посмотрим где боссы будут Я пока не знаю Нету первый босс был Вполне тебе ища Диада Первого акта Это бог какой был Это кто на Элегия или Элит Которая Там же такая жесткая Соранина стояла Какая-то из крови Там не понятно Чего состоящая Прям такая Босяра-босяра Прям хорошая Так а что Как на партии Я не могу понять Сюда что ли Туда может быть Проход закрыт Вон добрый вечер Я пошел за своим аспектом Почему он закрыт Погоди сейчас проверим Может я не туда пришел Просто Так, подожди, Blade Dancer Аспект А, я не сюда пришел, похоже, да, он ниже находится Сейчас проверю еще, где я нахожусь, точно Да, здесь у нас хижина Мурдейна какая-то Мурдейн Лонж, я нахожусь ниже, здесь у нас находится Не, подожди, здесь она находится, все правильно, вот он, Мурдейн Лонж И здесь должно быть подземелье Прямо вот на месте, где я стою Его нет Черт Ладно Вернулся с работы, можно начинать, как полет Привет, Godlight Ну, не знаю, у меня пока нормально Обман, да, прикинь, нет подземелья моего, классового Нет, я допускаю, что знаешь, в чем дело Скорее всего, тут просто квест какой-то есть Сюжетный, возможно, нам по сюжету откроется дальше Ладно, ладно Пойдем по сюжету, значит, да Тут просто прямо в этой локации есть сюжетная какая-то история Которая, видимо, возможно, приведет туда дальше И откроет локацию полностью Берите стримеру данжен Я специально бежал до него, и тут нет его Ломали Я пришел на встречу подписчиков, а там никто не пришел Выглядит в разы веселее, чем Diablo 2R Ну, да, игры разные Тут, правильно, действительно, сравнить не очень правильно будет Diablo 2R над другим немножко берет Здесь именно на пан Ну, как бы, на пан изначально они ставили упор вообще в этой В Diablo 3 Но там на одном фане далеко не уедешь Фан кончается быстро, а играть не хочется после этого, после этого фана Пришел, пофанился и свалил Diablo 2R, наоборот Слишком, типа, для многих считается, как это нудно или типа того И, ухтож, долина крови, елкарный баба Это что же такое за локация такая-то, посмотри-ка, чего Вот это локация, так вот, смотри, просто какие-то кровавые реки В чем целая, огромная локация, так и таких рек Сидеть Кенши такие локации были Там еще шел сверху кислотный дождь Вот это было потешно Для этого вам надо биться время Я не могу понять, причем от чего То ли от того, что меня замедляют противники То ли из-за того, что эсэтика так действует О, еще один гоблин Нифига есть, тут рассадник гоблинов прям Ну-ка, стой Состоять говорю Опять ничего Желтушка одна выпала всего лишь Нужно больше времени Прикинь, какайфово тем, кто никаких блинков не качал Да я представляю, как бередная черепаха будешь передвигаться Да, похоже здесь замедляют постоянно То ли локации, то ли монстры, то ли все разом Не знаю, короче, какая-то прям жопа Здесь супер медленно передвигаешься прям по этой локации Жуть какая вообще нереальная Надо отсюда выходить быстрее Здесь нет локации Я с такой скоростью ходить не хочу Для этого понадобится время Ё-моё, давай поскорее, пожалуйста Жуть Не пойду больше сюда Ну вы нафиг С лазмейками любо-дорого драться Не то, что эти ваши Реки крови, блин Где квеста? Что дальше? Хорошо Багланский круг камней Что здесь? Руническая надпись На камне вырезано сообщение Приветствующее путешественников в лесу И приглашающее их сродиться с природой Но первоначальный текст перекрывает надпись Сделанная запекшейся кровью Церковным псам здесь не рады Прекрасно А, это город какой-то Смотри-ка что Хорошо Тирмар Так, сейчас по шмоткам посмотрим Плюс один с восхищением Ядом это прям хорошо Но я не хочу легендарный аспект терять с этой шмотки У меня здесь легендарный аспект просто топовый Практически по роллу Бега, тут смотри какие перчатки Плюс один к умению пробивающий выстрел Плюс один к умению шквал Плюс один к умению скоростная стрельба Проблема только в том, что я ничего из этим не пользуюсь вообще Ни одним из этих навыков Ладно, это что такое? Редкий шлем, еще один Сила исцеления Ну шлем, видимо, еще не скоро поменяю Потому что мой шлем Слишком хорош Мда, это можно все продавать, короче Идти Торговать заспехами Кузнец Мне ничего не нужно Я хочу все разобрать Отстанет меня Я пойду дальше Пополним баночки Они пошли по квесту Ну вот, собственно, квестовый персонаж От дальнего боя отказался В каком плане? Ну да, это же ближний бойный персонаж полностью Я и не начинал играть, скажем так Не то, что отказался Я его не выбирал изначально Разбойница играет через ближний бой Граждан Женщина в тупих Сеет порчу Если ты об этом Да Она преследует друидов Победивших Астарота А, там живет сумасбродный Нафейн Мы уже пробовали его проведать Мы добрались до Богландского круга камней А потом появился волк-друида И укусил одного из наших У меня и так мало рыцарей Я не собираюсь рисковать людьми Ради дряни, что ненавидят собор Хорошо Допустим И что надо сделать? А, вот он от круга камней Который только что был Сюда нужно сходить теперь Ясно? Ну пойдем И второго друида, судя по всему, тоже Охомутали И придется тоже его убить Видимо Местных мифических героев уничтожаем Уничтожаем буквально Культурное наследие этого Города Или локация этой Как она называется Не знаю, что это Город или локация Что это А вот и волк Говорящий что ли волк? Нет Нет Я ищу на фейна Твоего хозяина Поможешь мне? Волк лает Волки не лают вообще-то Они рычат Хороший мальчик Веди меня Что это за волк, который лает? Пойдем Товарищ волк Опять вот локацию тащит меня Ааа Зачем? Зачем ты меня ведешь сюда? Тут медленно ходить приходится Нифигами, дать какой А почему его никто не жрет? Какой черт он вперед бежит? Его никто не ест Это он волк что ли? Это он волк что ли? А где волк, стамины жрет? Да, да, да Только здесь стамины нет И поэтому они просто замедляют Эти засранцы летающие Так, что? А А ты как залез, не понял Я тут залез А он как телепортировался Сюда Доступны награды для получения Какие? О Очки умений Спасибо Очки умений я хочу Волки и собаки относятся к волкам Да, но Я много смотрел роликов в тиктоке Там есть ролики чувака У которого есть Эти волки домашние И он рассказывал о том, что волки Гавкать не умеют Они рычат Опа Ни хана себе Как тебя Раскинули У него ног Нет, смотри Его оторвали туловище наполовину Бог ты мой Он все живой Живой ты еще Кто Кто ты Тикток Это экспертная локация Между прочим Но сам он не пришел Трус Он боялся, что Лилит ищет тебя Он был прав Да Она сунула меня сюда Меня Уже не спасти Просто 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 отыщи Демоницу Я помогу Иди На север Она там Что-то Затевает Я как-то помогу Как-то поможет Ты Еще успеешь Ее остановить Волк 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 Войдет с тобой Поторопись Тиктоки Это для элиты Посмотришь Тикток И мозг Сразу растет Павел Так это работает Привет Евгений Какие впечатления Доволен ли игрой Пока интересно Не знаю Я же игру еще не прошел Пока не в курсе Иди на север На севере Я уже был Дикие дебри Мне бы Мое классовое Подземелье Знаете Пожалуйста Вы дали бы Я бы прям Был счастлив Может пропустил Где-нибудь Нет Ну-ка Берсерк Базовое умение Нет Это все не мое Ладно Может мы конечно Убрали Это подземелье Черт его знает Как игруха Да все нормально Вроде с игрухой А волк теперь что С мной бесконечно будет бегать Или как По этим болтам Бежать нужно Кланцы тот же Стой на бете Не совсем понял вопрос Евгений Все что было на бете Было удалено И сейчас Все равно создается Какой пес Простите Шелудивый Там было написано Шелудивый пес Случит как оскорбление Какое-то Да Шелудивый пес Прикинь Шелудивые псы Как-то я всю жизнь Я думал Что это как оскорбление Звучит А нет Оказывается Это монстр Из Диабло 2 Чего Диабло 4 Довавый барьер Должен быть Какой-то способ Его убрать Дикий дебри Взаимодействовать Как все Зайти Про какую бету Ты говоришь Я не знаю Название сейчас Клана Другое Нежели на первой бете Но такой же Помог на последней Кажется на последней бете Он так же назывался А может или нет Не помню Кажется на последней бете Что-то такое же и было Да То ли Куэсклан То ли Ку-клан Не помню А вот они на карте же есть На Росты На карте их видно Кажется Если вопрос в том Что ты хочешь вступить в клан Евгений То в клан мы принимаем Только через Дискорд Соответственно Если в Дискорде нет То в клан ты никак не попадешь Если есть То тебе нужно зайти в Дискорд И там оставить заявку На вступление в клан Если тебя примут То Оба Мечишка легендарная Ё-моё Ох ты мой Ну и что ты даешь 176 урона Урон от умений Увеличивается на 4 до 14% В зависимости от уровня Основного ресурса При максимальном запасе Получайте максимальный бонус Потому что это для варваров Это не для меня Это варварский меч Мне такое ничем не поможет Потому что у меня Ресурсы наоборот Падают Они опускаются Но в любом случае Мечишка неплохой По статам Так что Хотя нифига он не неплохой Плюс 8 ко всем статам А все остальные срань какая-то Противники вблизи Нормально Урон целям вдалеке Хрень Подавляющий урон Хрень Хорошо А если сравнить с другим мечом Тот лучше чем этот Хорошо Двай меняем сюда его В дискорде есть? Избранников Глядь помню только А понятно Нет Прошлый клан Назвался точно не избранники Избранники Это было на самой первой бете Вспоминаешь? Беты уже 3 штуки прошло Просто Ты спрашиваешь про бета А какая бета Я не знаю У нас 3 бета Было до Выхода игры И везде Создавал кланы Там и набирали просто Кто первый из нас Зашелтовой тапки Сейчас Клан набирается Только через дискорд Потому что мест в плане Ограничное количество Здесь нужно как-то Отсеивать людей Чтобы нас набрались Только самые активные Активисты Что, убрал на росту, нет? Да, вроде бы Убрал Написано, что Вроде было 5 На ростах Или нет Или я посмотрел Что-то Ну ладно Главное, что Монстр всех поубивал Здесь не появляют Утри по всему Тех объемов Которые были до этого Меня никто не травматит Пока я тут бегаю Запускается ли с клиента С рост аккаунта Я играю с российского аккаунта Если вопрос в этом Инструкция есть на канале Ролик есть Можешь посмотреть Есть ролик И у ролика Есть закрепленный комментарий В котором есть еще Некоторые пометки Хочешь запустить Тру аккаунта Нужно посмотреть за этим Иначе ничего не получится Отлично У меня открылась возможность Открывать темное отражение Точнее, скоро уже будет На следующем уровне Появится моя ульта Наконец-то Будем бегать с двойником Правда, недолго Ну что поделаешь Знак лилит О, привет Под старыми ветвями Висит в сердце плод Разбухший от ненависти Пусть же она Зальет реки И норы А что за Проклятие Выдал нас сейчас Генрих, привет Стоит ли Диаба 4 своих денег? Ну, кажется, он для себя решает Уже не знаю Для меня стоит Тут еще вопрос В том Это Каких денег Ты имеешь ввиду? Потому что Все игры покупали За разную стоимость Кто-то купил Стандартную версию За 300,5 тысячи рублей Кто-то за 9 Пусть родит Это Алая колыбель Слияние гнева Пишут, что ваунчере появилось Но Ты больше не читай Там новости Где-то Где-то пишут Такую херню Диаба 4 появлялась В российских аккаунтах Два дня назад На 4 часа И после этого пропало Это был баг Но, блин, нет Нашлись СМИ Которые растянули Из этого уже Прям целую эпопею Там все Доступ разблокирован Пятое, десятое Есть куча говноресурсов Которые занимаются херней Они записаны новостей Если хочешь нормальные новости По игре Видеть в актуальном состоянии То у меня в Дискорде Есть раздел Называется Новости Диаба 4 Там выходят новости Редко Но зато Только те Которые реально Отражают действительность А не Высерые Каких-то там Этих Журналистов Которым надо Кайповый заголовок сделать Пусть вечно горит Его ярость Пока не сожжет дотла Этот проклятый край Стоит 70 долларов Для меня Отлично немало Поэтому спрашиваю Как игра А, ну у вас цены Там фиксированы Да, в Украине Просто в России Можно было купить За разные деньги Можно было купить За 30 долларов игру А можно было купить За 100 долларов игру Все покупали По разной цене Ну, стоит на 70 долларов Или нет Опять же Смотри, Генрих Ну, я тебе не отвечу На этот вопрос Ну, игра понравилась тебе Значит стоит Не понравилась Значит не стоит Ну, все Как бы просто Стерпан Она же не пачка денег Чтобы всем нравится Это игра Соответственно Она может нравиться Может не нравиться Исходя из там Своих личных предпочтений Учитывая, что я Ампер фанат Селена Диабла То мне, конечно же Интересно в нее поиграть Сейчас, по крайней мере На стартовом этапе Итог, скажем так Я узнаю Только когда уже Игру пройду Я могу сказать Там прошел игру Попробовал эндгейм Ой, какая-то босяра Какая-то сейчас будет похожа Пройду игру И тогда скажу Ага, вот там эндгейма Ни хера, например, нет Или наоборот там эндгейм Суперский там И А персонажи все одинаковые Например Или наоборот Все супер разные Там Пвп, поля Там такие-то Такие-то Короче, это Такая фигня Надо сначала игру исследовать А мы пока Второй акт проходим Смотри, какая срань Вылезла Ты такой-то Волк с кучей голов А почему ты ХП себе полностью Не пополнил Почему ты вылез раньше времени Иди наполняйся Полностью здоровьем Фигля-то вылез Странный волк ХПП не получил Уже Вылез зачем-то Колыбельки Свои Можно больше времени Это неприятно, товарищ Ко мне Создание ненависти У твоей новой добычи Нежное мясо Проклятие Тварь ранена Но жива Куда она уползла? Похоже Драться будешь с ним А, вон, ну че Мне пока дали Просто попробовать Этого босса Типа Подерешься потом Ну вот я так и сказал Михаил, да Ровно того же мнения Судите бы Даже если выйдет Ингейм активности И все прочее Ну как можно говорить Стоит играть Своих денег нет Это настолько Субъективный параметр Просто песец Ну че, мне нравится Мне стоит Мне она стоила Уже даже когда я бы Этого поиграл Такой, ага, окей Мне это нравится Я бы за это отдал 70 долларов А кто-то Даже ингейм посмотрит Даже если ему понравится Игра Скажет, ну нет Ну вот там 10 баксов норм Но 70 типа не тянет Ну короче это Тут прям Супер субъективная история Голос лид как у Тудэи Вполне возможно Близзы же Одними и те же Студиями озвучки Пользуются, наверное Для разных игр Тут голос Кого-то говорили Там как в Варкрафте У кого-то там В этом Вове И так далее Где босс? Спрашивает Какой босс? Че, уже босс какой-то появился что ли? Какой босс? О чем речь Ну-ка сейчас я проверю В новостях А, это О чем-то с вами Разговаривают Окей Я уже думал Неужели мирового босса Уже обвели Сейчас Сейчас быстренько прочитаю Может тут Анонс босса был Нет, вроде ничего нет Вроде ничего нет Окей Никаких анонсов боссов Я не вижу Так Нифига себе Сколько бежать надо Это до того друиды Который до сих пор там висит Блин, как он столько времени Выжил без Нижней части туловища Это жесть какая-то Его там дерево питает Что ли Я понять не могу Толбаные Эти литунчики Бесят И самое главное Не видно Когда они появляются Я обнаруживаю Эти литунчиков За спиной Только когда Вижу Что мне персонаж Ползти начал А не бежать А Это типа его кровь стекает Друида этого Это типа Вот эта река Это типа его кровь Этого друида Натекла вот такая вот река крови И настолько она большая Что натекла вон туда И там образовался этот монстр Из крови этого друида Нифига себе Нет Она ускользнула И боюсь забрала с собой часть тебя Зверь Из твоей крови Да Из него кровь течет Прям сейчас Ручьем он видно Стелка Слелит Чтобы Уничтожить Кающихся Рыцарей В обмен на что? Я Сказал ей Где искать Астарота Эльтхейм Что? В ее Присутствии Я был сам не свой Гнев Поглотил меня Сейчас Остается Одно Покончить С порчей Убить его надо Ну то есть когда ему половину туловича оторвали Он не умер Но когда копье воткнули Вот тут все Это уже финалочка была Вот это ты уже зря Как это работает вообще? О, и волк умер тоже Супер Так, ну Штанички явно получше что ли По всем пустотам Остальное стране какая-то А, он не умер? Живой еще что ли? Нет, он похоже не умер Хвостом только что махал Стоял вроде А, вот и данж появился Отлично Вот он этот данж Супер Да, нужно было здесь квест получается пройти И можно И данж открывается Который мне нужен Ну хорошо, будем знать Получается нужно пройти Линейку квестов Этого акта Этой локации И тут открывается данж Для разбойницы Хорошо Типа Типа ему не просто Полтулаща оторвало В каком плане Не просто А как Нет, ну его типа Заколдовали Понятно дело Там он типа висел Там кровь допускал Все такое Ясно же что С него не могло Столько крови натечь Если бы он по нормальному умер Но Все равно выглядит странно Висит мужик У него нет половины туловища Из него кровь хлещет Просто в три ведра И он такой Блин Убей меня Ты подходишь Копье втыкаешь И он такой Ладно, все, я сдох Знаешь, что Лилит зачаровал Каким-то образом Видимо там Чтобы он не умирал Висел Здоровье смотри Просто жесть Монстры Урона прям хорошо Здесь проходит Прям Нормально так насаживают Разве Но локация более Высокоуровневая Чем Первая В которой мы бегали Не высокоуровневая Даже А монстры другого Типа будет Правильно Рассказать Потому что Локация уровня Тоже самый мой Но монстры другого Типа Которые изначально Меньше 20 уровня В принципе Быть не могут У них ограничения Бьют прям боль Умирают так же быстро Но укусаются Гораздо больнее Так Сейчас входим в город А потом в данж Сразу можно будет идти Здесь Судя по локе Тот самый босс Из ролика Который голдой плюется Вполне возможно Интересно Что за босс Мне прям интересно Судя по всему Должно золото Дофига выпустить Это же наверное как Этот Алчность из этого Из Диабло 3 Там тоже же был Босс алчности такой С которого золото Насыпало столько Чтоб нам до конца жизни Хватало Так Сейчас все это Все это надо продать Продать Или разобрать Лучше разобрать Я думаю И пойдем в подземелье Баночка кончилась Оказывается Достаточно давно Я до внимания обратил Еще можно Излечь Кое что полезное О Баночку дали Смотри Качо А кто мне 15% Бонус к опыту Дождили еще А нет Сопротивление магии 15% Ладно Окей Я думал Думал Какой то более высокий Уровень этого бонуса Бывает еще Оказывается Ладно Так Ничего Полезли в подземелье Оно мне супер нужно Оно мне дает аспект Который Позволит моему билду Играть гораздо Гораздо веселее Чем сейчас Надо садить За водичкой Как раз пока Прогружается Сажу за водичкой КОНЕЦ Ежики Во второй дябле Вносили Да Они же есть Ага Только подросли немного На плойку Диаблу стоит ли покупать Пока не потянет Я не знаю Лучше спросить У владельцев плойки У нас дискордик много Может там уточнить Знаю что Есть какие-то проблемы С плойкой Которые Сейчас решаются Через гемор какой-то Плойка типа Не видит ранний доступ К игре Я так понял Все там Геморроятся По этому поводу Сложно возникают Какие-то Да емые Я не сдамся Смотрю Я так понять не могу Какая дискательница Путешествуй Это где Проблемы с плойкой Решают покупка Компа Ну Да И передом Другую страну Еще за компанию Чтобы точность Их проблем избежать Опять здесь монстры Какие-то большие Нужно больше времени То ли они всю жизнь Такие Уродились Жуть Блин Ежи здесь противные На самом деле Стоят Стреляют С этими Иголочками Издалека Так что Они перекочевали С своей противностью Из Диабло 2 Ой Смотри Какая Травка Урвается в радиусе Уникальный еж Ужасно Да Похоже на то Что мне это нужно Кодичка Неплохое Ой Ой Как больно Да Е-мое Не жив Прям ветер Лучше такие Нужно больше времени Да И прям залпом Перостреляют Все разом Получается Прям супер больно Надо их избегать Явно Смотри Волку Ловушку попал Ой Жесть В игре Поставили ловушку Чтобы я Видимо В нее попал Волк побежал И в нее Сам воткнулся Сам видимо Поставил Сам И залез В нее Деятель Я бегу Не могу понять куда бежать Убейте Сверху на скакунов Каких-то Причем Одного Сильно Бустит Супер Супер Урон Или Типа 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 Или сразу Убивает Кучу Противников Ну и Короче Что-то В этом Роде Вот Но В случае Например С разбонницей Да и В принципе У любого персонажа Ульта Находится Вот Здесь Вот Навыки Называются Мощные Умения Вот Это Ульта По логике Игры Но В моем Случае Это Будет Темное Отражение То есть Мы будем Призывать Тень Которая Будет Полностью Дублировать Мои Атаки Тем самым Увеличивая Мой урон Фактически Чуть Не в два Раза Для этого Понадобится Время Слушай А я банку Ты так и не выпил Что-ли Или выпил Да Так Прикинь Бегаю По подземелью Без банки Ё-моё Придурок Ну ладно Нормально Главное Хотя бы Сейчас вспомнил И то хорошо Есть кто-нибудь Кого можно Запихать Запихать Ту ловушку Нет Нет Никого Нет Надо же Я думаю Опять И поставили Чтобы самим Днем Лезть Гора Гора Мускулов Смотри Что бегает Написано Гора Мускулов Так Называется Гора Мускулов Чувак Видимо Видимо На боссе Как раз Испытаем А босс Сейчас не будет Да Я видимо Пропустил Поворот Где-то Хорошо Хорошо Близзы Спроектировали Локацию Молодцы Видно Что я пойду по одной только стороне этого кружочка Чтобы попасть на другую нужно возвращаться Есть возможность передавать вещи игрокам Будет ли РМТ РМТ будет в любой игре Даже если в ней нет возможности передавать вещи игрокам Но в случае с Диабло 4 Есть возможность передавать некоторые вещи Некоторые вещи Золото Этихтония Ооо Бесконечная мана Гора Вечер Ну-ка давай Бесконечная мана мне сейчас Банки можно передавать Некоторые желтые предметы Капец Тут мясо какое происходит Просто жесть И все больно бьют Надо за здоровьем сидеть Еще и монстров убить параллельно Некоторые-то какие? Это те, которые можно передать Собственно говоря Какие точные Пока тебе никто не скажет До эндгейма доберемся Там будет видно Какие конкретно точно А какие не точно То, что было в бете В бете можно было передавать Почти все желтые шмотки И некоторые легендарные Для этого понадобится время Когда кончитесь То уже Ёхарный бабай Ты посмотри Какая странь происходит Тут Нужно больше времени Что не сделаешь Ради этого Классного умения Неопадимого мне Надо тень вызывать Я заколебался уже И они не справляют Нужно больше времени Эй Все? Нет, еще не остался А вот моя тень Красавица Какая прозрачная Все? Ништяк Плюс 16 Ко всем характеристикам Мда Вообще Мне нужно что-то Что будет давать Не к характеристикам А урон По уязвимым целям А У меня сейчас такой лук Арбалеты есть Урон по уязвимым целям Прекрасно Мне как раз он был нужен Я в него воткнул аспект Который сейчас выбью Здесь в этом подземелье Супер Прям очень в тему Этот арбалет Сейчас вывалился Которые были выбиты В одной сессии с тиммейтом Как в тройке Нет Не как в тройке 100% Вообще Не влияет там Личить тиммейт Рядом с тобой На Возможность передачи шмота Привет, Виталик 5 забегов на ферму 1 жа 2 векса 300 Прекрасно Нет Диабл 4 Включать не буду Я в ней еще до конца Не разобрался Подожди И чё? А чё я пропустил То почему у меня не А, всё Можно, да Уже Уже можно А где был этот Оскорненный Скакул Или кто-то там Где-то тут как раз Вот ли Возле этого сундука Что-ли был Который я сейчас Ковырял Долго стоял Я всё хотел на них Посмотреть Так в итоге Ни одного Я не увидел Не понял Кто там из них Расскорнён Скакун Там был бык здоровый Видимо Это он и был Наверное В пылу битвы Не было возможности Читать название Монстров Громяса Громясо и был А, вон оно чё Ну я и говорю Да, это Бычки эти Похоже Я бы что-то ждал Какого-то коня Типа знаешь Огненный конь Какой-нибудь будет Или кровавый Какой-нибудь конь Так Сейчас будет Босс Судя по всему Я так понимаю Или нет ещё Нет, нет ещё Пока не босс После босс То я переключусь На аспекте Другой Силы Специально Для боссов Не уверен Что Диабло 4 Протянет столько же Сколько Диабло 2 Ну тут От поддержки Зависит От того Что они будут делать Понимаешь Если они Забьют Хер на Диабло 4 И не будут Её развивать Как Диабло 2 Произошло В своё время То Навряд ли Как Диабло 2 Она продержится Потому что Диабло 2 Была куча От того Что Людей Удерживало И без Обновлений Нужно больше Времени Люблю Это Святилище Орудийное Монстр Так весело Разваливаются С ним Джалал Оставил Эти Леса Среди Древи Размнож Среди Гриба Которого У нас Была В Ябло 2 Затяните Ремни Потуже На Нас Иду Обитатели Тьмы Кто такой Джалал Вообще Почему Кстати Даже Не раз Не задумался Кто такой Джалал Деву 2 Одна из лучших Шапок Для друида Гриба Джалала Кто такой Джалал Я даже Не думал Это Легендарный Друид Прибудь Ну Это Бог Друидов Или Типа Того Для этого Понадобится Время Не Не Данжа Кстати Да Прикол Данж Называется Подъем Джалала Ага Да Прикол Внимание Обратил Нет Я не читал Название Данжа Вообще Я На данже Смотрю Только Знаешь Что Они Дают То есть Смотришь На данж И смотришь Сразу На Награду Сразу На Награду Смотрю Потешно Квест Сним Какой Квест О Это Босс Да Е-мое Можно Мне Пожалуйста Прик Сменить Да Хорошо Спасибо Это Не Пригодится Спасибо За Убер Джалай Посмотри Все Куби 40 Торч 2019 Нужно Больше Времени Настакиваем Себе Сейчас Досконечную Эту Энергию И погнал 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 Давай 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 Не знаю Что такое Разбойница Которая Вкачана В убийство Восочки Одной Ну На самом деле Не вкачана Еще не вина Но Стремиться К этому На самом деле Аспект Который Я взял Точнее Степеризация Она как раз Для одиночных целей Суперски подходит Давай 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 Погнали Держи 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 В жопу Я еще Держи Виталик Спасибо Спасибо за поддержку Всех Убил Всех Убил В смысле Где ты Убил Бернике Всех Зачистил Полностью Уберник 40 Торч 2019 Это конечно Суперкруто Тебе прям Повезло Так Ну что Пошли в город Будем Сейчас наш Этот Босс Дерево Ежевики Прям Глядь Чувствую Как мир Становится Чище Дерево Ежевики Приколюха Да А ты что Не знал Что ежевика Это вообще Рассадник Просто Тьмы Буквально В нашем мире О Трик Скорость Атаки Это хорошо 12 к силе 14 силе Воле Супер Меняем Так Ух не нужен Кинжал Старый Синюшные Вещи Мне вообще Не нужны Так Сейчас Что делаем Сейчас получается Разбираем Весь шмот И сейчас Я ставлю Аспект Получается В арбалет И этот арбалет Теперь со мной Будет до посинения Судя по всему Бегать Пока я найду Арбалет Получше Пока я найду Арбалет Получше Где здесь Зачарователь Он что тут есть Да Вот он Оккультист Хорошо Держи Э Сюда Сюда Вот сюда И мы Вставляем Вот этот Аспект Танцующий С клинком Теперь Когда клинки Будут возвращаться Ко мне Обратно Они будут Вокруг меня Еще некоторое Время Крутиться Урон Оборотов Уличается Вплоть до 20% На обратном пути Зависит от длины Да И чем длиннее Путь Тем больше урона Будет Прекрасно Дополнительный урон Получится Хороший Такой 20 тысяч Уйдет У нас И 12 камушков Из 17 Желтеньких Так что Дело тут Такое Важное О Можем В него Кстати Камушек Еще вставить Ну-ка Пойдем Сходим К этому Собрал Джабу Интересовался Пару дней Азад Как правильно Зайти в уберник Зашел Как царь Туда Да Я помню Я помню Хорошо подготовился К нему Поэтому Конечно Хорошо Зашел Так Нам нужны Кажется Изумруды Нет Нихрена Не изумруды А Да Изумруды Урон По уязвимым Противникам Критический урон По уязвимым Противникам Да Старая гид банда Боссов Из Диабла 2 Смеется до слез Так это Не актовый босс Это босс Этого Моего Важного Для меня данжа Это Промежуточный босс Так что Дерево и ежевики Это не Не босс Который Это Который мир захватил По боссам Которые захватили мир Мы сейчас дальше пойдем Мне просто важно было Выполнить Конкретно это Подземелье Потому что без него Дальше Туковато дела идут Так Да Делаем Вставляем Так И По остальному Пока мне ничего не надо На мой взгляд Резисты в этой игре Так же важны Как в Диабло 2 Или тут они Меньше решают Резисты в любой Акшен РПГ решают Поэтому конечно же Они важны Но они работают Здесь не так Как в Диабло 2 Если вопрос в этом Вот даже Тут можно почитать Когда заходишь В характеристики Здесь у каждого резиста Есть описание И вот теперь посмотрим Урон от молнии Видишь А не то Подожди Куда я полистаю Вот Резисты от молнии И у меня процентов Сейчас резистов 20 Но при этом Урон уменьшается На 10% всего Какая-то формула есть Вот 50% Составляет Вашего изначального Показания Уменьшения урона От молнии Оставшаяся часть Зависит от брони Ну вот Да Соответственно Чем Больше Резисты Тем конечно лучше Но они не так Эффективно работают Как в Диабло 2 В Диабло 2 Можно было урон Просто в ноль Вести своими резистами И даже лечиться От урона противников Здесь так нельзя А почему они А все Так прекрасно Так А теперь пойдем Дальше по квесту Вот он Погребальные тайны Теперь идем дальше По второму По квестам второго акта В принципе все У меня из важных задач Скажем так Которые были побочные Больше никаких пока нет Остальное я уже не знаю Что делать То есть по идее Нужно просто теперь уже дальше Проходить по сюжетной линии И Специализация у меня Уже взята Аспект который мне нужен Был уже взят Все получается Теперь иди Иди уже По сюжетной линии Отвлекаться уже На всякие данжи Не должны по идее Я уж не знаю Что там должно случиться Чтобы я на данж отвлекся Теперь чисто сюжет Дальше А блин Я забыл специализацию Сменить На серии приемов Что за фигня появилась На экране Преступление против знаний Опа А что случилось С Гордом Подожди Они опять напали что ли Пока я уходил Для этого понадобится время Вышел из-за хлеба в город захватили Ну тип того ага На самом деле Долго не было Я считаю Там пока С этой друидшей дрался Потом с этим Из которого Кровь лилась Реками Потом пока данж Зачистил Времени прошло много Тормально Тормально тут время У них было Город захватить Надо пробраться Внутрь по другому Как по другому Подожди Тут единственный вход У него в дом был Спасибо Это мне пригодится У меня есть нож Есть арбалет А деблы 4 Все еще нет У меня есть пид Это мой дом Все выходные Обитаю я в нем Когда стример фармит А ты без пивка Куколт игровой ты Наверняка Спасибо за поддержку Дэрон Игровой куколт Звучит прямо очень жестко Как призвание в жизни Какое-то Большое спасибо тебе Из-за твоей Прекрасной стихи Я аж Водушевился прям На новые свершения Блин Как все Зайти Подожди Но Вот учится в теории Может быть проход в углу Либо снизу Вот здесь может быть Какая-нибудь фигня Горшок Задатил Почему горшок Здесь подъема тоже нет Никакого Что за головоломки Блин Я в дебл 4 играю А не в Resident Evil Что за хрень Ладно пойдем Вниз Сходим Возможно До дома Не надо залезать Пойдем Просто по отметке Которая квест указывает Может они скажут Как в дом залезть Или не знаю Вообще туда лезть не надо Среди Желтый круг Проходите Я вижу Что тут Среди Желтый круг Там сказали Найди другой путь Он туда В дом В этот Сраный Я в него Пытался залезть Рогатая женщина Зверь Их ничто не могло Сдержать Ни сталь Ни молитвы Ааа Тогда зверь Которую я нашел Тут растягачил Где он Где-то Где-то Внутри Мертв Как и другие Сдается мне Свет Оставил Это место Ищет Ищет Нерево Ижевики Или старую бабку Павел Да-да-да Это прям смешно Смешно Заценил Фит Ооо, плюс один к уровню умения шаг сквозь тень Ну, ё-моё. Я бы с радостью взял, но здесь нет плюса к максимуму заряда ускользания, поэтому... Такое. Не пойдёт. Плюс один к вонзающимся клинкам. Ну, я даже не знаю, не знаю, как урон изменится. Ну-ка, сейчас 370... 196-240. Ну... При этом я теряю скорость атаки и плюсы к силе. И силе воли. А что-то на чём и сила даёт? Скажу, что пополнение ресурсов, а сила воли получаемое исцеление. Да, наверное, я откажусь от этого. Откажусь от этого. В пользу. В пользу плюсов к скиллам, так и быть. Нет, нет, нет! Э. Людей у меня убиваешь на глазах. Нужно больше времени. Для этого понадобится время. Нужно больше времени. Найти дорогу в главный зал. Куда я зашёл, вообще непонятно. Почему эта штука находится сверху над всем? Где я вообще нахожусь? Я выше той локации, которая сейчас только что была, или ниже? По идее, судя по всему, что бегаем по верху. Это, наверное, стены какие-то, типа, городские. Так, и чё? Тупик? Неводно. Тупик? Тут так тупик. Может, здесь чё есть? Нужно больше времени. Так, и мы сейчас можем таким образом в дом, типа, зайти к этому. В гидруиду только с другой стороны. Что-то я не помню, чтобы я дом был связан с этой крепостью. А, вон он чё, Михалыч. Да, тут вход, оказывается, крепость был. Я даже не в курсе был. Я фуршастный с балкончик выходил, не видел никаких входов здесь крепость. Свет Да, чистит от греха своих верных слуг. Да, претут они покоев по смерти. Почему ульту это кратко юзаю? Да, чёрт, кто знает. Я привык ульты хранить, типа, знаешь, на какие-то особые случаи, когда какой-нибудь босс, там, или мини-босс хотя бы, какой-нибудь важный. А старых так запинываю. Кстати, ульту надо подкачать немножко. Так же надо, да, почаще юзать. Просто чудо, что тебя не прикончили по дороге. Лилиц тем зверем разорвали нас в клочья. Я жив только потому, что она решила меня не трогать. Играет со мной. Да, дурит как дурит, смотри, какой большой. Я видел, как она всё разрушает. Проклятие. Тебе, Йорин, не встречался? Нет. Она пока не победила. Её ещё можно остановить. Но один я не справлюсь. Я с тобой. Где она сейчас? В старых залах. Под крепостью. Там, где... Астарод. Я не уничтожил его. Я заточил его в камне души. Другого выхода не было. Я построил над камнем Альтхейм, чтобы сдерживать его зло. Я посвятил этому всю свою жизнь. Хранил его в тайне, чтобы Астарод больше никому не причинил зла. Не сказал даже сыну. Прости, что держал это в тайне. Я не мог рисковать, доверяясь незнакомцу. Нам пора. Иди за мной. Просто я не видела Йорина снаружи. Поищем его по пути. Короче, судя по всему, делают к актовому боссу второго акта, так понимаю. Когда ты видел Йорина в последний раз? Мы разговаривали про Ирида. А потом Лилит напала на крепость. Он был с Йорином. Не надо было оставлять его. Что, где кто-нибудь-то? Я все жду, когда кто-нибудь появится. Что за пустые коридоры вообще? Он защищал его. Последний из охранников моего сына. Идем. Скорее. Тут булава Йорина. Но я же велел им уходить. Может, он с рыцарями пытался остановить Лилит? Вдруг она куда-то его забрала. Зачем он мог ей понадобиться? Он для нее ничего не значит. Надо идти. Отсюда мы попадем к Астароту. Пройду ли за стрим сюжет? Нет. Я думаю, что мы не успеем сегодня пройти весь сюжет. Хотя я на это рассчитываю. То есть я планирую пройти сегодня весь сюжет. Но я просто вижу, что стрим идет уже сколько? Шесть часов мы только-только заканчиваем второй акт. Актов пять. Да? И... Ну, как бы, маловероятно, что мы сегодня успеем пройти весь сюжет. Скорее всего, сегодня пройдем в лучшем случае три или четыре акта, возможно. Я не знаю, какие-то подвитие. Подвитие настики такие же, как вот эти акты. То есть мы сейчас идем на Астарота, который является стражем Мефисто. Это что, нахрен, за страж такой? И зачем Мефисто нужен страж вообще? И почему мы не видели два стража в Диабло 2? Кофе, пара родбулов, гриты вперед. Да, ну нет, я планирую сидеть до посинения, как бы, сегодня до Талова прям. Но я не знаю, сколько просто времени это уйдет. Я бы с радостью прошел сегодня весь сюжет. Потому что мне хочется сюжетом уже завершить, как бы, и дальше уже спокойно заниматься изучением мира, там, фармом и всеми остальными активностями, которые здесь есть. Конечно, хотелось бы сегодня уже точку эту поставить. Но стрим, в любом случае, нужно будет перезапустить это в полночь, потому что он не сохранится просто иначе на Ютюбе. Вот оно, хранилище Камня Души. Это хранилище Камня Души? Лилип завладела тем, что ей было нужно. А, ясно. Лид разобрал его. Я уверен, нигде не видно. Надо его найти. Хорошо. Тут какое-то хранилище Камня Души. То ли у Баала было хранилище, да, то ли вот здесь. Это что-то. Видимо, вот здесь я сижу камушек, в этой штучке. Закопанный. Могучий астароад. Сам обожженный герцог посажен в клетку. Вот жалость. Дочь ненависти. Предлагаю сделку. Ты поможешь мне попасть туда, куда мне теперь путь заказан. Ну а я дам тебе свободу. А еще дитя Донена зеницу его ока твое возместие в обмен на мою просьбу. Считай, она выполнена. Понятно, это точно. Баскут нет, да? Как в случае с Диабло. Да, пацаны, это показались в начале было понятно, что судьба у него будет печальная. Еще видение. Только познакомились в втором акте. Йорин был там? Да. Он Лилит пронзила его камнем души. Мой сын. Прости, Дон. Мы мы не закончили. Я знаю, что я нет. Время еще есть. Ты должна мне верить. Встретимся в главном зале. Сейчас он будет намешать убивать этого астрота, что ли? Я понять не могу. Сумасшедшая папашка. Сынка, привет. Как осушение? Какие осушения? Что там переделать? Мы должны найти Йорина как можно быстрее. Знаю, кажется, что надежды нет, но я полжизни изучал камень души и знаю его истинную природу. Астарод не сразу захватит моего сына. Я хорошо обучил мальчика. Он ему сопротивляется. Даже сейчас. Они будут рядом. Возможно, в Киригаре. Там столько невинных. Астарод отвлечется. А значит, ему будет труднее взять верх. Лилит получила от Астарода, что хотела. Зачем ей оставаться здесь? Я... Я не знаю. Ясно, ясно. Как впечатление от сюжета? Ну, пока интересно. Пока интересно. Все, мы смотрим, что будет дальше. Мне сюжет, в принципе, неплохой. Дика, сцены хорошие. Как бы все приятненько в этом плане. Нижний Киригар. Ты что еще такое? Подземелье этого есть что-то? У этого Киригара. И пора уже переключиться на другой аспект. Это что это? Это босс? Ярин? Ярин! Он ждет тебя. Ярин! 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 Сынок. Хм... Иди сюда. Мой мальчик. А, она его еще сверху подходила на эту собаку. Рыдал, пока слезы не выжгли ему щеки. Он твой, Астарод. Я получила свое. Это штука выглядит как мировой босс, а не как... А, нет, не такой большой. Выглядел побольше, когда тебя первый раз увидел. Нужно больше времени. ой падла куда попер и я только пришел всем привет как с производительностью в целом играть все рвать очередь в двух словах скажи пофиксили проблем полегче в этот раз играется спасибо за поддержку сейчас подожди я отвечу на вопрос сразу после того как боссом закончу потому что бог потный немножко у него супер много атак и они очень больно бьют супер много врача приходится у него есть не как варшавы но ни хера не приятный папа глушил лучшего а попался гадил нужно больше время лично мой Мешки всплотели, блин. Вадим, большое спасибо за поддержку. Как с производительностью в целом? Как игра, серваки, очереди? Нет, никаких серваков, очередей нет. Производительность нормальная. Я поставил настройки на средний. У меня ни разу не вылетало за время стрима. Хотя мы идем уже... Сколько стрим идет? 6 часов. Нет, не 6, 5,5. Вот, и... У меня ничего не вылетало. Но проблемы остались те же самые, что и были. Ничего, они их не пофиксили. Игра по-прежнему будет улетать в тех же самых местах, где она вылетала в прошлые разы. Так что если у тебя в прошлый раз были вылеты, то будет улетать точно так же, как в прошлые разы. Фух, господи. У меня сердце немножко побыстрее стало биться, пока с ним дрались. Пришлось сконцентрироваться прям. Игра по-прежнему будет улетать. Игра по-прежнему будет улетать. Что-то так можно было? Вырвать камень души из башки. Прости, сынок. Прости меня. Не, мое дыхание ты слышать не будешь. Это шумодав будет давить. Опа, легендарочка вывалилась. Дам тебе побыть одному. Ну-ка, и что, стоило убить пацана, интересно? Ради такой легендарочки. Что там выпало-то? Опа. Когда вы делаете противника уязвимым, вероятность критического удара с вероятностью 42% повышается на 3% на 3 секунды. Бог там, и как сложно случиться все это. Так, подожди. Когда вы делаете противника уязвимым... Ну, это при лаки-страйке, подожди. Лаки-хит, в смысле. А как мне его набрать-то? Лаки-хит, у меня нет ничего на него. Ну, ладно, пока возьмем, в любом случае, хорошо. Очень рад слышать, чтоб Лизы хоть какую-то работу проделали. Адреналинчик с босса, это хорошо. Значит, игроделы не зря старались. Вадим, спасибо за поддержку. Да, ну, это... Видишь, я этого босса в первый раз в жизни вижу, поэтому, возможно, потом мы будем его пробегать быстро, как и в Диабло 2. Но пока что, да, пока что он такой... Из-за того, что я не знал, что от него ожидать, конечно, немного напрягал. Он, плюс он, тем более, больно кусался так. Так. Эффект контроля, подожди. 38 запасов здоровья. Крит урон. Темная магия. Здесь у нас противники вблизи. Лаки страйк, как раз таки, здесь есть. Туда мы... Бля, здесь урон темной магии. Здесь еще и гнездо есть. Что вообще менять не хочется кольцо, если честно? Но надо. Надо. Ладно, давай поменяем. Вот на это так. Здесь что? Смотрели уже. Лук мне не нужен. Да, все окей. Все рассмотрели вроде. Все хорошо. Дек в Диабло 2 именно из башки камень вырвали в конце. Кстати, да, 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 точно. Диабло 2 же этим... Диабло 1 этим заканчиваешь. Диабло 1, да. А почему в Диабло 2 мы камень из башки не выдрали, например? У Диабло? Или там тоже выдрали просто в кат-сцене? Я кат-сцену в Диабло 2 ни разу в жизни не смотрел. Сколько уже порвался, думаю, надо посмотреть кат-сцену в Диабло 2. И ни разу так не смотрел. Я кроме первой кат-сцены, которую с самого начала игры, ни одной больше не видел вообще. Жаль Юрина. Он был одним из нас. Мы позаботимся о нем. И его отца. Лилит и Астарот заключили договор, но платить по счету придется нам. Наше присутствие не было случайностью. Все произошло именно так, как хотела Лилит. Мы исполнили ее замысел, как по нотам. Донан был убит горем. Ему стало не до нее. Поиск ответов потерял для него смысл. Никто точно не знал, какие цели преследует Лилит и что ей обещал Астарот. Нам нужно было как можно скорее восстановить силы и перестать гоняться за призраками. Ну вот, второй акт закончен. Маскред, привет. Все работает в итоге, но... Да? Все работает в итоге. Какие-то перчатки мне дали. Или они у меня были. Ладно, фиг с ним. В Д1 не было ежей, да. Этим самым Д1, конечно, была... Немножко ущербная. Как же без ежей-то, правильно? Так, ну что, туда идем в третий акт, правильно? Это же третий акт. Как посмотреть, там даже где? Вот. Да, это третий акт уже. Здесь. Ух, бежать-то надо, ё-моё. Откуда бежать-то лучше? От входа во второй акт получается. Да, видимо отсюда. Место под клан, говорит, не забудь оставить. Маскред, у нас набор в клан идет через Дискорд. Так что... Ты в Дискорде бы заявку подавал, нет? Если не подавал, то самое время ее подать, потому что в клане уже там человек на 80-90 набрано. Только по заявкам и прочитай правила приема в клан, если тебя не устроят, то все хорошо будет. Так, говорит, хочется смотреть и нет одновременно. Да. Так-то работает. Есть ли рейтинг как в Диабло 2? Нет, рейтинговый режим здесь вроде как планируется, но он планируется только аж там к третьему и четвертому сезону. То есть, ну типа, там год минимум ждать его не стоит, наверное. А, так, подожди, надо перезагрузить мой этот навык. Специализацию. Серию приемов обратно. Дыхание ангела выпало какое-то. Ооо. Кажется, это редкая трава какая-то. Пора продавать места в клане. Ну да. Побежали в третий акт. Бежим, бежим, бежим. Как куда попасть, только непонятно. Давай поставим точку, может пока подскажет мне, куда бежать. Да, сюда. Знад отключили, да. Магазин есть. Магазин есть. Баттлпасса нет еще, но магазин уже есть. Опа. Мини-босс надо убить. Мини-боссов я люблю. Ну не мини-босс, а... Сутипачка, просто уникальный монстр. Таких надо убивать, за них опыт дают. Блин, надеюсь, здесь не будет этого. Гриндвола, когда придется опыт качать. Мне показалось, что там Гриндвол был, но по факту потом оказалось, что можно просто пойти в другую сторону, выполнить другую часть квеста и нормальный уровень набирает. То есть пока что я вообще нигде не втыкался в то, что мне нужно где-то качаться для того, чтобы пройти дальше. То есть я просто бегу по сюжетке, не выполняя вообще ничего, кроме сюжета. И мне всегда хватает уровня, чтобы двигаться дальше. Пока что. Мы прошли пока только два акта, конечно, но... Меня это уже радует в целом. Ситуация хорошая. Косметика только, надеюсь. Да, и косметика только. Донаток только косметика. Итак, что здесь началось? Ивент какой-то начался случайно. Ладно. Раз активировал, теперь надо доделать, значит, опять как обычно. Берегусь! Берегусь! Умоляю! Кому помощь надо, что надо сделать? Выдержите внезапное нападение. Нападение, так нападение прям. По три коллеги вылезает за... Сколько времени? О, некромант пришел. Кстати, я впервые хоть кого-то встретил на дороге вообще. Вот мы сколько бегаем, ни разу ни одного игрока вообще рядом не было даже. То есть, играть настолько прям и все оптимизировали, или люди настолько разбрелись по всем локациям, что вообще никто не встречается по дороге. Вот только-только сейчас только некромант пришел. Мне пару раз люди попадались, но мы с ними ничего не делали вместе. Впервые мы какую-то активность вместе производим. Для этого понадобится время. Не, игроки-то были, да, игроки были, но мы с ними ни разу вместе не бегали вместе вместе вместе. Вот видишь, первый раз мы что-то вместе делаем. Какой-то сюжет уполняем. Тут не сюжет, а... Тут игре будет активность. Для этого они просто попадались. Там в лучшем случае, когда я заканчивал ивент уже, или наоборот. Я вот прошлый раз пришел, чувак добивал мини-босса, я забрал с него меч просто и пошел дальше. Поговорят, что тут можно надеть персов топ-шмот за три дня. Ну, поговорить-то могут все, что угодно. По факту, играть только сейчас начали, поэтому... Тех, кто поговаривает, ты лучше больше не слушай просто никогда в жизни, потому что они херню не сут. Никто сейчас знать не может, как долго перс одевать. Никто ни разу в игру не играл от нуля и до итога прохождения. Нужно больше времени. Мечик как достался? Один я сам выбил, а второй я подбежал, когда чувак заканчивал убивать босса, я просто забрал его. Трупа уже и все. Ну, заканчивал, он просто его добил уже. Последний удар как раз внес. В итоге я просто забрал всего трупа. Э, что за фигня? Нужно больше времени. Капец, сколько еще бежать? О, ё-моё. Шточечку они прям поставили прям далеко-далеко. Кстати, у друида, по-моему, там где-то находится его специализация. Вот куда мы сейчас бежим. Какими-то просто друида начать играть и бежать через полкарты, чтобы просто специализацию взять. Жесть какая-то. Новая локация, правильно, уже считается? Нет? Скос Гленн еще считается все еще. Это мы еще и Скос Гленн не вышли? Очень интересно. Ну ладно, идем пока. Друглю полезно пробежаться, да, точно, для его здоровья. Лишь им не будет. Прицарки почему-то не умирают. У них такое ощущение, то ли иммунитет, резисты какие-то высокие к физе, то ли что. Их каждый раз прям долго приходится искалпать, стоять. Значков вроде никаких не горит у них, но видимо они какие-то стандартные резисты могут быть высокие. Для этого понадобится время. Для этого понадобится время. Ну, в целом, как бы, да, я бы тоже, наверное, сказал, что их, наверное, можно было поинтереснее рисовать. Они так-то так... Как привет из двухтысячных выглядят, если честно, в духе по графике. Но с другой стороны... Не сказать, что это сильно важно было. Здесь есть где-нибудь вейпоинты? Я, может быть, мимо вейпоинтов сейчас бегу просто. В принципе, возвращаться еще. Так, вейпоинты. Это мы сейчас где находимся-то вообще, что-то локация. Сквоз Гленн, Дип Форест, да, это? Глубокая чаща, да, это глубокая чаща. В ней вейпоинт есть, но далековато, прям совсем далеко. А, вот и переход, кстати, я вижу, снизу там есть переход, там сразу будет вейпоинт снизу. Что-то как раз прям неподалеку. Это призрак, как его мечом убить? Ну, это логично, да. Не, остальные призраки просто убиваются. Там есть одни, которые летают, вот такие вот какие-то, как маги, типа призраки. Вот их, у них какие-то резисты есть. А всякие призраки-лучники, призраки-бойцы, они нормально убиваются мечами, как бы все хорошо. Вот с магами какая-то проблема, они прям, прям туго идет у них. Урон по ним. Да, и вот он город. Первый. Это не город, это скорее аванпост, наверное, да? Форобу. Сухие степи локация называется. Да, уступился третий регион. Сухие степи. Почему-то, правда, он стоит вторым, а не третьим. В очереди здесь. Это у нас мини-город какой-то с кузнецом. Саран. А, это торговец оружием. Да, все здесь есть. Прекрасно. Мини-городок. Ну, бежать нам надо дальше. Большой город как раз-таки где-то там дальше будет. Кет-борду, кажется, вот здесь как называется город. Здесь делать нечего, идем дальше. Этот кет-борду. Раз уж у нас сюжет туда ведет. О, навык появился новый. Так, конечно же, прокачиваем нахуй тень. Чтобы она носила 80% урона, а не 60. Какая-то музычка такая восточная. Мужики с мечами, смотри. Мародеры. Согненными мечами такими. Не с обычными мечами, а с огненными. Или это не мужики? Что это вообще? Как они себя идентифицируют? Ой, я коров перебил случайно. Сорян, братва. Я пришел на ваше праздбище и убил ваших коров. Ну, ладно. Там еще один остался. Я думаю, вам его хватит. Коровы под руку попались. Некоторые вредители вообразили, будто могут забрать у нас землю. Приходится возвращать их с небес на землю. Посмотрим, как ты с этим справишься. Это кто говорит? Кто это говорит? Это голос в моей голове, что ли? Что это катра? Что это катра? Ничего не понял. Какой-то голос неудобно поговорил со мной. Потому что я ни с кем не разговаривал, сейчас шел. Странная тема. Ну, ладно. Равнины блужданий. Практически блудные уравнины. Сюда трава горит в степени. А, ну да, конечно, да. Яхтарова разговаривает точно. Кстати, локация, обратите внимание, относительно первого акта просторная. Просторная локация. Мы можем идти куда хотим. Вверх, низ, слева, право. То есть тут нет, не коридорная генерация, как в первом акте. Локация такая, типа, беги куда хочу. О, смотри. Потому что дороги есть, но, типа, формально место огромное. Не как сосиски утревода, которым мы до этого ходили. В первом и втором акте. Во втором принципе тоже были расширения, но не такие большие. Славное убийство. Главный кузнец не зря послала тебя ко мне. Скорее всего ты выживешь. Да кто это говорит-то? Я живу. А это кто? Харшалар какой-то. Какая-то катра и Харшалар разговаривает у меня в голове почему-то. Интересно. Максимально мерзкие мухи из Диабла-3. Да-да-да, меня эти мухи тоже раздражали в Диабла-3. Не в городе. А вот и большой город. Прекрасно. Чуть никакой охраны на входе не стоит даже. Голоса размножаются, да. Да когда ж наступит тишина. Всю ночь орут, ругаются. Выгнать его из города и всё. Кого? Катру этого, видимо. То у меня тоже он в голове орёт, ругается. Без конца и края. Бог там. Что ж, он ещё дышит. Он этому рад. Это кто? Это Ларат, что ли? На полу валяется. Вот и ведра с водой. Прикинь, Кайна так увидит во второй Диабле. Этот старик утверждает, что он из Харадрибов. Но при этом пьёт, как лошадь. Он прибыл в город несколько дней назад. Искал слугу демона Лилит. Бледноликого. Похоже, он не обрадовался тому, что нашёл. Ясно. Я займусь. Кирейль, это было бы ещё более эпично. Мы встретились на расколотых вершинах. Понимаешь? Бледноликый явился мне в видении. Довольно. Он твой. Только держитесь подальше от выпивки, оба. Тоже постараемся. Ему, судя по всему, уже хватит. Выпивки. Прикликивайте. Что тебе нужно? Ты велел найти тебя здесь, Ларат. Помнишь? Конечно, помню. Просто удивлён, что ты жива. Пет, прикинь. Отправил меня на смерти. Сам пошёл в город, набухался. Дай мне бутылку. Что с тобой случилось? Видно, на меня напал враг. Выпивка в моей предательской руке. Много выпивки. Может, я ещё и подрался с козой за это грязное место. Думаю, я победил. Ларат, кто такой бледноликий? Ах, бледноликий. Вернулся, ушёл в город, напился, подрался с козой. Харадрим? Ох, мудрец. Когда ты должен его знать? Мне точно нужно его слушать. Я думал, что знал. Его зовут Элиас. Он был моим учеником. Это он привёл Лилит в санктуарий. Возможно, мне не понравилась эта весть. Что же нам делать? Найти его. Понять, что он сделал. А потом убить. Слушай, есть одна женщина. Где-то здесь. У неё нужны нам сведения. А от меня сейчас толку нет. Разыщешь её, довольно терять время. Ну, гаража, я разыщу. Ищи рядом с таверной. Ага, ты иди побухай, даже с тобой поделись с новой новости из Арбейского монастыря. Привет, Максим. Будет ли гайды после прохождения игры? До гайды, возможно, будут и до прохождения игры, чёрт его знает. Сейчас я активно в Diablo 4 включаюсь, поэтому будем сейчас игру изучать и постепенно делать гайды уже практически, скажем так, не теоретически, а. Исходя из практики. Гайды будут выходить, да. Привет, Виз. С Руссквак играешь? Да. С РФ-аккаунта, всё верно. Привет, я, говорит, был принят в клан и отправил запрос. Прими, пожалуйста. Алексей, принятие в клан будет встречаться скоро. Либо в конце стрима, либо товарищ Сафон скоро появится в сети и примет всех по списку. Привет. Предлагаю спасить козу. Да-да-да. Я бы не удивился, если он это предложил. У тебя планшета нет сегодня в Кополис. Там что-то. Дерьми, закрой. Десятый час офигел мальца, где надо передохнуть. Ничего удивительного, понимаю. Чё это такое? А, это вейпоинт такой выглядит. Окей. На карте смотрю, какая-то здание нарисовано, это вейпоинт, оказывается. Так, вейпоинт есть. Окей. Чё надо сделать? Поговорите с текрин. Вот такая текрин. Пойдём поговорим. Я от Лората. Есть ли гнить вести из Арбейского монастыря? Нет. Из монастыря никаких вестей. И вчера не было, и позавчера. Но ходят другие слухи. Говорят, кто-то недавно прошёл через каньоны Абахру. Страшный такой, бледный. Весь в чёрном. Это Лорат был. После того, что Лорат устроил вчера, бьюсь об заклад, он захочет узнать. Сегодня до сотого левела. До сотого левела нужно играть где-то 100-150 часов. Поэтому думаю, что сегодня в сутках у меня нет столько времени. Не берёшь сайт-квесты? Нет. У нас только сюжетное прохождение сегодня. Сначала полностью проходим сюжет, а потом уже всякая прокачка и прочие всякие истории. Сначала надо разобраться сюжетом, чтобы открылась карта мира, а потом уже думать, что делать дальше. Но и монастырь проверить нужно. Да. Особенно вины и пугове в монастыре. Ты здесь всё в пекло. Я в каньоны. Либо ищи меня там, либо ступай в монастырь. Пока что ты меня не подводила. Пусть так и дальше будет. Ошибка выдает 31.15 Xbox. Я не знаю, что на Xbox я не играл никогда с Xbox. Вообще я ничего не знаю про Xbox. Но вот ребята в Дискорде у нас вполне себе могут тебе, возможно, что-нибудь подсказать. Поэтому обратись туда. Там наверняка есть игроки с Xbox. Так, что тут есть? Встретитесь с Лоратом в каньоне Абахру и отправляйтесь в Арбейский монастырь и поговорите с настоятелем. Ну, давайте куда ближе. Куда ближе. В каньон этот, видимо. Пойдём в него. Ты Лорат козу водил? Да-да-да, я тоже так подумал сразу, когда сказали. Про какое-то чудовище, которое ходило бледное всё в чёрном балахоне. Сейчас шмотки выкинем, а то у меня полный инвентарь набился опять. Так, наверное, неплохо будет. Сопротивление. Так, 4 ко всем характеристикам. Резисты к тёмной магии. 38 к максимальному запасу здоровья. Жалко нельзя здесь делать цифры, как в Диабло 2, чтобы здоровье сверху висело, потому что прям не хватает этой штуки, я уже всё перерыл. Найти не могу. Наверное, такой настройки здесь нет. Да, всё остальное можно продать, судя по всему, да. Когда мы разберём на торговце, всё это. Кузнеца, точнее. Прекрасно. Скинчики, проверь, может, что интересное появилось. Скинчики? Какие скинчики? А, на моего персонажа-то? Ну, да, кстати, я дофига уже чё разобрал. Пойдём сходим в гардероб посмотрим. Возможно, что-то и есть. Одно сундук выложу, камушки. Место занимает. А то я всё хожу в этой. Шмотки с первого акта. Шмотки, точнее. Ну-ка, шапочки какие? Бог ты мой. Это кто? Будиский монах? Так он будет носить. Ладно. Ну, пока только всякие обмотки бомжа, если честно. Тут вроде не так холодно, можно и так ходить, наверное, да? Допустим, вот так. Я смогу сделать полностью жёлтое её? Что если просто кликнуть на шар здоровья? Я пробовал уже, не получается. Я всяко-разно кликал. А жёлтые штанцы у меня есть? Тут не подходят жёлтые штанцы. Наверное, серые подойдут, да? Или вот такие кинь-нибудь. Болотные. И жёлтые тапочки кинь-нибудь. Меховушки явно не подойдут. Ну, не скажешь, чтобы скинчики какие-то прям особенные появились. Но, по сути, мы, видишь, просто легендарки ещё всякие не разбирали. Да уникальные предметы. Там, наверное, будет самая основная такая тема с этими. Это носки, что ли? Или ещё я понять не могу? Смотри, у неё пальцы выделяются. Это вообще ботинки или что это такое? В этом вообще можно ходить? Что это такое за история такая? Что-то не знаю даже. Ладно, пусть так пока будет. Все стримеры играют рогами. Да нет, вроде не все. Цвет менять можно. Да, это я знаю. Но я смотрю по внешнему виду уже ещё. Сейчас локация вроде у нас тёплая. Так что можно и в чём-нибудь более лёгком побегать. Правильно? Визуально. А то чего бегать в меховушках этих докожанных. Мы уже не в снегах этих Киева Вашада. Можно и посимпатичнее разодеться. Начальная снаряга и должна выглядеть чуть лучше мешка. Да, это правильно, да. Вадим, сто пудов. Тут есть вообще снаряга покупная. Но на мой взгляд, вот я смотрел на её. Какая-то срань. Где вот, наверное, на... На разбойницу я смотрел. Тут, типа, универсальные снаряги. Смелый выбор. Ну, это на сорку, наверное, да? Но мне тоже не особо нравится, на самом деле. Вот, типа, якобы на разбойницу, но, блин. Какая-то уже... Зацепила, правда? Нет, вообще не зацепила. Хрень какая-то собачья. Я бы такую даже покупать не стал. Она стоит ещё 2,5 тысячи платиной. Просто жесть. А если вот смотреть чисто на разбойницу, где тут есть наряды. Ну, тут тоже какая-то такая вот чумной страж. Не знаю. Они тоже, на мой взгляд, если так смотреть, они тоже выглядят, на самом деле, чуть лучше мешка. То есть, ну, не сказать, что прям какая-то кайфовая броня. Ясно. Ой. Что это, подожди? Орудие охотника. А почему эта штука продаётся за тысячу? Типа, маленький белый волчок отдельно продаётся за штукарей. А, здесь ещё песня есть. О-о-о, добрый вечер. Приехали. И надгробный камень новенький. Да, ну нет, это прям беда. Говорят, барпы друли в лейте тач, а сорка и врага в начале. Ну, говорят, там много чего. По факту, сейчас посмотрим. Мне вообще не понравилось. Я посмотрел, я люблю всякие, знаешь, типа, донатные магазины косметики, когда, типа, можно выбрать и стуль не попускать на что-нибудь. Такой, типа, о, прикольный наряд, или вот такой. Тут что-то я посмотрел, эти наряды ещё перед стримом посидел. Думаю, блин, странь какая-то вообще. Я бы даже вот, у меня были бы, была бы платина, я бы на такое говно тратить бы не стал. Прям хрень какая-то вообще. Я надеялся, что мы найдём кого-то, кто видел Элиас, а не перебитый лагерь торговцев. Их перебили демоны, это ясно. Но здесь твари не призывали. Нужно осмотреть каньоны. Что если демонов призвал Элиас? Запросто. Если так, то он может быть поблизости. Держись рядом. Держусь. С которой драться будем сегодня? Или нет уже? Я ещё не готов. Куда мы идём вообще? А, о, понял. Я не в ту сторону вообще еду, получается. Ну, опять же, это, видишь, только стартовый магазин. Может, потом что-нибудь появится получше, я не знаю. Но пока прям вот срань-срань. Просто дичь какая-то. Опять-таки, конечно, правда, пока думать рановато ещё. Мне бы грустно пройти. Там уникальный шмоток есть хорошие внешние виды. Я смотрел, разные шмотки есть на разбойницу. Она прям 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 хорошо в них выглядит. Говорят, что в доме живёт камнетёс. Его зовут Генбаром. Место хорошо спрятано. То, что нужно, чтобы работать выединили. Ты будто свой дом описал. Ага. Я ещё не готов. Тут у нас коня же ещё нет. Может, такие шмотки на коня сейчас как увижу. Думаю, блин, хочу своего коня в это разодеть. Будет у меня всем коням конь. Сорка прикольно, но без шапки. Шапка мрак. Да-да-да. Если, кстати, из-за того комплекта сорки снять шапку, туда неплохая получается. Я закрою его, а ты убей их. Нужно больше времени. Это кто-то уже, блин. Ой. Я случайно убил, кажется, местного мини-босса. Не заметил, что произошло. Слишком просто. Эти демоны лишь мелкие паразиты. От мага вроде Элиеса я бы ждал большего. Коня почти не видно. Не понятно. Так, да и хрен на него, да? У меня для коня уже есть этот подарок. У меня же есть этот... Рок Ашавы для него. Потом про трупы говорил, что их фармить надо. Про трупы не факт, что все еще можно фармить. Возможно, починили уже. Пока хрен знает. Вроде баг был. Ну, или, по крайней мере, если не баг, то у Абуз хотя бы. Точно. Игровые механики. Возможно, его починили. Путь настороже, Элиес. И так, призывы мелких демонов. Нет, на какие-то фигня всякая непонятная. Как протидать что-то? Че? Че происходит? А, окей. За пуша пчелки и полку. Плетку. Пуша пчелки. Пуша вроде лифчики бывает обычно. Че надо сделать? Помоги Ларасу найти зацепки в доме рыщика. А, все, я понял. Свит и заклинание для призыва мелких демонов. Покрыт рисунками, напоминающими четырехногих демонов из каньонов. Кувшины. Разбил нахер. Страница из дневника Генбара. Сегодня ко мне приходил мастер Элиес. Я не нашел, что ему сказать. И просто показал свои работы. Он сказал, что они выражают мою боль. Боль одинокого человека, привыкшего ненавидеть весь мир. И все же, Лилит, наша мать, увидела во мне красоту. Он сказал, что есть и другие, такие же, как я. И вместе мы построим новый мир. Эту сотую Лилит вырезал талантливый мастер. Она покрыта кровью и отметками плоти. Где все ключи для сундуков? Каких сундуков? Тихих, что ли? У торговцев диковинками в городах. За оболы покупаются. Называется Тихий ключ. Ой, Тихий ключ. Шепчущий ключ, кажется, так называется он. Столько девушек с сиськами стримят Диабло с донатами в сотни тысяч. У кого-то даже лям висел. Блин. Я, похоже, не девушка с сиськами. Видимо, я не туда зашел. Элиаса и след простыл. Наш призыватель это Генбар. Почему ты так думаешь? Разве не очевидно? Элиас нашел Генбара одного, без друзей, объятого гневом. И обвел вокруг пальца. Пообещал ему любовь Лилит и важную роль в своем безумном замысле. А затем снабжает его средствами, чтобы выплеснуть гнев. Дает ему свитки призыва. Да уж, проницательно. Кто знает, сколько Генбара пребывает в этом безумии. Будем надеяться, он сможет ответить на наши вопросы. Не. Разлом тысячи глаз. Круть. Максимальный уровень сложности, да. Да, да, да. Это мы. Максимальный уровень сложности. О, мать. Спасибо, что открыли глаза. Твой гнев наполняет мое сердце. Я работаю не поглотая на ногах. Генбар, ты несчастный, ребят. Кто-нибудь с ума прошел. Пошел к ней. Сделай грудь. Тоже Генбар, на лям будет висеть. Нет, чтобы сделать грудь, нужно сначала иметь лям. Есть лям, ты берешь, делаешь грудь. Спасибо, что послала мне, господин. Так, здесь будет босс, я так понимаю, да? Меняем. Жду специализацию. Когда мы станем рядом с тобой и очистим мир огнем. Гости? Владмастера Элиаса? Ага. Господин Элиас, да, так и есть. У нас очень важное поручение. У нас есть кое-что для господина, но говорят, что он сейчас здесь. Ты не знаешь, где он? Лжец. Грязный лжец. У мастера есть все, что нужно. Явитесь, мои псы, ко мне. Так, мужчина, успокойней, пожалуйста. Что-то на месте, не шевритесь, пока я восклиначу. Пропал котом. Господин Элиас, услышь меня! Твои враги здесь! Уважат нам. И я так долго этого ждал. У меня на тебя поддак. Какой? А вот это уже настоящий демон. Береги задницу. Береги задницу? Мы что, американский боевик смотрим, что ли? Сейчас не предупреждаю, что в санктуаре так кто-то общался. Береги задницу. Нужно больше времени. Первый готов. Теперь твоя укричка. Молодец. Ах, Элиас, какая злоба в тебе поселилась. Сперва плохие новости. Генбар кого-то ждал. Похоже, Элиас заразил других своим безумием. Поди и мастерству призывания обучил. Генбар сказал, что у хозяина есть все, что нужно. Они затевают что-то серьезное. А хорошие новости? А их нет. Элиас принес нам дар, помнишь? Тот демон, которого он послал убить нас, весьма необычен. Он не может существовать без регулярных человеческих жертвоприношений. Если я вспорю брюхо, внутри может оказаться подсказка о том, откуда оно появилось. Нужно отнести это в кетбарду, чтобы изучить. Если хочешь принести пользу, ступай в монастырь и узнай, куда запропастился этот настоятель. Так, окей. У меня 26 уровень, и я впервые на таком высоком уровне играю в Диабло 4. В бете максимум был 25. Так что я аж потерялся теперь. Что мне делать дальше? Так, риты нужны будут, по идее. Дальше, что здесь? Вообще прям бесполезная фигня, абсолютно даже брать не хочется. Что здесь? Да, мастерство оружия. Мастерство оружия будем качать, да. Вот, наверное, в него и будем вкидываться пока что. Пока не дойдем до последней пассивки здесь крутой. 6 очков всего нужно вложить еще. Что-то сделать? Мучительная тревога. Отправитесь в Арбейский монастырь и поговорите с настоятелем. Отлично, пойдем отправимся в Арбейский монастырь туда. Ну, пока что, пока что Разбойница идет хорошо. Вот третий акт уже мы проходим, да. Первый босс третьего акта. Пока я прям себя очень хорошо чувствую. Вообще без проблем, абсолютно. Причем это максимальный уровень сложности, да. Мы играем не на минималке. Вот уровень мира второй. Сразу со второго уровня мира. И вообще никаких вопросов нет, абсолютно. Все проходит супер быстро. Никаких ожиданий, вообще ничего, абсолютно никаких. Необходимость что-то гриндить, бегать, искать. Вообще не возникает, абсолютно. Потому что пока что... Все, что я изначально предполагал. Походу Разбойница, но пока оправдывается. Посмотрим, что будет дальше, конечно. Там никто тут стращал боссом четвертого акта. Я пока не знаю, что за босс. О, лиса. А что? Это монстр? А, это монстр, в смысле. Но это не то, что я подумал. Я забыл специализацию включить. Опа, фрикижечки. Чумная кто? Личинка, а, личинка. Я думал. Чумная лисичка, думаю, что больше времени. Чумные лисички, это, конечно, круто было бы. Так, там пока есть точки АП.Б. Добежишь, качок уже будешь до дров. Ну да. Не, по дороге мы качаемся, конечно. Но не скажешь, что прям суперсильно. Я намеренно не бегаю ни в какие локации. То есть я бегу чисто по сюжету и не делаю практически больше ничего. Иногда ивенты попадаются по дороге, их делаю. Но это было там, не знаю, два или три раза за всю игру. И зашел всего два данжа. По сути, да, за все время. В одном, чтобы взять специализацию для разбойницы. Во втором, взял себе аспект необходимый. И все. Такого прокачки-то даже не было. Еще. Не, просто я сравниваю с Диабло 2, даже, той же, да. У нас там нет возможности пройти игру, если ты не прокачался. То есть ты не можешь просто бежать вперед, как лошара. И ничего, в любом случае, ты будешь подкачиваться. Где-то в любом случае нужно искать место, чтобы качаться. А здесь пока такое, ну, не возникает. При том, что уровень сложить изначально высокий. Стоит. Почка. Прекрасно. Слушай, а квест на коня надо было брать где-то же. Или как? Так, ты говорил, что надо квест на коня было брать отдельно в втором акте. Я поди его не взял просто. У кого квест на коня нужно брать? А то, что я сейчас до 4-го, так дойду, а коня мне не будет. Куда все подевались? Да, вот я тоже думаю, куда все подевались. Сколько бегу, никто не попадается вообще по дороге. Пустырь. Убийство в рестнице труп! Заприте двери! А другие, настоятель! Выполняйте! А, эту дверь не только закрыли, правильно? Да что, иди теперь обходи. Хорошо. Конь в четвертом у такого догана. Он просто так его дает или нужно что-то выполнить для начала? Сейчас начнется что-то. А, обучите друг, найдите ключ. Хорошо. Дверь заперта. Хорошо. Ключ есть? Нет. Он здесь! А у тебя? Ну что, у тебя? Череп крестоносца. Я же ключи искал, вроде и череп крестоносца. По сюжету прямо вроде... А, окей, это хорошо. Искал ключ, нашел какой-то бюст какого-то крестоносца. Череп. Есть ли для лучницы вменяемый билд? Да все билды его разгонятся вменяемые. Учитывая, что у меня нет опыта прохождения игры лучницы, и как нет, собственно, опыта прохождения игры вообще пока что, то создать сложно, какой из них вменяемый. Эндгейм билды у лучницы есть, 100%. Но для старта, не знаю. Что тут делать? Поищите настоятеля в монастыре. А, вон он что. Окей. То есть, игра не следует канону. Нормал проходится быстрее кошмара и ада. Да я не скажу, что он быстро проходится. Я пока очень медленный. Сейчас сказать, пока в принципе не видно, как его проходить быстрее. Но здесь вообще какой момент. Сюжетная линия проходится однажды. Потом ее проходить больше не нужно. То есть, ты один раз ее прошел, и потом ты можешь скипать вообще просто сюжет. И у тебя будет сразу открытый весь мир, там все локации, все что нужно. И вот, великий зверь Тахтамес был сражен, и его почерневшие останки канули в бездну. Там они тлели и разлагались. А потом, из его семи голов родились семь воплощений зла. Три великих и четыре малых. То были враги всему сущему. Тут лорные эти штуки тоже будут попадаться. Прикольно. Привет, Дмитрий. С виду Д3 какая-то. Но на нее смотреть не нужно, мне играть нужно. Играется она вообще ни разу не как Д3. И ощущается тоже. Она играется по-уникальному, скажем так. Дмитрий. Четыре активных навыка. Или планируешь расширить, или... А их больше не расширишь. Это максималка, которая может быть у тебя в принципе. Вот это, которая есть вот здесь. Шесть активных навыков. Не четыре, а шесть. Больше ты их не сделаешь. Шесть активных навыков максимум персонажа. Меньше сделать можешь, больше нет. Маловато, ну мне, да? Не знаю. Нет, это вам пока хватает. Не могу сказать, что мне нужно еще какие-то навыки, чтобы себя чувствовать хорошо. Скорее всего... Хотя нет, был бы еще один навык. Еще один бы не помешал, да. О, еще один лорный этот. Критики справедливо боятся такого учения. Но чтобы защититься от врага, его надо знать. Наши исследования не раз... Проклятся, стоять. Но я не послушал лорную книжку. Арбейский архив был создан инквизицией в скорбное время. И в нем хранились описания всех видов ереси. С тех пор его дополнили записями обо всех обличиях зла. Его двери закрыты для всех, кроме самых праведных ученых. За корум. Хорошо. Прикольненькая локация с точки зрения лора. Конечно, прям такая интересная. А здесь что? На стамонерах клавиш не хватает. Да, у некроманта приходится выбирать. Весь вечер. Весь вечер. А после... Либо ты призываешь скелетов и голема, либо у тебя навыков больше. Настоятель открыл дверь, и демон улыбнулся. Он забрал запретное знание. Тише. Будь наружу свободен. Идти сможешь? Наружу нельзя. Знание должно оставаться здесь. Я буду хранить его весь вечер и всю долгую ночь. Мы должны защищать архив. Ты мой. Я думал, босс будет. Приготовил. Здесь какой-то сумасшедший монах. Сам лапу склеил. Ну ладно. Резница. Я даже не знаю, что это слово обозначает вообще. Что такое резница? Мощно защитил, ага. Я, как-то, буду защищать. Ласк склеил тут же. Ну, наверное, его там лилит, наверное, или кто-нибудь типа того, опять. Мозги ему в это грело. Они же все начинают бредить, когда с ней встречаются. Начинают внести какую-то чушь. Что-то предназначение какое-то там свое и все прочее. Не пройти, не проехать. Сеты планируют ли в будущем? Но разработчики говорят о том, что у них планы такие есть, но прям конкретно конфетики никакой не было. Как и с этими струнами. Типа ироны сеты планируются, но когда они будут, хэно узнает. В таком виде. Ой. Я случайно сломал все предметы интерьера. Ну ладно. У меня способность возвращается, когда клинки, они потом крутятся вокруг меня и ломаются вокруг. Как в РФ купить? Никак, кроме как подарком получить на свой аккаунт. От человека, у которого есть возможность купить не на РФ аккаунте. Что мы ищем? Мы ищем настоятеля монастыря. Вон где вообще настоятель монастыря? В каком месте его искать? Просто в конце локации будет, как обычно. Мне бы, знаешь что, мне нужна бутылочка бы. Что-то без бутылки дальше не идется. Наперем за бутылкой сходим. Нужна бутылка с опытом. А то я бегаю в монстров-месью, а опыт лишний не получаю дополнительный. Было приятно. А так неприятно. Заодно инвентарий чистить немножечко от мусора всякого. Да. Сейчас кузнецу. Потом к алхимику. И потом подержим дальше по этой локации. Без бутылки никуда. Да, тут локация такая, что чувствуется прям, что нужна. Нужна прям бутылка. У меня только одна пара глаз. Не раньше, не позже. Из этого многое пригодится. А где алхимик-то здесь вообще? А, вот она. Вижу, вижу. О, стекло чистое. Ну туда, конечно, подойду. Так, слабый эликсир сокрушения. Это хрень какая-то. Так, потеряние к холоду, яду. Третьего глаза. Давайте на его возьмем. Блин, у меня накопилось количество хорошее. Парочку таких эликсиров с третьего глаза. Не пей, что попало. Что, что сказал? Не пей, что попало. Деятель. Так, ну и все, и пойдем, собственно. Дальше по подземелью. Я вроде не спрашивал про чистоту кружек, да? Но раз ты сказал, что они чистые, видимо, что-то с ними не чистые с кружками. Иначе бы ты так не акцентировал это внимание. На, пошел мимо опять, хорошо. Хорошо. Нужно больше времени. Умрешь? Нет? Нет? Ну ладно. Да, подойду, ударю все-таки. Так и быть. Че делать надо? Че, че у меня выделяют область? Тут настоятель монстря где-то валяется, что ли? Убитая монахиня. Или что здесь происходит? Вроде нет никого. Тебе какую тарелку? Чистую или мытую? А какая разница? Мытые я сам мыл, а чистые собака вылизывала. Ага. Так оно есть. О. Днем я буду готов принять бремя знания. Закарумская статуя. Хорошо. Печать. Молодец какой. Продезите летанию и снимите печать из дверей. О, я надеюсь мне не пришлось их запоминать, эти летания. Я не запомнил ни херна. Это куда надо идти, простите? А, не сюда явно. Хорошо. Я же думал, в начало локации бежать надо. Утром мои глаза открылись и узрели приближения тьмы. Днем на мои плечи легло бремя знания. Я буду хранить его весь вечер и всю долгую ночь. Какая молодец. Запомнил. Так, ну сейчас наверно точно должен быть босс, правильно? Нет. Я сгинул в огне с тем, что осталось. Где Элиас? Ушел. Он сказал, что конец санктуария близок. И только я могу помочь. Он хочет призвать малое воплощение зла. Он взял все, что надо. А потом... Малое воплощение зла? Это кого-то он призвал? Лилит? Ой, это Андрей. Он убил их. Он... Ох ты, бог ты мой. Друзья, простите меня. Воу-воу-воу-воу. Полегче, мужчина. Для этого понадобится время. Нужно больше времени. Блин, только энергия накапливается, он тут же уходит в невидимость. Все знания человечества будут принадлежать детям Лилит. Никаких секретов и тайн не останется. А все лжецы и высоколобые единоличники сгинут в муках. Привет, Артем. Конец реальной жизни настал. Но некоторое время да. Так, окей, что надо сделать дальше-то? Берутся в город? О! Собираются полчища. Начало через 50 секунд. Но... Я даже не знаю, где нахожусь, поэтому мне сложно сказать, смогу ли я добежать успеть или нет. Наверное, нет. Пойдем поговорим с этим любителем коз. Чем он там занимался, пока меня не было опять? Опять с козой дрался, наверное. Я, говорит, там, где собирается полчища? Понятно. Но я пока туда бегать, наверное, не буду даже, пока сюжет не пройду. Что он забрал? Он защищал того болвана. Генбара. Это дело рука Элиаса. Но где он? Ответ надо искать в брюхе. Что-то мягкое. Рука аристократа. Элиас наверняка кормил эту тварь не только сапогами. Это чей-то сын. Или дочь. Демонов надо сжечь. Это чудовищно. На этом медальоне знак главы правящего дома Гул'рана. Бывшего главы. Очевидно. Хватит, старик. Прояви уважение к мертвым. Заботиться надо о живых, а не о мертвых. В Гул'ране теперь новый правитель, благодаря Элиасу. Тебе нет дела до мертвых. Но этот медальон может утешить скорбящих родственников. Ладно. Чтобы найти Элиаса, нам придется отправиться в Гул'ран. Встретимся там. Приходи скорее. Новое унижение. О, и к воротам не подходи. Появилась надпись у меня. Иди к утесам, там нам помогут. Волно каннибалов. Тут каннибалы еще есть ухтуки. Здорово, так как. Ни хрена себе. А что тут далеко? Это что, четвертый акт, хочешь сказать, что ли? Или это третий акт такой длинный? Где квесты? Не могу вспомнить. А, вот мне третий акт. Все еще. Блин, убежать, конечно, просто писец. Опять через полкарты исправляют. Ну, понеслись, ладно. Широкая глотка раз в сапог влез, да. Это, кстати, удивительно. Там сапог размером больше, чем у него рожа была. У этого демона. А, это, наверное, есть каннибалы, да? Пародеры, рассекатели всякие. А, шава, единственный. Или будет еще? Мировых боссов сейчас вроде как три. Всего. А, шава, потом какой-то черт с... Похожий на... Босса алчности из Диабло 3. И кто-то еще, не помню. Какого-то еще я видел. Не запомнился мне. Камушки. Прекрасно. Зашел, глянул с телефона, как тебе графика дезализации спецэффекта в игре. В целом, нормально. С учетом того, что на стриме приходится играть на средних настройках графики. Чтобы ничего не тормозило. Все нормально. На ультра настройках, конечно, графика прям достойная. На средних есть, конечно, вопросы. Тут некоторые текстуры прям размыты. Размыты такие получаются, но... Хотя, может быть, они и по факту размыты, я же на ультра-то на них не смотрел, на эти текстуры. Я игру прохожу только вот сейчас один раз, и то на средних настройках. Поблизости есть крепость. Ониксовая башня. Спасибо. Переживем как-нибудь без ониксовой башни. Ох, кто ж я мой. А вейпоинт здесь есть где-нибудь по дороге? А, как раз таки в ониксовой башне он и есть. Да, замечательно. Еще где-то вейпоинт есть. Тут неподалеку. Вот здесь. Вот неподалеку. Подалеку, в конце концов. Какой акт? Третий. Третий акт. Что, бежим-бежим? Никого нет вообще. Пустая локация такая полностью прям. О. Добрый вечер. Какая-то еще одна версия Фоллина, в которой называется... Кто там? Мир за тень. Прикольно. Картонная графика бросалась в глаза. О, нет. Здесь графика хорошая в этой игре. Но опять же... Есть те, кому он не нравится с точки зрения там... Самой стилистики. То есть темная, там мрачная, типа того. Опа, опа, опа. Это что происходит? Смотри, смотри, смотри. Оп, оп, оп. Нормаль. Вадим, привет. Как успехи? На Русю хорошо. Спасибо. Успехи успешно идут пока что. Пока успешно продвигаемся по третьему акту. Проблем пока не встретил нигде вообще. Так что потихоньку двигаемся. Мерзотень, думаешь? Ну да. Равил, привет. Как мне? Четвертый, лучше ли второй? Это разные игры абсолютно. Я их не рассматриваю как конкурентов друг к другу. Это разные игры. Очень разные. Вообще, совершенно по-разному играют. Еще вторая часть, четвертая играются супер по-разному. По крайней мере пока что. Потом посмотрим, конечно, может быть там эндгейм какой-то будет похожий. Но пока играется супер, супер не так как. Не так как вторая часть. Но нравится. Мобы кончаются. Дальше вообще глухо будет. Да? Серьезно? Забыли наполнить локации мобами что ли дальше, чем в первом-втором акте? О, вейпоинт. Добрый вечер. О, какой видок. А здесь можно фотографию сделать? Есть тут место для фотографии? Нет? Нет, нет, нельзя. Похоже, нет. Рад тебя видеть. Жалко, ты не привела армию или осадные машины. Элиас здесь? Он во дворце, я уверен. Спрятался за стену и закрыл за собой ворота. Нам туда не пробраться. Ты знаешь, кто может. Залая. Сколько записок я отправила. Сколько времени Айюн заперта там вместе с этими мясниками. Может, она единственная, кто знает про туннель. Если она еще жива. И туннель еще существует. Ты мне не веришь? Конечно, нет. Ты воровка. Когда-то ты была полезной, да. Но у тебя свои причины, чтобы искать эту Айюн. Это не твое дело. Это и талия воровка, которая была в промо-ролике. Я могу поискать Айюн. Да вроде нет. В полицу не похоже. С чего начать? Ее дом на рыночной площади. Мы хотели встретиться, но я не смогла туда пробраться. Вернись живой. Не уверен, что стоит рисковать ради Айюн. Леджен, привет. Третий акт. Поверь мне хоть раз, старик. Прикольно, смотри. А куда мы по факту попадем отсюда, интересно? А, то есть ты данжем считаешься. То есть это город типа данж. Я понял, окей. Я думал, на карте как-то обозначен. Виндшифт тест, настрой он путь сохранит. Ты про что? Про смешоты что ли? Нет, я не про эту фигню говорю. Я про то, как сделать вид кинепатографичный. В игре просто иногда есть локации, в которых можно переключиться на другой вид. То есть не вид на персонажа сверху, а когда камера смещается как бы за персонажа и открывает такой это типа обзорный вид на происходящее событие. Вот я про это говорил. Как делать смешоты я умею. Спасибо. Ну что-то делать я умею. Крэнк, привет. Комузончик прям необычный. Игра кажется дико серой, но приглашён к нас сделано, да? Это ж хорошо. Возвращение к истокам. Диабл 1, Диабл 2. Никакая радужная странника в Диабл 3. Так, нашёл лыгночную площадь, получается, да? Городская стража яростно сторожалась, отбивала атаки, чтобы жители могли бежать. Нагромождение досок, столов и всего остального, что попалось под руку, должно было на время задержать атакующих. Хорошо. Похоже, нужно было лезть наверх, да? Я пропустил специально поворот, я думал. Не, не нужно, а нужно было лезть наверх. Хорошо. Диабл 3 красивее, да? Ну, боже упаси. Хуже графики, чем Диабл 3 придумать сложно. Ну, дело вкуса, наверное, не знаю. Ну, у меня графики в Диабл 3 блевать тянет. Деда не воскресили? Нет, тут есть другой. Любитель косы и алкашки, с которым мы тут шарахаемся. То он набухался, то с козами спиц, ага. Местный Каин. Видимо. Ты не встречала никого по имени Айю? Я, я не знаю. Каннибалу устраивают облавы, убийства, пиршества. Но некоторых уводят, говорят в тюрьму. Зачем этим чудовищем оставлять кого-то в живых? Тюрьма. Быть может, Айюн выжила? Айюн. Айюн. Прыгаем вниз. Нет, не вниз. О! Тут так можно было. Чайка наливать, говорит, или коньячка. Это понятно. Чайка или коньячка можно было бы налить. Внутри лежат разнообразные мелочи. Простой кинжал, несколько монет и локон темных волос, привязанный голубой лентой. Зачем это здесь лежит, интересно? Сама зачем мне эта информация? Так. Куда идти надо? Найди тюрьму. Хорошо. Сейчас найду тюрьму. Надеюсь. Я бы перерыв на обед бы сделать. Я не знаю. Может сейчас третяк пройдем и похавать прервусь. Конечно, не знаю. Прошел сюжетку с чужого аккаунта. Покупать, говорит, я ее не буду. Понятно. Неувидительно. Нет, нет, разное. Правильно говоришь. У меня пока все устраивает, поэтому такое дело. Да, давайте больше кидаться в мастерство оружия. На помощь! Чувак мне просто оглушил одним ударом. Шея Джека. Похож на Д3? Нет, на Д3 она вообще не похожа. Никаким боком вообще. Ни с одного ракурса на Д3 она не похожа никак и ни во сколько. Почему эти вопросы вообще возникают? Я не знаю, игра вообще максимально не похожа на Диабло 3. Почему это? Тут есть, может быть, несколько вещей из Диабло 3. Типа там взяли некоторых монстров, принесли из Диабло 3. То есть так же, как монстров из Диабло 2 перенесли, например, тоже. Есть некоторые эффекты, принесенные из Диабло 3. Но в целом, игра полностью новая. Не знаю даже. Ни по геймплею, ни по каким аспектам вообще не похожа на Диабло 3. А вот стоит ли покупать или нет, это уже вопрос не визуальный. Тут уже это. Тут уже каждый сам себе решает. И игра вполне устраивает. Значит, хорошо, что не похоже. Да, это точно преимущество. Э, вставайте, алкаши. Развалились здесь. Они что-то походу в жопу встать даже не могут, смотри. Запинал монстров, пока они на жопе сидели. А дрочь, а ради дрочь, говорит, к сожалению. Ну, посмотрим. Я пока эндгейма еще не видел. Свои мнения не имею по этому поводу, поэтому... Мне эндгейм, по-моему, очень интересен. Но до эндгейма нужно дожить еще до начала. Я пока до него не добрался еще. Я пока только третий акт заканчиваю. Заканчиваю. Алкаши не бежать? Думаешь, не стоит? Так, куда идти-то? Налево или направо? Ну, пойдем направо, ладно. Допустим, сюда. Горатель. Стоит, лупит скелет человека. Зачем, говорит, я в 3 утра этим занимался? Вот я не знаю, зачем ты в 3 утра этим занимался. Это, конечно, вопрос, да. А сколько времени у тебя прошло на прохождение, алкоголик? Полное. Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы пройти? То, что закончил или когда? Что я ищу? А, я ищу Аюн в тюрьме. Все ясно, понял. Видимо, нашел. Выбрал сразу правильное направление. Нужно больше времени. Аюн, ты тут? Кто? Кто здесь? Ты... Ты не он. Кто ты? Он затих. Я подумала, что сейчас он придет за мной. Меня послала твоя подруга Залайя. Она еще здесь? Скоро ты ее увидишь. Надо только пробраться через рынок. Я знаю другой путь. Он безопаснее. Через старое тюремное крыло. Его заперли очень давно, после землетрясения. Интересно, что это за малое воплощение зла первое, с которым будем драться. Андриэль, Дуриэль и кто? Откуда пришли каннибалы? Или Азмодан, может быть? Держи. Вон та стена впереди. Когда-то там был проход в тюремное крыло. Можешь пробить ее? Не, я не смогу. Стой там. Я пошел. Спойлер сказать не буду. Говорит, сюжетка норма. Все стороны так себе. Не, спойлеры я не спрашиваю. Я, я думала тут безопасно. Семь часов по бочками. В 3 утра начал, потом поспал, по 3 минуты. Семь часов у тебя ушло, нифига себе. Ты пропускал, что ли, все квестовые сцены или как-то так быстро сделал? Мы вроде супер быстро идем, но я уже 7 часов двигаюсь. Это только третий акт кончается. И по бочке не выполняю. Потому что мы реально двигаемся просто супер быстро. Нигде не задерживаемся вообще. Единственное, где я сдержался, это пошел в костный данж, чтобы взять аспект для разбойницы. И все, больше нигде не был. Кем проходил? Кто такой супер быстро, что ты прошел за 7 часов весь сюжет? Или просто пропускал диалоги, как бы. Я диалоги не скипаю, муж в этом дело, конечно. Нужно больше времени. Ролики пропускал? А, вон, начало, непонятно. С роликами, да, тут 2 раза быстрее получается. Значит, не получается, что 14-й уйдет на эту историю. Что мы первый акт, когда проходили со всеми роликами, ушло 4 часа с копейками. А сегодня мы первый акт проскочили без роликов, просто чисто сам акт, что просто скипая все, что можно, ушло 2 часа на первый акт. 2 часа без роликов вообще, без всяких. Получается, если за 7 часов прошел без роликов, то... В таком случае, получается, нужно это... Врачи за часов на 12-14. Нормально, как раз, как раз, в часам 2-м ночи. Закончим. Мы выбрались. У меня руки трясутся. Дай мне прийти в себя. Все верно. И где она? Ведите Айюн Эгзалайе. Ну, давайте отведем Айюн. Эгзалайе. Напись была «Лошадь ржет». И этот Ларад говорит «Заткни ей пасть». Интересно, лошадь ржала как? А в голос или? Возмущенно. Айюн. Ох, ты вернулась ко мне. Ты ждала. Ты рисковала собой. Упрямая ты корова. Конечно, я ждала. Куда бы я пошла без тебя. Куда угодно, подальше отсюда. Ну что ж. Что тут скажешь, дуракам везет. Да, Валерка, и на так. Ах, Ларад велел нашему другу тебя найти. Нам надо попасть во дворец. Туда ведет старый тоннель. Вход из дешних пещер. Он начинается за Альковым, с крестом надзирателя. Две сабли перекрещенные у гарды. Нажми на левую рукоять, чтобы открыть путь. Пещеры. Какая неожиданность. Странница. Спасибо. Береги себя. Поехали. Но! Это была лошадь торговца. Не будем ему говорить. Привет, Артур. Где аспект на клинке находится? Вот здесь. Подземелье в самом углу карты. Вот тут. Вот. Падение Джалала. Вот, собственно, здесь она и находится. Это недалеко от вейпоинта Термар. Сюда вверх. Но ты сможешь его взять только после прохождения сюжетки в этом месте. До этих пор тут подземелье закрыто будет. Так, хорошо. Что надо делать дальше? Знаешь, когда мы встретились, я думал, что твоя связь с Лилит сведет тебя во мрак. Как Элиаса. Но после твоей помощи местным жителям я начал сомневаться. Посмотрим. Графлолл ДПС идет только с тех оружием, которыми ты бьешь. С остальных оружий идет все, что угодно, кроме урона. То есть вот у меня сейчас, например, стоит специально арбалет, который дает мне урон по уязвимым противникам. И если бы были еще какие-нибудь дополнительные свойства позитивные, они бы тоже шли в зачет. Вот. И с него же я получаю аспект, который я в него воткнул, в этот арбалет. И камушек на урон критическому противникам тоже работает. Короче, все, кроме чистого урона, который написан на самом предмете. Поэтому если вот у тебя есть дополнительный предмет, которым ты не пользуешься, как в моем случае арбалет, то его можно использовать чисто под всякие доп-статы, которые тебе нужны, но... Которые переролевать затрахиваешься, если каждый раз на клинки, например, в такой аспект тыкать, то замучаешься просто перестыкать постоянно. Какой смысл играть сезон с нуля? В каком плане какой смысл? Ну, это весело, интересно. Такой же смысл, который, в принципе, играть зачем в игру? То есть, ну... Я же много раз объяснял. Смотрите, сезоны в играх типа Диабло нужны для того, чтобы люди могли начать играть сначала. То есть, когда, например, ты проходишь какую-нибудь одиночную игру, типа, не знаю, Скайрим какую-нибудь, Готика, Ведьмак, ты же не играешь всю жизнь в одно и то же сохранение, правильно? Ты иногда начинаешь сначала. И начинаешь сначала. И в играх типа Диабло начать сначала просто так невозможно. То есть, для того, чтобы начать сначала, нужно, чтобы был всеобщий, скажем так, ну, условно говоря, вайп, не вайп, но чтобы все тоже начинали с нуля. Тогда игра обретает смысл. Начинается, начинание с нуля. И сезон позволяет это делать. Все начинают с нуля, и все, как бы, начинают проходить игру заново. Вещи, которые не имеют смысл, снова обретают смысл. Всякие торговые отношения появляются, там, возможности прокачки совместные, прохождение, что-то и тому подобного. Вот. Вот такая фигня. При этом разработчики еще и стимулируют прохождение сезонов, давая всякие плюшки, бонусы за прохождение сезона. Такая фигня. Как в клан мне попасть? Привет. Набор идет в дискорде. Я думал, в планах Элиаса пока ждал тебя из города. Который из малых воплощений зла он призовет. Гулран наводит нас на след. Он утопил его в крови. То есть Дуриэль или Андериэль, вероятно? Дуриэль и Андериэль, опа, как я угадал. В чем разница? Дуриэль упивается физической болью, а Андериэль больше по нраву душевные страдания. В любом случае, если Элиас осуществит задуманное, многие города разделят участь Гулрана. Прикольно, прикольно. Остается надеяться лишь на то, что он еще не завершил призыв. Да не, пусть завершает. Я хочу с Андериэль подраться. Выбил доспехи с балок. Вот Рейль Майт. Поздравляю. На бесполезные достижения. Айон сказала, что туннель в скрытом Алькове. Тут, по идее, должен быть и Дуриэль, и Андериэль, насколько я знаю. Возможно, они в разное время их призовут. Кто из них будет первым? Бля, теперь живой остался. Я, говорит, посмотрел или не сегодня упал. Ты кого? Меня спрашивали, алкоголика? Алкоголик говорит, что ему упал. Они не падали, тирайль Майты. Привет, Игорь. Как в дальнейшем с покупками DLC и внутренних плюшек будут проблемы на руаке. Все верно. На руаке будут проблемы потом с покупкой всяких золоков. Жду, когда наиграешься. Ювипи, большое спасибо за поддержку. Но это не скоро пока случится Ювипи. Большое-большое спасибо тебе. Я пока только разогреваюсь. Мы пока только сюжетку проходим. Третий акт. Потом еще с игрой знакомиться с всеми персонажами. И это, я думаю, пару-тройку недель. Минимум на наигрывание уйдет. Если игра не зацепит, а если зацепит, то и больше. Спасибо тебе большое, Ювипи. На костюмчик задонатили. На какой костюмчик? Костюмчик троечка. На пуш-ап с плеткой? А-а-а. Ну, это костюмчик, я понял. Да. Хорошая плетка стоит, дорогая, между прочим, Валерка. Хорошая плетка это... 1020, наверное, какая-нибудь. Хотя, смотри, какая плетка. Если боевая плетка, наверное, подешевле может стоить. Там можно из говной палок ее сделать. Если плетка такая, чтобы было больно, но не совсем, наверное, 1020 лет обойдется, я думаю. Впереди. Неужто это оно? Две сабли, как описывала Айюн. Он? Я уже хочу увидеть Андриэль этого. Андриэль, или кто там будет сейчас? Стой. Слышишь? Голоса. Почему мы еще здесь? Нам нужна добыча. Мясо. Ты получишь ее, когда Элиас завершит свой тяжелый труд. Какой еще труд? Скоро ты увидишь, Брол. Ты пожнешь посеянное нами. Голран переродится, а вместе с ним... Ай! Какой еще труд? Элиас, он намерен призвать Андриэль в наш мир. Ее, ее сила возвысит нас на небо. И, конечно, у тебя будет больше мяса. Ха, я хочу посмотреть. Конечно, великий Брол. Ты будешь почетным гостем. Ага. Его Андриэль, судя по всему, первым и сожрет. Бротяк, Андриэль. Андриэль, дева мучений. Так вот, какое воплощение он призовет. Да помогут нам небеса. Да. Да помогут. Я прям весь в предвкушении. От встречи с Андриэль. Практически любимый босс буквально. Так, что здесь по резистам? Чем бьет Андриэль, интересно? Так же ядом, как в Диабло 2 или чем-то другим. Увидим сиськи. Но, кстати, не знаю, как она будет одета, Андриэлька, здесь. Так же, как в Диабло 2, или ее разденут побольше, или, наоборот, оденут побольше, или как? Так-то она, дамочка, должна быть раскрепощенная достаточно. Я большое терпение. Жги контент. Большое спасибо, Випи. Большое спасибо. Большое терпение, это всегда хорошо. Жгю. Или жжу. Как правильно говорить? Жжу. Жгу. Жгу. Жгу контент. Спасибо. Спасибо большое, Випи. Скорее всего, оденут. Ну, посмотрим. Большое терпение. Избранник матери. Избранники матери какие-то совсем дохленькие прям. Главное, чтобы она не стала здоровым, толстым мужиком. Это да. Такой Андриэль мы не заслужили. Давай же, где-то. Хозяин призывает деву. Я не позволю его потревожить. Хозяин призывает деву. Это отлично. Я как раз за ней и пришел буквально. Всю дорогу шел и думал, как у меня с этой девой видится. Блин, как она больно бьется. Ё-моё. Воу-воу, мадама. Нужно больше времени. Имейте совесть. Слишком много урона. Мне так банок не хватит. Я еще не готов. Ладно, я понял. Стоп, стоп. Нужно больше времени. О, поглушил, оглушил. Оглушил, оглушил. Держи, 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 держи. Для этого понадобится время. Отлично. Модная дама. Фух. Ну типа последним стримом любимый босс графиня. Хе-хе, да, это так. Это при соло прохождениях в Диабло 2. Там графиня, конечно, без вариантов. Супер нужный босс. Так, а здесь Андрейль сейчас будет, да, я так понимаю. Так. Что сделать? Сходить подготовиться, чем каким-то образом. Морально подготовиться, не знаю, или нет. Или сразу заходить к ней. Давай сразу просто зайдем, да и все, да? Завтра шашлыки и алкоголик идет. Прекрасно. Только взгляни, какой архив запретный текст. Я думал, здесь Андрейль будет. Я сам их отбирал. Наверное, он призовет Андрейль где-то еще. А здесь изучал ритуал. Да ё-моё. Да смотри. Тут могут найтись подсказки. Наверное, он призовет Андрейль где-то еще. Ну, засранец такой. Я здесь ожидал Андрейль. Дэнди еще полчаса, как алкоголик. Да я уж понял. По этой локации. Разворачивается у меня перед глазами. Я не зря начал действовать. Воплощение зла не дождутся легкой добычи. Мы будем готовы. Здесь все и начнется. Андрейль, прикованный к сердцу Гул Рана, и будет кормиться болью в городе мучений. И напитает нас. Ее сила станет нашей. Так мы и сразим владык преисподней. Если придется убивать и дальше, так тому и быть. Я не подведу тебя, мать. В центре карты изображен храм воплощений. Древнее здание, погребенное в недрах горы Сиво. Храм не ввесного противостояния. Некоторым из этих домов тысячи лет. Мага испещрена записями. Похоже, эти подсчеты, это подсчеты, выясняющие, сколько жителей Гул Рана потребуется для раскопки. Диабло, Баали и Мефисто. Что же ты искал, Элиас? Диабло, Баали и Мефисто? Что же ты искал? Видимо, искал прохождение Диабло 2, он, судя по всему. Судя по описанным боссам, он искал прохождение Диабло 2. Зарисовка трех святилищ, посвященных великим воплощениям зла. Диабло, Баали и Мефисто. Внизу приписка Элиаса. Путь откроется только посвященным. Скованная Андриэль в сердце Гул Рана. Ее злоба вырвется на волю и утопит город в крови. Полное безумие. Вообще-то все наоборот. Элиас наконец-то мыслит ясно. Он всегда искал смысл. Я не смог тут ему помочь. Вот он и обратился к Лилит. А я его не остановил. И он стал кем стал. У нас появился шанс все исправить. Пока не стало еще хуже. Да, у нас есть все, что нужно. Ритуал призыва пройдет в храме воплощений на горе Сиво. Зная Элиаса, он наверняка подготовил отходной путь на всякий случай. За книжным шкафом. Думаю, этому он у меня научился. Хорошо, хорошо. Надо было убить его, пока я мог. Поспешим. Я весь в спешении. Куда мы спешим-то? О, вейпоинт. Прекрасно. Я вот к вейпоинту спешу, например. Путь заблудших душ. Какая локация-то. Здесь сколько трупов. О, бог ты мой. Это что, женщина лежащая? Она в трусах. Ладно, окей. Микрофонистые стринги, да. Ну, это еще средние настройки графики у нас стоят в текстурах. Так-то, конечно, поинтереснее было бы, я думаю. О, какие-то поля лавы. Или хрен-то ничего, грязи какой-то, не знаю. Как застывшая магма выглядит какая-то. Как храме Нилитака, да. Как быстро меня перемещаешься, я понять не могу. Где-то в этом дивном месте церковь трех возродила свой храм. К сожалению, просто так туда не войдешь. Элиас изучал святилища Мефисто, Баала и Диабло. Лишь благословленному откроется путь. Все так, но дары великих воплощений зла опасная штука. Если это поможет попасть в храм, я рискну. Светилища Баала близко, с него и начнем. Светилища Баала близко, вот так же я. Если отпускать бег, открыть карту. Так продолжат бежать, а нет, к сожалению, заканчивать бежать. Я все тоже пытаюсь бегать с открытой картой, но... Где такой возможности, к сожалению, нет. Даемая, подними. Так, пойдем, короче, в город меня до мусор сдать. Сходить. Я думал, сейчас будем драться с Андерелькой, а что-то нет, нифига. Есть вариант приобрести игру не гифтовым методом. Есть, если ты заводишь новый аккаунт. Иностранный какой-нибудь. И у тебя есть человек, который готов зайти на этот иностранный аккаунт и платить со своей иностранной карты игру. В таком случае... Это будет не гифтовый метод. Есть люди, которые, в принципе, создают аккаунт, вот прямо... Под ключ, скажем, создают тебе аккаунт и заходят со своей карты, оплачивают и дают тебе его уже готовый. Но там проблема в том, что такие аккаунты периодически банят. Потому что близы отслеживают, естественно, не знают, что какой-то левый чувак заходит, создает аккаунты и раздает их. Им-то не нравится. Может, у них система безопасности срабатывает определенным образом. Чего-то узнает. Загляни к торговцам. Ботов Диабло 2 лучше бы банили, это точно, да. Это точно более приоритетная задача звучит. Я не могу насыщение сделать. Чё за фигня? Э. У меня навыки не работают. У меня игра вылетела, что ли? Что случилось? Да вы чё, прикалываете, что ли? Ну, благо, твой поинт недалеко отошёл. Какого-то чёрта меня сбросило вниз. Я вообще вот здесь был. Ладно. Пойду схожу водичку, но вдруг это... Тогда как раз... Идём дальше. Максимально разгропащённая андриэль с плёткой наручниками. Хе-хе. Ну, в чём для того, что она... Котом, дева мучений, да, как они говорят? Вполне было бы в её стиле. Быть плёткой с плёткой наручниками. Где-то в этом диву... Да, это мы уже послушали. Пойдём. Какой здесь эндгейм-контент? Чем заниматься подсотового уровня? Подсотового уровня заниматься тем, чтобы собирать своего персонажа. До идеальных значений, как обычно, как в любой игре. Переи Диабло. Пытаешься максимизировать постоянно шмотки и так далее. Но для меня пока стоят цели, какие я для себя на передвижном. Собрать всех... Все пять персонажей. Для того, чтобы... Убить этого босса, который максимально в уровне там... 150-го. Проверочного. На максимальном уровне сложности. Просто вопрос в том, насколько это, в принципе, сложно. Ты же видишь, прокачка до конца уровня, это ещё не значит, что ты персонажа... Персонажем будешь всех разваливать. В Диабло 2 тоже можно быстро прокачать персонажа до 80-го уровня. Но при этом ты не будешь никого разваливать на Хелле. Ты будешь огребать, пока у тебя не будет шмота. Вот со шмотом уже вопрос. Как сложно будет его находить, этот шмот? Привет, Степан. С аккаунтов Ру Региона запускается? Не знаешь? Знаю, конечно. Я играю с аккаунтов Ру Региона прямо сейчас. Баал, владыка разрушения. Он развязал все до единой войны в истории. Его любимое развлечение. Скажи его истинное имя. Тор Баалас. Тор Баалас. Все хорошо? Я нормально. Еще два светилища. Диабло и Мефисто. Держись. Не понял. Зачем я сказал какое-то заклинание призыва Баала. Он мне треснул за это. Или не призыва, а его имени или типа того, что там попросили сделать. Непонятная тема какая-то. Очень интересно. Ульта не открылся. Еще куча очков сложить надо. Урода сделали. Диана часов подождать. Чего подождать? Алкоголик не понял. Сейчас получается на Ру Регион можно взять игру только через подарок. Это 72 часа ждать Френда, который сможет подарить. Все верно. Точнее 12 часов до возврата и вся фигня. А, возврат оформил, что ли? Прошел сюжет, оформил возврат. Насхищение у алтарей, что против лизы пандерельки. Интересно, как это связано вообще? Скажи его истинное имя. Аль Диаболос. Аль Диаболос. Аль Диаболос. Чтобы пройти призыв к лизы пандерельки, нужно иметь имена трех благословений. Благословения трех воплощений зла. Очень интересно. Какая-то странная здесь немножко логика. Непонятно пока, почему так надо сделать. Всем понятно. Энергия на исходе. Я еще не готова. Энергия на исходе. Робок, говорит, послали. Так, а... Там возврат можно надевать, если ты наиграл в игру меньше двух часов. По-моему, там такая фигня. Типа, если прошло не больше 14 дней, и если... Не больше 14 дней с момента покупки, и не больше двух часов, ты наиграл в игру. Оба условия должны выполнять. В таком случае можно делать возврат. Если ты наиграл больше двух часов, а ты наиграл больше двух часов, если ты прошел полный сюжет, то возврат уже не делаешь тогда. Вроде бы. Мефисто, владыка ненависти. Отец Лилит. Тебе нужно быть на чеку. Ее кровь уже стала частью тебя. Я справлюсь. Видишь? Эта сила уже воздействует на тебя. Справлюсь, говорю же. Естественно, это Офф, Стингер. Какой нафиг рефлекшн? Я на пиратках не играю. Да будет так. На стримах, по крайней мере. Когда ты готова, произнеси Даль Мефистос. Но будь осторожна. И убежал такой, смотри. За теми прошлого семьи наблюдал стоял. Тут говорит, произнеси и свалил. Даль Мефистос. Евгений. Давай, конечно же. Твои советы очень нужны, очень важны. Рассказывай скорее. Майонез, привет. Подожди, и что? Вогненный портал, а почему? Ладно, пошли. Опять волк этот сейчас будет, да? Ага. О, мы снова встретились. Мефисто. Теперь я знаю, кто... Все-таки чувак в начале стрима сполернул мне, да? Что волк, оказывается, Мефисто. Но это не значит, что мы не можем друг другу помочь. Этот смертный Элиас хочет использовать силу воплощений в собственных целях. Похоже, многие стали забывать свое место. Из-за него в мое убежище ненависти проникли отголоски прошлого. Но с тобой мы сможем вернуть все на круги своя. Когда ты принесешь мир в эти земли, я смогу тебя благословить. Капец, мы договоримся с Мефисто о том, чтобы совместно что-то делать. Очень интересно. Норм-контент есть какой? Ну, не знаю, я сюжет прохожу. Мне сюжет нравится, Макс. Я ничего не выбивал, поэтому мы проходим сюжет. Как купить игру у меня? Пока никак. Я не занимаюсь сейчас помощью с покупкой игры. Со вчерашнего дня это стало очень проблематично, поэтому я жду, когда... Ситуация вернется на круги своя, я и буду снова помогать с покупкой. В России, я так понял, не поиграть. Конечно, не поиграть. Именно поэтому я сейчас сижу в России с true аккаунта и играю в Diablo 4. А так, в целом, да, не поиграть. Я еще не готова. Что-нибудь такие жирные, эти варбары? Капец. Как урона у них саживать приходится. Опа. Это кто? Горм какой-то. А, ну, горм, ладно. Только горм я... Нет, подожди. Давай вот так переключимся, чуть не нравится мне эта ситуация. С воплощением зла не победить нас. Нет, перетанил я его. Я там приготовил тут в битве, он, Андрич, какой-то в стакане. С воплощением зла нужна помощь смертного? Да, в последние годы мне не слишком везло. Угораздило попасть в эти безделушки камни души. А еще меня отправили в преисподнюю. Пойдем в таверну с тобой сходим, побухаем, что ли, блин. Что за издевание души от мясиста? Хо-хо-хо-хо. Почему бы тебе не направить свой гнев на Лилит? Демон ненависти жалуется на то, что ты к таким управляющему ненависть, прикинь. Я благословляю тебя. Уничтожь ее. Спаси свой мир. Подожди, Мефисто благословил меня на то, чтобы я убил его дочь? Лилит? Что за срань? Это жертвы моего брата Баала. Он опустошил землю варваров задолго до твоего рождения. Жаль, я этого не видел. Но им тут не место. В храме воплощений Элиас нарушил равновесие преисподней. Эти призраки из царства Баала. Хотя их ненависть меня радует. Хорошо. Не, выдумки прикольные, конечно, да. Для того, чтобы болтать здесь с Мефисто, я, конечно, вообще не ожидал. Нет. Да я вижу, что я получил 2 аултрия, 1 личного Мефисто. Просто какого хрена Мефисто меня благословляет на то, чтобы убить свою дочь? Это очень странная тема. Максимально странная просто. В конце лет с тремя братьями пойдет в таверну бухать. Я про что говорю, да? Разговор такой душевный прям с Мефисто получается, что это... Сейчас буквально, кажется, секунду на секунду и пойдешь с ним в таверну. Нужно жизнь порассказывать, так сказать. Как тяжело живется воплощением зла в современном санктуарии. То в камень души засунут, то просто убьют. То воскисят снова. О, какая площадочка, смотри, смотровая. Смотри, какая тема. То красиво. Она хочет спуститься в преисподнюю, давать по сапатке всем троим? Ну да, да. Приструнил бы свою дочь, сказал бы, я это что? Что? Мадам. Я тебя породил, я тебя убью. Такой облик принимал Мефисто. Он не впервые мне встретился. Что? И ты мне ничего не рассказала? Мы все храним секреты. Правда, Харадрим? Сейчас на это нет времени. Возможно, в эту самую минуту Элиас проводит свой ритуал. Освободи свой разум прежде, чем продолжать. Да, Алинский. Эффект шипов это фигня, которая работает на всех персонажей. Просто не на всех она имеет смысл. Потому что эффект шипов не вносит настолько много урона, чтобы им вообще пользоваться. Если у тебя билд не специализируется, то смысла там нет. У Варвара есть билд, который использует эффект шипов на полную катушку. Там, да, там можно. Так смысла большого нет. Там копеечный урон получается. Декарт Кайн 2.0? Да, это Декарт Кайн 2.0. Наверное, местный. Только в отличие от Кайн, этот бухает и спит с козами. Кайн был чуть более благочестивый, скажем так. Лид Андреэль может всех посмотреть. Ну, в Диабло 2, Лилит, Эндреэль особо ничем не отличают друг от друга. Мне кажется, вообще не знаю, с выходом Диабло 4 они должны были перерисовать Лилит в убернике Диабло 2, для того, чтобы она выглядела, ну, как по канону. А то у нас в Диабло 2 выглядит так же, как, ой, Элит выглядит так же, как Эндреэль там. Ягрис в клане, пишет Сафон. Сейчас, секунду. Сафон. Так. Сейчас мы тебя повысим. Чтобы Сафон мог помочь мне сейчас с кланом. Все. Поздравляю, товарищ офицер. Первого уровня. Или какого? Восьмого. Восьмого уровня. Острый нож. Так. Насколько острый? Ох. Хорошо острый. Прям хорошо такой острый нож. Такой надо, наверное, может быть, даже себе напялить. Ну. Урон-то больше, но что-то как-то это... Не очень здесь свойства, хотя... Ну, давай попробуем, ладно. Попробуем, так пойдет. Щекот, буду набор делать. Отлично. Отлично. Сходим за баночками и... Обратно. Так. Все. Призыв там. Твоя рука... Откроет путь. Твоя рука откроет путь? Моя рука открыла путь. Зал ненависти. Прекрасно. Попроси Мефа воскресить Декарда. Не, я Декарда не люблю. Он мой практически личный враг буквально в Диабло 2. И в Диабло 1. Деньги берет постоянно за распознавание. Я ему не уважаю за это. Твои крики станут приветствовать в энергетическом андреене. Откроет путь. Откроет путь. Откроет путь. Откроет путь. Я загребался уже переключаться первыми с детализациями. Кажется, вот-вот, сейчас, 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 сейчас будет. Ты слышишь? Все еще нет. Ох ты ж, е-мое. Малах. Хуй из мистер Малах. Ой, я тут прям думал, сложности какие-то будут дричь какой-то в стакане. Ладно. Я же все способности разом применил, а он вдох сразу. Ой-ой-ой. Большой страшный монстр. Нужно больше времени. Малахов с первого канала сильно подстрел измился. Это точно на ванду. О, что здесь такое? Стилище какое-то, ладно. Зал ужаса. А, мы типа зашли сначала в зал ненависти. О, зал разрушения сразу. Из зала ужаса сразу в зал разрушения пришли. Опять зал ужаса. Отлично быстро между зал мы перемещаемся здесь. Я еще не готов. Нормально. Да, жилплощадь у них большие. У нас сколько незадежных пространств, да? Просто чисто большие такие огромные площади, у которых ничего нет. Мне кажется, должен все алтарями заставить. Пол должен быть закрашен какими-нибудь пентаграммами, да? Да, там. Александр, добрый вечер. У вас рука четко, да. У нас рука четко. Энергия на исходе. Я еще не готов. Все, молодцы. Не сдохли сразу, думаю, странно. У нас рука четко. Сегодня стартует. Кто сегодня стартует? Монстром должно быть в два раза больше по наполнению мира. Да, это так. Монстр хочет иметь побольше, чем сейчас есть. Какая-то желтая сабля вывалилась. Сейчас хочу посмотреть, что она может мне подойти. 222 урона. Лаки-страйк, лаки-хит в смысле. Хорошо, хорошо. Придется менять, видимо, свою легендарку. Шесть к критическому урону. Лаки-хит с казнью. Заморозка. Заморозки у меня нет. Что по урону? Сейчас посмотрим. Сейчас 226, 277. Надеваем. Ну да, пожалуй, стоит оставить новый кинжальчик. Этот этим мы придется разобрать. Придется разобрать. Игра, когда выходит? Игра вышла в 2 часа ночи сегодня. Бетон, товарищ. Где на бетон? Ларат больше не следует за вами. Что-то он опять за мной не следует. Опа. Что-то там проделают. Мы опоздали. Ритуал уже начался. Я сам разберусь с Элиасом. Оставайся в тени. Оставайся в тени. И она такая понеслась тут же на арену. Оба-на. Пошла жара. Какая-то сложность, это максимальный уровень сложности. Максимальный уровень сложности, третий акт. Это кто? Это будущий Андрей? Оставай в тени. Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оставай в тени. Что от тебя, Элиас? Я предостерегал тебя. Ларат, ты же... Идем со мной. Опять, опять не отдаю. Что такое? Какой-то король титан. Мне обещали Андрей. Я бегаю, бегаю еще уже, что-то сколько. Одно, это кидай королите таны. Хрен-то никто. Я думаю, наконец-то, наконец-то Андрей. Нет, это еще не Андрей. Для этого понадобится время. Думай, еле успел выкрутиться. Мне не хватает энергии. Надобится время. Неприятный босс. Сейчас просто не хватит этой жизни. В начале хорошо так банки с манной просадил. О нет. Успел таки. Добился таки. Жесть. Как у тебя в клане написаны люди? ID игрока, я так понял, никнейм Перса. У меня в клане написаны люди. Не понял. Ты про кого? Сейчас кто в клане? Или что? Не понял вопрос, Сафон. Табличку ты же сам заполнял. В смысле, как прописаны люди? Вот это сверху штучка. Это... Этот. Кто он, скажи. Это... Баттлнета. Баттлтег. Вот, сверху баттлтеги. Снизу имя персонажа. Сегодня только в соло или пати тоже будет? Нет, пати сегодня не будет. Пати не будет вообще в ближайшие дни, потому что я... Ну, хотя нет, кстати. Возможно, фармом, если будем заниматься, там будет пати в том числе. Но пока нет. Так, выпал легендарный кинжал. Скорость базовых умений повышается на 27%. Неплохо. Ну, вот плюс 10% кроном вдалеке, это прям, конечно, хрень полная. В принципе, говно свойство прям на руле есть. Прям хрень собачья просто. Даже менять не хочется такой кинжал, но у него урон хороший изначальный. Придется брать, видимо. Так. О, плюс 1 к насыщению тенью. Хорошо. Надо, наверное, разобрать мою шапку, потому что это прям хорошая... Ну, не прям суперская, конечно, но гораздо лучше, чем то, что у меня есть сейчас. Да, придется с моей шапочки сейчас снять аспект и воткнуть. Так, что мы делаем? Да. Аспекты кинжала вытащить. Какого? Вот этого, что ли? Да, он сам неплох в целом. У него урон хороший, базовый. В этом еще вопрос. У него свойство говно, но урон базовый хороший. Поэтому его в нем суть плюс оставить. Что? Что случилось? У меня как будто все тело в окне. На тебе были татуировки ритуальные. Я... Что-то слышу. Голос. В голове. Андерея. Между вами установилась связь. Кто ты? Т... Таиса. А ты кто? Я Ларат. Я из Харадримов. Из Харадримов. Из Харадримов. Элис тоже. Если он так сказал, он солгал. Я пришел убить его. И вроде бы преуспел, но стоило мне отвернуться, как он исчез. Если он выжил, то скрылся в убежище. Убежище? У него есть дворец. Стоит где-то в восточных пустынях Кеджистана. Но больше я ничего не знаю. Так, по приемам клан, еще раз, Сафон. Вот это вот, это не ники персонажей. Это батлтеги. Это батлтеги. Это не ники персонажа. Это все батлтеги. Соответственно, если ты видишь здесь людей, которых быть не должно, значит их не должно быть. Я вот тут смотрел. То есть берешь, смотришь вот это имя. Дальше в табличке смотришь, батлтег такой есть или нет. Если такого батлтега не было, значит это не наш человек. Вот. Или там, хочешь сказать, вообще никто не совпадает. Ты говорил, кроме Ашавы еще два мировых босса, когда, где. Так мы пока вообще не знаем времена призыва мировых боссов. Когда будет интересно расписание, будет в дискорде. В разделе мировые боссы расписание полностью. Так что смотри там. Нам надо в Тарсарак. Местные жители хорошо знают пески Киджистана. Может кто-то слышал о нашем дворце? Позволь мне пойти с тобой. Не знаю, насколько я полезна в таком состоянии, но я обязана тебе жизнью. Ты нам ничего не должна. Но мы будем рады, если ты пойдешь с нами. Ты тоже вправе желать отмщения. В общем, видимо, она в Андрей превратится, но сильно позже. Что довольно печально. А если это Энди, она пока не палится? Ну да. Да, судя по всему. Ну, если ее связали с Энди, то, видимо, это она и будет в перспективе. Хотя, может, еще какой-нибудь твист опять будет. Из другой этой бабочки сделает ночной Энди. Не понял. А что, третий квест закончился уже, что ли? Третий акт. Погодь-ка. Нет, третий акт еще не закончился. Нифига, что далеко бежать? Жесть. Жесть. Блин, я хотел Андрея убить. Меня прям уже который раз обламывают. Который раз уже говорят, сейчас будет Андрея. Щас, 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 щас. Щас, щас, щас. Щас будет Андрея. И там хренак. И опять не Андрея. Прям нагнетают, да, обстановочку. Так. А, я ж хотел, подожди. Я ж хотел аспекты повыкладывать и... И шмотки продать. Инвентарь полный. Сейчас мне нужен, получается, кто... Мистик. Пойдем к нему сначала. Наковыряем аспектов. А потом пойдем дальше. Так. Сначала нужно извлечь аспект из этой шапки. Очень уж он хороший. Да. Ну и из меча давай тоже вытащим на всякий случай. Почему бы нет. Аспект не очень хороший, но... Пойдет. Так. И теперь... Теперь, теперь, теперь мы в шапку вставляем. Эм... Не понял. А. Я не сюда нажал. Не сюда нажал. Вот сюда. Снаряжение. Да. Его нужно перетащить. Вот он. Чпоньк. 749 монеток. Ууу. Дешево как. Легендарочки обходятся нынче. Так. И... А в мечишку. Вот этот аспект ставить. 2000 уже. Это подороже. Подороже оказалось. Ладно. Давайте тут четвертый акт и конях убери. Так я не могу четвертый акт раньше, чем третий пройду. Четвертого акта пока нет. Он пока недоступен. Так. А все остальное получается мы что? Мы выкидываем. Правильно? Да. Все остальное я уже отсек. Да. Надо выкинуть. Остальное выкинем. Ну как, выкинем. Отдадим кузнецу, так сказать, на растерзание. Мир на карте единственный или будут телепорты в другие местности, как Диабло 2? Тут мир полностью открытый. Максим. И это... Сразу все местности в одной, скажем так. То есть вот пески, болота, снег. Это все находится вот на одной большой карте. Иди и топор племени быка пропал искус. Подожди, какой топор племени быка. Я вообще не тебе пришел. Вот кузнецу. Я пришел к кузнецу. Иди и задай демонам жару. Погоня за злым. Да. Примерно так это и выглядит сейчас. Так вот идти надо. Вниз. Хорошо. Да. Как же далеко бежать. Просто жесть. Я думал, что каждая одна большая локация это один акт. Оказывается ни хрена. Локации и акты не совпадают. Ни хрена. Я думал, что хотя бы половину игры мы пробежим с этим. С конем. А ни фига. Ну, кстати, да. Катерзат усменить надо. Осторожней. Как меня-то. Что надо делать? Выдержите визапное нападение. Ух, тут нападение так нападение. У меня кончилась энергия. У меня кончилась энергия. У меня кончилась энергия. мне нравится я же говорил меня пока игра всем устраиваться камере на том этапе на котором она я нахожусь меня все устраивает но видишь я еще не перешел еще в эндгейме по поводу игры в целом я пока сюжет прохожусь от кайфовый пойти интересно поэтому поэтому пока сказать сложно что-то дальше текст нормально да нормально так и есть так и есть и мне игра увлекла еще на бете поэтому пока что она в принципе продолжает эти ощущения выдавать которые выдавала на бете что у меня все хорошо в этом плане так что делать дальше эту штуку прокачивать с оглушением давать бы не хочется насыщение тенью прокачать возможно вероятность критического удара повышается три процента это хорошо давай это будем качать багов не замечено ну как прям критических нет игра и вылетает только периодически так ничего бы все все внечено игра вылетает периодически при некоторых действиях но нужно эти действия делать они не особо значит такие популярные то есть вот я сейчас играю уже сколько 8 часов за 8 часов ни одного вылета у меня не было игры нетожди был были вылеты и одно зависание было было были были вылеты одно зависание буквально в чем было зависание да ну за 8 часов получается дважды какие-то косяки случались зависанием там вылетами прочими штуками бог ты мой какая длинная локация может быть вы поймете есть нет мастерство оружие да я покачал мастерство оружие уже она уже на максималке вот лишь три из трех уже все больше качать некуда сейчас такие пассивки уже идут что навыки основные уже взяты в принципе принципе насыщение можно еще прокачать конечно же очки то еще есть о уникальный монстр набегает оказывается едут от него активно убегаю зачем-то просто быстренько разваливаться это пойдем дальше правильно уникальные пачки нужно убивать . по-другому опыт получать на поставить . то я даже не знаю куда бегу вот так коп так мужчины по очереди пожалуйста сходите к даме уж налетели сразу чайки папа штука горит и тянут вниз а влево оказывается нифига себе я не туда шел изначально мог бы как прям в первом акте тябл 2 дк то они есть это фолины попадают среди здесь полины и шаманы просто они и перерисованы здесь у фолинов целое это целые отдельные раса скажем так с разными разновидностями фолинов ой не туда странно что я не встретил ни одного алтарь элит пока бегаю то есть я нашел всего 2 алтарь элит просто проходят по сюжетным дорожкам нужно бегать отдельно их искать просто жесть какая-то у тебя конечно деле вне стримов позанимаюсь но все довольно странно я рассчитал что я пока вы проходить игру я хотя бы ну там не знаю там алтарей 23 найду просто проходя по локациям а нет ни хрена они где-то непонятно где каждый алтарь хрентами где находится а всего их алтарей элит 180 таки кажется что 180 алтарей но все их нужно будет отдельно пробежаться и собрать это модель надо выделять время и прям бегать собирать алтарей элит веселуха чем смысл игры мы помогаем одним демонов против других демонов вообще нет мы помогаем типа мы никому не помогаем мы пытаемся спасти мир от типа катастрофу типа полного уничтожения все такое и так каждый раз каждый в каждой части я было смысл игры собрать скинчики на это тоже то есть такое да прикольным а есть здесь неподалеку где-нибудь вейпоинты это я бегу и вот вообще не никуда не втыкаюсь да где-то будет его и point 1 жиран дай какая-то локация называется жиран дай этот жиран дай будет а так он при по дороге 5 будет то есть мне дорога ведет опять к вейпоинту хорошо прям по дороге сейчас должен открутся какой-то жиран дай смысл где собрать нигму финик и всех убить ну да это скорее про диабло 2 ближе а тут найти андрей лилит и диабло самое главное у меня пока что смысл изучения значит посел найти здесь диабло где здесь диабло вообще где диабло где коровий уровень где вот все джиран дай не жиран дай а джиран дай казах через g я думал когда это слово жир получается и на поладжи типа наоборот тапочки смотри чуть побольше короче брони при этом резисты молнии и этого поменялись местами также по 4 ко всем характеристикам но давай поменяем не знаю пусть будет здесь что 14 ловкости 6 ко всем характеристикам хорошо нравится плюс 2 к умения начались шмотки о у меня пошли шмотки с плюс 2 к умениям прикольно плюс 2 к шквальным огню плюс 2 к пробивающим выстрелом все это мне нафиг не нужно я этим не пользуюсь к сожалению или к счастью не знаю с лаки хитом ты посмотри арбалет и 17 процентов урона уязвим противником о надо аспект переставлять надо переставлять аспект в эту штуку блин жесть тут два афикса на урон уязвимым противником и о-моё надо менять надо менять арбалет надо менять арбалет пойдем в город о спасибо дополнительная очка удали так чё я качал там чё-то я качал то есть помнить не могу понять чё я качал а вспомнил критер он качал так пойдем сходим ближайший город где есть от кто-нибудь кого из подписчиков диабло уже убил выбил подписчиков диабло тут не приспешники диабло тут приспешники релит скорее пока никого сейчас бегаем за андорелькой вот с момент с минуту на минуту должны ее убить были но куда-то опять отправили нас так и не нашли мы андорель сейчас неплохо на должен не бустануть этот арбалет я каш потеряю плюс 16 ко всем статам что довольно печально но арбалет супер неплохо выглядит прям то щелаки страйк появляется с казнью вообще круто 30 тысяч уже следующий и 20 ко мне офигеть за них это растут у каждого этого специалиста старая нужно разобрать так это уже убирай иди и задай демонам жару дерево ежевики теперь не будет угнетать людей да с деревом ежевики покончено теперь санктуаре ежевики больше не будет привет миссарас сейчас серверами дябл 4 все норм да ну кстати как но я не знаю да нет но у меня играет игра идет как видишь как там серверами сейчас дела не знаю такое бывает периодически такое у них на бете было регулярно когда нет-нет да перестает пускать в игру перед андрей я играю с ру учетки если вопрос в этом да ну и паучки смотри какие маленькие ну и паучки смотри какие маленькие скоро там нет паука пустыня хорошая какой-то ходячий полупаук не знаю что это такое вообще это что там за срань такая на ножках ходит и по бог ты мой какая извращенная фантазия ты посмотри улей мух ходит на ногах потом взрывается и из него рой мух вылетает 6 чем на ногах даже на каких-то таких этих клешнях он ходит приколюха оу скорпионы ростов-турак отрастил ноги да да это он и он и есть да там только челков не хватает знаешь или этих ботфортов сапогов такие знаешь да это выше колена и челков выглядывающих был вообще просто это шик киджистан опана это у нас киджистан оказывается в основном слухи местные говорят что по ту сторону вечной песчаной бури в огромном дворце живет какой-то колдун один из кочевников мог бы нам помочь они знают эти земли лучше таиса андрея я ее слышу надо найти укромное место заставить ее утихнуть найди проводника а я поищу что-нибудь что приведет то и сув чувство ноги а вы поезд здесь есть нет да вам вижу я пора сначала его возьму а потом уже будем бегать кругами что 5 выкинет меня куда-нибудь ну уж нет даже за все золото колдея колдеет нас локация из 3 дябли была у нас здесь кажется локация тоже есть колдей должно по крайней мере посреди бури живет колдун который вас на куски разорвет никто не хочет мне проводником быть да никто не хочет помочь герою спасти мир нет глупца который согласится на такое брось эту мысль хоть в живых останешься спасибо погоди а тут старик ну ну этот идиот приведет вас разве что в могилы но ты я вижу сейчас на все готово он день деньской валяется в облаке белого дыма на берегу будь осторожней там опасно актов шесть или больше не знаю я все может акта 4 на самом деле или 5 вроде бы 5 актов насколько я понял из сегодняшних разговоров мне казалось что их 4 должно быть нашел тихое место где она сможет сосредоточиться на андре безопасно ли оставлять ее тут это безопаснее чем слоняться по пустыне пока не найдем проводника отстаешь от убиваки на пол шишечки смысле в лака начал играть на 9 часов раньше чем я прикалываешься что ли 2 к начал играть в три ночи кажется или два ночи а я тут нет на 9 на 10 часов я позже начал играть на 10 часов позже не в городе я играю на втором уровне мира два ко всему еще на максималке так что я тут не знаю насколько я отстаю 5 сергей на фулл русского где было 2 норм потом разбираться или нет шматье ну кто-то говорит о том что типа лучше сразу на ингельше делать я не знаю никого смысла не вижу мне на русском хорошо играется тут нет никаких этих как назвать ну типа сейчас пока непонятно как торговлю все будет развиваться короче они 5 что делать но смотри я стримлю сколько по времени ты можешь увидеть только стрим у меня идет там уже может сравнить по времени потом что сколько делал вы хотите сравнить то сравнить нужно по времени стрима итоговом я вне стрима не играл соответственно просто стриме есть то и я стримлю 8 часов начал 12 на 12 и вот сейчас добрался до 8 часов вечера офиген быстро это не быстро я поясними но я могу судить я продвигаюсь супер быстро по игре я нигде не задерживаюсь вообще м очень хорошо придет пока что посмотрим дальше как будет сюжет пока хорошо идет по крайней мере пока прямо супер трудности не было были боссы такие проблематичные немножечко как бы так вроде москва и попотеть но и не узнать что прям где-то я такой типа переигрывал босса типа или за того что не знал в муссет или что-то еще в этом роде я даже не умер ни разу по большому счету один раз лавто склеил когда человеку подсказывал чтоб на карте показывал отвечал на вопрос чате долго и не обратил внимание что этом бьют не за смерть было тогда это должны разные умер короче на я пока слишком легко все происходит для меня идите вход в наркопритон бог нашел какой-то наркопритон здесь наркоши на меня решили напасть можно скипать без проблем все идеологии заставки да сюжетку достаточно один раз посмотрите потом ее можно вообще пропускать но если вы потом будете играть в стандартное издание если у вас стандартной версии диабло то вы можете просто старте быстро быстро сюжетку пропрыгивать не обращать внимание общения что здесь рад что я в этом плане вам помог я уже платил оставь меня мы не за деньгами нам надо то не может быть это же символ х хура как там хорадримов до хорадрима декарт декарт кайн это ты дружище это мисс хиф бог ты мой декарда больше нет я ларат мы ищем того кто проведет насквозь песчаную бурю на севере песчаную бурю говоришь другие вам видно отказали готов спорить несли чушь про колдуна что мне колдун время справилась почище любого из них да да я помогу неподалеку есть старая часовня отправимся в путь оттуда хорошо собери все что понадобится я за то из и встретимся там мисс хиф постарел так он не только постарел еще скурился уже в наркопритоне сидит обкуренный весь в хламину капец блин один с козами спит другой у курок чуть что с героями этого мира происходит вообще так что от меня хотите а вот эти надо да сейчас я водички наберу вернусь а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Опа Сиськами, пытками и всякими прочими извращениями Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь старый у курка, какая жесть! Что с ним случилось? Что с ним случилось? Что будет незабываемо! Правда, Дикар? Дождаться не могу! Так, и что мы? В бурю пойдем? Ну, след за пределы карты, смотри. По карте мы находимся хрентами где вообще? Мишиф называл его в детстве. Так он, по-моему, Мишиф и был в детстве. Когда пиратский перевод был, его в старых версиях Мишифом называли. Он кругами бегает, Мишифу. Ветер крепчает! За мной! Да, он что, урон наносит? Буря урона наносит, прикинь. Мы сейчас просто идем, и я получаю урон постоянный. А, так вот что он говорил, когда говорит, запаситесь зельями. А, вот место где. Урон мы не получаем. Блин, да когда надо, получается, зелья распределить так, чтобы не получать урон некоторое время? Ни хрена себе. Либо стоит здесь и хп пополняет, смотри. Давай пополним, пожалуй. А то я банки-то не увеличил в количестве, чтобы двигаться нормально дальше. А! Верблюд-целитель? Изабелла, это верблюд? Возьми, вертую, Забелла, лекарство. Это верблюд, оказывается, целитель. Опасное приключение. Бог ты мой, у нас Лерблюд-целитель с нами ходит. Не хватит, бей сам. Ха, ну такую щедрость грех не уважить. Похоже, буря слабеет. Вперед! Я что, ну про какую Изабелла он говорит? Думаю, может какая-то бабка-целительница тут не под руку есть или кто-то еще. С которой нужно подлечиться. А, нет, оказывается, это верблюд, блин. Один с козой, другой с верблюдом, ага. Два брата-акробата. Буря опять набирает силу. Сюда, живо. Куда-сюда? Стоим на месте или что? А здесь что? Секретное место какого-нибудь нет? Нет, ни хрена, секретного тут нет. Срань происходит тут. О, нет, нет! Назад, назад, скорее! Куда назад? Что такое? Моя трубка. Я забыл её в часовне. Надо скорее за ней вернуться. Слушай, сделаешь хоть шаг назад, и я тебя на клинок насажу. Ладно, ладно. Но такого предательства, Декарт, я не забуду. Чувак, забыл укурку взять с собой. Идём! Возмущается, говорит, пошли назад за укуркой. ПОДПИСЫВАЕТСЯ ваттон да если бы ваттон нас напали защищайте за это у нас нас нападали конечно на сбит напали идет стал то зачем стоишь на месте то ты напали привет игорь не хочет буря нас отпускать сюда банки кончаются а вот там валяется 1 жесть не банок ты хватает сейчас уже место до места декарт помнишь ли ты соленый запах океана нас тогда не пугали не тени и демоны с тех пор я много где побывал видел такое чему ты не поверил но без тебя все иначе я странствовал без цели бессмысла просто что точно в жизни надо знать к чему стремишься один шаг за другим так старина остановимся умрем привет павел срок он ты играешь да я играю срок аккаунта сделала свой способ без запаса срок аккаунта граница пускать значит сделать что-то не так игра должна запускаться в любом случае ты не запускает значит что-то неправильно делаешь скорее всего ты неправильно ее скачал вот что я могу сказать не отходи далеко такая ошибка вылезает когда ты неправильно игру скачиваешь то есть не не те слова написал в этом в battle.net кто-то инсталлере неправильная комбинацию какую-то вел вышли наконец то это все да тут и в половину не так опасно как болтают не приведен на речь марика быть может когда-то это была святыня кеджистана они никто и не вспоминал пока ее не нашел элиас там должно быть сокровище мисс хив стой на месте ни с кем не говори здесь очень опасно сделали тебя трусливым дружище не бойся я ничего не выкину это уже полноценная игра перед для тех кто заказал дверцы за рюкс или выше разбойник как класс но мне нравится поэтому я играю именно поэтому я ее выбрал стараниями господина элиаса в санктуарий пришла лилит он же и подчинит малое воплощение зла нашей воли только представь у нас будет такая мощь и тут город жителей которые чего живут ради лилит или что почему они не сумасшедшие подожди я вас раньше не видел мы только что прошли через бурю хвала матери а новые ученики вы правильно решили прийти сейчас лилит недавно удостоила нас визита она была тут да мы мы были счастливы но не бойтесь господин элиас может дать вам взглянуть на нее сквозь незримое око если заслужить входить и предстаньте перед ним вот такие некрус бамбунг и рурсун я не знаю если таких ников нет таблицы значит просто она не принимай пока их возможно кто-то сменил свой свой батлнет аккаунта что другое я хрена узнает какой акт уже проходишь 3 надеюсь что заканчиваю потому что тот супер длинный третях прям очень длинный мы проходим уже супер долго коня взять где в четвертом акте дают говорят я сам не нашел себе еще коня потому что догоняющего на скверах уже не вместе отрюлась новая специализация незримое око и банки можно щапнуть подожди я забыл что сделать благодаря и подготовка или за каждый потраченные не турист энергии время оставления вашего мощного менее сокращается 4 секунды при использовании мощного умения время основе других умений сбрасывается мощное умение это наша тень за каждые 100 энергии я столько энергии не трачу мне кажется нет пока эта штука пользуется не буду так пойдем сходим город нужно банку апнуть баночка лучше улучшилась точнее можно улучшить сходить лут голень что ли но в тех же окрестностях и джистан там же где этот колдей и вся эта история прочее так чё я хотел мне нужно да мне нужен алхимик мне нужен алхимик что требуется раздробленные кости зверя нихрена себе где такое взять ну-ка опа а их фармить нужно где-то смотри качаю их скрафтить нельзя ну-ка можно изготовить подожди все это все одно и то же да так и что такое раздробленные кости змеи где мне такую взять недостаточно материалов подожди можно добыть и таки у животных и чудовищ а также оборотней очень нестерпывающая информация хорошо ошибка 1910 что значит при логине не знаю я в ошибках не разбираюсь тебе что-нибудь выковать но по-моему у меня вчера была такая же ошибка когда игра еще не запустилась если захочешь что-то выковать в ролике где я рассказываю про то как запустить игру с ру аккаунта есть закрепленный комментарий рекомендую его прочитать потому что скорее всего у тебя ошибка влезает именно из-за этого сейчас до сих пор как мне начало а лето есть ли надежды на то что лето будет теплым конечно краснодаре лето прекрасно супер жарко все как обычно оборотни были где висела полдруля но я не пойду сейчас фармить оборотни попробуем с этим бутылками дальше пройти надеюсь выжим как-нибудь у нас пополнение узри чудеса что мы для тебя припасла сейчас пузырю о да не убоимся мы больше демонов они станут служить нам мать благослови меня о дай мне силу я сделаю все что ты хочешь мы сейчас мы пойдем обратно будем всех убивать до этого не по дороге не зря вот так много всего происходит ступайте и предстаньте перед судом господина элиаса не показывайте ни страха не колебаний не волнуйся вечная матерь я дева ступит наш мир это не тот ли тип который призвал лилит вообще изначально и тут был рад на подожди но выглядит точно так же как из ролика из того тот полу из и чувак который призвал в трейлере самом первом гадилла 4 только представили я ждал тебя рассматриваешься нами через незримое мышь я бы стал тратить на вас такую мощную манью с нашей последней встречи ты ничуть делал я избавлю тебя от мучений старик надо было сидеть в своей ночи все кончено это был надо найти незримое око пока еще есть время не оставлять же его этим фанатиком ел я сегодня нет я что-то утра поел и все переда перед стримом кровавые лепестки посмотрим что здесь было мефисто мефисто дьявол бааа санктуарию не миновать крах а ты не веришь абсолютная вера для глупцов и фанатиков у нас одна надежда что ты нас спасешь я хочу не спасти а дать силу приняв ее но сильные бросят вызов мощи преисподней а слабых предоставим их судьбе андриэль жива харадримы умрут любой ценой любой ценой дрель жива что он умел в игру у меня было еще видение лили думает что воплощение зла уничтожат санктуари и дает людям оружие против них поэтому они с элиасом собирают последователей хотят создать целую армию дала владыки преисподней наши смертные враги и мы им так просто не сдадимся элиас как ты выжил не понял тебе не понять что я сделал для нашего мира что так случилось я еще не готова не хватает энергии столько лет а сил у тебя не прибавилось меня не убить нужно больше времени нужно больше времени нужно больше времени почему этот ублюдок никак не сдохнет не знаю почему никак не сдохнет нельзя и дальше биться головой об стену он нас так измором возьмет нужно бежать но не без незримого ока если сможем его забрать лишим его хотя бы части силы на деревушку люди там мерзли и голодали и молились свету который не грел никого но рядом с ней в их сердцах вспыхнуло пламя теперь они никогда не ощутят ни голода ни холода на деревне в котором мы так начали игру видимо ух ни холода на деревне я еще не готов а в тебе я чую кровь лилит она дарила тебя своим благословением открой ей сердце прими свою суть не когда атака со племя рано или поздно без дашь старик как всегда думаешь следующий раз что для этого понадобится я еще не готов какая воня неестественно здесь творится некромантия откуда у него такая сила привет андрей при запуске игры ошибка номер 7 вылезает у андрея кто-то по такой же пусть не спрашивал уже но я не знаю что значит может попасть и в сервис фирами косяк какой-то ощущение диаба 4 такие же как от первого забега выстрела меня на 3 конечно поле битвы где от рук ангелов и демонов палит тысячи людей больше так никто страдать не будет сказала она в ее глазах я увидел рай где мы будем свободны от тирании небес и преисподним надо только обрести силу и отвоевать его чуть разумно я бы тоже присадился к вере в лилит диаба 2 диаба 4 слишком разные игры чтобы их вот так вот сравнивать в диаба 2 риск ракет я проходил уже знает его поэтому еще не другие совершенно не изменит слишком поздно лилит не остановить ну давай покажи мне хоть что-нибудь нужно больше времени чтобы там так ну и 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 Давай-давай-давай. Ух! Имя-фамиль, да, примерно так, ага. Время прошло от первого упоминания Diablo 4, от блюзов до релиза. Ну, кажется, впервые показали на каком? Восемнадцатом году или девятнадцатом, кажется. Девятнадцатом, наверное, году. То есть, четыре года прошло, получается. Первый трейлер показали четыре года назад, получается. Да, наверное, так. Ладно, опять же, до пустыни уйти, что ли. Надеюсь, там буря уже утихла. Мы просто пройдем пешочком, спокойно. А, да, вот локация открыла, смотри, пустыни. Вот и ты. Ну, убила того чародея. Молчи, буря стихла. Мы вытащим тебя отсюда. А-а-а, обидно. Я своего уложил. Опоздал самую малость. Напал со спины, зараза. Проткнули, как шипастую крысу. Такие дела, Декарт. Которого не заглянила немножко на мискифа. Открывается нести такие дела. Мискиф умер, зашибись. В этой серии решили похоронить мискифа. Супер. Сколько бонус копа, то есть ли в фулл пати играй? Я не знаю, не считал. Не смотрел в смысле. Там показывается вроде 10% или 5% что-то такое, но... Я возьму незримое око. В роли бы не складываются, и получать 40. Использовать против них. Встретимся у часовни в пустыне. Ступай. Да, у Бербида столько зелий, и он помирает, да. А, нет, смотри, телепортнули сразу выкоду из пустыни. Бежать не пришлось. Хорошо. Он мертв? И не раз. Проблема в том, что он никак не умрет. Хм. Он сильнее, чем я думала. Я его недооценивала. Я тоже. По крайней мере, мы забрали у него кое-что важное. Незримое око. Кажется, он использовал его, чтобы общаться с Лилит на расстоянии. Мощный артефакт. И опасный. Возможно, оно нам пригодится. Дай мне время изучить его. Единое зло. Возможно, оно восстанавливало силы. Преисподняя становилась все ближе. Но Элиас не стал ответом на мольбы людей. Вынося о ком-то суждение, мы смотрим не на слова, а на действия. Все просто. Элиас разглагольствовал о спасении мира, стоя на горе мертвых тел. Затем появилась страница, полная противоположности Элиасу. Ее окропила кровь Лилит, но она не поддалась Скверне. Это подтвердилось на деле. Тогда-то я и поверил, что вместе мы сможем противостоять злу. Третий акт так кончается, что ли? Быть в его секте, наверное, это ужасно. Так же, как и везде. Наизнанке санктуария. Да, третий акт завершили, прикинь. Неожиданно. Чаще всего я могу отгородиться от шепота Андреэль. Но не всегда. Лучше уж шепот, чем она снова явится в мир. Андреэль часть плана Лилит и Элиаса. Но какая? Что нам известно? Лилит заключила сделку с Астаротом. Демон, служивший ее отцу. Интересный выбор союзника. И у нее есть ключ от преисподней. Где ее считают предательницей? Зачем ей туда возвращаться? И она уже там? Нам нужны ответы. Элиас связывался с Лилит через незримое око. Может, оно нам поможет? Принеси его сюда, хорошо? Это опасно, но выбора нет. Когда будешь готова, представь себе Лилит и загляни в око. Ой, сектору провалился. Неплохо. Сущность мой отца возрождается. Откуда ты знаешь? Чувствую, будто тысяча старых ран отверзлась вновь. Он еще слаб. Уязвим. Уязвим. Я ударю. Пока не поздно. Отбери его силу. Другие лорды. Что с тобой? Она видела меня. Она знает, что мы ее ищем. И придет за нами. Это лишь вопрос времени. Нет. Не обязательно. О чем ты? Мефисто возрождается. И Лилит хочет забрать его силу, пока он уязвим. Так вот, к чему ты готовишься. Давай, старик. Думай. Думай. Получив силу Мефисто, она станет одной из великих. Тогда она сможет покорить Преисподнюю и Санктуарии. Я придумал, что нам делать. Но для этого нужна помощь одного старого друга. Доставь послание Донаму. Он ищет наставлений в Киавашаде. Итоги. Не. И что мы сейчас будем союзить Мефисто, что ли, против Флелит, получается, в таком случае? Что тоже довольно странно, получается, убив Флелит, мы поможем Мефисто возродиться в таком случае. Прям интересная тема. Название квеста? Предвестие бури, касание мастера. Побочные квесты всякие, не бесполезные. Эмм, окей. Блин, третий акт как-то прям неожиданно закончился. В Диабл-2 мы дрались, каждый акт с какими-нибудь воплощениями зла, а здесь... После всего, что было. Вот так вот. Надеюсь, хоть что-то хорошее. Труит этот, Дон. Чудесно. Чудесно. Брат. Филит. Преисподняя. Камень души. Что? Ну ты серьезно? Что там такое? Он тебе не говорил? Нет. Конечно нет. Для этого требуется хотя бы элементарная чуткость. Это наш шифр. Он обрисовал свой план. Если это можно так назвать. Он хочет... Заточить Лилит в мой камень душ. Который... Удерживал Астарота. Это может сработать? Конечно нет. Камень сначала надо настроить. Это может сделать только владеющий знанием. Лорат считает, что эксперт это ты. Значит, его идея еще глупее, чем я думал. Сходишь в хранилище Харадримов. Я раз добуду, что ему нужно. Отнесешь... Невозможно... Он оставит меня в покое. Окей. Подожди. Лорат, что, не дал тебе лошадь в дорогу? Хотя, о чем это я? Конечно же не дал. Мы с местным смотрителем стоил старые друзья. Скажи, что тебя послал я, и он даст тебе коня. О, коня наконец отойдут. Прекрасно. Прекрасно. Пойдем за конем. Долсы или моб на них похожи? Я пока таких не встречал. Возможно, где-то они и есть. Возможно, на более высоких уровнях сложности будут появляться. Но пока нет. Долсов я не видел. Четвертый акт, Алексей. Это четвертый акт. Я пока смотрю квестовые сцены. Не могу вам отвечать, естественно. Потому что будут люди, которые будут смотреть этот стрим в записи. Для того, чтобы посмотреть сюжет. И они не хотят, чтобы стример в то время базарил. Поэтому я обычно молчу и сижу. Пока идут диалоги. Конь-ихарь. Да, если сейчас можно коня будет назвать, то он будет вязать на Игорем. Как иначе? Да она. Он добрый человек. Истинный спорежник веры. Не то, что старый брюзгас, которым ты тут бродила. Как там его звали? Ларфам, Марат? Хотя какая разница. Донану в прошлом пришлось не сладко. Я рад, что хоть как-то могу ему помочь. Возьми одного из моих скакунов. Платить не надо. Бесплатный конь, ты смотри-ка че. Транспорт. Получив транспорт, вы можете призвать его клавишей Z. Передвигаясь верхом, нажмите пробел, чтобы резко ускориться и прорваться сквозь строй врагов. Очень интересно. В окружении монстров ваше издовое животное может испугаться. Если шкала заполнится, оно вас сбросит. У него шкала страха есть какая-то еще. Очень интересно. Вы можете выбрать транспорт и снаряжение к нему у смотрителя стоил. Так, а че, а конь-то где? Воу! Ты смотри-ка че. Какой лихой конь. А это че такое? Видимо, возможно, когда ударить чего-нибудь, прорваться типа вперед. Интересно. Так, а как коня снаряжать? Опа! У меня есть отдельный конь за предзаказ, смотри-ка че. Конь, который пожрал кровища, судя по всему. Это мой делюксовский конь за мое делюкс... за делюкс издание. И почему он стоит дороже? Он выглядит как бледная тварь какая-то. А, он типа в этих символах во всяких. Ну да, ну да. Броня. У меня есть броня делюксовская тоже, смотри-ка че. Опа! Бог ты мой. За предзаказ еще одна броня. С рогами лилит или с этим? С инария этими броней. Ну так он выглядит более обосранным, поэтому так, наверное, пойдет. Трофеи. Трофеи Ашавы, смотри-ка че. Опа! Нихрена си размерчик у трофея Ашавы. С полужупа коня, как он это носит вообще. Мешает же двигаться, наверное. Жуть. Так и че, имя-то коня можно выбрать? Конь Собора Света или Скакун Старика Нелла. А имя у этой штуки есть вообще нет? Как можно поменять? Может быть как-то нет? Вообще-то тоже этот конь лилит не нравится какой-то. Он прям сильно... Сильно обосранный какой-то прям получается. Надо, может, другой вид выбрать, даже если вот так вот взять. Нет, вообще не идет абсолютно никакой. Ну, давай пусть будет такой конь Нария. Все, получается. Теперь у меня будет такой. О, смотри какой. Красавчик. Не понятно, правда, как его теперь это... Переименовать? Можно коня переименовать как-нибудь? Ну-ка, профиль. Нет, имени коня здесь не видно. Ладно. Не особо говорят скинчики... Да тут вообще скинчики платные, стране нередкостные. Мы заходили в этот донатный магазин, смотрели, и там прям... Ну, херня херней скины. Приветствую. Что? Кто это сказал? А, добрый вечер. Что, у меня окружили? Продолжение следует... Так, говорит, он больной какой-то, реально, говорит, Игорь, да-да-да. Каким билдом планируешь играть, в каком плане? Ну, каким играю, таким и планирую играть. Зато волчок есть. Да. Это точно. Оба, давайте мне моего коня побежали. Ну-ка, и что мы можем делать с этим конем? Можно траву собирать, наконец, смотри-ка, что. Ну-ка. Что-то они не убиваются, нормально. Мышек конь не убивает. Давай еще раз. Оп. Нет, одну мышь тут убил, да? Нет? Нет, не убил, ни хрена. Оп. Не, не получается. А как слезть с коня? А, вот, смотри-ка, что. Видал, что? Вау. Добрый вечер. Ускорение у коня есть? Вот я не вижу, ускорение, никакого коня. А что-то еще есть, подожди. Шпора пробил. А, это что такое? Оспешивание. А, ну сам ускоряется, когда ты бежишь просто дальше, он начинает ускоряться сам по себе. Да, так вот. Хорошая тема, прям, да. Хорошо, хорошо, пошла тема. На пробел что? На пробел, типа, нападение на монстра, плюс что-то такое, он их расталкивает или что-то. Так, я не понял, что надо делать, сейчас сказать. Я тебе три раза попробовал. Нажал, ни хрена не понял, что происходит. Давай еще раз почитаем, что написано. Повышает скорость транспорта. А, так это надо было не на монстров нажимать, а как раз таки это ускорение и есть. Все, я понял. Я думал, это врывание в толпу монстров, типа, так работает. Это как раз таки ускорение, и когда ты врываешься в толпу, оно как раз не работает, наоборот, в этом времени все, я понял. Я понял. Ой, здесь дискорде. Вот так. Что по шмоткам, кстати, у меня что-нибудь... Может поменять, можно что-нибудь, то и бегаю. Плюс 19 к интеллекту. Прекрасно. При низком уровне здоровья зелье повышает скорость передержения 20% на 2 секунды. Такое себе в целом. Цепляющий дым. Я этим не пользуюсь. Ладно, пойдем дальше. Пока даже не начал искать. У нас нарушитель. Нарушитель? Нарушитель? Это просто ребенок. И кто ее сюда привел? Ты? Скорее, это она привела меня. Меч салаги дали? Какой еще меч салаги? Меч мисхифа у меня есть. Меч мисхифа. Салаги не вижу меча. Тирель по сюжету. А что должен Тирель быть? Я не знаю. Не слышал про то, что Тирель вообще должен появляться. Осторожнее с посохом. Это не игрушка. Ага, мисхиф, 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 понял. Он жил в этом хранилище. Куда ты вломилась без спроса? Объяснись. Я ученица. И пришла изучать хородримов. Ну или то, что от вас осталось. Ах, ученица. Ну и кто же твой учитель? А? Только не говори мне, что это Ларат. Мне не нужен учитель. Лилит? Лилит угрожает санктуарию. Я должна подготовиться. Сама, если придется. Ты против Лилит? Что ж, я пришел за вещами. Надеюсь, ты ничего не испортила. В трейлере был... Что-то я не помню Тиреля в трейлере. В трейлере был Инарий. Муж Лилит. И, собственно, с ним мы встречались еще в первом акте самом. По сюжету. Что лучше разбирать ресурсы или голду шмотки разбирать? Я разбираю на ресурсы, потому что голды и так хватается со всех остальных мест. Дай я это открою. О, вторая дверь. Мы когда по сюжету проходили, ходили в левую дверь, теперь в правую пошли. В первом акте. Камень нужно настроить на Лилит, прежде чем к ней выдвинет Соларат. Иначе он не сможет как следует ее сдерживать. Прежде чем уйти, я собрал какие-то записи о процессе. Не Тирейль, а Инарий, Алексей. Тирейля не было в трейлерах. Первым делом надо отдать Лорату мои записи. Камни душ опасны. Даже в самых опытных руках. Будь на Чеклу. Мы тут призвали духа, а он взял и взбесился. Лорат уверял, что изгнал его насовсем на. Я почему-то сомневаюсь. И? Ангел был в Нарии, да. Тирейль остался в Диабло 3 набивать свой желудок. Да-да-да, кстати. Тирейль был в Диабло 3. И он теперь в форме человека. Его уже с небес изгнали. Кип того. Ты бит родом из царства ненависти. Ненависть. Это и есть сущность, которая потребует Саларату. У меня тут где-то была карта. Ага, вот она. На ней места, где сохранилась ненависть Мефисто. Осталось еще кое-что. Пол Силыч у меня Дрюкс из здания. Это средняя. Это не максималка. Из Маслато изготовленный амулет. Впрочем, старательно. Наверняка Ларад еще носит свой. Служение Ордену было делом его жизни. Я не был готов пожертвовать собой. Как он. Я хотел жить. Хотел семью. Друзей. Почет. И ради чего? Видите же, к чему это привело. Мой сын. Я не могу. Все равно ведь ничего не выйдет. Дон. Ты не понимаешь, то, из чего сделаны камни души. Они древние, как само вечное противостояние. Когда имеешь дело с первозданной магией, нужна вера. Нужна сила духа. Но у меня их не осталось. Недостаток веры восполнят союзники. И кто же? Вы? Да. Ты единственный, кто способен нам помочь. Боюсь, это правда. Я не могу ничего обещать. Я серьезно. Но. Я могу попытаться. Ради вас двоих. Могу. Посмотрим, что скажет старик. Крылья Инария за предзаказ дают за ультимейты здания, во-первых. Во-вторых, они были доступны всем еще в прошлой бете. Так что можешь там посмотреть. На стриме поискать. У меня крылья и фонаря нет. За такую срань оплатить уже не готов был бы изначально. Хотя я бы заплатил за то, что боевой пропуск в 20 уровне сразу имеет. Вот за это я, пожалуй, заплатил. Но не получилось. У меня изначально был дарюкс-версии. Апглядеть ее невозможно. На ру-аккаунте. По дороге? Я хочу тебе помочь. Я знаю традиции харадримов. Вашу магию. Даже могу читать ваши шифры. И не говори мне, что это слишком опасно. Лилит забрала мою мать. Я готова на все, чтобы ее остановить. Ха. Хорошая речь. Может, она убедит того, от кого это зависит. Пошли. Я как раз иду к нему. Кому? Канарию опять пойди. Но ты же харадрим. Разве это не ваше хранилище? Когда-то это было так. А сейчас. Время покажет, полагая. Девчонка опять присосалась к нам. Ну, Ларат еще в первой главе, кстати, говорил о том, что, типа, она сыграет там свою роль еще. И, типа, мы даже не предполагаем, насколько она, типа, там важна будет в этой всей истории. Но пока что-то это... Непонятно, в чем ее роль. Вверх. Здесь это не получится. Как удобно. Наконец-то прям, е-мое. Какое же счастье-то, наконец-то. Коня, коняга есть. То же дело, пешком ходить, то ли на коне передвигаться. Да. Хорошо, что я л-3 лилит сразу не стал собирать. Понимаешь, что обратиться ко мне, это правильное решение. Сканем сейчас дело побыстрее поеду. Девчонки, дело серьезное. Вот это тот донан, которого я знаю. Мне надо на воздух. Забрались все в кучу. Я все еще плохо понимаю подробности плана. Вон кости. Лилит хочет завладеть силой Мефисто. Но прежде чем она до него доберется, мы запрем ее в камне. У нас нет времени готовить камень. Почему бы просто не сразиться с ней? И кто с ней сразится? Ты? У тебя до сих пор ее кровь течет в жилах. Нет уж, битва — это крайняя мера. Даже если ты каким-то чудом победишь, она все равно вернется рано или поздно. Мы одолеем ее хитростью с помощью камня. Со временем камни души дают осечку. Может и не получится. В этот раз все получится. Благодаря тебе ты справишься. Ветер усиливается. Я не вижу ее. Таиса! Я найду ее. Ты, Дмитрий, есть ли это сюжет на Диабло 4 и Диабло 2? Конечно. Сюжет Диабло 2 перетекает в сюжет Диабло 3, и из Диабло 3 вытекает Диабло 4. Так что тут все взаимосвязано. Ух и мой. Как получилось? Опа! Андриль! Сейчас он дарит, похоже, будет. Ты воспользовалась оком и привела меня в свой лагерь. Ты! Что ты с ней? Вот так не ждать. Что я сделал? Я вознес ее! Руны на ее кожу. Это вратар. Она маяк для странствий сквозь миры. Унеси ее! Делай что хочешь. Ее роль сыграет. Как и твоя роль. Порадуйся сейчас. Так, готовимся. Напоследок. Главное успеть переключиться. Ой, привет, Андрилька. Ой, бог ты мой, что с тобой сделали? Да, на прежнему голая, но в серцепях. Ого, понадобится время. О-о-о-о. Можно больше времени. Надо меня бить, пожалуйста. О-о-о-о. Я еще не готов. Э. Мне банок не хватит. Банки нужны. Нужны банки, причем получше, чем те, которые у меня сейчас есть. Строфон. Похоже, это будет первый босс, который мне придется перепроходить, потому что я тупо не смогу сейчас ее убить. Нужно больше времени. Да. Добрый вечер. За ночь спойдем. Да, смотри-ка, что. Первый босс, которого приходится перепроходить все время. Андреэлька мощная баба. Блин, у меня банки слабые. Банки слабые. Нужны банки помощнее. Сейчас восстановится мое темное отражение. Пойдем еще раз. На что похожа игра? На вторую, третью часть или третью? На четвертую она похожа. Больше ни на что она не похожа. Потом, говорит, прикинь, вторая фаза. Сейчас посмотрим. Сейчас у меня пополнятся эти баночки. И пойдем еще раз. На храпом не получилось. Андреэлька прям жесткая. У нее прям... Да блин, у нее атаки супер сильные. И слишком много нужно делать всякой побочной хрени, кроме как ее бить. Там какие-то черти появляются, которых нужно убирать. Возможно, на нее, в принципе, эта штука не подойдет. Это внутреннее зрение. Возможно, другое стоит что-то взять. Потому что я в итоге не ее убью в основе своей. Я херпами кого вообще бегаю. Так, погнали еще раз. Утро, привет. Утро, привет. Утро, привет, которую она создает. Для этого понадобится время. Давай, 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 давай. Вот раз полегче идет. Первый раз я добил ее сразу до баночек. Уже баночки валяются на дороге. Хорошо. Сейчас разберемся, я думаю. Опа, вторая фаза. Опа, 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 пошла жара. Камеру поближе к сиськам. Но тут сиськи, боюсь, не особо видно, на самом деле. Хотя они тут определенно присутствуют. Для этого понадобится время. Продолжить лазер. Новые три столица. Любовь. Нужно больше времени. Да блин, дай-то мне пройти немножечко. Отлично. Ух, божечки. Эндгейм? Да эндгейм я пока еще не добрался, но нет, это не фарм порталов, это вообще отдельная история. Тут есть эндгейм как из Диабло 2, типа зона ужаса, есть ПВП зоны, которых нет нигде вообще в серии Диабло, есть мировые боссы, которых опять же нигде нет, ну короче, первый раз, говорит, встал в потоке, отснял кучу ХП, да, я пока не знал ее атаки, не знал куда вставать, куда не вставать, плюс не знал, что она кастует всяких маленьких засранцев, так-то по идее нет, нормально, нормально, справились. Потненько, конечно, но в целом проходимо, как бы, хорошо. Это мне открылись еще эти, кто они? Ульта откроется наконец-то сейчас, не ульта, точнее, а пассивка моя основная, правда, не знаю, какую брать, пока еще не решил. Не определился, но сейчас решим с этим вопросом. Так, что я качал? Я же потерялся в навыках, забыл уже, что качаю. Раньше 30-го ее не завалить? Да я откуда знаю. Я же вот, я не знаю, как можно сюда прийти, в принципе, раньше 30-го. Я не делал ничего в процессе прохождения игры, кроме как просто двигался по сюжету. И я убил, собственно говоря, убил, господи. И я дошел сюда 31-м уровнем. То есть, я ничего не делал, не качался нигде вообще, нигде не ходил, ничего не качал. Специально, блин, не могу найти, что я качал. Подожди, какие навыки я вообще использовал? А, я думаю, что за хрень? У меня выбор умения был включен, думаю, не видно, сколько статов вкинуто. Фух, я что-то это, поднапрягся немного. Так, я, а, я вот эту штуку качал, это я прокачал уже хорошо, это тоже сделали криты, что еще? Плаки страйк появляется, так, ловушки с ядом, это не интересно. После применения мощного умения восстанавливать вас 5 энергии, это тоже не нужно. Так, 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 что же взять? Что же взять? Шанс у ворота пойти сделать больше. Да, наверное, так. Наверное, так. Сюжет очень душный, могли бы сделать повеселее. Да ну нафиг, мне кажется, прикольный сюжет, абсолютно. Мне лучше, что, сюжет мне тут точно нравится, очень угарный. Вот так, Блори. Проклятие. Выходит, он провёл ритуал в вулкане. Элиас. Это он призвал Лилит. Говоришь, он призвал ещё и малое воплощение зла? Продолжай. Андорель мертва? Да. А Элиас? Он сбежал. Прежде чем отправиться в степи, Элиас побывал в Хавизаре. Он забрал то, что ему не принадлежало. Поэтому я вышла на его след. У меня есть подруга в Хавизаре, которой подвластна искусству бессмертия. Она может знать секрет Элиаса. Я могу к ней отвезти. Но нам ведь нужна Лилит, а не Элиас. Если найдём его, то, скорее всего, найдём и её. Пока мы его ищем, у тебя будет время заняться камнем. Ты ведь этого хочешь, верно? Эх, я, пожалуй, поддамся. Был один редкий случай, когда ты дал мне хороший совет. Ответы часто скрываются там, где ты меньше всего хочешь их искать. Это были твои слова, а не мои. А, и то правда. Давайте готовить коней. Привет, Мазак Сати. Приходится ли перезапускать игру? Нет, я ни разу не перезапустил игру за время стрима. Для того, чтобы там что-то сделать. Один раз я перезапускал, потому что квест... Точнее, не квест, а забаговалась кнопка, короче, выключения этих диалогов. Она практически пропадает, нужно игру перезапускать. Вот, и один раз перезапускал. Потому что у меня забаговался персонаж. Вот. Так что, ну... Если с точки зрения багов, то да, иногда возникают баги, из-за которых можно игру перезапустить. Или нужно даже. Но типа вылетов, таких прям супер, как часто, как было на бете, нет, у меня сейчас нет. Но я настройки по-другому немножко компас сделал, игры и всего остального, поэтому сейчас попроще все идет. Так, сейчас я сгоняю за водичкой, и мы с вами погоним дальше по сюжету. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, теперь можно и дальше идти. Можно через меня купить игру, за сколько стандарт будет стоить? Пока я не помогаю больше с помой... Помощь в покупке с игрой я временно не оказываю, потому что там есть некоторые сложности. И сейчас ты игру можешь купить либо супердорого, либо супердолго. Ну, то и другое я делать сейчас не планирую. Когда цена вернется на нормальное русло, тогда я смогу помочь. Пока нет. Слушай, раньше я этого не говорил, но ты... Ты молодец. Тебе удалось выстоять против Андериэль малого воплощения зла и выжить. Такое мало кому по силам. Да. Только не радуйся слишком сильно. Зазнавшиеся храбрецы в Хавизаре долго не живут. Мало кому по силам. Интересно, что бы Декард Каин написал в своих хрониках, если бы увидел нас. Два давних друга вновь встретились. Новые союзники жаждут перенять наши знания. Вместе мы дадим отпор наступающей тьме, как легендарные Харадримы. Они, наверное, тоже не знали, как бытись этого или на судьбу совсем, как мы. Но у Каина был дар видеть в людях хорошее. Одно было известно наверняка. Лилит намеревалась поглотить Мефисто и заполучить его силу. Это было ее целью с самого начала. Быть может, она хотела править в преисподней, а презренный глупец Элиас этого не понял. Быть может, мы были несовершенны, но было ясно, что нужно бороться. Это что, четвертый акт заканчивается, что ли? Надежда этого мира. Не понял. Что такой диалог был странный, как будто четвертый акт закончился. Да, прикинь, это был четвертый акт, ребят. Четвертый акт состоит из встречи с Лилит, ой, с Андериэль и все. Угар. Супер акт. Размер, конечно, огромный. Третий акт был конский по длине, здесь прям копеечка. Почему нельзя было разделить третий акт, сделать его поменьше, чтоб четвертый хотя бы таким маленьким не казался, какая жесть. Как тебе, говорит, сама игра? Мне игра нравится, спасибо, что спросили. Да. Мне, кстати, из Лилитки выпала же бронька легендарная, да. Забыл посмотреть, что она дает, но дает она на самом деле срань. Но с учетом того, что у меня еще большая срань, в принципе, почему бы и нет. Да, вроде даже это лучше, чем... Нет, это хуже, чем моя. Она больше брони мне даст, но меньше урона, ну, хрен с ней. Давай напялим. Да, это как в Диабло 2, в Диабло 2 тоже сразу первая ассоциация, что как в Диабло 2 сделали. Типа тоже третий акт длиннющий и четвертый акт каратенечка, прям каратенечка. Ну, если ты готов передавать акт, и он, типа, турецкий, то другой разговор. Я так говорю, про пересылку игру подарком, это другая тема. Она не так работает. Дереча смерти, подожди, что она дает? А, это урон повышенный будет. Нет, это фигня, я не хочу играть. С такими бомжами здесь сражаться. 35 левел уже обмазался легоми. Я не обмазался легоми, я их нашел из актовых боссов. Нигде больше они меня не падали вообще. Только из актовых боссов. А, хотя нет, одна лего, по-моему, где-то выпала из какого-то бомжа. Но всего одна. Не считаю, что это проблема. Баттл пасс тебе сейчас ничего не дает, потому что баттл пасса в игре нет. Баттл пасс это то, что появится в игре с лентами, когда... Где мой конь, блин? А, он испугался и ушел. Понятно, ждем коня. Я не туда заехал. Давай поставим вот так вот эту штуку, по которой можно будет ехать. А то я бегу наугад куда-то. Можешь купить на фанпэе или противо-рус. Цена стандарт 6 тысяч. За 6 тысяч ты игру сейчас не купишь. Это херня собачья. Тем более на фанпэе. За 6 тысяч тебе добавят друзья, и, возможно, через 3 дня ты купишь их за 6 тысяч. Вот это правильный ответ будет. Возможно, через 3 дня. Ультимейт баттл пасс до 100 левела сразу. Не сразу, а со стартом сезона. Баттл пасса в игре сейчас в принципе нет. Маза, кстати. Он появится только, когда стартует сезон. Дыхание ангела это хорошо. Надо забрать. Привет, Кратос. Почему количество фляжек не увеличивал? В смысле не увеличивал. Как их увеличить? Единственный способ увеличения количества фляжек, который я знаю, это увеличение этой известности в локациях вот здесь. Но я известностью пока вообще не занимался. Мне пока на нее по барабану глубоко. Я пока занимаюсь прохождением сюжета. Если есть какой-то другой способ увеличения, то хорошо, я бы увеличил. Но пока я таких способов не слышал. Кроме влечения известности. Утром старт был 100к голды. Было продано за 2к фг. Нихрена себе. Это расценочки. Что-то прям кто-то купил 100к голды за 2к фг. Нихрена себе. Это жесть какая. По крайней мере, мы будем знать, что на старте сезона будут такие цены примерно. Я на GSP пока даже не отреживал, что там дают. Нельзя позволить ему вечно избегать правосудия. Да. И если убрать Элиаса, у нас будет больше шансов одолеть Лилит. С чего начнем? Идите в болото и найдите там Тимуя. Она заключила сделку с болотной силой и обрела долгую жизнь. Она может знать, как убить Элиаса. Мы с Нейреллой начнем искать ее. А Донан? Он занят камнем души. Это тяжелая ноша для одного человека. Надо предложить ему помощь. Окей. И что-то сделать? Поговорить с Донаном. И здесь еще какой-то вейпоинт есть. Надо тоже взять его. Чтобы не возвращаться сюда уже, да? Чтобы возвращаться сюда. Это же моя локация. Ключевая, да? Хавизар. Большой город. Нет. Я займусь камнем души. Ларат как-нибудь справится сам. На северо-востоке отсюда стоит крепость Закарумитов. В ней дух ненависти особенно силен. Может, там у нас получится подготовить камень души для Лилит. Мне бы пригодилась твоя помощь. Ок. О-о-о. В путь. В путь, друзья. В путь. Не, подожди. Сначала я выкину весь мусор, а потом в путь. Сначала с мусором разберемся. М-да. М-да. Так, и камушки надо положить в сундучок. Где сундучок? Сундучок вон там. Утро прошаренный про онлифанс. Я даже не в курсе был, что там, оказывается, бесплатные подписки есть. Тогда все, на онлифанс больше не пойду. Если там бесплатные подписки, мне там делать нечего. Знаешь, что надо сделать? Надо воткнуть в сокет эти на жизни штуки, а то у меня жизни уже не хватает. Меня прям пробивают неплохо. Надо сделать себе рубинов. Правда, нихрена я их не сделаю. Потому что стоят они супер дорого. И по шмоткам что у нас здесь? Есть появилось что-нибудь новенькое, нет? Или все еще одеяние бомжей? Сменим стиль на зеленый. О, вот длинные тапки. Прекрасно. Великолепно. Так, теперь за камнями. Где камни? Здесь. Камни здесь. Камни здесь. Камушки можно объединять, да. У ювелера. И красиво, и польза есть. Да уж. Так, дальше. Топазы. Сапфиры. Так, изумруд. Что изумруд дает, если вставить в украшение сопротивление яду? Это нам не нужно. Сопротивление темной магии. Сопротивление стихиям. Вот это давай. Это мы сейчас кольцо воскнем. Чтобы резисты были. Так, дальше нужен изумруд. Да, его вот сюда. Дальше. Череп что дает? Череп дает какую-то хрень. Да, туда нужны рубины. Нужно еще парочку рубинов, тогда просто чистых воткнуть. Стиль зеленых полотенец, ага, типа того. Восьмым постом утром чел выставил перчатки на разбойницу восьмого левела. Ему предлагали 100, потом 125 фг, он хотел больше. Угг. Кто-то покупал перчатки на восьмой левел. Охренеть не вставить. Нахрена это вообще нужно? На первом уровне можно с голожо побегать. Все. КПшечки увеличили. Так, сюда можно вставить что? Что я вставил? Алмаз. Алмазов у меня больше нет. Печально. Ну, туда давай сопротивление чему-нибудь ставим еще дополнительному. Чего у меня просажено? По резистам. У нас в конце концов пятый акт или что, да? Надо подготовиться хотя бы. Сопротивление огню у меня самое низкое. Хорошо. Что здесь дает сопротивление огню? Рубин, наверное, да? Рубин я все истратил. Блин, тогда следующее что еще есть? Яду резисты просажены. И холоду. Вот, к яду у меня есть как раз хороший, хороший этот. Изумруд. Привет, немец. Как тут с торговлей? Ну, она присутствует в каком-то виде. Но в каком пока еще окончательно не сформировалась. Так как игра стартовала только сегодня ночью. Пока еще непонятно, как она будет существовать. Но люди уже торгуют золотом. Желтыми шмотками и... И фляжечками. Пвп есть, да. Пвп есть. Но оно, как сказать, есть. Есть зона для пвп где-то, то есть, где игроки могут нападать друг на друга. Но это не то, чтобы прям... Пвп, пвп. Это скорее по желанию, за косметику. И стенка на стенку, по большому счету. То есть, там пвп как в Диабло 2, например, где типа... Встретились два чувака и такие, типа, давай, помочимся, типа, кто кого. Тут такого нет. Тут зона пвп, где просто люди приходят на арену и там херачатся друг к другу. Толпой. Забирая друг у друга ресурсы, которые там же и добывают в этой зоне. Тридцать пятый уровень локации приперся. Тридцать пятый уровень локации. Нужно подкачаться где-то. Сейчас, скорее всего, опыт сети не будет. Посмотрим. Скорее всего, я сейчас опыт получать не буду. У меня четыре уровня разницы с монстрами с местными. Опа. Это я хорошо пробежал. Это что за монстр такой был? Хорошо. Опыт идет. Идет нормально. Вот сейчас пробежал мимо этих чуваков, там опыт шел. Легендарные перчатки просто мимо прошел, вывалились. О, у меня такое есть. У меня такое есть где-то. На кинжале такое у меня есть, да, на 14%. Ну, это в любом случае лучше, чем то, что есть у меня, наверное, да? Крит удар, лаки страйк, лаки хит в смысле. Ну, как сказать лучше? Где-то лучше, где-то хуже. Она же легендарная, блин. Давай наденем. Пятую банку нет, не накопилось. Я пока ничего не делал для того, чтобы у меня накопилась известность. Я просто бегаю, выполняю сюжетные задания. Как раз про легендарки сегодня спрашивали, типа, уже там килограммами навалились или нет. Я говорю, что они мне вообще нигде не падали, кроме с боссов. Кроме как с боссов. Вот тут это. На, держи, просто с рандомного моба мимо проходила, вывалилась. Ну, тогда попробуем убить их. Получится, нет? Я вообще справлюсь здесь с монстрами. Это может мне стоит пока отсварить отсюда просто. Нужно больше времени. Нормально, вроде, увожу. Да, можно драться, нормально. В банджамме можно драться, вон, погнали. Форест, привет. Пятый акт уже, Форест. Пятый акт. Какая музычка-то, посмотри-ка, че. Не надоедает? Нет. Че, тут так не тяжело просто, как будто эта игра должна почему-то надоедать? Ничего понять не могу. Кто-то спрашивает, не нравится, не нравится, типа, че, помойки, не помойки, как ты вот играешь. Кто-то спрашивает, не видает, что вообще-то вопросы. Было бы неинтересно, я бы уже закончил игру. Не переживай. Было бы неинтересно, уже бы бросил давно. Ну, че, что тут уделяется? А, это зона ивента, блин. А я думаю, что тут уделяется? Я вообще зря сюда пришел, да, получается? Я думал, здесь что-то надо сделать. Это ивент, оказывается. Какие боссы были в и-акте? Ну, всякие были. Из известных тебе, Алабама, была Андариэль. Буквально последний босс, с которым мы дрались, была Андариэль как раз. О, музычка, как в заставке. Что у нас делать? Натила, Рата и Нереллу. Хорошо, давай найдем. Что здесь? Крововое пятно. Какое-то. Нашел он, конечно, где знать не искренне. Наверное, решил, что иного выбора не. У нас тоже. В третьем акте был мужик, который пытался призвать Андариэль, а в четвертом сам Андариэль. Так, что? А. Пойдем поищем. Они тоже на конях ездят, смотри. Когда я на коне, они тоже на коне. Фига себе. Чумные тени какие-то здесь валяются. Непрасно. Где Тиреэль? Не знаю. И вообще не должно быть этой части серии. Почему вообще про Тиреэль спрашивают? Тоже человек, который спрашивал про Тиреэля. Тиреэля здесь не должно быть. Это часть серии. Я не знаю, может он здесь и появляется, конечно, где-то, но вообще тут сюжет не про него. Так, что ты знаешь? По идее, быть, и не должно. Вот это человек, кто же приходит спрашивал в Тиреэль. Это тот длиннолитый? Ага, тот длиннолитый. Он бессмертный. На этой спору не убили. То есть я убил его несколько раз. Три или четыре раза или типа того. И он все еще живой. Он типа бессмертный. Вот мы сейчас как раз идем. Типа, это он будет. Видео, месяц, элит, финальный босс там или типа того. Скорее всего. Ну, или кем-то промежут. В промежуточном, видимо, я не знаю. Потому что в первый раз он ласта не склеил. Тиреэль самый эпичный перс в Лоре Диабло. Да, но он же был в третьей части. Типа здесь, тем и делать вообще нечего. Он же стал человеком и типа сидит там где-то жопу греет, как бы. Поэтому тут ему делать нечего. Он до этого был ангелом, поэтому везде таскался. А сейчас же он этот человек. Брюхо набивает. В каком-то там городе, не помню в каком. Блин, где эта мадама? Где мадама? А, вот она. Наверное. Это же наша баба, нет? Это забарь какой-то. Что за женщина? Нет, дохла, смотри. Нет, она не наша, видимо. Это не наша. Кто такая не муэя и как её найти? Я ничего не понять не могу. Так, давай-ка побежимся. Я что-то заколебался здесь стаскаться уже. Ошибок с вылетом не было? Ну, почти нет. Уникальные пачки надо бить, потому что я по уровню отстаю. А, вот что надо сделать? Так сказать, садить, сделать себе зельев на опыт. Да, это я забыл сделать. Давай сгоняем город. Возьмём все зелья на опыт. Как лошади. Довольно прекрасно. С лошадьми, конечно, гораздо кайфовее играется. Лошади просто супер сильно повышают качество жизни. Поэтому я не знаю, как я без лошади до этого бегал. С лошадьми, конечно, кайф прям. Надеюсь, лошадь останется с нами и в сезоне в новом. То есть не придётся заново её искать, потому что, блин, без лошади, конечно, очень долго дать до неё идти пешком. Так, где? Вот, да, плевать. Где и как одеть на себя волчонка? В этой? Ринге-то персонажа внешне вид меня есть. В гардеробе. Вот там. Так, эликсир. Слабый эликсир. Пока что только слабый эликсир, я могу делать, к сожалению. Ну, что поделаешь. Ну, а два эликсира. Нет, такое у меня мало баночек. Каких я могу больше всего сделать, чтобы лишние очки не тратить? Больше всего я могу сделать эликсиров... Чего? Железных колючек или третьего глаза, да? Два третьего глаза. Упланение тоже неплохая тема. Штучки три сделаем. Сюжет интересный? Да. Сюжет, слава богу, интересный. Так. Отлично. Пьем баночку. И пошли. Может, она в подземелье, я не знаю. Я просто не могу уже понять. Я всю локацию бежал, по-моему. Опа. Легендарки повалились что-то килограммами. Слушай, может, от уровня локации зависит такая фигня? Слушай, это лучше, чем моя. Она урона дает дофига. Да е-мое. Что ж ты будешь делать-то? Я только броню переодел. А почему у меня свойства на легендарках не работают? Почему они серым подсвечены? Вот здесь. А-а-а. Да, у меня есть предметы, которые дают лучшее свойство, да? Что, сценарием? Не знаю. Он после первого акта пока не появлялся больше. Давай проверим подземелье, я не знаю. Может, тут эта штука находится. Нет? Похоже, нет, явно. Похоже, они тут. Супер. Невероятный инкредабл темный портал. Опа. Нет, не нравится. Урона чуть больше, но я придется легендарный аспект опять переставлять. Окей, давай еще поищем. О, статой лилит. Хорошо. Третья за всю игру, прикинь. Третья статуя. Э, может, пропусти меня? Практики, заблокировали меня в углу. Платень не дают. Может, у нас сверху здесь, я не знаю. Выход в локацию уже. О, черта. А, на закутке, наверное, где-нибудь вот здесь, снизу. Слушай, да, наверное, там. Свет от клинков. Это айтемы? Нет, это насыщение тенью, способностью разбойниц. Да, наверное, вот здесь, снизу. Было бы, по крайней мере, логично. Какой-то закуток такой потаенный. Но, видимо, нет. Да. Да, видимо, не то. Может, здесь, сверху? Где еще, может быть? Да вы заколебали меня блокировать, блин. Так. Тут уже ничего нет. Что такое с такой дурацкий? Я ничего понять не могу. Может, она забаговалась и не появляется просто? Такое может быть, что персонаж может не появляться. Такая же фигня бывает во всяких играх. От говностудии, которые не тестируют свои продукты. Правильно? Близерда вроде не из этих. Тесты вроде проводили, но... Выглядит пока все так, как будто... Тут что-то забыли сделать. Я не могу опнуть зелье. У меня нет ингредиентов для этого. Здесь еще тоже закуток сверху есть. Может, в него он до сходить, я не знаю. Но, блин, я уже не знаю, куда сходить. Я кажется, везде уже здесь был. Ага, вот она, лачуга тимуя. Бог ты мой, наконец-то. Есть карта со статуей ремелит. Спасибо, я знаю. Я статуей ремелит сейчас искать не собираюсь, потому что это довольно нудное занятие. Я им зовусь вне стримов. Помню, время ускорения расходуют подковы, да. Никогда о нем не слышала. Нам кажется, что Элиас заключил сделку, чтобы стать бессмертным. Таиса сказала, ты нам поможешь. Таиса? Только она могла хладнокровно отправить ребенка на убой. Мы умирать не собираемся. Кому-то придется. Так всегда все заканчивается. Возвращайтесь, откуда пришли. Я не буду причастна к смерти ребенка. Я видела, как Лили свела мою мать с ума. Довела ее до смерти. Я больше не дитя. Ладно. Элиас мог заключить сделку, только шепчущая дерево. Прекрасно. Попасть к нему можно разными путями. Ближайший начинается в Ингаване. Там в храме вы найдете священные благовония. С них и начнется ваш путь к древу. Вступай в Ингаване. Мы с Нейрелой попробуем еще что-нибудь вытянуть из Тимуя. У меня на канале есть ролик, который называется «На каком уровне сложите начинать?» Рекомендую его посмотреть. Там я, мне кажется, тему максимально разжевал по этому поводу. Ответа на твой вопрос нет. Прямого. Рядом с книгой под названием «Легенды болот» лежит бумага, покрытая неровными письменами. Свадьба, древо и змеи. Что за нелепая история? Древо не могло попасть в санктуарий. Но откуда? Что? Бессвязный текст абсолютно. Стопка старых книг с поблегшими рассыпающимися корешками. На самом толстом и старом томе написано «Корни и древо, рождение и гибель Хавизара». Но шепчущая древо — это штука, которая дает квесты в перспективе. То есть нас, видимо, сейчас будут знакомить постепенно с игровым контентом, который в эндгейме должен быть, судя по всему. В чем замысел Лилит? Ну, захватить, типа, и мир демонов, и мир ангелов. И стать, типа, единственной, видимо, властительницей этого. Как его? Санктуария. Идите, город Инговани. Город? Город, видимо, там слева будет находиться, скорее всего. Здесь вот такое подозрение. Что город где-то тут должен быть. Не, нормально, прокачка идет. Я думал, что на большой разнице в уровнях прокачкать не будет, но нет. Монстры 35-го уровня, я их убиваю, и прокачка нормально идет. Опыт капает. Опыт капает, хорошо прям. Два ивент сделаем. Потому что один секунду опыта набирать где-то. Профи-то ключ, наверное, да. Знает эти дурацкие задания, где надо стоять на месте. Пойдя, четыре надо делать, а не в одну рыло. В одну рыло сложно делать, потому что стоять на месте нужно, а я не могу стоять на месте. У меня персонаж, который двигается. Не могу стоять на месте здесь, что пас. Там не урона проходит, просто не реал. Там элитный ежик, вон появился. Ой-ой. Снять. По привычке полетел непонятно куда. Конечно, задания с состоянием на одной точке должны друиды хорошо выполнять с варварами. У них хорошо получается. Да, блин, поднять иначе дать им добиться этой конца уже спокойно. Нужно больше времени. Да, блин, чуть-чуть остается, чуть-чуть. Падла. У-у-у. Из вентагона выбросила сразу, прикинь. Ну, козлы, блин. Нет, такой вент в одно рыло, разбойницы проходить, конечно, задница полная. Спел добежать, но смысла там немного, абсолютно никакого. Стоять на месте и не шевелиться, разбойница вообще не может. Потому что персонаж суперподвижный, который живет за счет того, что двигается. А тут надо стоять на точке. Не реал какой-то. Ну, в принципе, попытаться стоило, по крайней мере. Я тебе признаю, что такие венты мне делать не стоит. Не стоит на высоких уровнях. Это хрень собачья, лучше их пропускать. Третий раз за всю игру сдох. И второй раз по своей глупости. Хотя все три раза по своей глупости, по большому счету. Так, ладно. Город. Город, город. Да вроде... А, я нашел город. Типа, найдите храм теперь. А, вот вижу. На двери изображена змея. У нее нет глаз. Должно быть, надо вернуть их на место. Тогда дверь откроется. Силы, да. О, у нас пассивка же появилась. О-о-о. Супер-супер-супер пассивка появилась. Это хорошо. Нет, это мимо кассы. Умение головореза. Это что вообще такое? Вот это что ли? Ловкость. Уловки. Ну-ка. Умение головореза. Головорез. А, только это мой навык и есть. Twisting Blades. Кленки головореза. Шаг сквозь тень головорез. Хорошо. То есть, в принципе, эта штука может подойти. Скорость атаки повышается на 10% на 8 секунд за оба типа умения. Когда есть оба бонуса... А, нет, оба бонуса мне действовать не будут. Мимо. Умение головореза дают на 8 секунд эффект импульса. Когда вы накапливаете 3 эффекта импульса, получаемый урон уменьшается на 20%. Основление энергии откроется на 30%. Скорость движения повышается на 15%. Но нужно бить противников с головокружением или заморозкой, или оглушенных. Либо сзади. Ну, давай попробуем, я не знаю. Тучи стерей надо брать или головореза, или жесткую расправу. Да, головореза возьмем. Чисто в теории. Моделька Лилит изменилась? В каком плане? Да вроде нет. Ну, с времен Диабло 1... Ой, Диабло 2, да, изменилась. Диабло 2 она просто является перекрашенной андрелькой. Вот. Так, нет, вроде то же самое. Так, что надо найти? Найти левый глаз. Левый глаз. Обучить трупы сектантов. Хорошо. Левый глаз. Пока глазок не видно. А вот и глаз. Правый глаз. Зашибись. Мне говорят, на диди левый я нашел правый глаз. А правый глаз не нужен, никому случайно. Ставьте правый глаз. Хорошо. Допустим. А, левый глаз видимо сверху. Все, я понял. Нужно сверху левый найти глаз, а снизу был правый. В трупах шахтеров. Хорошо. Западим сначала левый, возьмем, а потом ставим сразу оба глаза. Тут что, я буду бегать? С каждым глазом по отдельности, что ли? Вставлять их. Нужно больше времени. Так, и где его найти? Левый глаз. Где-то здесь. Так, подожди. Вставьте правый глаз. Вставьте левый глаз. Нанадите левый глаз. Хорошо, ладно, ищем, короче, глаз. Пофиг. И глазами запутали меня. То вставьте, то выставьте. Убейте змей. Так, просто меняется. Прям нереально. Почему нужно змей убить? Причем есть змеи и глаз вообще. Какая взаимосвязь. Голубые крестьяне, не прислушались к нам, когда мы потребовали камни, открывающие храм. Вот и умерли. Что ж, так случается. Но я не забуду их предостережение. Четверо из нас мертвы, и я следующий. Для меня игра несложная, Форест. Не знаю, как для остальных там будет. Я сразу начал на максимальном уровне сложности. Мне вроде относительно легко. Как бы я не могу сказать, что прям какие-то сложности испытываю. При прохождении. Могу сказать, что Diablo 2 точно была сильно сложнее. Даже при прохождении на Нормале. Ну, в первые, в смысле, когда проходишь. Понятно, что сейчас для меня она супер-супер простая, но... Когда первый раз играл в Diablo 2, она была сильно сложнее. Там на Дуриэле, сколько помню, висел в свое время. Потом на Diablo. Потом хрен доберешься до Баала, чтобы древних убить. Короче, было геморроя куча. А тут пока сложности нет никаких. Ну как? Есть, но все они решаемы. Я бы не сказал, что прям... Какие-то критические сложности возникают. Здорово. Спустите скользящую тьму. Воу-воу, какие узкие коридоры. OUT. Где у вас? Вот. Я не Espero. Использую едет. Я д Discount. Я не могу. Раз в несколько лет мы принимаем беженцев, которые хотят тут поселиться. И мне приходится объяснять законы болота. В болоте все надо заслужить. Заработать, ничто не достается просто так. Болото не дарит подарков. Богиня требует свою долю. Твоя лия есть, ну типа того. Что-то похожее на лию, да. Своя коза есть, да. Ну, насчет козы не знаю, вот свой любитель коз точно есть. Опа, испытание выполнил какое-то. Налево сначала сходить, наверное, да? Кажется, что это просто ответвление. Да, это тучечок. Хорошо. Я могу, в принципе, вообще не ходить, судя по всему. Такая большая штука, смотри. Так, это, кажется, вниз кого-то ведет, да? Вот, видимо, тупик. Да. Ох ты, смотри, какая штука большая. Ползет. О, а я помню эту змеюку из... Я на пиратской версии этой видел его. На пиратке еще ублизилась. Видел такую хрень ползающую. Наша деревня в безопасности, потому что так хочет богиня. Мы не видим ее, но ее дети плодятся в болотах вокруг. Они едят нас, когда захотят. Кажется, оно. Для этого понадобится время. Да е-мое, что ж вы делаете? Для этого понадобится время. Нам, для этого время, так используй свое время. С умом. Нужно больше времени. Нужно больше времени. Я рассчитывал сундучка награду получить, а не таинственные благовония. Блин, я думал, со змеем можно поговорить. Там этот змей, он как-то по-другому выглядит. Не только жопу можно змею увидеть, а еще и его целиком где-то было. Она рассказала, что неподалеку есть алтарь. Для него ты нужны благовония. Диабло, Мефисто и Балл мелькали. Мефисто, да? Мефисто мелькает в игре, начиная с первого акта. Так-то по большому счету... А Балла и Диабло, нет, не было. Были только их алтари. Ого. Далеко убежали. Ладно. Сначала нас с ними закончим, а потом уже пойдем к этому Донану его часть пятого акта проходить. Но почему Тиреэль думал, что Харадримы все решат? Мы не должны были ничего решать. Мы миру нужны были защитники. Что Мефисто делать? Блох вычесывает. Это очень хороший ответ, Валерка. Очень, очень близок к реальности. Благовония укажут нам путь к древу. Скорее всего, этим он занимается. Что за это? Я не знаю. А вот я могу сказать, что сомневаться уже поздно. Мефисто, кстати, возможно, будет одним из боссов, потому что в трейлерах мелькал какой-то, короче, босс. То ли мировой босс, то ли херпами какой босс. Который был супер похож на Мефисто. Проклятие. Должно быть учуяли нас. Нет, тут типа фигня в том, что ты не можешь, в принципе, на совсем убить, типа, этих порождений зла или как они там, воплощений зла. Потому что они являются нечто большим, чем просто их физическая оболочка. Поэтому нет, Андреэль, мы не до конца убиваем, это значит она. Ее сущность, скажем так, в любом случае, живет. Как будешь готова, воскури благовоние. Воскури. Воскурите, это я всегда рад. Давайте. Воскурим. Сейчас у меня приползок, пойдет. Что дальше? Ждем, пока не увидим путь. А, надо, типа, нанюхаться и видеть путь. Класс. В этом мире все решает на курка, интересно. Сейчас путь придет, подживет нас. И в этом мире. Все. Верома. Вере. Резактор субтитров. Верома. Режка. эй давай проснись сработало как долго мы были без сознания не знаю но я что-то вижу а вот он приполз наконец-то весь размер какое потрясающее создание я вижу себя в его чешуе я иду по ней словно по болотной тропе змей и есть эта тропа смей о чем это ты его не видишь нет только облако дыма интересно за змеей кроме хугорца да так она еще раз говорит на змеи нам смотри с нами не подожди кушаешь следующий змеей как как я должен исследовать что что я должен сделать куда следовать а вон очутись можно пройти тут карта кончается идут похода нет 37 уровень локации прекрасно локации дальше дальше ходит меня по уровню в этом времени мне кажется придет и возвращаться и докачиваться я еще не готов будь я проклят теперь я вижу змея что видно на его чешуе оленя застрявшего в ловушке осторожней надо найти путь дальше под змеем есть слаз достаточно большой чтобы я могла пролезть думаю он меня пропускает очень смешно но уж нет мы не должны сходить с тропы нас он пропускает величие или мы здесь остаемся я еще не готов он только ее пропустил этот смей хотел нам помочь или завести в ловушку я хочу змея для этого понадобится время сколько дунули на три палочки там было кажется чем дуле их довольно долго судя по виду но было бы лап прекрасно а чё я качал и штупор не помню а вот нашел змеи диабло может быть но мало верятна болот наблюдает говорит с нами благоуния дурманят нам головы простые иллюзии он слышит нас как и ты странница старик хранит немало секретов как и воришка элиас одного более я может он нам и нужен какие-то разговоры в голове происходит змея толстук который показал свой питона или чарси меня пропало кто-то вот появилась снова хорошо ты больше от меня не уходи змеюка а то я волноваться начинаю а он типа пропадает здесь под воду уходит дальше идти окей еще чуть придумаем а оба кинжал легендарный что дает чем дальше в игру заходишь тем больше легендар начнет валиться почему что-то как-то это фантастико много за всю игру выпало блин три легендарки и сейчас за последние час на четыре уже штуки вылилась в конце игры будет также валится будет прям стране только много раз игроков встречал до практически никогда не встречаешь игроков я почти время один провожу но в квестах их не будет вот в этих вот которые тут я прохожу игроки они бегают по миру типа встречаются там в местных ивентах но здесь ты их не увидишь скорее всего мне нужно по идее или аспект переставить что-то еще потому что эта штука имеет супер много урона но вот так и тут тоже дофига урона короче надо перестанавливать предметы потому что у меня здесь урона просто до задницы на новых шмотках я не могу их использовать потому что у меня аспекты стоят которые мне нужны видимо придется что-то придумать придется так что здесь раненое брюхо добрый вечер но вы посмотрите какой он жестокий и беспечный сколько жестоких хородримов висит на наших ветвях маловато как я буду следовать за змеем если я только что прибил вроде как а вот и проход помоги убрать мертвые стволы но я уже не знаю и и и и и и сегодня и добраться надо вообще непонятный игр пока не ясно добраться пока просто пытаемся здесь не сдохнуть идти дальше каким-то бокам ну не сдохнуть пока получается мой мост это плохие здесь плохие не плохие несложные несложные вот найти пока не ясно конечно ведь противника пока задача убивать противников это это простая задача убивать противников я умею количество ячей комментария можно увеличить здесь нет а находят смерть умрешь ли ты как эти души с вопросом устах старый пьянчуга судит кто настоящий а кто нет мы настоящий как она движется это голлума звучит очень на голлума похоже я знаю ты слышал голоса кто это был не знаю тут ничему нельзя верить но надо идти дальше так опа прям по змеи можно пойти класс из чешуи вот что я видела в отражениях наша цель близко пошли хоть базарить стоять цель близко а вот и дерево шепчущая до который будет раздавать нам сундучки в эндгейме шепчущая древо дым который в диабол 3 стирелем был нет вам не тот лара то я вообще ни разу не видел серии по крайней не помню его сколько лет прошло с окончания дьявол 3 я не знаю инфа есть важная голова мы ищем человека по имени или хорошее имя уголовли это проныра он должен древу оно дает мысли озарение в обмен на голову он первый кто избежал расплаты вы скажете нам что он узнал если мы его остановим древо сможет взыскать долг он хотел узнать как вызвать лилит но по пути остановился вместе скрытым от взора древа может его стойкость оттуда я сбился со счета сколько раз мы его убили так вот почему таиса не смогла получить его голову как добраться до места где побывал элиас ищите гроб среди обломков он приведет вас куда нужно узнайте тайны неведомые древу много разбитых кораблей лежит на восточном берегу мы пойдем первыми встретимся на месте четко смотреть стримы не хочу ловить спойлеры но сегодня стрим из напрямую из спойлеров на что мы проходим сюжет причем полностью сюжетный стрим сегодня максимальное количество спойлеров какой-то возможно так чё куда надо идти то вот там вейпоинт был по на вейпоинт возле дерева надо взять заколебаешься дайте опять дерево будет сундуки давать за голову она будет давать задание дерево и выдавать награды после этого чем-то можно будет выбрать награды она будет давать сундучки там с типа с перчатками сапогами там сам типа выбирать какой сундук хочешь получить вот и соответствующая награда дерево будет давать блин а сюда-то как бежать далеко ё-моё давай побежали могу здесь на коне бегать правильно это не получится а ускоряться здесь нельзя а вот здесь можно что это артём внешки меняются заменяются на секрет город ну сейчас я добегусь до места какого-нибудь с него смотаясь город а блин проход дальше какой-то уже как-то фиксированная точка потому что бежать оттуда смеет не хочется хочется кончить ключевую точку найти знаешь типа город какой небольшой или чё не такое и вот оттуда уже идти где люди обитают что может быть никуда бежать не придет сейчас мы придем куда-нибудь а там раз и город я там продамся как раз спокойно и все сделаю до спекты переставить по идее шмотки поменять потому что у меня оружие новое появилось мощное более чем то что у меня сейчас и его стоподов нужно взять иначе я по урону просяду щас дальше поля загробников 38 уровень локации уже чтобы сделать отстают от уровня игры не докачиваю недокачиваю такой получаюсь постоянно заднее время их и сундук а мне нужно вот сюда можно рапин пить и это знал то наверняка пытался его найти он рассказывал о своих планах нет к тому моменту он уже не был моим учеником что произошло хорошо пойдем город сделаем смену снаряжения и пойдем дальше не устал ну когда знаешь типа когда интересно то усталость и и как бы давай не чувствуется мне интересно играть поэтому наверно нет так как бы мне это переустановить здесь из этой штуки попробовать аспект выковырить как раз посмотрим можно ли аспект повторно использовать то что аспект мне этот нужен не сейчас вы менять снаряжение но он повышать в случае не нашел банки на то чтобы это скрафтить нет чинебанки ингредиенты нужны мои услуги тогда дашь нужно им попробовать выковырить аспект отсюда с уже может выковырить или молдорасовый будет нет выковыривает выковыривает хорошо денег хватило ну а продавать ничего не будем на всякий случай так это мы меняем правильно священие темная магия да все там все это мне нужно сопротивление урон до круть круть это мы разберем сейчас станем камни так тоже разберем дальше что еще хотел поменять второй кинжал нужно поменять тоже слабенький здесь 288 урона у меня есть меч на 292 урона супер 26 это маленький урон да вот и вон зачаровать вон зачаровать ну здесь сокет есть вообще замечательно да давай зачаруем его а зачаровать его зачаровать тем что нужно сначала достать вот отсюда с этого меча а нельзя достать смотри нет похоже не достается почему почему не достается ой извините я вместе отмечу теперь достается а почему не нельзя извлекать свойства из предметов с аспектами чё значит нельзя извлекать свойства из предметов с аспектами подожди очень странно с другой стороны у меня такое же свойство есть вот здесь поэтому в целом я ничего особо-то не потеряю на самом деле мы можем просто поменять меч и все и метод штука начинает работать в таком случае а из него я могу издать свойства до из него пожалуйста извлекай не хочу из него извлекать пока ничего не хочу так а у меня есть перчатки получше нет это не кодекс это не кодекс не кодексовская штука наоборот она почему-то не вытаскивается него какой-нибудь почему перчаток пожалуйста здесь нет в кодексе меня нет такого свойства ладно хрен с ним у меня то есть такое же свойство есть на перчатках просто чуть более слабая здесь 14 процентов тут 10 нормально пойдет ничего страшного случится да все остальное получается нужно собрать разобрать брать разобрать достать камни и вставить камни в новые шмотки да сейчас часть надо продать надо потому что с деньгами что-то туговато начинают делаете часть продадим остальную часть это разберем так ленин дарки разбираем на это тоже разбираем так так а все остальное давай подадим отдадим вот ему договорились хорошо так теперь ничего просто думал то или не слышно но пока нет по нему тут не упоминали ни разу вообще поэтому полагаю что он здесь уже эти фигурировать не будет наверно вообще так и вставить камушки нужно я продаю да 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 как я подаю это камушек нужно здесь стоит Я его сюда еще вставлял, думаю, блин, потом пригодится, поди, думаю, поди, выковыривай, если что Ага, а можно извлечь? А, его извлечь можно, слушай Зашибись Излег Супер Камушки можно извлекать Прекрасно Какое счастье Так, это все вставили Да, это сюда как раз пойдет Все, прекрасно, прекрасно Все, теперь можно двигаться дальше Теперь можно двигаться дальше, спокойно Урон увеличили Живучесть тоже Сейчас должно быть прям совсем хорошо Бить всяких монстров 38 уровня Услышав пророчество Ратмы, Элиас лишился покоя Он ни о чем другом не мог думать Пророчества — это загадки Даже мудрецы не понимают их до конца Но Элиас считал, что во всем разберется А когда я велел ему не спешить Он назвал меня глупцом И сказал, что мы должны Ты попытался его остановить Пытался И потерпел неудачу Теперь все будет иначе Давайте искать клятый гром Об Инарии, как он сбежал, не говорится В каком плане, как сбежал Нет, про то, что как сбежал Я такого не помню Но Инарии здесь сам появлялся В сюжетной линии Он здесь в самом первом акте присутствует Давай поверим Как оно? Нормально, нормально разваливает Хорошо Тыды, можно и бежать спокойно дальше Отпущите обломки Как по персам, кто топ? Тут нет такого понятия, как топ Пока что, потому что игра еще не исследована никем абсолютно Топ нет Могу так сказать про топа на старте На старте топ, это рога, разбойница А дальше уже вопрос большой Потому что билдов пока еще нет Кажется, за этими кораблями что-то есть Я тоже вижу Надо пробраться туда через обломки Инарии был в заточении у Мефисто Вроде бы у Лелитона был в заточении Она же его освободила Это же лор, в принципе, этой вселенной Или ты про что? Кто же, мать, элит, мы никогда не узнаем Хе-хе, нет, видимо, нет Я бы тоже хотел узнать эту страшную тайну, но Кто, мать, элит, мы, видимо, не узнаем Будем по-прежнему предполагать, что Мефисто размножается почкованием просто Ну что, по пассии пойти не могу А, вот, дверь какая-то Хорошо Для этого понадобится время А, ну про это я не знаю, Форест Тут настолько Влория не силен Как там что-то случилось с Мефисто после этого И с Энарием Тут Энарии уже просто Весь на свободе Главный батька и кто такое Вылезла в окно женщина Залезла обратно какая-то это Животина непонятная Проклятье, о чем я только думал Найрелла Дело плохо Кто по мификам, кто такие мифики Ты заражена, дальше пойдет Следующие прошмотки, то им еще рановато появляться Надо спешить, я должен удалить эту заразу О чем ты? Варат, ты уверен? Она умирает, подержи Здравствуйте, я так и вел, я делаю, дыр сломать Ага, я то, что думаю Надо было лезть, зачем ты? У нас нет выбора И что, он сейчас ей ногу третит? Руку Зашибись То есть вместо того, чтобы сразу сломать дверь Мы просто отрезали девчонке руку теперь Зашибись Это, конечно, гораздо проще было Теперь отдохни Ты будешь харадримом, дитя Я не подведу тебя Ступай к гробу, я за ней присмотрю Не Правая, говорит, есть и ладно Ага Зачем есть, зачем две руки, когда есть одна Да Еще лишнюю кровь в организме держать для нее Ногти стричь лишний раз Нужно больше времени Да блин, стоит у него неудобно Ты можешь вылезти оттуда, нет? Ты уже близко Тут грань, за которой мы слепы Граница наших знаний Нужно больше времени Весь по сбору подорожника Ты же видишь путь Видимо, нет Там внутри укрытие Элиас Не слышишь этой кунели Твоя постель будет еще холоднее будник Что еще это такое? Очень странный подход перемещения Дерево меня просто утопило, что ли? Что это такое? Супер Вот я и пришел к твоему храму, Ратва Чет давно гробных донатов от меня не было ПС в казну клана Тут еще чувствуется дух Элиаса Наобщак, мужикам Лут, большое спасибо за поддержку Большое тебе спасибо Да, давно не было, но Всегда очень приятно, когда они снова появляются Лут, большое спасибо тебе Интереснее второй части Это не интереснее второй части И не неинтереснее второй части Это отдельная игра, которая сравнится с второй частью Ну, немножко бессмысленна получается Совершенно другая игра Совершенно своей историей Первые клановые сборы, да Это одиночный режим? Тут нет одиночного режима С каждого сократился по донату Да, это партийные взносы Нет взноса, нет партбилета Так, сабля Хорошо Урон неплохой, но моя вроде получше пока что Лут он оплатил сразу за это За несколько периодов вперед Какие будут периоды, пока не знаю Надо будет подумать Каждый манускрипт Каждый манускрипт Свиток Книга в этом храме Хранят один и тот же ответ Единственный Кто хотел остановить вечное противостояние И владык Была Лилит Вот самонадеянный подон Скорее бы покончить с ним Да-да-да Модры через постель Это сто процентов План через донат Модры через постель Все так и работает У нас кумовство Коррупция И все вот это Поэтому надо быть или родственником Или это Или через постель Или платить Хорошо, да Все только так У нас настоящий Жестокий Мир Сказать Не шутки Это прайс Да-да-да Минус суши Надо будет потише поставить Смайлик до конца Смайлик-то грустный стоит В казну клана Такой расстроенный Да Как купить поиграть в игру Друзей с запада нет У тебя нужно искать людей Которые занимаются этим Надо как-то перебраться на ту сторону Такие есть на фанплее Где-то еще Я, например, этим занимаюсь Но Сейчас ценники неадекватные Поэтому я сейчас этим не занимаюсь временно Блин, как Как притянуть в сторону Есть что-нибудь? Какие-нибудь зацепочки? Нет? А, вот Вижу А так можно купить На фанплее Куча барыг продает У меня в дискорде Ребята продают Есть Хватает, короче Продаванов На клан На штор Да, да, да На шторы надо будет сдавать На уборщицу в клане Клановая уборщица Нужна же, правильно? Клановая уборщица Клановая охрана Должна быть еще Не, нам надо сдавать На все это, конечно На питание клана Кто должен готовить? На чьи-то шторы должны позволить? Конечно Питание клана должно быть Клановый транспорт У нас в дискорде нет барыг Только многоважаемые Порошие помощники У нас в дискорде, да У нас только Строго многоважаемые Помощники Тут без этого никак, конечно Воплощение добродетели Буквально У нас будет, похоже Босс пятого акта Я так понимаю Или нет Лилит, по идее, должна быть Последним боссом Похудов А нет, Ателлиас Наверное, опять Какой-нибудь промежуточный босс А потом только Лилит А, ну да У нас же еще Там висит линейка квестов С этим Донаном Это я только по линейке квестов Лората сейчас иду В пятом акте Там еще Донан же нас ждет Я к нему так и не ходил еще На Абрейт сколько? Второй месяц собираем половину Да, наверное Но я на Абрейт начал собирать когда? С апреля, кажется Или с марта, я не помню Два месяца, да Собрали половину за два месяца Хорошо Если за два месяца еще половина придет Будет круто Наконец-то В августе комп апгрейджу Как раз цены будут низкие На комплектухе Может быть прям хорошие купить Чтобы надолго хватило Так Чего я делал здесь? Я что-то апал себе Я уже путаюсь в способностях А, я апал Нет, критудар я уже улучшил Какая-то еще пассивка мне нужна была Подожди Или лучше насыщение апнуть? Наверное насыщение лучше апнуть Пора уже апать насыщение Я думаю, да Давай Спасибо, я думаю, хватит нам уже Спасибо, я уже хватит Пора уже Шмотки начали падать Выше меня по уровню Зашибись Вот что значит бегать в локациях До которых До которых еще по уровню не дорос Лилит Лилит Мать Санктуария Она дала нам мощь Ее заточили, чтобы лишить нас силы Дочь ненависти Нет Ничего хорошего в ней нет Но мораль Это привилегия тех У кого есть шанс на жизнь Сейчас нам не до дилеммы добра и зла Что она сделает с нами Если я ее призову Этот вопрос Не дает мне покоя Поможет ли она нам Когда я призову ее Я должен быть готов ко всему Здесь Ратма хранил секрет Вечной жизни Когда я его узнаю Я наконец приведу Матерь домой Окей Надо применять почетного гражданина Воплощение добродетели Да, звучит неплохо Есть спонсоры Нет, не спонсоры Есть инвесторы Которые инвестируют В клан Да И что подожди Что надо сделать то А Тут еще повороты есть Хорошо А есть конь здесь Нет, на коне здесь ездить нельзя К сожалению Ходи пешком Как челить Ну ладно Пешком так пешком Че поделаешь Капец Один зомбак на всю локацию Че за срань Такая Где 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 мощь какая-нибудь Которая у меня выскакивает Толпой О Так, хорошо Я понял Когда говорят Паровозы Не знаю Я пока вообще не знаю Как здесь паровозы таскать Подожди, что? А Рано еще, да? Ладно, окей Можно будет зайти Для начала надо понять Как здесь паровозы Вообще будут таскаться И Есть тут вообще паровозы А потом уже, да Будем таскать Это я помню, да Лук, я помню Ты бронировал место в вагоне, да Так Похоже на другую сторону, да? Конь в гроб не А, точно Коня же мы с собой В гроб-то не взяли Да, я забыл Какие боссы в конце актов Ну, разные В каждом В каждых актах Разные боссы Фиксированных боссов никаких нет Каждый раз разные Если инвестировать Значит, должна быть отдача, конечно Отдача Это Твое самодовлетворение Что ты потратил деньги Не в пустую Вот Как у Блиновской Когда мать Санктуария Вернется в свой мир Он изменится Но мы Останемся Мы выживем Ратма пишет Когда Инари Обнаружил Что Лилит Собирается Прервать Заведенный порядок Он сразу Ее запечатал Тысячи лет Лилит Пыталась Освободить Нас Из этого цикла Сражалась Чтобы мы Обрели Своё По праву Рождение Санктуарий Чаская Да, привет Голосование Сегодня нет Пока не знаю О чем голосовать Так, ну что Идти-то можно дальше Или опять Плюс у меня Круги нарезать здесь Где проход Должен был открыться уже Да-да-да Мы сделали локацию По которому Не нужно Зачаться обратно Тоже прикалывает Эта тема Как они Исправили локации По факту Все так же Нужно возвращаться Обратно Постоянно По пустым коридорам Причем реально По пустым Я по ним По пустым Бежал в одну сторону Теперь по ним По пустым Бегу в другую сторону Обратно Туда они Конечно Да блин Хотя бы монстрами Населили Что-то вообще Какая-то катастрофа Помнишь Помнишь как Меня зовут Тебя зовут Максим Джаскай Тебя зовут Максим Это Палец Элиаса Палец Элиаса Я здесь Не умру Он тут Крестража Создает себе Что-ли Палец Элиаса Супер Накурился Опять что-ли Как я здесь оказался Я нашел тебя В гробу С оторванным пальцем В руках Это точно палец Вопрос Вопрос Точно не знаю Храм Начал тонуть Я думала Что утону С ним Храм Значит Гроб Это проход Что там С бессмертием Элиаса Он спрятал Свою жизнь Частицы Своего тела Так сожги Класс Хорошо Давайте С этим Уже Покончим Вернее Я покончу С тем Что начал Никто Больше Не пострадает Из-за Моих Ошибок Нет 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 пройдем ли мы за час остаток сюжета интересно надеюсь что ты справишься ты собираешься меня оставить так только найдешь место где обо мне позаботиться все верно за фильм оплата чуть посмотрю и на боковую а то трудная неделя бы тогда мы тебя не бросим я никогда об этом не думал максим спасибо за плату фильма довольно отдыхать временно исходить его за поддерживали сегдона ну а потом встретимся в крепости зако рума при при зако рума там зако румский 4 дают видимо у меня здесь ни одного вайпоинта нет вообще не знаю куда тут бежать жесть у меня ближайший вайпоинт вот отсюда аж чесарить они там вообще есть что за локациях называется это смрадные топе смрадные топе где нахожусь умер плато так а здесь нет вайпоинтов оказывается рядом вообще ни одного вот именно где вот тут где вот тут как раз вайпоинт и есть вот здесь нам до пешком до пердоль до туда офигеть не стать ладно ладно мы ведь я верю пока тогда с древними хорошо спасибо благо у меня есть быстро ходный конь так что сейчас я двигаюсь побыстрее чем без коня можно и на такие расстояния перемещаться в принципе такие ивенты делать уже не хочу я хочу уже просто сюжет сейчас закончить не нашу приметом еще осталось по сути мы еще этого черта не убили плюс лилит еще надо завалить блин то получается по времени еще не знаю в час уложимся или нет ли стрим будет обрезаться начало стрима по крайней мере то быстро начало стрима у нас это первый акт который я так проходил к этому страшно наверно ура чувствуешь печать мефисто повсюду его дикая ненависть это нам и нужно чтобы настроить камень души подготовить его для лилит а теперь ты проберешься внутрь и поднимешь решетку я уже не молод для такого на 2 да да нет а будто я готов пара поиграть и я в том плане что это стрим больше 12 часов на ютюбе не это не записывается надо пересоздавать его причем чтобы люди которые будут смотреть запись кто хочет сюжетный сюжет чисто посмотреть да весь сюжетное прохождение они потом нет они прыгали там по стримам не могли в непонимании того чего все происходит а типа мне по сюжету заставляют одну из крепостей зачистить смотри в обеззоловку офигеть не стать прекрасно я еще не готов хочешь не хочешь освобождай крепость будет у меня рассказ про полный сюжет четвертой части нет я по лору не силен в этом плане точно я думаю что такой рассказ сделает егор пленок у него очень хорошо получается я наряд это ходить таким делом займусь я в сюжете плаваю камень души молтель разбил азу нет знаю возможно даже если их разбил типа то воплощение зла не видишь они типа тут это ну как сущности короче просто в мире существует и все их нельзя убить полностью чтобы не делал земель и какой-то что в нем и кроманд друид с лошадь к мозлой чтобы их убить она того да нет это просто крепость оказывается я думал ее можно освободить не то образом как там кор драган и прочее нет тут похоже просто небольшое количество нежить и все и привет не похож на типичную крепость вы и поинт есть это хорошо наконец-то ты вернулась как готовит камень а я не знаю у меня тут мурашки по коже бегают я не знаю как он будет готовить а снова увидим как он будет готовить он мне пока свой рецепт не сообщал по приготовлению камней душ кто его знает слышишь странно в хоббисаре развиводятся волки здесь как будто еще хуже наверное пришли гнусный склеп дубиночка конечно у него в руках просто жесть смешная и что это такое вообще волшебная палочка последний раз я сражался еще янцом уже все позабы свет лавра гейминг и про мировых боссов как только будет известно сразу опубликуем в дискорде расписание пока никого расписание нет вот тушки какая гробница огромная кто здесь лежит чтобы тут не было ненависть сильно здесь можно настроить камень души игра мне нормально все в порядке а вот откуда камень у них уже был камень да 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 его же сюжете показывали из него призывали этого стража мефисто во втором актере третьем не помню втором наверно воплощение ненависти элита типа это должен быть минимум это какой-то воплощение ненависти конечно мы сейчас мефисто здесь воскресим или что произойдет здесь руны нет руны пока нет добавить их с dlc или типа того старый глупец что тут не то трудно пакетики да есть почему все еще хуже чем я думал наверно сломалась когда йорин астарот знаешь как это починить нужны и редкие вещества для начала ртуть и алхимический набор ртуть неподалеку есть деревня посмотрим есть ли у них то что нам нужно встретимся там точка умение финин точка умение финин конечно. Синка тащит? Ага. Попустил 11 часов интереснейшего контента. Ну, там первое начало было, мне кажется, не особо важное, потому что мы повторяли просто то, что было на бете уже, прохождение первого акта. А вот дальше, да, начиная со второго акта, прям интересно. Сюжет классный. Смотреть интересно, наблюдать интересно, интересно, что будет дальше. Все прям хорошо. Ну да. Сюжет надо смотреть полностью. Нельзя прокачаться и сразу после квеста перейти к первой локе, все равно придется все квесты делать, не понял вопрос. Фишка в том, что ты пока проходишь квесты, ты и так качаешься. Я не выполнял ни одной сторонней активности, кроме как просто прохожу сюжет. У меня 34 уровень сейчас. Просто проходя сюжет, я набрал уже 34 уровень. Типа зачем, смысл получается нет качаться, типа, отдельно, когда ты по сюжету все равно пойдешь потом. И все равно будешь здесь набирать уровень. Лучше его сразу набирать, да и все. Просто потом, может быть, пропускать сюжетную кампанию. То есть, когда ты создаешь следующего персонажа, ему уже не обязательно сюжет проходить, у него сразу будет доступно все. Вот там, да, там уже нужно будет качаться, наверное, в данжах или где-то еще, как мы это обычно делали. на бете. Мобы генерятся под левел, да, но уровень мобов имеет минимальное и максимальное ограничение. Сейчас, например, я бью мобов, которые выше меня по уровню на 5 левелов. Потому что локация высокоуровневая. Нет, ты не можешь 70-й апнуть сразу к концу. Ты будешь проходить весь сюжет все 12 часов. И при этом не будешь получать нихера с ловным счетом. Поэтому бегать в данжах это тупая трата времени. Тупая трата времени. В городе, похоже, нет ничего полезного. Мы не город, а деревня посреди болота. Тут точно что-то есть. Чувствую магию в этом болоте. А где магия? Там и те, кто ею владеет. Если ищешь ведьму, ступай к башне. Огонь горит, она дома. Похоже, нам предстоит встретиться с болотной ведьмой. Путь на чеку. 70-й левел. Чё, по мотивации в игре? Нет. Только сметика за донат. Тут, например, локации первого уровня, в которых мы бегали изначально. Там расколоты вершины и прочее. Они имеют уровень этого 50-й максимальный. То есть ты апнешь там 70-й в данжах, ты просто будешь ходить и не получать ничего, потому что уровни будут 50-й уровня всего лишь. Уровни есть же потолок. У монстров есть потолок по уровням. Они не могут быть выше определенного левела и ниже определенного левела. Поэтому такая фигня. Баг пашет ли, где лутаешь луги леги с трупов? Я понятия не имею. Я не проверял. Зачем мне леги с трупов лутать? Я же сюжет прохожу. Фармом будешь заниматься, когда уже игру пройдешь. Зачем этим сейчас заниматься? Любая легендарка, которую ты... Да, вейпоинт забыл точно. Любая легендарка, которую ты сейчас найдешь, она через буквально, там, не знаю, 10 минут утратит актуальность, потому что она нахер не нужна будет. Ужень быстренько низким. Бегать, фармить уники. Зачем? Ну, я пока даже не проверял ничего, собственно, из фарма. Мы сегодня занимаемся сюжетом. Чисто сегодня сюжетное прохождение. Всякие фармы, прочее, будет завтра. Какой-то топ игры, это пятый акт. Какая-то часть игры, не знаю, какая. Первая, вторая половина, элихантами как. Может, там дальше вот места какие-то повыше. Будут, да. Так я тебе просто про время же говорю. Прокачка, она же когда имеет смысл? Когда ты качаешься для того, чтобы потом быстрее двигаться. Здесь ты будешь качаться, а двигаться быстрее не будешь. И больше того, еще и не будешь получать опыт за прохождение всего, что ты проходишь. Потому что ты получил его заранее в данжах зачем-то. Такая фигня. Уберпорталы будут ли здесь? Пока разрабы отрицают наличие здесь всяких уберпорталов и прочего. Так и кровь его уровня. Зачем мне вам помогать? Все мы хотим одного и того же смерти Элиаса. Это верно. Но чинить камень души значит связываться с Лилит. А это уже не про меня. Все, что мне нужно, это алхимические приборы и ртуть. Такими просьбами дело обычно не ограничивается. Да ты и сам знаешь. Но вы помогли мне пережить призыв Андериэля. Мои инструменты ваши. Но за ртутью вам придется сходить к Вальте. Найдите ее. И она даст вам все, что нужно. Ртуть. Ртуть это хорошо. Вальту пошли искать. Значит. Хорошо. Здесь это не получится. Поподишь первый раз не спеша. Да, да, да. Все верно. Надо игрой насладиться. Когда ты еще сможешь пройти игру вот так вот просто наслаждаясь сюжетом и всем остальным. Потом это будет уже неактуально. Потом будут всякие там сезоны и прочее. Там уже нужно быстрее. Быстрее все будет делать. Качаться, бежать быстрее. Что-то делать. Единственный момент когда можно насладиться сюжетом это вот релиз игры. Игра выходит. Можно спокойно пробежать весь сюжет. И беспокоюсь ни о чем. Зачем Андреэль призывали? Ну они думали что они ее призовут типа и тем самым типа этот. Это поможет им там с помощью Андреэль Лилит там типа ее берет свои союзники. Они вместе начинают там что-то делать. Ну короче. Что был типа союзник среди вот младших воплощений зла. Неужели мы не будем драться с Диабло? Да, вопрос большой и открытый. С этого котла воняет демоническим огнем серой, пеплом и кровью. Прекрасно. Мои сестры никак не возьмут в толк что у нас куда общего слилит чем с ее врагами. Древо возможно и существует вне вечного противостояния но мы нет. Мы в него втянуты. Наше выживание зависит от матери санктуария. Прекрасно. А что сделать надо? Поискать ртуть? А, вот вижу книга Ратмы. Мне все снится и снится пророчество. Санктуарий пойдет и я вместе с ним. Но Элиас говорит что все может ложиться по-другому. Нам нужна лилит. Я натром чувствую с ней связь. Я знаю что она есть наше спасение. А, не Ратмы, а Вальте. Господи, Ратмы. Что за момент шарится по чужим домам? Я не знаю где ртуть надо взять тут. Я смотрю, помочь не хочешь? Женщина. не знала, что посылает тебя на смерть. В конце концов она поймет как глупо было гоняться за Элиасом и что только лилит спасет нас. А, ты босс что ли? Добрый вечер. Хорошо. Я ведь и за ртутью пришел, а не драться с тобой. Глупая женщина. Ничего не понимает в дипломатии. Какого пепла? Туда делась? А, вон она. Огня можно не сбежать, а вот тебя убить вполне себе можно. Потому что ты попасть по мне даже не можешь. Я грибаю, как следует. Из нее ртуть выпала, прекрасно. Так, колба разбита, это у нас уязвимость. Неприятный дебаф, но в целом не смертельно. Есть вот типа очищение у роги. Ну, есть выход из-под контроля, но по-моему это не эффектов контроля. По-моему это не является эффектом контроля, это отдельный дебаф, скажем так. Поэтому нет, по-моему нет у нее ничего такого. Неудержимость есть у нее, но неудержимость, кажется, не снимает дебафы. Ты могу ошибаться. Недержимость точно снимает эффект контроля, а вот насчет уязвимостей не знаю, интересный вопрос. Что насчет перерива? Не, переривов не будет, я уже сейчас до конца добегаю и перерив уже будет на поспать-то, да. Вот что я думаю. Что сделать надо, не понятно, поставьте флакон очищенной ртути на стол. На какой стол? Куда ее поставить? Ничего не понимаю. Пыльный том сюда? Нет. Слушай, ядварь, то ли лыжи нет. На какой стол поставить ртуть? Если бы как поставить? Выкинуть что ли? Или что с ней надо сделать? Надо пешком идти с колбой. А-а-а, нихрена... Ё-моё, вот это, вот это не дали. То есть ее нельзя было взять в инвентарь, что ли? Нихрена себе. Жесть. Стрим обрежет же? Да я знаю, что обрежет, но в целом обрежет начало стрима, так что я думаю, что ничего страшного. Мне важно, чтобы здесь сохранился второй акт и... Начиная со второго акта, короче, потому что такая фигня. Да, там еще какое-то предупреждение еще вывылилось, я такой типа, блин, что за предупреждение, думаю, наверное, это... Легендарку забыл подобрать, думаю, пофиг. Видимо, это про ртуть как раз и было, что типа, нельзя телепортироваться с ртутью. Не зашибись. Пошли, фиг ли делать. Подбирать ее, значит. Блин, а почему с ним нельзя телепортироваться, что за срань? Почему я должен взять на пешком, пердолить? В чем суть? Тут бывают иногда предметы, которые нужно себе на горбу, типа, тащить, ты тащишься с ними и типа, это... Это хоть какой-то смысл иметь, типа, тяжелый, большой предмет, все такое, а флакон ртути, который я взял в инвентарь, почему его надо было... Смотри, какая-то... Так, надо включить маршрут, а то я заколебался уже переключаться. Навигатор включим, по навигатору поедем. Нужно больше времени. Стоемая. Типа разольется при телепорте, ну да. Нужно больше времени. Когда на лошади едешь, трясешься, это точно безопаснее. Самолет нельзя проносить ртуть. Ну да. Видимо, с этим связано. Все, теперь можно поставить ртуть куда-нибудь. И как там моя сестра? Для Вальты важнее Лилит, чем ваша дружба. Элиас убедил ее примкнуть к нему. Не может быть. Она бы ни за что не поверила. Ну, значит, у нас три часа еще есть, Павел, как минимум. Там сейчас ремо врежется, пофиг. Элиас, она поверила в ее идеалы. Вальта обучала меня. Наставляла с самого начала службы. Это... Готова? Или у тебя есть разговоры поважнее? Пишите ртуть. Почему я вообще не занимаюсь? А что, алхимик, что ли? Двигаться дальше и восстановить камень, чтобы она больше никого не обманула. Хе-хе, понятно. Сначала Вадим ртуть. Подлей ее в горшок. Или три раза. Попробуй еще разок. Серу. Истолки ее в ступе. Кент в Турции купил оттуда. Работает, да, почему нет? Зачатки крафта АК. Ходишь тут серую трешь что-то какую-то ртуть наливаешь. Причем в формате просто подади кликни сюда, подади кликни сюда. Не сработало. Не сработало. То есть я ртуть зря нет, правильно? Поговорим снаружи. Все ртуть измахратил тут, понимаешь ли. Он не справится. И что мы можем сделать? Полагаю, он сам себе больше не доверяет. Мы не избавим его от сомнений. Но горе от гибели сына тут можно помочь. Хотя ему это не понравится. Почему ты ему помогаешь? Могла бы попросту бросить нас. Хочу напомнить ему. Одолеть опасность сможет кто угодно. Надо лишь попытаться. Эй, харадрим, подойди. Что? Зачем? Отведу тебя кое-куда. В место, где дремлет древние силы болот. Думаю, она тебе поможет. Опять на куриват спалют. Привет, мистер отец. Когда стартуют ворд-боссы, расписания пока нет. Как только она будет известна, она тут же появится у меня в дискорде. Так что, нужно там отслеживать. Точно не пропустишь. Не в городе. Продолжение следует... Здесь набудут еще более высокую уровню в локации. Или типа я уже... Максимальную уровню в локации посещаю сейчас. Вы сюда пришли. Мне тут делать нечего. Неужели ты не видишь? Позволь мне вернуться. Вернуться? Куда? О, нет, Харадрим. Ты останешься с нами. У тебя еще много дел. Свет. Чувствуешь? Магия была-то здесь сильнее. Конец второго акта. Ты что, шутишь? Что это пятый акт уже? Вальто приводила меня сюда, когда я была моложе. Здесь ты встретишь своих демонов, будь то страх или скорбь. Ты такая... Нет. С меня довольна. А что ты будешь делать? Наваловать и ничто не дается даром, Харадриль. Даже твоя магия. Все, к чему ты привык, тут не работает. Я... Да, я на 300-х, это могло северное. Приключения. Неужели с годами пропал? Иди и принеси дар болоту. Кольцо или ожерелье. Что-то, что тебе дорого. А наш друг пока соберет кое-что. Гной личинки и желтый лотос. Тортуте есть и гной личинки. Что случилось-то? Нормально же общались. Собери гной личинки. А где его собрать от гной личинки? Здесь же где-то собиратель. Вот перец надо, нет? Вроде бы здесь же. Конец пятого акта с Элит битвой, а я откуда знаю. Я же не прошел игру еще, я первый раз прохожу. Мы как раз сюжет сегодня и проходим, чтобы с сюжетом уже быть знакомым на 100% и понимать, где что, кого, куда. И дальше уже спокойно заниматься прокачкой и не отвлекаться ни на что. Нужно больше времени. И узнаем, кто там босс пятого акта. Ну, я предполагаю, что должно быть минимум два. Этот Элиас, Электон, который Элит вызвал. Черт бессмертный, этот. И сама Элит. Будут они по раздельности или оба сразу, я не знаю. Попробов вопросов. Нужно больше времени. Уровень слабый, вот огоняют за компрессией. Да-да-да, видимо так. Был бы уровнем повыше, наверное, бы сказали, там, давай, помоги, там, с ритуалом, там, что-нибудь, не знаю, там. Или пойдем уже на Элит, дыхает, мозги парить, правильно? А тут нет, сходи, а... Я еще не готов. Гниль какой-то пособирай там. Что, непонятно, из кого ее собирает эту гниль. Из кого она тут падает? Гной королева личинок. Где мне взять королеву личинок? Самое интересное, что даже на карте отметки никакой нет. То есть, типа... И он бега ищи, что ли, или что? Хотя, когда бега ищи, тоже обычно отметка на карте, типа, что вот где-то здесь есть там королева личинок или типа того. Нет, разделения по уровню здесь нет, здесь есть монстры уровня соответствующие. Вот сейчас я бью монстров 36 уровня, а я сам 34-го. То есть, по идее, если бы я по уровню докачался, то я бы здесь чувствовал себя там совсем плохо. Но я себя нормально чувствую здесь. Вероятно, потому что я играл на втором уровне сложности сразу. Что, в общем-то, и было правильным решением здесь. Поэтому хорошо подкачался к этому моменту. Данш, нет, данш это выход из локации, это отмечен, когда квест идет. Нет, это... Ну, совсем так здесь работает тут. И эти отметки на данжах только опутаницу вносят дополнительную. Вот я нашел какое-то место уже. Королева личинок сейчас будем выманивать здесь написано, что ли, почему? А вот королева личинок. Прекрасно. Источает гной написано. Сказал, зашибись. Теперь желтый лотос. Где бы он ни был. Проснулся, кроты, говорит, начал. Ушел на работу, ночную, перекур, поел. Рома, феналезает. Бодрогет. Еще, да-да-да. Я ни разу еще не поел за все это время, кстати, даже. Еще даже ни разу не поел. Видимо, сегодня у меня будет ночной жор, судя по всему. Да, вторая штука, видимо, сверху находится. Это лотос этот. Где-то сверху, видимо. Рога топ урон. Ну, на старте игры, да. В старте игры, да. Рога самая быстрая, самая смелая и умелая. Но, правда, она требует некого понимания того, как ей играть. Но поэтому я и на бетах, на последней бете всю бету играл именно рогой. Тренировался играть, чтобы сейчас на релизе уже спокойно проходить игру и не париться. По этому поводу. Так, что я качал последнее здесь? А, насыщение точно. Покажи игрит умения. Вот, давай покажем. Самое время, ага. 1-1-1. Здесь пятерочка, 1-1. Здесь 1-1-1. Здесь единичка. Здесь троечка. Здесь троечка. Здесь 1-3. Здесь 5-1-1 будет. Троечка. 1-1-1. И вот здесь единичка. Вот так. Вот это. Где лотос-то? Он как-то отмечен или я должен его просто найти здесь? Типа лотос, вот он растет где-то или типа того. Ну, пойдем, дорогой, ты к нему будешь подходить, он должен отметиться каким-то образом, я так понимаю. Сейчас, ладно, сверху, короче, сходим. Там не исследована локация, поэтому я полагаю, что... Королева личинок даже не заметил. Ну, персонаж такой, да? Такой персонаж. Мало кого замечает, в принципе. Единственный босс, на котором я чуть-чуть запарился и даже помер, это была Лилит. А всеми остальными как-то, ну... Если даже и было сложно, то проходима в любом случае была. Лилит, ой, не Лилит, а это кто она? Андреэль, господи, Лилит. Андреэль. На Андреэль было туговато немножко. Да Лилит-то я еще не добрался, даже не знаю, какая она. Какой-то мне муксет и все остальное вообще непонятно пока что. А, вот и лотос. С лотос нами тоже нападет или как это пройдет? Для этого понадобится время. Можно лицоточек сорвать, пожалуйста? Да, вот он. О, спасибо. Теперь можно вернуться, правильно? Нужно больше времени. Не взял ни доту, но... Не взял. 35-й скилл куда вложил? Сюда. Сейчас 36-й туда же вложу еще. Ага, пить чай мы будем ждать. Просто оскурили и ждали, теперь будем пить чай и ждать. Хорошо. Минуты, когда болото вытянет из твоей души все, что ее отравляет. Как яд из раны. Мм. Мм. Играет музыка Играет музыка Играет музыка тебя ты был готов в течении и теперь должен постой Ты только... Отец, я готов. Я ведь предупреждал, что Харадримы будут только мешать. Прикольно. Только взгляни на них. Так поглощены своими эмоциями, что забыли о том, что действительно важно. Настоящая угроза это Лили, а не Элиас. Я знаю, почему ты так ее боишься. Моя судьба связана с твоей. Если Лилит поглотит меня, санктуарий обречен. Но у тебя еще есть шанс ее остановить. Давай я открою портал прочь из этого болота. С Элиасом пусть разбираются Харадримы. Этот грех на их совести. А мы с тобой можем объединить силы, чтобы остановить Лилит. У меня только одни союзники. Мои друзья. Верни меня к ним. Час расплаты придет. И тогда ты поймешь, кто твои настоящие друзья. Воспользуйся порталом. Он вернет тебя к союзникам. Нет, сегодня я собаку не гладил. Если Лилит достигнет цели, тебе останется винить только себя. Привет, Хелмут Балдорес. Лучше Диабло 2 и Диабло 3. Диабло 3 это помойка, в принципе. Так что даже вопрос не стоит. А Диабло 2 это отличная игра, которая живет своей жизнью. Диабло 4 на нее никак не повлияет. Можно ли взять одиночную на PS5? Одиночной игры здесь в принципе нет на All Games. Одиночной игры здесь отсутствует как бит. То есть только мультиплеер. Еще не знаю. Он часами бродил вокруг, пока чай не выдохся. Долгий путь по болотам, плодотворнее короткого. Похоже, твой путь был еще дольше. Сразилась со своими демонами, как Харадрим? Да. Надеюсь, больше не придется. Чем-то 3 помойка. Ну, тем, что она нарушает основополагающие принципы, ради которых люди играют в RPG. Точнее, в RPG. Не удерживает тебя в игре. Если ты посмотришь на то, как играют люди в Диабло 3, они приходят в начале сезона, за 2-3 дня, максимум за неделю закрывают сезон и сваливают из нее к херам. Так люди в Диабло играть не должны. Игра ничем не цепляет и ничем не заставляет вернуться. Не знаю, как тебе еще объяснить. Если ты мне не играл, то я думаю, вопрос у тебя возникать не должно. Хотя, может быть, тебе и понравится, кто его знает. Угир, же есть фанаты. Так, что? Теперь получится, когда он накурился? Ну, давай накуренный. Ну, смотри, на козьем заговорил. В прошлом раз-то ничего такого не делал. Сразу сказал, что не получается, и все. Тише. Назад. Опять ничего не получилось. Может, вполне. Не знаю, не знаю, не знаю. Это так просто. Ты не представляешь. Какова цена? С чем нужно столкнуться? Преодолеть. Ради такой магии. Может быть. И все же... Все готово. Нельзя медлить. Да. У нас дело в крепости Закарума. Закончим с ним. Пойдем. Пойдем уже лилит месить. Или не пойдем. Куда тебе надо? Выглядишь усталым, старик. Я могу провести ритуал. Да. Я думаю, что готов. По крайней мере, готов к настройке Камня Души. Что касается дальнейшего, победить лилит, заточить ее в камни. Мы знаем, чем такое заканчивается. Я должен верить, что теперь все зависит только от нас. Нет пророчеств. Где лошадь? В кармане, видимо. Где бравый герой носит лошади? Где-то в кармане, видимо. Здесь что-то не так. Тут все какое-то не такое. Лучше закончить побыстрее. Какое не такое? Чая с травой нет. Да-да. Я вам втопил. Ты посмотри, чай, как действует. Сейчас прочего бежит, и там его, судя по всему, кокнут этим штуком. Что-то он сильно быстро несется. Быстрее, чем мы бежим. Нет? Нет, пока еще живой. Итак, Ларет. Мы нанесем сюда шесть печатей Дендеса. А потом повторим вторую и четвертую наоборот. Рада, что вы пришли к согласию. Нейрелла тоже помогает? Одной рукой своей. Чувствуешь? Что такое ведьма? Кто-то идет. Это Элиас. А, вот тут мы с ним столкнемся, да? Я смею ходить. Да я сама его убью. Да-да-да, втроем они придут, втроем твой путь откроют. Ага, кстати, это точно. Дерево хочет, чтобы ты расплатился за все. Я требую того же. Дерево хочет. Твоё дерево я сожгу, а заодно спалю и твой труп. Я никому ничего не должен. Только матери. Нужно больше времени. Для этого понадобится время. Ой, ой, ой. Воу, оу, оу, оу. Давай, блядь, суточек. Давай, 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 давай. Ой, ой. Опа. Насыпал, насыпал тут. Петр, привет. Но здесь польская учетка, нафига тебе казахская, я не понял. Покупай на польскую. Что за кольцо? Ну, кстати, неплохо, неплохо. Надо бы поменяем. Догонить ее к Таису. Сейчас загоним. Надеюсь. Да я здесь. Да я уж я вижу. Он сбежал от меня в туннелях. Но теперь он в болоте. Только не колебал убегать. Мы были готовы заканчивать без тебя. Он еще жив? Где он? Там, где кончится кровавый след. Сюда. Я думал, что наконец-то его уже убью. И мы будем на пути к Лилит уже. Тут, блин, какая-то это... Странная какафония происходит. И чего? Таиса, мне нужно поговорить с ним. Давай, Харагрим. Ларат. О, Элиас. Оно того стоило? Скажи. Я привел Лилит в санктуарий. А это считалось невозможным. Когда силы преисподней ворвутся в этот мир, я должен быть рядом с Лилит. Готовый дать им бой. Ты оставил меня, чтобы я совершил то, что не посмел бы ты сам. И чего ты добился? Твоя жизнь прошла в пустую. Тебе не нужно меня прощать. Ведь мы здесь. Из-за тебя. Оно того стоило. Только трус мог это спросить. Такой, как ты. Элиас и Зароноха. Ох, не надо. По доброй воле ты дал клятву шепчущему древу. Я заслуживаю лучшего. Древо не забывает клятв и не прощает долгов. Довольно противиться. Лилит пришла. Лилит пришла с самого начала игры. Так, ты что вообще не играл в игру, что ли? Лилит пришла с самого начала игры. Игра с этого начинается. С прихода Лилит. На башку оторвало, что ли? А, оно понесло на дерево шепота ее, да? Голову эту. Прикольно. Ветер доносит смех. Голова Элиаса качается на шепчущем древе. И твой камень души настроен. Здесь я тебя покину. Покинешь? Мы идем к Лилит. Я рассчитывал, что ты пойдешь с нами. Я все понимаю. Но, Лилит, это ваша забота. У меня своих хватает. Что ж, тогда до встречи. И спасибо за чай. Прощай, Донан. Она назвала меня по имени. Лорат не поверит. А где он? В последний раз мы виделись, когда Элиас при смерти обозвал его трусом. И что, он понесся геройствовать? Решил один выйти против Лилит? Элиас так и не сказал, где ее найти. Но его голова на шепчущем древе. Оно знает, куда направляется Лилит. Лорат мог спросить. Но ему придется за это заплатить. Какую еще цену? Элиас заплатил ту же цену. Провести вечность на древе. Нет. Скорее к древу. Держи его. Да, сюжетка хорошо отлучена. Да, ебая. Да, прыгай уже. Так, сейчас я сбегу, водички донаберу и пойдем дальше. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то такое... Что-то такое там было, кажется... Не понял... А дерево где? А, все вижу... Лилит ускользала от нас безо всякого труда... Древо знало, где ее искать... Взамен... Я не знаю, что-то яков делал... Честно... Не так уж много... Врата, брат... Под колдеем... Разумеется... Это ведь безумие... Не безумие, дитя... Долг... Встретимся в Тарсараке и начнем подготовку... Только бы не опоздать... Чудно это знать, где ты окажешься после смерти... Чуб актов больше, чем 5... Чуб актов больше, чем 5... Вон что за ролик это был... И победитель не пощадил бы выживших... Нашим единственным шансом было добраться до Лилит раньше Инария... Но мы не могли предположить, что произойдет... Вон что за ролик получается это был... Поможете купить игру? Нет... С игрой я сейчас не помогаю с покупкой... Берусь к этому вопросу через несколько дней... В лучшем случае... Александр, прием в клан ведется в дискорде... Вся информация там... Так... Что делать надо? А, все, вижу... Ну, вообще мы им посетили еще одну крупную локацию... Так что, наверное, сюжет сейчас не закончится... Потому что... Еще на западе есть крупнейший город... Огромный... Мы там еще даже не были ни разу... Молчанием ты делаешь себе только хуже... Надо подождать остальных... Не думаю, что они придут, милая... За дорогой на западе... Дозорные на стену... Там побегут грешники... Никого из них не побегут... С...